Жак Валле. Хроники появления инопланетян. Аннотация. Отвергая шарлатанство и мистику, автор отстаивает необходимость тщательного сбора прямых свидетельств очевидцев, и только их, касающихся появления НЛО, и внесения их в специальный каталог приземлений, который уже существует и приведен в сокращенном виде в данной книге. И хотя эта книга вышла в свет более двадцати лет назад, ее тема по-прежнему актуальна и, как считает автор, будет актуальна и интересна всегда, пока в людях есть мечта проникнуть в тайны неизвестного. Именно для людей, стремящихся познать истину, и написана эта книга. Предисловие. Эта книга – попытка построить тоненький и хрупкий мостик между химерой и мифом. Это не научный труд. Можно было бы сказать о нем, что он философский, если бы существовала какая-нибудь философия в том, что следовало бы назвать недостоверным. Это не документальная книга, но если бы мечты, играющие в детей и крики женщин, сожженных заживо, могли бы опираться на какие-нибудь документы. И тем не менее многие жизни изменились. В том числе тайна иногда совершенно неуловима. И было много невинных жертв сожжено заживо только потому, что они верили в мечту. Эта книга – дань уважения всем тем, кто когда бы то ни было решился защищать свою мечту. С необычайной легкостью утверждают, что наша эпоха превзошла все исторические времена по резкому подъему уровня технических знаний, физическому могуществу над окружающей средой и экономической мощи. Однако менее часто подчеркивают, что нынешняя эпоха породила и продолжает порождать мифические материи, не имеющие ни качественных, ни количественных эквивалентов в богатейших архивах человеческого воображения. Я говорю о том факте, что за последние 20 лет люди часто рассказывали об увиденных летающих тарелках, неопознанных летающих объектах, НЛО, и тому подобное. Описание приземлений в этих рассказах беглое, но многие рассказчики сообщают нам о физических характеристиках, психическом развитии и побуждениях пришельцев. Это то и составляет основу книги-хроники появления инопланетян. За эти же 20 последних лет появилось большое число догадок и предположений, относящихся к вопросу о природе НЛО. Они дали начало тщательным исследованиям, которые возглавили комиссии, состоящие из ученых и военных. В этих исследованиях факты, относящиеся к выходу экипажа НЛО на поверхность планеты решительно игнорировались. Они практически не упоминались в официальной прессе. В результате такого подхода сложилось пренебрежительное отношение к единственной точке зрения, с которой можно и нужно было бы рассмотреть совокупность явлений в истинном свете. Члены комиссии не сумели проникнуться тем фактом, что вера в НЛО наших современников имеют глубокие истоки. На протяжении истории в разных странах периодически появлялись сообщения о пришельцах на Землю, что подтверждается подлинниками различных документов. Они появлялись в тех формах, которые были присущи культурным и национальным особенностям той или иной расы, а также и социальной структуре общества. Если произвести тщательный отбор этого исторического материала, то можно заметить, что он группируется вокруг главной темы – появление летающих существ, пришедших из отдаленных и легендарных стран. Их названия и отличительные признаки варьируются, но суть остается прежней. Будь то магони, небеса от «Земля эльфов», все эти неземные пространства имеют одно общее свойство. Люди не способны достичь их, будучи живыми, кроме, как мы это увидим, совершенно исключительных случаев. Посланцы этих неподдающихся нашему пониманию миров приходят на Землю иногда в человеческом обличье, иногда в обличье монстров. Они совершают чудеса. Они служат человеку или воюют с ним. Они влияют на цивилизации посредством мистических откровений. Они соблазняют земных женщин, а некоторые герои, решившиеся искать с ними дружбы, находят, что дочери страны эльфов исполнено столь сильного желания, что оно обнажает их более телесную, нежели возвышенную природу. Эта книга является также попыткой построить мост между историей и современностью по фактам, слухам, видениям и донесениям о пришельцах на Землю. С одной стороны, это заявление мужчин и женщин, живущих в настоящее время, которые утверждают, что видели подобных существ. С другой стороны, обширное поле аналогичных фактов, оставленных нашими предками. Эта книга шокирует, провоцирует на скандал, в некотором роде, как будто он поможет сделать доброе дело. Публика очень интересуется возможным научным разрешением проблемы летающих тарелок. Вопрос часто затрагивается в научной полемике, которая попадает на страницы еженедельников. Но эта книга не отвечает таким запросам. Я повторяю еще раз. Это не научный труд. Единственная цель книги – подкрепить документами миф, существующий и по сей день, т. е. миф о контактах между человеком и существами иной разумной расы, по всей видимости обладающей сверхъестественными способностями. Чтобы достичь этой цели, мне пришлось позволить себе известную вольность, с точки зрения многочисленных общепринятых верований, по отношению к правоверной науке и некоторым религиозным постулатам. Однако я воспротивился попытке обобщить нашу систему научных знаний, чтобы постараться объяснить этот феномен. Меня не прельщают поиски решений, так как природа все равно сведет подобные предположения на нет. Моей целью не является оценка вклада официальных исследователей или попытка заменить их в этом вопросе. Я не стараюсь решить задачу, выдвинуть какую-нибудь теорию, заставить кого-нибудь волноваться или поддержать чью-то веру. Каков бы ни был свет, который я проливаю на этот вопрос, он отбросит теней больше, чем я сумею разогнать. Но если мне удастся донести какие-то частицы информации до тех, кому это нужно, то я буду считать свою задачу выполненной. Подведем итог сказанному. Книга, к чтению которой вы приступаете, является усилием, направленным на поддержку систематической документации и литературных иллюстраций в современном фольклоре о летающих объектах и их экипажах, который в будущем встанет на место древних мифов и традиционного материала сказаний. Откровенно признаться, когда я начал работать над хрониками появления инопланетян, то совершенно забыл, что по профессии я ученый. Единственной моей движущей силой было стойкое ощущение, что наука не даст ответа на некоторые из основных запросов нашего сердца и что, может быть, нынешнее одиночество человека, отклик которого находится в великих страданиях прошедших времен, выделило, мобилизовало большую часть эмоциональных сил, большую часть интеллектуальных ценностей Магонии, совершенно недоступная цель, где внизу танцует и оплакивает грубый и грозный мир раса дружелюбных существ и грациозных фей. Жак Валле. Глава 1. Видение параллельного мира. 5 июня 1952 год. В джунглях Юкатана археологическая экспедиция под руководством Альберти Руциа Люэр и его трех компаньонов сделала замечательное открытие. Она проводила исследования в окрестностях поразительных монументов Поленки, которые возвышались в графстве Хеопас около известного селения Майя. Район Юкатан известен своим влажным и жарким климатом, благодаря которому тропическая растительность надежно скрыла в своих дебрях храмы и пирамиды, сооруженные Майя. Эта цивилизация обратила на себя внимание благодаря гениальности ее архитекторов. В начале нашей эры она понемногу ослабевала и приблизительно в девятиф. Исчезла окончательно, то есть в момент, когда в Европе правил Карл Великий. Одно из самых впечатляющих сооружений Поленки – пирамида с надписями. Оно имеет вид усеченной пирамиды с длинной лестницей во фронтальной части. На вершине пирамиды находится большой храм. Для чего же мог служить подобный монумент? Задумываясь над этим вопросом, Люлиор и его коллеги высказали предположение, что пирамида была построена в качестве могил и для какой-то особенно важной персоны, правителя или именитого священника. С этой идеей они приступили к поискам какого-нибудь прохода или лестницы, ведущих внутрь пирамиды. И вот 15 июня 1952 года, экспедиция обнаружила целый ряд лестниц, скрытых в этом гигантском строении, которые вели под землю. Лестничный проход был сделан в соответствии с традициями Майя. Наклонные стены, придающие верхней части высокую коническую форму и заканчивающиеся узким потолком. Интересно, что в Юкатане индейские хижины имеют точно такую же форму. Она вообще свойственна тропическому климату, так как позволяет теплому воздуху подниматься вверх, сохраняя температуру внутри хижины оптимальной для жизни. В глубине лестничного прохода находился роскошный склеп. В нем был саркофаг, закрытый обыкновенной гравированной решеткой с 12 прутьями с одной стороны и семью, с другой. Эта плита толщиной в 10 дюймов весила около 6 тонн. Творение художников Майя неплохо сохранилось, хорошо различимы были даже малейшие детали. Археологи еще не сумели разгадать их назначение. Принято говорить, что цивилизация Майя исчезла, не изобретя даже элементарных понятий технологии. Некоторые археологи сомневаются в том, что ей было известно колесо. Между тем рисунок, выполненный на саркофаге из поленки, изображающий человека, управляющего сложной машиной, кажется, подчеркивает непростую и туманную мысль. Из того факта, что колени человека, о котором идет речь, почти прижаты к груди, а сам он опирается на сложную машину, из которой вырывается пламя, некоторые ученые, среди них русский ученый и писатель Александр Казанцев, предположили, что у Майя были контакты с посланцами высокоразвитой цивилизации, которые имели межпланетные космические корабли. Трудно найти подтверждение толкованию Казанцева, однако единственный предмет, который нам сегодня известен и который очень похож на рисунок Майя, это космический корабль. Нас также заинтриговал тот полубог, для которого с таким умением были построены саркофаг, склеп и пирамида. Его тело несколько отличается от строения тела Майя, как мы его себе представляем. Это тело мужчины ростом почти 6 футов. Один фут равно 0,3480 сто тысячных метра. Т. е. почти на 8 дюймов больше, среднего роста индейцев Майя. По мнению Пьера Анаре, Пьера Поря, загадка бога до колумбийского периода. Пэрис, этот саркофаг был построен для большого белого бога, Кукулькана. В конечном итоге ключ к этой загадке до сих пор не найден, и тропические джунгли Центральной Америки, где дюжины храмов и пирамид все еще скрыты под буйной растительностью, пока не позволили разгадать тайну Паленгского саркофага. Возраст богов. Чаще всего описание летающих объектов встречается в религиозной литературе, равно как и описание организации, природы и философии существ, управляющих этими объектами. Действительно, некоторые писатели часто отмечают, что фундаментальные тексты любой религии намекают на какие-то отношения между людьми и высокоразвитой расой существ, пришедших с неба. В частности, подобная терминология встречается в Библии, где говорится, идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудия гнева его, чтобы сокрушить всю Землю, книга пророка Исаии. ИС-5. Посланцы обладают способностью летать в космосе при помощи блистающих приборов, которые иногда называются небесными колесницами. Появление посланцев неразрывно связано с впечатляющими физическими и метеорологическими эффектами, которые описывались древними авторами как вихри, столбы огня и тому подобное. Пассажиры этих аппаратов, которых впоследствии иконописцы снабдили крыльями и сиянием, похожи на человека и могут говорить с ним. Они подчиняются строгой воинской системе. У французского художника Гюставо Дори, которому мы обязаны великолепными иллюстрациями к Библии, есть один рисунок, показывающий нам такие небесные колесницы в их могущественном и фантастическом полете над горами и стучи над безднами. Один из периодов доисторической Японии, заканчивающийся приблизительно в 1300 году, до Рождества Христова, получил имя Эра Джамон. В этом периоде проявилась невероятная артистическая активность, когда были изготовлены земляные статуи. Сначала эти статуи, представлявшие собой человеческие существа, были очень простыми, и обязательно маленькой высоты. Однако к середине этого периода художники начали моделировать более величественные статуи, со стандартными линиями, но совершенно новым рисунком. Широкая грудь, согнутые ноги, очень короткие руки и большие головы, скрытые под касками шлемами. Археологи не могут прийти к единому мнению даже в вопросе о природе этих шлемов. В 1924 году. Доктор Гентаха себе осторожно предположил, что таким головным убором в действительности пользовались при погребениях. Это мнение основывалось на сходстве такого головного убора с найденной им деревянной маской, используемой при погребениях в Африке. На севере Японии около Тахоку есть несколько статуй с лучшей обработкой, которые как будто бы носят солнечные очки. У них громадные глаза с горизонтальной прорезью, как у насекомых. Предполагают, что статуи, датирующиеся концом эры Джамон, изготовленные сначала из земли, были впоследствии сделаны из скальных пород или рассыпчатых камней. Те статуи, что находятся в Камукай, провинция Намбу, высечены в скалах и одеты в шлемы. На одной из них, статую Догу Джамон, датирующаяся 4300 год, до Рождества Христова и извлеченная из руин Амадаки в префектуре Ивате. На фронтальной части ее шлема выделяются некоторые детали. Круглое отверстие у основания носа, напоминающее пробитое небо. Важно отметить сходство между костюмом Догу и костюмами, которые носят астронавты. Они подводят исследователей эры Джамон к предположению, что статуи призваны увековечить память о визитерах из космоса. Шлемы, снабженные фильтрами, а также большие очки, высокие и широкие воротники очень напоминают современные космические комбинезоны. Тот факт, что скульпторы создали эти статуи пустотелыми, тоже порождает интригующие вопросы. Как мы можем теперь констатировать, Дальний Восток вообще является богатейшим источником документов о сверхъестественных существах и небесных знамениях. Колдуны из туч. Принято считать, что выражение «летающие тарелки» пришло из Америки. Имеет ли это какое-либо отношение к американскому бизнесмену образца 1947 год? Не появилось ли это выражение на основе первого официального расследования, осуществленного военными властями Соединенных Штатов несколько недель спустя? Конечно, да. Но вот что интересно. Один техасский фермер описал появление в январский день далекого 1887 год. Жак Валле. Anatomy of a Phenomenon. Шикаго, 1965. Летающего объекта темного цвета, похожего на большую тарелку. Более того, древние японские документы говорят, что 27 октября 1180 года, незаурядный светящийся объект, похожий на некую земную лодочку, пролетел в ночи с горы провинции Кют-горе Фукухара, расположенной на северо-востоке. По истечении некоторого времени объект поменял направление и полетел на юг, где потерялся из виду, оставив за собой светящийся след. Принимая во внимание промежуток времени, который прошел с момента этого ведения, как любят говорить исследователи аэронавтики из Соединенных Штатов, было бы достаточно трудно в наши дни получить какую-либо дополнительную информацию. Однако интересно найденное свидетельство японского летописца средних веков, который говорит о летающем горшке. Мы должны поздравить японцев с успехом в деле постановки первых официальных исследований. И есть даже одна занятная история, которая прекрасно сочетается с последними достижениями американской авиации. Она настолько интересна, что я не могу устоять перед удовольствием изложить ее здесь. Дата. 24 сентября 1235 года. За семь веков до наших дней. Генерал Юрид самостоял лагерем со своей армией. Неожиданно произошло любопытное событие, по небу туда и обратно перемещались таинственные источники света, они кружились на юго-западе, оставляя за собой следы, и все это продолжалось до самого утра. Генерал Юрид Сума отдал приказ о начале углубленных научных исследований, как сказали бы сегодня, и его коллеги принялись за работу. Им не понадобилось много времени, чтобы составить отчет. Это совершенно нормальное явление, генерал, как вкратце доложили они. Это всего лишь ветер ворошит звезды. Источником информации в данном случае является отчет Юсукидж. Матумуры из Икагамы, который с грустью добавляет. Ученые, состоящие на жалование у правительства, всегда составляли двусмысленные отчеты, подобные этому. Небесные явления были настолько заурядными для Японии средних веков, что, кажется, они напрямую влияли на события, происходящие с людьми. С ними связывали мятежи, восстания и народные волнения. Японские крестьяне интерпретировали знаки неба как серьезное знамение, которое по-своему вдохновляли их на возмущение и протест против феодальной системы и иностранного вторжения. Они думали, что их восстания увенчаются успехом. Можно привести множество примеров, относящихся к подобным происшествиям. Например, 12 сентября 1271 года. Известный священник Нихирен должен был быть казнен в Татсунакучи, Камакура, но в этот момент в небе появился блестящий и светящийся объект, напоминающий полную луну. Не стоит говорить, что официальные лица были в панике, а казнь не состоялась, Bulletin of the C. B. A. Association, Ил-1. Иокогама, 1964. 3 августа 989 граммов. В период больших народных волнений были замечены три круглых объекта и еще один, светящийся неземным светом. Через некоторое время они соединились. В 1361 году. Летающий объект, описанный как имеющий форму барабана диаметром около 20 футов, взлетел с острова, расположенного в западной части Японии. 2 января 1458 года. В небе был замечен какой-то блестящий объект, который был похож на полную луну, и за этим явлением последовали странные знаки на небе и на земле. Два месяца спустя, 7 марта 1458 года, было отмечено появление пять звезд, формирующих окружность вокруг луны. Они три раза изменили свой цвет и внезапно исчезли. Глубоко потрясенные правители посчитали эти знаки предвестниками великих волнений в стране. Все жители Киота ожидали, что начнутся бедствия, и этому настроению подался даже сам император. 10 лет спустя, 8 марта 1468 года. Темный предмет, издававший шум колеса, взлетел ночью с горы Казуга и отправился на запад. Сочетание шума и цвета таинственного объекта трудно было объяснить обычными терминами. Вечером 3 января 1569 года, из пламени на небе появилась звезда. Ее восприняли как предзнаменование, говорящее о серьезных переменах, падение династии Шу. Подобные явления повторялись в 17 и в 18 ВВ. Например, в мае 1606 год. Над Киото были замечены огненные шары, и однажды вечером многочисленные самураи вдруг увидели, что один огненный шар, похожий на красное колесо, кружился над замком нее. На следующее утро город напоминал улей и люди шептались. Должно быть, это предзнаменование. В сентябре 1702 год. Много дней подряд после полудня солнца становилось цвета крови, и начинали опадать волокна хлопка. Такое же явление наблюдалось в 1917 году. Фатиме, Португалия. Когда 2 января 1749 года, в небе появились три круглых предмета, напоминающих Луну, которые оставались неподвижными в течение четырех дней, в Японии воцарился хаос. Произошли настолько сильные народные волнения, связанные с этими небесными загадками, что правительство приняло решение действовать. Те, кто приняли участие в мятежах, были казнены. Сметение еще более усилилось, когда люди заметили в небе три Луны, расположенные в ряд, а несколько дней спустя два солнца. Без сомнения, это были природные явления, похожие на миражи, которые неверно истолковывались и вызывали в народе многочисленные волнения. При дальнейшем изучении этих материалов оказалось, что нередко было невозможно отделить в них фактические наблюдения от толкований, опирающихся на эмоции. Однако по ним было точно, что необычные явления, наблюдавшиеся или воображаемые так или иначе сказывались на поведении людей. Во всех случаях эти рассказы свидетельствовали, что жизнь людей была полна загадочными происшествиями, которые они не могли объяснить. Можно предположить, что все необычные явления, которые в действительности имели место или были только в воображении людей, побудили их к вере и во многом определили их судьбу, т. е. их судьба была управляема оккультными силами. Достаточно коротко ознакомиться с архивами средневековой Восточной Европы, чтобы убедиться, что подобная шумиха вокруг летающих предметов и паранормальных явлений нередко возникала и там. В 1575 году. Пьер Бестуа заметил. Лик неба настолько часто изменялся бородатыми. И косматыми кометами, факелами, огнями, колоннами, копьями, щитами, драконами, лунами, многочисленными солнцами и другими предметами подобного рода, что, если бы возникло желание подсчитать явления, произошедшие с рождения Иисуса Христа, и отыскать причины их возникновения, человеческой жизни на это не хватило бы. Согласно изданию этой же книги за 1594 год, вот что произошло в нескольких милях от Тюбингена, Германия, 5 декабря 1577 года, в 7.00. Множество черных туч появилось вокруг Солнца, как это бывает при грозе. Появились из Солнца и другие тучи, желтые, как шафран. Из этих туч исходили потоки света, имеющие форму больших, высоких и широких колпаков, и земля, казалось, сама была желтая, кровавая, покрытая высокими, широкими колпаками, которые принимали различные цвета, красный, голубой, зеленый, но более всего черный. Любой может достаточно просто догадаться о значении этого чуда и узнать, что Бог хочет от людей покаяния, что всемогущий Бог помогает всем людям узнать его в этом знамени. Для нас представляет несомненный интерес тот факт, что эти небесные предметы очень напоминают НЛО наших дней, которыми управляют странные создания. Так, слухи об НЛО и космических пришельцах очень взволновали многочисленных важных особ из Римской католической церкви. Может быть, правильнее было бы начать с цитаты, взятой из жизни святого Антония, рожденного в Египте и жившего в трехстах граммах. После Рождества Христова, создателя христианского монашеского ордена. В пустыне святой Антоний встретил существо маленького роста, которое после краткой беседы с ним убежало. Спустя немного времени в маленькой каменистой долине, закрытой со всех сторон, он видит карлика с сопящим рылом, с рогами на голове и раздвоенными, как у козла, копытами. Увидев его, Антоний, как хороший солдат, прикрылся щитом веры и шлемом надежды. Тем не менее существо подарило ему пальмовую ветвь, чтобы он мог питаться на протяжении пути, и как своего рода знак мира. Антоний, видя это, остановился и спросил, кто он такой. И получил следующий ответ. Я, смертное существо и житель пустыни, в которой блуждают язычники, поклоняющиеся ложной вере и называющие себя фавны, сатиры и инкубы. Я направлен как представитель моего племени. Мы просим вас ходатайствовать за нас о милости вашего господа и нашего, который, как мы знаем, пришел однажды, чтобы спасти мир, и голос которого дошел до всей земли. Как только произнес он эти слова, слезы потекли по щекам старого путешественника, свидетельство глубокого переживания и того, что он был исполнен радости. Он радовался величию Христа и гибели сатаны и все время удивлялся, что он может понимать язык сатира. И тогда, ударив о землю посохом, он сказал. Горе тебе, Александрия, которая вместо Бога поклонялась чудовищем. Горе тебе, город проституток, в котором собираются вместе демоны всего мира. Что вы можете сказать теперь? Глупцы, которые говорили о Христе. И вы, которые вместо Бога поклонялись чудовищем. Он еще не закончил говорить, а дикое создание исчезло вдали, как если бы обладало крыльями. Пусть никто не усомнится, что этот случай имел место. Его достоверность находит свое подтверждение в том, что произошло, когда на троне был Константин, и чему весь народ был свидетелем. Существо подобного рода живьем было доставлено в Александрию и показано народу как чудесный спектакль. Позже, чтобы избежать разложения трупа под воздействием жары, его сохранили в соли и отправили в Антиохию, чтобы на него мог посмотреть император. И снова мы встречаемся с рассказом, вероятность которого не может быть подвергнута сомнению. Жизнь первых святых наполнена удивительными чудесами, которые должны быть рассмотрены скорее с точки зрения литературного повествования, чем научных данных. Важно то, что тексты с религиозной основой содержат материал, который, если можно так выразиться, отвергает сомнения в существовании созданий, по мнению большинства людей, сверхъестественных по своей природе. Наблюдения Святого Антония и им подобные будут иметь решающее значение, когда религиозным деятелям придется разрешать проблему ценности средневековых свидетельств о существах, пришедших с неба, а также оценивать вызывания демонов при помощи оккультных способов, и даже чудеса нашего времени. Детали и терминология в наблюдениях Святого Антония и других не имеют здесь большого значения. Достаточно отметить, что в его рассказе странное существо в одинаковой мире называется сатиром и декарликом и что сам он говорит нам о язычниках, которые также использовали слова Фаавны и Инкубы. О человеке такого рода говорит и Святой Иеремия. Термины, которые они использовали, стали объектом путаницы на всем протяжении изучения этих легенд. Однако из вышеприведенного рассказа становится ясно, что для Святого Антония создание не было ни ангелом, ни демоном. Если бы оно таковым являлось, это сразу бы стало заметно. В индийской книге по астрономии доисторических времен Сурия Сиддханта, возраст которой 20 веков, говорится, что под луной и над тучами летают ситхи, совершенные люди, или диакры, обладатели знания. Согласно Эндре Томасу, 1958, индийская традиция склоняется к тому, что ситхи могли становиться по своему желанию очень тяжелыми или легкими, как перышко, преодолевать пространство и исчезать. В писаниях Лионского архиепископа Агабара также можно найти толкования, относящиеся к существам, которые пересекают небеса и опускаются на землю. Агабар, рожденный в Испании в 779 граммах, в трехлетнем возрасте прибыл во Францию, где впоследствии стал архиепископом в 37 лет. Один из самых известных и просвещенных прилатов девятого века, умер в 1840 году. Оставил после себя интересный рассказ о знаменательном происшествии. Мы видели и слышали многих людей, погруженных в такую великую глупость, в такие глубины безумия, что верили в существование некой области, которую они называли Магония, где в тучах летали корабли, доставляя сюда земные фрукты, чтобы предотвратить град и бурю. Моряки платили дань колдунам буре, а сами получали зерно и другие продукты. Среди этих людей, чье слепое безумие было достаточно глубоким, позволяя им поверить в такие вещи, я заметил четверых, связанных по рукам и ногам, которые выделялись из общей массы, трое мужчин и женщина. Они утверждали, что выпали из этих кораблей. Их доставили к нам, чтобы толпа их не побила камнями. Но правда одержала верх. Ниже мы увидим, что оккультисты дают совершенно различные толкования того же самого случая. Семь посетителей Фацеиуса Кардана. В течение всего Средневековья существовало важное течение мысли, идущей вразрез с официальной религией, которая подкреплялась работами алхимиков и их последователей. Среди них были первые ученые и известные люди, которые выделялись независимостью взглядов, порой даже рискуя жизнью, например Парацельс. Природа существ, которые появлялись облаченными в таинственные блистающие одежды или покрытыми темной шерстью и войти в контакт с которыми было очень трудно, вызывало у этих людей огромный интерес. Они были первыми, кто нашел точки соприкосновения между этими странными существами и созданиями из Библии и писаний первых каббалистов. Согласно библиографам, в небесную иерархию входили существа с человеческим обличьем, называемые херувимами, что на иврите означает «полный знаний». Иезекиэль описывает их следующим образом. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня, Иезекиэль 1.13. Эти таинственные создания, которые пересекали небеса и землю на своих облачных кораблях, невзирая на авторитет Агабара, не были ли они одного роду и племени с ангелами, как спрашивали себя древние философы? Нет, потому что они были смертны. Евреи имели обыкновение называть этих существ, которые были между человеком и ангелами. Садем. Греки, изменяя порядок букв и добавляя одну согласную, называли их демоны. Древние философы считали этих демонов существами некой воздушной расы, которые управляли жизнью и смертью и были неизвестны тем, кто в те отдаленные века не пытался постичь истину в своем древнем обиталище т. е. в Кабалии и еврейской теологии. Они обладали специальным искусством входить в контакт с воздушным народом и находить общий язык со всеми обитателями воздуха Монтфакон де Вияр, Граф Габалии или Беседы о научных загадках. Гюэл. 11. Клод Барбен, Париж, 1670. Даже Плутарх создает полную теорию о природе этих существ. Было бы абсурдным утверждать, что не существует середины между двумя крайностями, смертью и бессмертием. В природе не может существовать такого огромного пробила. Нельзя обойтись без своего рода промежуточной жизни, относящейся и к смерти, и к бессмертию. Вот почему так же как мы находим связь между душой и телом, которую обеспечивает разум животных, также между божественным и человеческим существует раса демонов. Не вызывает удивления констатация того факта, что философы не были согласны с Агабаром в оценке троих мужчин и женщины, которых толпа в Леоне избила камнями. Совершенно напрасно некий философ раскрывает лживость какой-нибудь химеры, которую выдумали люди, и предлагает очевидное доказательство обратного. Важно то, что есть его опыт или основательность его аргументов и умозаключений. Человек встречает доктора и пишет, что они, опыт и доказательства, лживые ничего не значат, и отныне он устанавливает по ту сторону силы правды свое господство. Люди больше верят доктору, чем собственным глазам. Во Франции существовало памятное доказательство этого всенародного безумия. Известному каббалисту Ци и Дюхе во времена царствования Пепина пришло в голову убедить мир в том, что какие-то частицы населяют тех людей, природу которых я вам только что описал. Уловка, которой он решил воспользоваться, посоветовать Сильфом подняться над всеми, в воздух. Что они сделали довольно роскошным образом. Эти существа были видны в воздухе в человеческом обличье, иногда в военной форме, марширующие, отдыхающие на ветках или разбивающие лагерь из восхитительных палаток. Иногда они были видны на прекрасно сконструированных воздушных кораблях, летающие эскадры которых подчинялись воле теплого ветра. Что же произошло? Вы допускаете, что в эту невежественную эпоху кто-то хотел хотя бы поразмыслить над природой этих чудесных представлений. Люди тут же верили, что колдуны завладели небом с целью порождения бурь и выпадения града на урожай. Ученые, теологи и юристы, были скорее того же мнения, что и людская масса. Император также верил во все это. И эта нелепая хемера зашла столь далеко, что даже мудрый Карл Великий, а после него Людовик один налагали суровые взыскания на всех этих вымышленных воздушных тиранов. Вы можете прочитать об этом в первой главе королевских указов этих императоров. Сильфы в виде чернь, ученых и даже венценосные головы обеспокоенными их появлением, решили изменить сложившееся у людей мнение об их невинных полетах. Они начали захватывать людей в каждом населенном пункте, чтобы показать им своих прекрасных женщин, свою республику, свое правительство, а затем возвращали их на землю в различных частях света. Они привели в исполнение свой план. Люди, видевшие возвращение с неба похищенных соотечественников, бежали со всех сторон, заранее убежденные, что вернувшиеся были колдунами, которые покинули своих товарищей, чтобы «пропить яд на фрукты и растения». Одолеваемые ажиотажем, вызванным такой фантасмагорией, они начали подвергать пыткам этих невинных людей. Несчислимо огромное количество тех, кто принял смерть от огня и воды во всем королевстве. Однажды в Лионе были замечены, трое мужчин и женщина, спустившиеся с воздушных кораблей. Все население города собралось вокруг них, крича, что это колдуны, посланные Гримальдосом, герцогом Беревенским, врагом Карла Великого, чтобы уничтожить урожай французов. Напрасно эти четверо защищались, говоря, что они такие же, как и все остальные и были похищены, некоторое время назад невероятными людьми, показавшими им такие чудеса, о которых они никогда не слышали. Они сами хотели всем рассказать о том, что видели. Разбушевавшаяся чернь совершенно их не слушала и требовала предать огню, когда доблестный Агабар, леонский епископ, который совсем недолго прожил в этом городе, но приобрел большой авторитет, прибежал, встревоженный шумом. Выслушав обвинение людей и слова обвиняемых, он сурово заявил, что и те, и другие ошиблись. Неправда, что эти люди упали с неба, и то, что они рассказывают об увиденном там, невозможно. Люди поверили словам досточтимого отца Агабара больше, чем собственным глазам. Они успокоились, отпустили на свободу четырех посланцев Сильфов и через некоторое время получили книгу Агабара, которую он написал в подтверждение высказанных ему заключений. Таким образом, свидетельства этих четырех очевидцев оказались совершенно бесполезными. В средние века было описано такое множество подобных историй, что проблема общения с неземными созданиями стала преобладающим занятием алхимиков и важной частью их философии. Парацельс написал целую книгу о природе этих существ, но основательно позаботился о том, чтобы предупредить читателей об опасностях, которые могут возникнуть при контактах с ними. Я не хотел бы здесь говорить. Из-за тех неприятностей, которые могут обрушиться на головы желающих это испытать, о том соглашении, которое позволяет контактировать с этими существами и благодаря которому они появляются и говорят с нами. В отрывке, о заглавленном «Почему эти существа являются к нам», он предлагает такую хитроумную теорию. Любая вещь, созданная Богом, рано или поздно проявляется в человеке. Иногда Бог противопоставляет это дьяволу и разуму, чтобы убедить всех в их существовании. С высоты небес он также отправляет своих ангелов и служителей. Таким образом, эти существа являются к нам не для того, чтобы остаться среди нас и объединиться с нами, но для того, чтобы мы в конце концов сумели их понять. По правде говоря, эти явления довольно редки. Но почему должно быть иначе? Не достаточно ли одному из нас увидеть ангела, чтобы все остальные поверили в существование других ангелов? Парацельс родился около 1491 года. Это тот самый год, когда Фаций из Кардан отметил появление семи странных посетителей, родственных небесным созданием, невероятно заинтересовавших великого философа. Этот отчет был в записях его сына Джерома Кардана, 1501-1576, который хорошо нам известен как великий математик. Джером Кардан жил в Милане и был не только математиком, но и оккультистом, и физиком. В своей книге «De Satilitate» Кардан говорит, что довольно часто слышал от своего отца некую историю, и извлекает из архивов описание этого события. 13 августа 1491 года. Когда я закончил свои обычные повседневные дела, около восьми часов вечера ко мне внезапно явились семь человек, облаченные в шелковые одежды, похожие на греческие тоги, и обутые в сияющую обувь. Одеяния, которые они носили под блестящим красным пластроном, казались вытканными из ярко-красной материи и обладали невероятной красотой. Не все однако были одеты одинаково, а только те из них, кто, казалось, обладал более высоким положением, чем другие. Самый большой, с лицом красного цвета, был с двумя сопровождающими. Другой, с более светлым лицом и меньшего роста, был с тремя сопровождающими. Таким образом, всего их было семь. Нельзя сказать точно, были ли на них головные уборы. Им было, по-видимому, приблизительно по 40 лет, по крайней мере, никак не меньше 30. Когда спросили, кто они такие, они назвали себя людьми, сделанными из воздуха, но рожденными и смертными. Правда, их жизнь длиннее нашей и может продолжаться до 300 лет. Когда их спросили о бессмертии нашей души, они ответили, что ничто не переживет личность, у которой есть душа. Когда мой отец спросил, почему они не раскрыли людям местонахождение сокровищ, о которых сами знали, они ответили, что им это запрещено в силу специального закона, карающего тяжелейшим наказанием того, кто откроет эти сведения людям. Они разговаривали с моим отцом более трех часов. Но когда он задал вопрос, относящийся к основанию Вселенной, они разошлись во мнениях. Самый большой среди них отказался от утверждения, что Бог создал мир в незапамятные времена. Другой, наоборот, говорил, что Бог создавал мир понемногу, таким образом, что, если бы, он остановился в его создании хотя бы на мгновение, мир погиб бы. Что бы. Это не было, факт или басня, но таким образом обстоит дело. Почти 300 лет спустя в сентябре 1768 год, молодой человек 16 лет возвращался в университет Лейпцига с двумя попутчиками из Франкфурта. Большая часть пути проходила под дождем, иногда карета с трудом преодолевала подъемы дороги. Один раз, когда путешественникам пришлось выйти из кареты и идти пешком за лошадьми, молодой человек заметил невысоко над землей странный светящийся предмет. Внезапно во враге слева от дороги я увидел своего рода прекрасно освещенный амфитеатр. В воздухе блестели маленькие светильники в форме трубы в неисчислимом количестве. Они были расположены ступенями, один над другим. И светились так сильно, что этот блеск слепил глаза. Но больше всего в этом видении поражало то, что огни не были неподвижными. Они прыгали из стороны в сторону, перемещались вверх и вниз во всех направлениях. Однако большая их часть все-таки оставалась неподвижной и спускала свет. Когда меня позвали, я с огромным неудовольствием оторвался от этого зрелища, которое мне хотелось рассмотреть получше. Я спросил об этом явлении у Форрейтера, и он ответил, что никогда не встречал ничего подобного, но по соседству есть старый каменный карьер, заполненный водой. Остается только гадать теперь, был ли это пандемониум нечистой силы или собрание светящихся созданий. Я не смог разрешить эту загадку. Молодой человек, о котором идет речь, был Гёта. Согласно Кенетт Ангер, который я обязан этим интересным открытием, это описание можно найти в шестой книге автобиографии Гёта. Не представился ли бы немецкому поэту и ученому случай побольше узнать об этих светящихся созданиях, если бы он жил в 20 веке. Если бы можно было воскресить Парацельса, не нашел ли бы он новые материалы для своих теорий о природе этих странных и мимолетных рас, существ, пришедших с неба. Мы можем с уверенностью утверждать, что их внимание сразу же было бы привлечено архивами, относящимися к приземлениям НЛО. В следующих главах мы исследуем некоторые из событий, которые могли бы представлять какой-то интерес. Что они могут? Ничего. Они только указывают на то, что если бы ученые не продолжали склонять головы от страха перед разнообразием и силой природного феномена и человеческого воображения, то в наше время технологии и рационализаторских идей доказательства могло бы быть найдено, но не в мешанине средневековой философии. Возвращение гуманоидов. В одной из январских ночей 1958 год, одна дама, имя которой я не имею права упоминать, ехала на своей машине в снежной буре по автостраде из Нью-Йорка. Был 1 час 30 минут. Женщина ехала на встречу со своим сыном, который служил в армии, и вела машину очень осторожно, пытаясь отыскать выход, так как боялась, что дальше трасса окажется в снежных заносах. Видимость была крайне плохой, она не успела ни о чем подумать, когда ей внезапно показалось, что прямо посреди дороги возник каркас самолета. Были видны большое устройство и тонкий пруд высотой по крайней мере в 50 футов, который был освещен и, уменьшаясь в размерах, казалось погружался в землю. Двигатель стал глохнуть, и когда я приблизилась к предмету, машина совершенно остановилась. Я испытала приступ паники и безуспешно попробовала снова завести двигатель, как вдруг вокруг стало абсолютно темно. Моей первой мыслью было выйти из машины и посмотреть, что происходит, когда вдруг я заметила две формы, которые появились возле того же прута, все больше и больше погружавшегося в землю. Они как будто висели в воздухе и вращались вокруг своей оси. Можно было бы сказать, что это животное с четырех лапами и хвостом, но с двумя антеннами на голове, похожими на руки. Однако я даже не успела вздохнуть, как они исчезли и устройство поднялось в воздух. Тогда я поняла, что это была тарелка. Она развернулась и начала делать зигзаги примерно в десяти футах от поверхности земли, затем она поднялась выше и я уже не видела, куда она улетела. Внезапно аккумулятор моей машины опять заработал. Я завела двигатель, и все пошло хорошо. Подъехав к месту, где была тарелка, я вышла из машины и увидела большое отверстие шириной около фута. Там, где растаял снег, была видна трава, и она была теплая. Женщина рассказала эту историю своей семье, которая не хотела ей верить, но она написала Отто Биндеру, когда в газетах начали понемногу появляться его хроники Our Space Age «Наш космический век». В этом рассказе наибольшее удивление вызывает не столько то, что в нем описывается, а тот факт, что подобные истории стали с 1946 года. Если можно так выразиться, обычным делом во всех частях света, физикам они кажутся такими же невероятными и странными, как биологам мог бы показаться странным Карлик, которого описал Святой Антоний, при этом в некоторых рассказах добавлялись детали, в которых нельзя было усомниться. В известном событии в Сокоро, Нью-Мехико, полицейский Лопни Замора заявил, что видел двух маленьких существ, одетых в белое около блестящего объекта яйцевидной формы, который покоился на четыре подушках, а затем взлетел с громовым шумом, после чего стал совершенно беззвучным. Это событие произошло 24 апреля 1964 года. И официальные лица из местной полиции вместе с представителем ФБР имели возможность увидеть интересные следы, оставленные предметом. Еще более интересными были заключения Уильяма Т. Поуэрса о возможной механической конструкции приземлявшегося устройства. Здесь возникает чувство до странности напоминающее то, которое вызывала средневековая сцена. О ней мы рассказывали выше. Свидетель события в Сокоро перед беседой с сотрудниками из Института аэронавтики слабо был уверен в том, что видел модель конструкций, сделанную человеческими руками, и даже попросил о встрече со священником, прежде чем приступил к ответам на вопросы комиссии. Известно сообщение одной семьи из Кентукки, которая утверждает, что подверглась нападению со стороны множества маленьких человечков с совершенно фантастической внешностью. Это событие происходило, в течение ночи 21 апреля 1955 года, и дало пищу для многочисленных и странных описаний внешности визитеров. Сначала увидели создание, приближающееся к ферме с поднятыми руками. Когда до него было около десяти футов, двое свидетелей выстрелили в чужака. Он подпрыгнул и исчез в сумерках, затем когда мужчины вернулись в дом, появился в окне. В него снова выстрелили. Другое создание, замеченное на крыше, было подстрелено, но оно не упало, а пролетело над землей, прежде чем коснулось ее. Головы существ превосходили своими размерами обычные головы и были почти идеально круглые. У них были очень длинные руки, которые заканчивались огромными пальцами, похожими на когти. Существа были облачены в блестящие алюминиевые одежды, которые напоминали одеяния сильфы в 1491 года. Они продолжали приближаться к дому, появляясь из самых темных мест. Глаза их были огромными, больше человеческих, и, по всей видимости, очень чувствительными. У них не было ни ресниц, ни бровей, и располагались они по четырем сторонам головы. Создания шли пешком, но когда их можно было рассмотреть получше, казалось, что они бегут со всей мочи на четырех лапах, а их руки дополняли скорость. 10 сентября 1954 год. В Коругле, маленькой французской деревни около бельгийской границы, примерно в 22.30 Мариус Девельт вышел из дома и внезапно был поражен видом темной массы на железнодорожных путях. Девельт услышал шаги в ночи, зажег фонарь и оказался лицом к лицу с двумя существами, головы которых были скрыты широкими шлемами. Существа были облачены в одежду, напоминающую тяжелые скафандры подводников. У них были широкие плечи, но Девельт не заметил рук. Существа были высотой по меньшей мере в четырех фута. Он направился к ним с намерением помешать приблизиться к дому, но со стороны темного объекта который находился на рельсах, появился свет, и Девельт почувствовал, что не может сделать и малейшего движения. Когда он наконец-то смог двигаться, двое визитеров вернулись в свою машину и улетели. Этот классический случай имел странные последствия, которые не были опубликованы. Французские гражданские следователи, которые его расследовали, были тесно связаны с официальными представителями местной полиции. Однако в этой местности были и другие исследователи, а точнее представители воздушной полиции, прибывшие из Парижа. Когда приступили к анализу обожженных камней, обнаруженных на том месте, где Девельт видел тарелку, выяснилось, что сама полиция не располагала никакими сведениями о результатах этих анализов. Шеф местной полиции заявил. Группа официальных исследователей, работавших в тесном взаимодействии с воздушной полицией, принадлежит Министерству национальной обороны. Одно только название этого министерства исключает всякую мысль о какой-либо информации. 19 ноября 1954 год. Были обнародованы следующие факты. Полиция утверждала, что Девельт составил второй отчет об объекте, который он увидел рядом со своим домом, позже мы увидим, что в действительности в отчете описана какая-то посадка. Тем не менее полиция говорила следующее. Девельт и его семья решили, из страха перед враждебными публикациями, никому не доверять сведений, касающихся второго происшествия. Вот почему ни один из местных журналов об этом не упомянул. Более того, гражданским следователям вежливо, но твердо заявили, что отныне все сведения, относящиеся к подобным происшествиям, полиция будет хранить в строгом секрете. Между тем сообщения не иссякали, и некоторые из них могли бы доставить радость процессу. 14 октября 1954 года. Шахтер по фамилии Старовский заявил, что встретил на полевой дороге около Эршена, на севере Франции, странное существо с толстой фигурой, маленького роста, с огромными косыми глазами и телом, покрытым мехом. У карлика, ростом по меньшей мере в четырех фута, была большая голова в коричневом колпаке, который на высоте нескольких дюймов над глазами принимал форму повязки. Глаза на выкате, с очень маленькой радужной оболочкой. Нос плоский. Губы толстые и красные. Маленькая деталь. Свидетель не утверждал, что видел, как это создание выходило и возвращалось в летающую тарелку. Он всего лишь описал случайно встреченное странное существо, которое не использовало какого-либо летательного аппарата. Прежде чем ему пришла в голову мысль остановить его, оно исчезло. Шесть дней спустя, 20 октября 1954 года, в Италии в Поровичино де Эрбо, около Кома один мужчина, только что выехав из гаража на своей машине, заметил странное существо, ростом около четырех футов, облаченное в блестящие одежды, которая стояла около дерева. Заметив автомобилиста, оно направило на него луч, исходящий из своего рода цилиндра, который парализовал свидетеля до такой степени, что его пальцы, державшие ключ от гаража, разжались и ключ упал. Он бросился вперед, чтобы напасть на чужака, который внезапно поднялся над землей и полетел бесшумным вихрем. Автор этого невероятного рассказа, 30-летний мужчина, считается в этих краях честным человеком. Он пришел домой в состоянии такого сильного изнеможения, что вынужден был лечь в постель, и у его поднялась температура. Только расследование итальянской полиции смогло установить детали этого происшествия. 11 лет спустя архива отчетов о приземлениях НЛО и о странных существах, появлявшихся вместе с ними, действительно приобрели большое значение. Затем посыпался новый град сообщений. 1 июля 1965 года, с французским фермером Морисом Массом, живущим в Валенсоре, произошло следующее, когда в 6.30 он прибыл на свое поле и приготовился запустить свой трактор, он услышал поразивший его шум. Сделав несколько шагов, он увидел некий аппарат, который стоял на его лавандовом поле. Он решил, что это какой-то летательный аппарат и захотел направиться к нему, чтобы попросить пилотов поискать себе другое место для посадок. И только в двадцати шагах от прибора он увидел его полностью и понял свою ошибку. Предмет имел форму яйца с круглой пилотской кабиной и опирался на шесть тонких ножек и одну, центральную опору. Он был не больше обычного автомобиля. Перед аппаратом находились двое пилотов, которые, казалось, изучают лаванду. Они были облачены в серо-зеленые комбинезоны без швов. С левой стороны на поясе у них висел какой-то маленький сосуд. Второй сосуд, гораздо больших размеров, висел с другой стороны. Существа были не более четырех футов в высоту, у них были человеческие глаза, но очень большие головы, примерно втрое больше обычной человеческой. У них практически не было ртов, только маленькое отверстие без губ. У них не было ни дыхательных аппаратов, ни шлемов, ни перчаток. Когда масс приблизился к ним, они, казалось, неожиданно обнаружили его присутствие, но сделали это без малейшего намека на испуг или удивление. Один из пилотов вытащил из сосуда на поясе какую-то трубку и протянул ее в направлении масса, в результате чего свидетель оказался лежащим на поле и был совершенно не способен пошевелиться. В течение следующих 60 секунд двое существ разглядывали масса. Казалось, они вслух обмениваются своими впечатлениями, и это напоминало шум при полоскании горла. Свидетель настаивал, что эти звуки исходили из горла, в то время как рот оставался неподвижным. В то же время у них было человеческое выражение глаз. Мас заявил гражданскому следователю, что их внешность не вызвала страха и, на его взгляд, от них исходило больше дружелюбного любопытства, чем враждебности. Через несколько мгновений, Мас утверждает, что через минуту. Создание снова запустили свой аппарат. Дверь закрылась, как закрывается створка конторского шкафа, но Мас мог видеть их через стекло пилотской кабины. Они смотрели на него, в то время как объект выбирал заданное направление. Сначала он взлетел на несколько футов над землей, затем повернулся и улетел, набрав с места огромную скорость. Пролетев около пятидесяти метров, аппарат исчез. Французские ученые задавали свидетелю довольно обстоятельные вопросы, касающиеся последнего факта, так как были чрезвычайно заинтересованы этими данными. Но Мас настаивал на том, что он не может сказать точно, то ли объект улетел слишком быстро и глаз не успел за этим проследить, то ли он действительно исчез. Однако он четко знал, что предмет только что был здесь, а в следующий миг его больше не было. Мас остался лежать на поле парализованным. Слово «парализованный» не совсем правильный эпитет, который следовало бы употребить в данном случае. Мас говорил, что оставался в сознании в течение всего контакта. Его физиологические функции, дыхание, сердцебиение, совершенно не изменились, он просто не мог шевелиться и к тому же ему действительно стало страшно. Ведь он был один на своем поле и даже не мог позвать на помощь. Мас думал, что сейчас умрет, и только где-то через 20 минут он восстановил контроль над своим телом и сумел вернуться домой. У этого происшествия были последствия. В течение многих последующих недель Маса, казалось, подавляла непреодолимое желание спать, и все его знакомые, равно как и следователи, отметили, что он действительно очень нуждался во сне и не мог находиться в состоянии бодрствования более четырех часов подряд. Это одна из малоизвестных отличительных черт тех случаев, когда свидетель наблюдает за событием в непосредственной близости от места действия. Для Маса, который имел привычку работать от рассвета до заката Солнца, как это показывает ранний час его наблюдений. Событие имело впечатляющее и поражающее последствия. Одним из результатов шумихи, развернувшейся в прессе вокруг него, был огромный ущерб, нанесенный полю. Туристы толпами приходили смотреть на следы, оставленные аппаратом. Я должен также добавить, что Мас. был уважаемым человеком в кругу тех, кто его знал. Участник сопротивления, он был также добросовестным и удачливым фермером. Жандармы под командой капитана Вальне из Дина, расследовавшие его случай, расценивали его как человека исключительной честности. И вот этот человек рассказал нам историю, которая кажется не только фантастической, но и абсолютно невероятной. Какое впечатление произвели на Маса визитеры? По каким-то признакам Мас точно знал, что они не желали ему зла. Они не были враждебными, просто были равнодушными. Когда в течение долгой минуты Мас находился с ними лицом к лицу, откуда-то появилась внезапная уверенность, что они были хорошими, уверенность, причины которой он так и не сумел объяснить. Ведь он не смог понять, о чем они говорили на своем странном языке. История фантастическая. Однако она заставляет вспомнить историю, которую под гипнозом рассказали Барни и Бетти Хилл, историю об их похищении в Нью-Гэмпшире. В рассказе было такое же описание странного языка существ, чья внешность была почти человеческой, и было тоже невероятное чувство доверия к ним. Не было ни малейшего впечатления, что событие имело определенную цель или что это была заранее четко спланированная и подготовленная акция. Для психологов было чрезвычайно интересно констатировать, что эти существа могли так же быстро исчезнуть и что их внешность противоречила законам логики и физики. Все это словно отблеск воображения, чудовище из наших кошмаров и колдуны из нашего детства. Со слов наблюдателей, которые были в абсолютно здравом уме и полностью отдавали себе отчет в том, что видели, неведомые корабли оставляли отчетливые глубокие следы на поверхности Земли. Что все это означает? Каким образом можно согласовать эти иногда противоречивые факты. Некоторые более традиционные умы пускаются на поиски классических толкований. Правильно ли то, что мы стремимся отыскать в поведении высшей расы логику в соответствии с нашим разумом и его уровнем развития? Спрашивают они. Не было бы для нас более правильным находить в их поведении просто непоследовательные и беспорядочные действия, подобные тем, которые сделала бы собака, очутившись вдруг перед математическими формулами, написанными на доске. Если все эти существа реальны, то понять значение их появления на нашей планете мы сможем только тогда, когда в нашем видении мира появятся новые концепции. И если в действительности вышестоящая раса порождает то, что мы называем сегодня феноменом НЛО, не делается ли это в целях изменения судьбы человечества и чтобы подчеркнуть нашу ограниченность в области техники и также ограниченность разума. Эта теория принадлежит французскому писателю и ученому имя Мишелю и встречается во многих его книгах и статьях. Может быть из всех известных на сегодняшний день теорий она завораживает нас больше всех. Однако она не отвечает на вопросы, относящиеся к природе этих объектов. Дети неизвестности, если они в реальности не существуют, не должны ли мы рассматривать все, что вызвало эту шумиху, как знак того, что все-таки некоторые вещи в человеческом воображении изменились, и новый день освещает небеса неизвестные до этого дня коллективному сознанию. Может быть, они всего лишь плод нашего воображения, и наша к ним любовь есть не что иное, как любовь, испытываемая нами, например, к Бэтмену или к Золушке. Но они могут быть реальными. Ведь современная наука управляет лишь ограниченным миром, одной из малых частиц бесконечности. В любом случае, важно понять, каким реалиям отвечают эти события и почему эта новая знакомая одновременно так воодушевляющая и так озадачивающая в том, что касается нас самих. Это и является темой данной книги. Глава 2. Честные люди. Это был обычный день в лаборатории пищевых и фармацевтических продуктов Министерства здравоохранения, образования и культуры США, когда служба аэронавтики прислала запрос на проведение анализа кусочка пирожка, который был изготовлен на борту летающей тарелки. Человек, добывший этот кусочек, 60-летний фермер, Джо Симонтон, живший в одиночестве в маленьком домике в окрестностях Игл-Ривер, Ште, Висконсин. Ему дали три маленьких пирожка, один из которых он съел и подумал, что это был вкус картона. Служба аэронавтики дала более научное заключение. Пирожок был смесью жидкого водорода, крахмала, гречишной шелухи, шелухи семечек, сои и отрубей. Графики бактериальных и радиационных исследований этой материи не превысили нормы. Были проведены химические тесты материи с использованием инфракрасных лучей и другие опыты разрушающего характера. Лаборатория сделала заключение, что материя извлечена из обычного пирожка земного происхождения. Так откуда же он появился? Во что больше верить, это решать уже самому читателю, когда он прочитает эту главу. Она начинается с происшествия на Игл-Ривер, потому что этот рассказ — прямой отчет абсолютно искреннего человека. Выступая от имени Американской службы аэронавтики, U.S. Air Force, доктор Дж. Аллен Хайник, который ввел следствие по этому делу вместе с майором Робертом Фриендом и одним из офицеров воздушной базы Сёйвера, заявил. Нельзя сомневаться в том, что ощущение мистера Симантона, будто он стал объектом грандиозного эксперимента, вполне обосновано. Было около 11 часов утра 18 апреля 1961 года, когда внимание Джо Симантопа было привлечено странным шумом, похожим на шум подкованных шин на мокрой мостовой. Он вышел во двор и увидел серебристый, блестящий сильнее хрома предмет в форме блюдца, который парил почти на одном уровне с землей, но не касался ее. Предмет был около 12 футов в высоту и 30 футов в диаметре. Где-то на высоте 5 футов от земли открылся люк, и Симантон увидел в аппарате трех людей. Один из них был в черном костюме из двух частей. Рост пилотов был около 5 футов. При ближайшем рассмотрении оказалось, что они были похожи на итальянцев. Волосы их были черными, кожа смуглой. Рубашки контрастировали с воротниками сизого цвета, а их шлемы были ничем иным, как вязанными шерстяными колпаками. Один из людей поднял горшок, сделанный, по всей видимости, из того же материала, что и сама летающая тарелка. Его жест, без всякого сомнения, показывал Симантону, что они нуждаются в воде. Симантон взял горшок, вернулся в дом и наполнил его. В свою очередь, он увидел, как один из людей в летающей тарелке был занят тем, что выпекал какую-то пищу на своего рода гриле без огня. Внутренности аппарата были черными, как необработанное железо. Симантон, рассматривавший многочисленные панели, предназначенные для каких-то инструментов, услышал длинный завывающий звук, похожий на гудение генератора. Когда он сделал жест, означающий, что он заинтересовался приготовленной пищей, один из людей, одетый в черное в брюках с красными узкими галунами, протянул ему три маленьких пирожка около трех дюймов. Один дюйм равно два сантиметра пять миллиметров. В диаметре, в которых были проколоты маленькие дырочки. Все это длилось приблизительно пять минут. Наконец человек, который был к свидетелю ближе всех, присоединил что-то вроде ремня к какому-то крючку на своей одежде и закрыл люк таким образом, что Симантон едва мог рассмотреть его форму. Затем аппарат поднялся над землей футов на двадцать и направился прямо на юг, вызвав такой шквал ветра, что растущие поблизости пихты согнулись под его напором. Очевидец вспоминает, что на борту летающей тарелки имелись выхлопные трубы шесть, семь дюймов в диаметре. Люк был около шести футов в высоту и три в ширину. И хотя на протяжении рассказа аппарат назывался летающей тарелкой, он имел форму двух соединенных ободками мисок. Когда двое людей, посланных шерифом Шредером, знавшимся Мактана в течение четырнадцати лет, прибыли по месту происшествия, они не обнаружили никакой реальности этого рассказа. Шериф подтвердил, что очевидец убежден в правоте своих слов и рассказывает о происшествии как здравомыслящий человек. Пыща из страны фей. Случай на Игл Ривер так никогда и не был объяснен. Следователь службы аэронартики считает, что Симонтон, который жил один, внезапно начал галлюцинировать, находясь в состоянии бодрствования, и его галлюцинации включились в цепь событий, происходивших рядом с ним, которые он осознавал. Я слышал, что многие психологи Дейтона, Огайо, остались полностью удовлетворенными этим объяснением, а вместе с ними, и наиболее серьезные уфологи-любители. Увы. Уфология, как и психология, стала полем настолько узкой специализации, что у экспертов нет времени на поддержание более или менее приемлемого уровня своих основных занятий. Они настолько заняты рационализацией и мечтаний других людей, что уже не мечтают и не читают сказок о феях. Если бы они делали это, то, скорее всего, поверили бы в происшедшее с Джосси Монтоном и в его пирожки. Они знали бы, что такое дворянство и пища страны-фей. В 1909 год. Американец Вентце, который создал тезисы о кельтских традициях Британии, посвятил много времени сбору народных рассказов на тему сверхъестественных существ, их привычек, контактов с людьми и их пищи. Вальтер Эвелинг Эванс Вентце, The Fairy Face in Celtic Countries, It's Psychological Origin and Nature, Абертар, Рэнс 1909. В своей книге он изучает историю ирландца пэтофиния, о котором мы знаем только то, что он хорошо себя чувствовал в тяжелые времена. Может быть, речь здесь идет о голоде 1846 и 1847 гг. Однажды к нему пришла маленькая женщина и попросила овсяной крупы. У Пэдди было ее так мало, что ему было стыдно дарить ее этой женщине. Он подарил бы ей вместо крупы картофель, но женщина хотела овес. И он отдал ей все, что у него было. Она попросила спрятать его в ларь до своего возвращения, и Пэдди подчинился ей. А на следующее утро ларь был полон овса. Женщина была из дворянства. Жаль, что Пэдди не сохранил это ценное доказательство для Министерства здравоохранения, образования и культуры США. Возможно, удалось бы объяснить это чудесное увеличение числа зерен овса и других продуктов фей. В Ирландии всем хорошо известно, что если вы похищены феями, то ни в коем случае не должны есть пища в их дворцах, иначе вы никогда не вернетесь и станете одной из них. Интересно отметить, что анализ, сделанный службой аэронавтики, не обнаружил в пирожках, принесенных Симонтоном, присутствие соли. Действительно, один ирландец, довольно близко знакомый с феями, поведал Венцелу, что они никогда не ели ничего соленого, а мясо только сырое и пили чистую воду. Чистая вода – как раз то, что просили у Симонтона люди из летающей тарелки. Вопрос пищи является одной из тем, наиболее часто упоминаемых в традиционной литературе кельтских легенд с хорошо обоснованными рассказами о похищениях младенцев эльфами, а также об охоте на земных животных, которых они тоже похищали. Однако перед тем как затронуть эту обширную тему, нам следовало бы вооружиться сведениями второго плана, относящимися к тем таинственным людям, которых ирландцы называют дворянами, а шотландцы – добрыми людьми, Слеомайт. Эта градация приведена со слов одного из рассказчиков Венцеа. Патрик Уотер дает свое видеоописание человека-феи. Дворянство – прекрасный народ, живущий в горах и их окрестностях. Все они – чудесные соседи. Среди дворян совершенно нет плохих существ, это падшие ангелы, которые живут в лесах и в морях. Группа мальчиков увидела однажды в поле человека-фею с красным колпаком на голове. За исключением роста, он ничем не отличался от любого другого человека. Его рост был около 3,5 фута. Мальчишки окружили его, но когда он говорил, то так плевался, что они позволили ему уйти. Он скрылся в направлении старой чаще. И в Великобритании, и во Франции после 1850 года, существовало много мест, где можно было увидеть фей. Все рассказчики, все популярные журналы согласны с тем, что по мере развития цивилизации эти маленькие люди становились все более и более боязливыми. Однако пока еще существует несколько мест, указанных венцием, которые еще не лишены девственности. Таковы долины Язимит в Калифорнии, деревни в окрестностях Бенбульбена и Роспуана в графстве Слейга, Ирландия. Известно, что люди, обещающие Дублин, не раз прогуливаются по склонам Бенбульбена, горы, известные своими любопытными гротами в форме лунок. У самого подножия горы, там, где широкие полосы белого тумана плывут над Бенбульбеном, кто-то рассказал венцию следующую историю. Когда я был молодым человеком, то по привычке очень часто приходил в горы, чтобы половить форель или поохотиться. В один из холодных, суровых январских дней, когда я, вооруженный ружьем, в компании со своим другом очутился неподалеку от Бенбульбена, мы впервые в жизни увидели существо из дворянства. Оно было одето в голубое и носило головной убор, который, казалось, был украшен кружевами. Когда существо предстало перед нами, оно сказало нежным и кристально чистым голосом. Чем меньше вы будете сюда приходить, господин, тем лучше, так как здесь есть одна дама, которая хочет вас похитить. Затем она попросила нас не стрелять, потому что дворяне не любят, когда им мешает шум. Оказалось, это был караульное дворянство. Когда мы покидали гору, он попросил нас больше не возвращаться. И мы больше не делали этого. Венце попросил, чтобы ему описали это существо из дворянства, и вот что он услышал в ответ. «Эти люди, самое замечательное из того, что я когда-либо видел. Они гораздо лучше нас, поэтому и называют себя дворянами. Они не принадлежат к классу рабочих. Это военные, аристократы, со значительной и благородной внешностью. Эта раса отличается от человеческой своим умом, как мне говорили. Их способности восхитительны. Мы могли бы стереть с лица Земли половину человеческой расы, но мы не хотим этого, так как уповаем на наше спасение. Я знаю человека, на которого три или четыре года назад они наслали паралич. Их взгляд настолько пронизывающий, что, как они утверждают, они могли бы смотреть сквозь Землю. У них кристально чистый, быстрый и нежный голос. Дворяне живут в прекрасных замках в сердце гор, и там же находятся пути в другие страны, в том числе и в Ирландию. Некоторые живут в горах Уиклоу около Дублина. Как и у военных, у них есть свои гарнизоны, и они перемещаются из одного гарнизона в другой. Мой гид и собеседник сказал мне однажды. Я командую полком, господин. Они много путешествуют и могут появиться в Париже, Марселе, Неаполе, Женеве или Дублине, иногда даже группами. Особенно им нравится Испания, Юг Франции и Южная Европа. Дворяне интересуются делами людей и всегда становятся на защиту правды и справедливости. Иногда они воюют между собой. Они похищают образованных молодых людей, которые их интересуют. Они похищают все, и тело, и душу, и переселяют их в тела, подобные их телу. Однажды я спросил его, умирают ли они когда-нибудь, и он ответил. Нет, мы всегда остаемся молодыми, господин. Если вас похитят и вы хоть что-нибудь съедите в их дворцах, вы не сможете вернуться. Они не берут ничего соленого, а едят свежее мясо и пьют чистую воду. Они женятся, и у них есть дети. Мужчины и женщины могут жениться на чистых и хороших смертных. Они способны появляться в самых разнообразных обличиях. Однажды передо мной появился один из них, который был не более 4 дюймов ростом, но с хорошим телосложением. Он сказал мне. Теперь я гораздо больше, чем тогда, когда я появился перед вами. Мы можем делать из стариков молодых, из больших, маленьких, из маленьких-больших. Теперь, когда мы освежили память читателя на тему дворянства, может быть, он простит нам проведение дальнейших параллелей между верой в феи и уфологией. Происшествие на Игл-Ривер снова будет предметом наших размышлений. Пирожки, которые получил Симонтон, были, среди прочего, изготовлены из гречишной шелухи. Гречиха тесно связана с легендами Британии, одним из самых консервативных кельтских районов. В этом районе Франции еще более широко распространена вера в фей, хотя у Вен-Циа и Поля-Сюбия где-то около 1900 года. Возникли большие трудности при попытке найти бретонцев, которые могли бы сказать, что они своими глазами видели фей. Одна из особенностей традиционных бретонских легенд, приобщение фей или карликов крася существ, прозванных феонами. В главе нашей книги, посвященной тайной организации, мы поближе познакомимся с феонами. Я только хотел бы привлечь внимание читателя к одной очаровательной легенде, в которой говорится о феонах и магических пирожках из гречихи. Рассказывают, что однажды жила черная корова, принадлежавшая феонам. Которые жили в пещере. Эта корова уничтожила гречишное поле одной бедной женщины. Женщина горько плакала из-за этого. Феоны заключили с ней договор. Они следили за тем, чтобы у женщины всегда были лепешки, а она должна была хранить в тайне их договор. И действительно, она и ее семья заметили, что запасы лепешек у них стали неисчерпаемы. Увы, однажды женщина дала кусочек лепешки человеку, которому не должна была доверять тайну ее магического происхождения, и ее семья была вынуждена, как и раньше, сама изготавливать гречишные лепешки. Едва ли есть необходимость напоминать читателю, что в Библии тоже есть примеры магического пополнения запасов продовольствия, практически неисчерпаемого. Более того, некоторые люди в наши дни рассказывают истории, основной стержень которых близок к нашему. Следующим свидетельством мы обязаны Хартланду. Один человек, который жил в Брикнакшире, страна Галлов, вышел однажды из дома, чтобы отвезти на горное пастбище свой скот и баранов, и пропал. Около трех недель прошло и о безуспешных поисках, и жена уже считала его мертвым, когда он вернулся домой. «Три недели! Ты называешь три часа тремя неделями!» – удивился он. Когда она попросили его рассказать, где он был, он ответил, что играл на флейте в Уфорфе, местечке неподалеку от Ван Пул, когда вдалеке появились маленькие люди, которые понемногу стали приближаться, пока не обступили его тесным кругом. Они принялись петь и танцевать и очаровали его до такой степени, что он почувствовал себя совершенно растерявшимся. Они преподнесли ему маленькие лепешки, и он съел их. И никогда еще в своей жизни он не был так счастлив. У Вен Ца есть, конечно, несколько историй о пище из страны фей. Он собрал их во время длительных путешествий по кельтским селениям в первые годы нашего столетия. Джон Мак Нилл из Бары, старик, не говоривший по-английски, рассказал их Мишелю Бюшанану, который перевел их с гельского языка для Вен Ца. Это история о юной девушке, которая была похищена феями. Феи похитили девушку прямо из дома и заставили ее печь овсяные лепешки. Но сколько бы муки из шкафа она не извлекала, ее количество на полке не уменьшалось. И она продолжала печь лепешки без передышки, пока однажды старый человек феи не сжалился над ней и не сказал. «Я уверен, что вы давным-давно грустите и думаете о том, как бы вам покинуть наши края. И я расскажу вам способ, который позволит вам уйти отсюда. Каков бы ни был остаток муки, который осыпается с лепешек после выпечки, собирайте его в шкафу, и тогда моя жена даст вам отдых. Действительно, она сделала, как он просил, и смогла уйти». Джон Мак-Нилл, которому было 70 или 80 лет, не сказал, когда случилась эта история, но, так как он сим видел эту девушку после случившегося, то это должно было происходить где-то во второй половине 19. Люди из научных кругов насмехаются над подобными историями, считая их возмутительными. Группа исследователей НЛО, которые рассказали о происшествии на Игл-Ривер, заявила, что у нее нет желания ни производить анализ лепешек, ни заниматься расследованием этого дела, у нее много гораздо более интересных вещей, требующих исследований. Через две недели после происшествия Джо Симонтон заявил репортеру United Press International, что, если бы это произошло снова, он бы никому не обмолвился ни единым словом. Действительно, если летающие тарелки являются стратегией, которую применяет космическая суперцивилизация, то мы вполне могли бы ожидать того, что они изготовили забавные электронные игрушки, суперадары или компьютеры, предназначенные для шпионажа. Но пришельцы в человеческом обличии, которые дышат нашим воздухом и суетятся в маленьких кухоньках, это уж слишком, мистер Симонтон. Визитеры, пришедшие со звезд, не могут быть людьми или гуманоидами. Они не смогли бы появиться здесь, не получив вежливого приглашения от наших мощных радиотелескопов. Мы обменивались бы в течение веков необходимой научной информацией, при помощи хитрых цепочек тщательно изученных шифров. И даже если они действительно прилетали, то им следовало бы приземлиться в Вашингтоне, штат Колумбия. Где их встречали бы президент США и ученые-уфологи. Произвели бы обмен подарками. Мы им подарили бы книги по экзогеологии, а они нам – фотографии нашей солнечной системы, сделанные через телескоп из космоса. А как же гречишные пирожки в форме лепешек, по вкусу напоминающие картон? Какое отвратительное деревенское изобретение, мистер Симонтон! Однако нельзя сомневаться в том, что Джо Симонтон видел летающую тарелку, гриль без огня, троих людей. Он дал им чистой воды, а они ему дали три лепешки. Если мы поразмыслим над этим очень простым происшествием, как исследователи фольклора размышляли над историями, приведенными выше, то не сумеем отказаться от очевидного. Событие в Игл-Ривер имело место быть, и оно приобретает значение простой и вместе с тем грандиозной церемонии. Эта последняя теория была предложена Хартландом, когда на тему обмена продуктами он сказал следующее. Почти по всей Земле ритуал гостеприимства. Был сохранен, чтобы обязать гостя и связать его специальными узами. И даже там, где не существовало понятия гостеприимства, совместное участие в уже не часто символизировало или, иначе говоря, создавало некое единение достаточно священного характера. То, что это значение относится еще и к совместному принятию пищи, можно легко констатировать, когда речь идет о свадьбах и других традиционных собраниях, где принятие пищи составляет важную часть, даже если символическая ценность подобных фактов потеряла свое значение для многих наших современников. Хартланд даже начал утверждать, что обычай погребения покойников вместе с пищей может иметь какую-то связь с распространенной верой в необходимость для умерших земной пищи даже тогда, когда они навсегда покидают Землю. И действительно, как в древних, так и в современных традициях место обитания наших сверхъестественных визитеров мало чем отличается от мира мертвых. Однако это спорная точка зрения, поскольку распространяется и на визитеров с неба. Теологи, которые часто спорят о природе ангелов, хорошо знают об этом. Но там, по крайней мере, идея пищи выполняет несколько другую функцию. В свете замечаний Хартланда на тему об обычае гостеприимства стоит привести отрывок из Библии. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под всем деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом поедите. Так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали, сделай так, как говоришь. И взял масло и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял под них под деревом. И они ели. Бытие 18, 4, 5, 8. И согласно бытию, 19, 3. Лот пригласил к себе двух ангелов, которых встретил у ворот Содома и он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Таким образом, после всего этого рассказ Джо Симонтона мог бы быть современной иллюстрацией библейского наставления. Не забывайте хорошо встречать незнакомцев так, как это делали те, кто принимал у себя ангелов, сами того не зная. Кольца в свете Луны. Эта часть нашей книги посвящена многочисленным типам объектов, происхождение которых народные традиции относят к сверхъестественному. Кольца духов и гнезда летающих тарелок, по всей вероятности, относятся к этой категории. И хотя подобные явления считаются специалистами по исследованию НЛО пограничными случаями, я считаю, что гнезда достойны большего, чем мимолетный взгляд, и должны быть изучены в свете специфических и традиционных верований, связанных со значением магических кругов, которые на протяжении веков фермеры находили на своих полях. «Литература присыщена сведениями, касающимися этой темы, и мы выберем только некоторые случаи, которые могли бы служить примером и видимой базой более детального обсуждения в последних главах». Вечером 28 июня 1966 года, господин Лакост и его супруга прогуливались в окрестностях Монсаро, Мен и Луара, Франция. Вдруг они увидели красный шар, который пересек небо, словно метеор. Однако он не перемещался как метеор, потому что, казалось, касаясь земли, затем снова поднимался в воздух и, не теряя своего красного блистающего света, летел в течение некоторого времени, перед тем как исчезнуть. Был сделан запрос, не было ли каких-либо военных испытаний в это время и в этом месте. Никаких испытаний там не проводилось. На следующий день фермер из Монсаро Лэн Руйо заявил, что на его поле полегла пшеница на площади около 8 квадратных метров, и что он обнаружил желтоватую маслянистую субстанцию. Более глубокое изучение выявило детали, совпадающие в этих двух свидетельствах, и подкрепило мысль о том, что приземлился на этом поле причудливый предмет. Лакост – фотограф в самуре. К сожалению, в тот момент при нем не было фотоаппарата. Он объяснил, что свет, исходивший из сферы, был настолько интенсивный, что освещал все прилегающие окрестности. Сфера летела в течение нескольких секунд, затем она маневрировала почти у самой поверхности Земли, как сказал он. Свидетели были уверены, что речь идет о каком-то военном спутнике и направились к предмету, находящемуся от них на расстоянии около 300 метров, когда тот взлетел и потерялся из виду за лесом. Это явление продолжалось в течение четырех минут. Шестью месяцами раньше целая серия подобных явлений породила огромные заголовки в австралийских газетах. Снова гнезда летающих тарелок. Это было сенсацией на первой странице Сидни-Сан-Хэролд от 23 января 1966 года. Были обнаружены три гнезда в Квисленде. Большие, круглые прогалины мертвого тростника, которые были окружены зеленым тростником. Как только факты были опубликованы в прессе, сотни любопытных принялись искать эти гнезда. 19 января 1966 год. В 9 часов утра Джордж Пэтли, работник банановой плантации, ехал на своем тракторе поблизости от болота, называемого Хорсшу-Лагун, когда внезапно услышал очень сильный свист. Это было похоже на то, как воздух вырывается из шины. Затем где-то в 25 ярдах. Один ярд равно 0,9144 метра. Он увидел машину, которая из болота поднималась в воздух. Голубоватого цвета, она была около 25 футов в ширину и 9 футов в высоту. Полетев по кругу, она поднялась приблизительно на 30 футов и улетела. Все было закончено в течение нескольких секунд, прибор улетел с ужасающей скоростью, сказал Пэтли. Это он обнаружил первое гнездо с полегшим тростником, стебли которого стелились от центра наподобие часовых стрелок. Газета направила своего репортера Вена Дэйви изучить это явление, и он узнал, что десятки людей видели в этой местности нечто вроде странной тарелки, похожей на ту, что описал Пэтли. Большинство из них видело тарелку до того, как ее увидел Пэтли. Дэйви обнаружил пять гнезд и описал их следующим образом. Я увидел отверстие, сделанное в тростнике в том месте, откуда, они взлетели, и это выглядело так, как описывал каждый из свидетелей. В круге диаметром по меньшей мере тридцать футов тростник был скошен и стебли его стелились наподобие часовых стрелок. Одно из гнезд, плавающая платформа, образованная из запекшихся корней и травы, скрученных, по всей видимости, невероятной силой, которая вырвала их из топкого дна, находящегося в пяти футах под водой. Второе и третье гнезда были обнаружены Томом Уорроном, владельцем плантации сахарного тростника из Юрама, и господином Пеннингом, преподавателем из Тюля. Эти гнезда были отделены друг от друга по меньшей мере двадцать пять ярдами, но были скрыты густой порослью леса. В третьем гнезде, которое казалось совершенно новым, тростник лежал в направлении, обратном тому, которое описал Дейви. Все стебли тростника были мертвы, но не были ни скошены, ни сожжены. Квадрат, заросший пыреем, каждая сторона которого равнялась приблизительно четыре футам, расположенный где-то в трех футах от первого круга, был срезан на уровне воды, что добавляло новый элемент в эту тайну. Все вместе круги имели диаметр от восьми до тридцати футов. Во всех, кроме самого маленького, стебли тростника лежали наподобие часовых стрелок. Нет необходимости говорить, что полицейские собрали образцы для анализов, прибыли ученые со счетчиками Гейгера, а представители контрразведки из австралийских королевских ВВС рассыпались по всей округе. Ходили слухи, что СССР использовал в то время обширные пространства Австралии в целях проведения экспериментов со своими научными достижениями, на один или два века опережающими достижения американцев. Однако никто не сумел объяснить причин, по которым русские не воспользовались обширными пространствами Сибири, чтобы провести свои таинственные испытания. Также никто не сумел объяснить, почему суперсекретные пилоты Советской Армии не смогли не податься искушению погудеть перед трактором 27-летнего плантатора бананов. К счастью, имеется много естественных объяснений, касающихся обнаружения этих гнезд. Последнее было подсказано одним из читателей Сидни Сан Хэролд от 30 января 1966 года. Он считал, что панику в свободном воздухе в Квинсленде вызвала большая боязливая птица с голубым телом и красными точками на голове. Это были или журавли или голубая цапля, но он не знал точного научного названия этих птиц. Много раз, когда он бродил босиком в тростниках, то видел танцующих птиц, но они улетали с большой скоростью, прежде чем он подходил к ним. Они были похожи на легкое голубое облако, которое, чтобы быть точным, при взлете производило пронзительный шум. К сожалению, эта замечательная и совершенно фантастическая теория не нашла своего подтверждения в Австралийском музее. Орнитолог музея 10. Дисней говорит, что журавли не могли бы оставить круглую впадину геометрического характера. К тому же, он скептически отнесся к теории о лысых водяных курочках, которую предложил другой человек, Кен Адамс, живущий в Гулуганге. «Я никогда не слышал о птицах с такой внешностью», заявил Дисней. Дональд Ханлон, один из лучших общепризнанных специалистов в этой области, указал на то, что свое объяснение гнезд предложила сама эта местность. Гнезда являются территорией любовных игр брачного периода крокодилов. Я полностью разделяю скептицизм Ханлона, касающийся этого последнего объяснения, потому что оно едва ли может распространяться на гнезда, обнаруженные в Огайо, о которых мы поговорим через некоторое время, или на те, что были обнаружены на пшеничном поле в Монсаро. Один из жителей Квинсленда, Алекс Бардулинка, который многое знает о крокодилах, утверждает, что в той местности тростники слишком густые, чтобы крокодилы могли в них передвигаться. Таким образом, по мнению некоторых людей, танцующие журавли ответственны за скошенный тростник, но он растет настолько густо, что, по мнению других, крокодилы не могут там передвигаться. Так что же или кто является причиной появления кругов? Этого не знает никто. Возвратившись в ту среду вечером домой, Джордж Пэдли принял решение никому не рассказывать о космическом корабле из болота. Он не видел ни бортовых люков, ни антенн на голубоватом объекте и никаких признаков жизни ни снаружи, ни внутри него. Более того, он сам всегда смеялся, слушая рассказы о летающих тарелках. Затем он встретил фермера Альберта Пенниси и все-таки рассказал ему об увиденном, и был невероятно удивлен, когда Пенниси сразу ему поверил. Оказалось, что в течение недели он тоже наблюдал, как в его владениях приземляется летающая тарелка. Эта последняя деталь помещает гнезда в Квинсленде в ряды лучших традиций феерических верований. Время. За шесть месяцев до событий в Квинсленде. Место. Делрой. Огайо. 28 июня 1965 года, фермер Джон Ставана услышал серию взрывов. Двумя днями позже он обнаружил на земле любопытное образование. Когда произвели анализ проб земли и пшеницы, то не нашли никаких следов, указывающих на причины взрывов. Колосья пшеницы, казалось, были вырваны из земли наподобие вырванного с корнем тростника в Квинсленде и травы, на месте посадки в Пансее во Франции в 1954 году. Случай Вагайо был тщательно изучен представителями комитета по изучению летающих тарелок А. Кандусом, Л. Майерсом и Г. Дейвисом. Они нашли странные круглые образования на ферме Ставана, находящейся на поле. В центре круга была впадина диаметром около 28 дюймов. Ее изучили при помощи зондирования, но обнаружили лишь рыхлую почву на глубине 9 дюймов. Большая часть пшеницы была вырвана с корнем, и конья земли длиной в несколько дюймов были разбросаны вокруг. Колосьи лежали на земле, словно спицы какого-то колеса. Они не выглядели истерзанными, как гнезда в тюре. Если из Австралии и Огайо мы перенесемся в Англию, то окажемся лицом к лицу с новым происшествием. Британские уфологи еще долго будут помнить 16 июля 1963 года. Какой-то предмет должен был приземлиться, по всей видимости, на поле у фермера Роя Бленхарда в Маннерфарм, Чарлтон, Уилтшир. Сначала следы на земле были обнаружены работником ферм Эрегом Александером. Они протянулись по картофельному и ячменному полям. Это были углубления в форме тарелки, или кратера диаметром 8 футов и глубиной по меньшей мере в 4 дюйма. В центре круга находилось отверстие глубиной 3 фута и диаметром от 5 дюймов до 1 фута, по разным измерениям. Расходясь лучами из центрального отверстия выходили борозды длиной 4 фута и шириной 1 фут. Объект должен был приземлиться. Если он приземлялся, невидимым, Леонард Лолив, молочник фермы, заявил, что слышал взрыв около 6 часов утра. 23 июля Лондонская Дейли Экспресс объявила, что двумя неделями раньше 10 июля, офицер полиции Энтопи Пенни увидел объект оранжевого цвета, пролетевший по небу и исчезнувший около полей Маннерфарм. Основываясь на этой скудной информации, можно было бы допустить, что кратер в Чарлтоне образован метеоритом. В действительности, когда из отверстия, находящегося в центре круга, извлекли кусок металла, британский астроном Патрик Мур выступил по английскому радио. BBC, и категорически заявил, что кратер был образован метеоритом размерами с креветку, который при ударе трансформировался в мощное взрывчатое вещество. Это положило конец тайне, по крайней мере, с научно-популярной точки зрения. Но достоверные факты по этому делу, по мере того, как они становились известны людям науки, продолжавшим заниматься визитами, и инженерам армии, которым было поручено расследование, начинали противоречить друг другу. Фермер Рой Бленхард обратился в полицию, которая в свою очередь вызвала армию. Капитан Джон Роджерс, командир артиллерийского отделения, продвинул далеко вперед исследование на поле. Его предварительный отчет указывал на то, что никаких ожогов или царапин не было обнаружено, как не было найдено и следов взрыва. Тогда как капитан Роджерс, как и его вышестоящее начальство, считал себя осминенным, фермер Рой Бленхард делал совершенно иные заявления. Нет никаких следов картофеля и чмения там, где они росли и где теперь находится кратер. Ни стеблей, ни корней, ни листьев. Объект Пу-1Л достаточно тяжелым и вполне мог сокрушить скалы и превратить камни в пыль. Однако он приземлился очень осторожно. Мы не слышали сильного шума, и какова бы ни была энергия, которую он использует, она не порождает ни огня, ни шума. Лондон, Дейли Скэтш, 17 июля 1963 года. Затем 19 июля стало известно, что капитан Роджерс получил разрешение на зондирование почвы. Результаты полученных измерений были необычны. Они указывали на то, что какой-то металлический предмет определенных размеров скрыт глубоко под землей. Более того, стало известно, что детекторы совершенно взбесились, по всей вероятности из-за сильной намагниченности поедмета, о котором идет речь. Дойдя до этого места, нам следовало бы отметить, что расследование на всем своем протяжении было открытым, вероятно потому, что армия имела к нему большее отношение, чем британское воздушное министерство. Офицер, возглавляющий службу по связям армии с общественностью, заявил в Джервапе, что предмет был извлечен из отверстия. Он был направлен на экспертизу в британский музей, где его довольно быстро идентифицировали. Речь шла об обычном куске железа, таком, какие можно обнаружить под землей по всей территории Южной Англии. Британский музей высказал мнение, что этот кусок металла очутился под землей некоторое время назад, и это исключало всякую мысль о мистификации. Доктор Кюрингу, заведующий отделом минералогии Британского музея, отверг предположение об упавшем метеорите и согласно Yorkshire Post от 27 июля, заявил, в этом случае есть гораздо больше, чем того хотят увидеть. Последнее слово осталось за командующим армией Южного региона. Он был краток, причина явления остается необъяснимой, и армия некомпетентна в раскрытии такого рода загадок. Постараемся подвести итог тому, о чем поведали нам эти происшествия, гнезда в тюле круги Вагая, Чарлутонский кратер. Из них можно сделать следующие выводы. 1. Народная молва ассоциирует увиденные летающие тарелки с круглыми углублениями в земле. 2. Когда на этих местах имеется растительность, то видно, что она претерпела воздействие какой-то силы, которая ее придавила, породив либо геометрические формы, подобные спицам колеса, либо искривленные формы, по стрелкам часов или наоборот. 3. Растительность в основном уничтожена, иногда вместе с корнями, листьями и т. 4. Часто отмечается, что куньи земли и растения, разбросанные там и сям, должны были свидетельствовать об очень сильном вертикальном давлении. 5. В одном из случаев было выявлено мощное магнитное воздействие куска металла, внедрившегося глубоко в землю в центре кратера. 6. В центре кратера часто отмечается глубокое отверстие диаметром в несколько дюймов. Есть ли необходимость напоминать читателю о милой привычке феи оставлять позади себя странные кольца на полях и лугах? В одной из воскресений августа месяца, прогуливаясь по берегам Хоут, Венце встретил несколько местных жителей, с которыми завел разговор об этих древних сказаниях. Он выпил чая с одним из крестьян и его дочерью, а затем они отвели его к соседнему полю, чтобы показать кольцо феи. Когда Венце находился внутри кольца, они сказали ему. Да, феи существуют и чаще всего их видят танцующими на этом месте, трава никогда больше не станет высокой по краям кольца, так как это сорт самой короткой и самой тонкой травы. Из центра по кругу растут грибы феи, на которых феи устраиваются посидеть. Эти маленькие люди очень любят петь и танцевать. Они ходят в зеленых одеждах и иногда, одевают красные колпаки. И курточки. 12 ноября 1968 год. Аргентинская пресса объявила, что возле Никаче, в 310 милях к югу от Буэнос-Айреса, пилот гражданской авиации заметил на земле причудливый рисунок, и это место было изучено при участии многих военных. Направившись туда, где, как предполагалось, ранее приземлялась летающая тарелка, они обнаружили круг диаметром 6 футов, земля в котором была обожжена. В круге росли огромные белые грибы. Диаметр одного из них достигал почти 3 футов. В провинции Санта-Фе в таких же условиях были обнаружены другие необычные грибы. Другой писатель, изучавший скандинавские легенды, отметил, что феи в Норвегии были существами с большими головами, короткими ногами и длинными руками. Они ответственны за появление зеленых блестящих кругов, называемых дансинг-фей, которые виднеются на лужайках. Даже в наши дни, когда какой-нибудь датский фермер обнаруживает на рассвете подобное кольцо, он говорит, что это феи приходили ночью танцевать. Забавно отметить, что во времена зарождения рационализма были попытки рассматривать кольца феи как электрические явления, некое следствие атмосферных явлений. П. Маран Цейно цитирует небольшой отрывок из сочинения Эразма Дарвина, дедушки великого английского натуралиста, написанных в 1789 году. Так из темных туч брызнул игривый свет, который с корнем вырвал могучий дуб и нарисовал круги фей. И согласно Эразму Дарвину, существует явление, предположительно электрическое, которое еще не было объяснено. Я хочу рассказать о так называемых кольцах фей, которые очень часто встречаются на траве. Иногда длинные куски кучевых облаков, понемногу снижающихся в своем полете, падают на самые влажные участки травянистых равнин. Тогда эти края туч принимают почти что цилиндрическую форму, словно пряжи из дымной шерсти, и бьют землю электрическими разрядами, где-то от двух до десяти ярдов в диаметре. И только внешняя часть цилиндра сжигает траву. Ангелы или Дьяволы Мы уже много раз приводили примеры неизвестных существ, которые воровали сельскохозяйственные продукты. Стебли лаванда, гречиха или картофель с одинаковым проворством могли быть украдены загадочными маленькими людьми. В каждой истории, появившейся в Северной или Южной Америке и в Европе, встречаются создания спускающиеся на своих воздушных кораблях, срывающие растения и снова улетающие на глазах у пораженных очевидцев. Такое поведение способно заставить поверить в то, что пришельцы собирают образцы с невероятной заботой и удивительной точностью, чтобы передать их опытным биологам. Не изготовим ли мы после всего этого роботов, которые произведут предварительный анализ марсианской флоры, когда первые ракеты сумеют достичь этой планеты? Во всяком случае, визитеры нашли время для того, чтобы задать вопросы свидетелям хотя бы о том, что касается сельскохозяйственной техники, то же было и во время посадки. И это достаточно любопытно, которая была совершена в Тиого-Сити, Нью-Йорк, в тот же день, что и посадка в Сокоро, приблизительно за десять часов до того, как офицер Замора заметил блестящий объект в форме яйца, который теперь стал для нас таким знакомым. Герри Т. Уилкокс, владелец фермы и молочного завода, разбрасывал по полю удобрения. Незадолго до десяти часов утра он остановился, чтобы проверить поле, окруженное лесопосадками, расположенное приблизительно в миле от его риги. Он хотел определить, позволяет ли состояние почвы произвести вспашку. Однако, приблизившись к полю, он заметил светящийся объект, который принял сначала за брошенный рефрижератор, затем за башню танка или часть самолета. Приблизившись со всем, он увидел, что предмет имеет форму яйца размером около шестнадцати футов и сделанным из твердого металла, не похожего ни на что из когда-либо им виденного. Уилкокс притронулся к нему. Предмет не был горячим. Незаметно никакой двери или трапа. И вдруг появились два создания, похожие на людей. Они были ростом около четырех футов, одеты в одежды без швов. На голове были какие-то колпаки с капюшонами, которые мешали Уилкоксу рассмотреть их черты. Казалось, что у них есть и руки, и ноги. Они заговорили с ним на приятном английском, но их голоса исходили не из голов, и Уилкокс мог бы поклясться, что они звучали прямо из тела. «Не волнуйтесь, мы говорили со многими людьми перед вами. Мы пришли с планеты, которую вы и вам подобные называете Марс», — сказали они. Хотя Гэри был убежден, что кто-то решил его разыграть, странная беседа продолжалась. Эти двое существ заинтересовались удобрениями и объяснили, какое они имеют к ним отношение. Они сказали, что на Марсе высаживают растения, которые идут затем в пищу, но изменения в окружающей среде создали проблемы, которые они надеются разрешить при помощи сведений о земной сельскохозяйственной технике. Их вопросы были инфантильными, и создавалось впечатление, что их познания в этой области нулевые. У каждого был поднос, наполненный землей. Когда они говорили о космосе или о своем корабле, мне было трудно понять их объяснение. Они сказали, что могут прилетать на нашу планету только каждые два года, и в этот раз они воспользовались западной полусферой, — рассказал Уилкокс. Они объяснили, что приземлялись только в дневные часы, так как их корабль менее заметен днем, и очень были удивлены тем, что Уилкокс заметил их аппарат. Они также охотно давали объяснения, относящиеся к путешествию в космосе. Они говорили, что наши астронавты не достигнут успеха, потому что их тела не могут адаптироваться к условиям космоса. В конце концов они попросили упаковку удобрений, но пока Гэри Уилкокс ходил за ней, аппарат поднялся в воздух и исчез буквально за несколько секунд. Очевидец перенес сумку с удобрениями на то место, где стоял аппарат, и на следующий день она исчезла. Продолжение, даже не в полном объеме, у подобных случаев быстро становится скучным. В большинстве приземлений, которые имели место в Южной Америке, существа, взяв образцы растений и даже камней, улетали. Все в их поведении заставляет нас предполагать, что эти странные создания и их машины — явно космического происхождения. Действительно, подобные происшествия заинтересовали следователей, которые отдельно друг от друга сделали заключение, что НЛО являются зондами, отправленными инопланетной цивилизацией. 1 ноября 1954 год. 40-летняя роза Лотти Деннили шла на кладбище Паджиады Алибро в Бузине, Орецца, Италия. Благочестивая итальянка несла вазу, наполненную цветами. Ее мысли в этот момент были далеки от размышлений о научной фантастике. Однако то, что с ней произошло в следующее мгновение, было, наверное, самым загадочным событием в целой волне происшествий 1954 год. Когда Лотти Деннили проходила рядом с травянистой поляной, она увидела вертикальную машину в форме торпеды с состыкованными краями. Другими словами, машина, о которой идет речь. Два конуса, имеющих общее основание. В нижнем конусе было отверстие, через которое можно было увидеть два маленьких сидения. Аппарат казался сделанным из металла. Он не был похож ни на что когда-либо виденное этой женщиной. Из-за аппарата появились два существа ростом от двух до трех футов. Они казались обрадованными, как будто улыбались, и были видны их очень маленькие белые зубы. На них были серые комбинезоны и шлемы красноватой кожи, похожие на те, что носят танкисты. Можно было бы сказать, что у них была какая-то выпуклость посредине лба. Говоря на непонятном языке, двое существ приблизились к женщине, и одной из них завладела вазой с цветами. Лотти Деннили попыталась вернуть назад свое добро, но двое существ не обратили на нее внимания и вернулись в свой аппарат. Женщина начала кричать и побежала, чтобы возвратиться на это место с другими свидетелями и полицейскими. Слишком поздно. Там уже не было никаких следов аппарата. Но некоторые люди видели летящий объект, который оставлял за собой голубой и красный след. Эти истории показались бы обескураживающими и не более того, если бы в них не присутствовал один факт, хорошо известный тем, кто изучает фольклор. Неизменные черты целого класса легенд, заключающиеся в описании сверхъестественных созданий. Не пришли ли эти существа в наш мир, чтобы похищать наши продукты, наших животных и даже человеческие существа? Мы увидим это в одной из следующих глав книги. Но на данный момент мы занимаемся только вопросом поведения пришельцев, которые собирают образцы и их потребности в земных продуктах. В одной алгонкинской легенде, которая объединяет все характеристики восхитительных историй о летающих тарелках, какой-то охотник видит спускающуюся с неба корзину. В корзине сидят 12 девушек поразительной красоты. Мужчина пытается приблизиться к ним, но небесные создания немедленно возвращают корзину, и она быстро поднимается обратно, исчезая из виду. На другой день он снова видит спускающимся этот странный предмет. Охотник применил какую-то стратегию, сумел приблизиться и схватить одну из девушек, на которой потом женился, и у него был от нее сын. К сожалению, ничто не могло утешить его жену, лишенную общества своих сестер, которые улетели на летающем аппарате. Однажды она изготовила маленькую корзину согласно Хартланду. Усевшись в нее со своим ребенком, она принялась петь очаровывающую песню, которой иногда пользовались она и ее сестры, и снова поднялась к той звезде, откуда пришла. Она прожила два года в небесном становище, когда ей сказали. Твой сын хочет видеть своего отца, поэтому ты должна спуститься на землю и отыскать там своего мужа, и ты скажешь ему, чтобы он отправил нам образцы всех животных, которых убивает. Она сделала это. Охотник поднялся вместе с ней, увидел своего сына и принял участие в большом пиршестве, на котором к столу подавали всех принесенных им животных. Алгонкинская легенда преподносит сложную смесь из разных тем. Некоторые из них можно найти в современных историях об НЛО, другие относятся к традиционным понятиям, таким, как обмен пищей, о котором мы уже говорили. Вот каковы новые детали. Первое. Желание небесных существ получить образцы всех животных, убитых охотником. Второе. Мысль о том, что женитьбы между представителями земной и воздушной расы вполне возможно. Этот последний аспект будет отдельно рассмотрен в четырех главе. До этого момента мы видели наших визитеров ворующими растения и требующими всякой всячины. Но убивали ли они животных сами? Похищали ли скот? Если верить историям многочисленных свидетелей, то они делали и это. Самое интересное в том, что здесь мы тоже обнаруживаем общие черты между уфанавтами и честными людьми. В дальнейшем мне представится возможность привести одну историю в другом контексте, где Орда Духов преследует лань на острове Арамор. Рассказчик добавляет, что в другой раз те же самые маленькие люди преследовали лошадь. Во время упоминаемой выше беседы Вальтера Лент-Цеа, записанной до 1909 года, его рассказчика. Пэтси поведал следующую историю о человеке, который, если он еще жив, то живет в Америке, куда уехал несколько лет назад. С приходом ночи на юг Ирландии один человек поил свою корову из колодца, а когда посмотрел в сторону, то увидел целую шайку странных людей, которые играли в хоккей. Когда они заметили, что он на них смотрит, один из них приблизился и нанес удар корове, затем обернулся к человеку и сильно порезал ему лицо и тело. Человек мог бы пострадать гораздо меньше, но он возвращался к колодцу еще четыре раза и был избит еще сильнее. 6 ноября 1957 год, в шести, тридцать двенадцать летний Эверет Кларк из Данте, Теннесси, открыл дверь, чтобы выпустить свою собаку Фриске. Сделав это, он увидел в поле, расположенном приблизительно в ста ярдах от дома, странный предмет и, подумав, что это ему почудилось, вернулся домой. Когда через двадцать минут он вышел позвать собаку, то увидел, что предмет все еще здесь, а Фриске вместе с несколькими соседскими собаками бегает рядом с ним. Около предмета были двое мужчин и две женщины в обычной одежде. Один из мужчин неоднократно пытался поймать Фриске, затем другую собаку, но из страха быть укушенным был вынужден отступить. Эверет видел, что эти странные люди разговаривают между собой как немецкие солдаты, которых он видел в кино. Затем они все вместе вошли в аппарат, который вскоре бесшумно взлетел. Он был продолговатый и не имел какого-либо определенного цвета. В тот же день другая попытка похищения собаки была предпринята в Эверет-Цауне, Нью-Джерси. На рассвете того же дня Джон Траско вышел из дома в сумерках, чтобы накормить собаку, и увидел предмет в форме яйца перед Ригой. На своем пути он встретил трехногое существо с лицом цвета мастики и большими глазами жабы, которая сказала на плохом английском, «Мы — мирные люди. Нам всего лишь нужна ваша собака». Джон в кратких выражениях потребовал, чтобы существо возвращалось туда, откуда пришло. А оно убежало, и его машина взлетела через несколько мгновений. Госпожа Траско хорошо видела предмет, находящийся за домом, но она не видела это существо. Она только сумела добавить, что, когда муж попытался ее поймать, ему на рукав просыпался зеленый порошок, исчезнувший после стирки. На следующий день он обнаружил, что тот же самый порошок оказался у него под ногтями. Уфанавт был одет в зеленый костюм, украшенный блестящими пуговицами, на голове был колпак шотландского образца, а на руках — перчатки, где на конце каждого пальца блестел какой-то предмет, как отмечает Карал Лоренсон. Мы уже упомянули множество аспектов поведения, которые как в современном, так и в старинном фольклоре приписываются сверхъестественным существам. Спускаются ли эти создания на летающих тарелках или в музыкальных корзинах, появляются ли они из моря или из скал, не имеют значения. Важно то, что они говорят, или то, что они делают. След, который они оставляют в сознании свидетелей, единственный посредник между нами и этими историями. Поведение пришельцев преподносят нам пример человеческой реакции, которая вызывает у нас интерес, порождает тревогу или смех. История с лепешками Джосси Монтона забавна. Сказки на тему о пище феи интересны, но трудно подыскать им место. Кольца и гнезда вполне реальны, но они порождают больше романтических чувств, чем научных исследований. К тому же, есть своеобразное желание странных существ похищать земные предметы, флору и фауну. Истории, рассказанные на эту тему, выглядят несколько комично, но продолжение исследований нагоняете страх. И это та грань явления, которую мы не можем больше не замечать. Страна привидений. Если реакция людей при виде НЛО как-то различается, то что касается животных, совершенно обратное явление. Их реакция, не побоюсь ошибиться. Ужас. На хорошо известный вопрос, который есть почти во всех опросниках, касающихся НЛО. Каким образом ваше внимание было привлечено к объекту? Часто можно встретить ответы. «Казалось, мои собаки пришли в ужас», или «Скотина начала волноваться», или «Все соседские собаки словно сошли с ума». Уже давно существует база знаний, достаточная для изучения психики животных. 30 сентября 1966 год, некий американский физик ехал на машине со своей семьей в Луизиану. Погода была пасмурной, лил дождь. Было 20. 15. Очевидец, профессор физики, занимающийся ядерными исследованиями, в силу чего он является квалифицированным свидетелем. Достигнув северной окраины Хайнисвилля, он заметил купол пульсирующего света, который был похож на отблеск света далекого города. Его цвет переходил из темно-красного в блестяще-оранжевый. В один из моментов его интенсивность света достигла такой силы, что превышала яркость включения фар его машины. Белый свет был настолько сильным, что двое детей, спавших на заднем сидении, проснулись. Жена-физика наблюдала за происходящим. Свет исходил из неподвижного источника, который находился под верхушками деревьев на некотором расстоянии от леса. Свидетель, обеспокоенный за безопасность своей семьи, немедленно пустился в путь. Он быстро вычислил количество энергии, которую нес этот яркий свет, и сделал вывод, что она должна была исходить из достаточно внушительного радиоактивного источника. На следующий день он вернулся сюда с переносным счетчиком радиоактивности. Определив возможное местоположение предмета, который был удален от его машины приблизительно на милю, ученый приступил к некоторым исследованиям окрестностей. У этих исследований было два результата. Сначала, когда шел по лесу, он заметил, что на некотором расстоянии вокруг места, где находился источник света, животная жизнь попросту исчезла. Не было ни белок, ни птиц, ни даже насекомых. Будучи охотником, он прекрасно разбирался в фауне Луизианы. Он собрал множество свидетельств местных людей, которые тоже видели свет и слышали, как фермеры жаловались на внезапное исчезновение скота в этот момент. До того дня, когда я познакомился со свидетельством физика, я не особо доверял сообщениям о похищении животных. Коровы и лошади иногда убегают или их воруют, и то, что фермер старается обвинить в этом каких-то сверхъестественных существ, выглядит вполне правдоподобно, и даже обычно для 20 века. Однако есть один прецедент, который нельзя обойти стороной. Случай в Лёре из Канзаса, где корова была похищена пилотом летающего объекта. Если бы это сообщение было датировано 1966 год, его можно было бы игнорировать, но он был составлен под присягой и при свидетелях одним из самых знатных жителей Канзаса Александером Гамильтоном. В этих письменных показаниях процитированных в современных книгах и газетах посвященных НЛО, Гамильтон заявил, что был разбужен голосами своей скотины. Он вышел из дома в сопровождении двух мужчин и увидел плавно опускающийся корабль, который остановился где-то в 50 ярдах от земли. Он был похож на огромную сигару длиной около 300 футов с маленькой кабиной снизу. Кабина была сделана из стекла или другого похожего на стекло материала, чередующегося с узкими полосами еще какой-то материи. Все это светилось изнутри, и все можно было рассмотреть. Там были шесть существ, более странных существ я не видел никогда в жизни. Они говорили между собой, но мы не могли понять ни слова. Заметив свидетелей, пилоты инопланетного корабля воспользовались неизвестной силой и поднялись примерно на 300 ярдов. Казалось, они остановились и принялись парить над двухлетней тёлкой, которая мычала и прыгала на привязи в загоне. Приблизившись к ней, мы заметили, что к её шее прикреплен канат толщиной примерно в полдюйма, сделанный из красной материи, другой конец каната проходил под фюзеляжем корабля, тёлка барахталась между железными прутьями ограды. Когда мы попытались освободить её, то с изумлением увидели, как корабль поднимает её вместе с загоном и исчезает на северо-западе. Гамильтон так испугался, что не спал всю ночь. Во вторник я встал рано и запряг свою лошадь в надежде отыскать следы коровы. Мне не удалось это, но возвращаясь вечером, я узнал, что Линг Томас нашёл на своём поле приблизительно в трёх милях к западу от Лероя шкуру, копыта и голому. Подумав, что кто-то разделал тушу похищенного животного, шкуру он взял с собой в город, чтобы произвести опознание, но при этом был сильно удивлён тем, что на рыхлой земле не было никаких следов. Опознав шкуру тёлки по своему тавру, я возвратился домой, но с тех пор всякий раз, когда я стараюсь уснуть, у меня перед глазами встаёт это проклятое событие с его сильным светом и отвратительными людьми. Я не знаю, дьяволы они или ангелы, и кто они такие вообще, но мы, все их видели, моя семья видела их корабль, и я больше не желаю иметь с ними никаких дел. Ещё один случай, и круг замкнётся. Это случай, о котором много говорилось и который обсуждали исследователи НЛО, хотя он и прошёл, если можно так выразиться, практически незамеченным в национальной прессе. Лошадь по кличке Сниппи, которую в течение двух дней считали пропавшей, была обнаружена 15 сентября 1967 года, в шести милях от автострады в Колорадо. С головы, шеи и верхней части туловища мясо было срезано, откинутая назад кожа обнажала череп, а внутренности были удалены. Со слов владелицы Сниппи и её брата Хэрри Кинга. Когда они прибыли на место, то обнаружили почти незаметные круглые следы на площади около 150 ярдов. Заросли полыни вокруг полегли, и поблизости от них были видны шесть одинаковых отверстий шириной в двух и глубиной в четырёх дюйма. Труп лошади находился в четверти мили от хижины 80-летней старухи, к которой и обратились Льюис и Кинг. Она рассказала им, что видела большой предмет, пролетевший над её домом, который чуть не задел крышу, в тот день когда корову видели в последний раз, и добавила, что без своих очков Энесс смогла рассмотреть, что это был за предмет. Шериф Бен Филлис из Ламаса отказался посещать это место, утверждая, что эта лошадь была убита молнией. Патологоанатом, направленный им на место события, заявил однако, что эта лошадь определённо была убита неударом молнии. Инспектор лесов и рек, делавший на этом месте замеры счётчиком Гейгера, обнаружил повышенную радиоактивность на обожжённых участках земли. Реакция на это сообщение была скорее типичной. Университет Колорадо, где доктор Кондом проводил исследования, на которые ВВС США выделили 500 тысяч долларов, отправил какого-то сотрудника изучить останки СНИПи через месяц после её смерти. «Я не обнаружил ничего аномального в смерти этой лошади», — сказал он. В журнале Flying Sossus Ray Palmer, ярый американский уфолог, спросил. Он не находит ничего аномального. Может ли быть, что тонкий порез, сделанный как будто лезвием бритвы, был работой горного льва. Большая круговая рана и другие, более мелкие. Не оставила ли её чудовищно огромная птица со своими птенцами, страдающими от последствий радиации. Журнал, издаваемый U.F.O.Investigating Committee Sydney, Австралия, провёл очень интересную параллель между случаем со СНИПи и более поздним сообщением из Канады. 20-летний Терри Гуд Мёрфи из Северного Ливингстона, Онтария, и его 19-летний друг Стефан Гриффон ехали по автостраде N17 на запад 5 ноября 1967 года, около 21.30. Через два месяца после смерти СНИПи, приблизившись к хребту Мейпл Риджи Хилл, они увидели оранжевое сияние в небе и подумали, что где-то произошёл пожар. Они остановились, чтобы осмотреться, и обратили внимание, что сияние передвигается. «Проехав ещё 3 дробь 4 мили, 1 мили Морск, равно 1,85 километра, 1 мили США равно 1,61 километра». Они достаточно чётко рассмотрели предмет, который действительно передвигался в воздухе на высоте примерно 100 футов. Они испугались, повернули в обратную сторону и вызвали полицию провинции Антария. Прибывшая полиция на этом месте уже ничего не обнаружила. Однако в тот же вечер кое-что произошло на ферме Дёрни у Олгината около Саубери. На следующее утро чистокровная кобыла Сюзи и другая лошадь должны были, как обычно, вместе вернуться с пастбища. Но на ферму возвратилась только вторая лошадь, и фермер заметил, что у неё на шее был длинный порез. Сюзи не было. После многих часов поисков её обнаружили мёртвые с перерезанными горлом и еремной веной. Надеюсь, мне удалось разбудить в сознании читателя новые понятия и дать подсказку провести возможные параллели между слухами современной эпохи и верованиями наших предков, верой в удивительные войны с таинственными сверхлюдьми, в кольца, где живёт магия карликов и страны фей. В следующей главе я хотел бы ограничить аргументы простым противопоставлением современных и древних верований. Слабые надежды витают над большой тайной более значительной, чем наш интерес к жизни на других планетах, и даже более глубокой, чем разговоры домохозяек о летающем зигзагом свете. Может быть, мы сумеем разгадать загадку, постаравшись понять, каким образом на нас влияют сказки, мифы и легенды, какими скрытыми нашими потребностями они наполнены. И если всё это вымысел, то почему бы ему не быть абсурдным? Есть ли прецеденты в истории? Может ли воображение усилиться настолько, чтобы порождать действия людей, воплощаться в дугмах политических структур, известных религиях или армии? Если да то можно ли воспользоваться этой силой, нужна ли здесь наука, или человеческий разум сам способен создавать фантомов при помощи мифологии целого мира, нужны ли здесь естественные силы? Человеческое воображение, как и все известные силы, работают согласно установленным законам, эти слова Хартланда, написанные в 1891 году, являются для нас указателем. Действительно, существует тенденция выделить те истории, которые кажутся абсурдными, и попытаться найти в них границы реальности. Детали этой модели были обнаружены и определены, очерчены, в прошлом учеными, но эти люди давным-давно умерли. Сегодня уникальный случай позволяет констатировать, что это течение снова появилось, отпечатавшись в новых человеческих отношениях, в нашей заботе о науке в нашем стремлении к обещанной жизни на других планетах. Существует необходимость появления новой мифологии, для того чтобы связать колоссальную бездну прошлого с бессмысленным настоящим. Они дарят нам эту возможность. Но кто они, реальные существа или фантомы из наших собственных снов, жалкие и смешные? Они говорили с нами на приятном английском. Они не разговаривали с нашими учеными, не рассматривали непонятные, специфически закодированные знаки, как это сделали бы обычные иностранцы, читая Уолтера Салливана, как сделал бы чужак, кто бы он ни был, перед тем как проникнуть в нашу Солнечную систему. Нет. Вместо этого они обратились к Герри Уилкоксу, к Джосси Монтону, к Марису Массу. О чем они говорили? О том, что пришли с Марса. О том, что они наши соседи. И кроме того, о том, что они во многом нас превосходят, а потому мы должны подчиняться им. О том, что они хорошие. Поезжайте в Валенсоль и расспросите Масса. Может быть, он расскажет вам, каково было его удивление, когда внезапно, без всяких на то причин, в глубине его души возникло теплое ощущение предлагаемой помощи. Или насколько они были добрыми, наши прекрасные соседи. Они проявляли огромный интерес к человеческим делам, и они всегда стояли за правду и справедливость. Они могли появляться в различных обличиях. Джосси Монтон обменялся с ними пищей точно так же, как это делали в древности ирландцы, которые рассказывали о похожих существах. В те времена их называли так же «честными людьми», а в Шотландии — «добрыми соседями» — «the slay might». Так что же они говорили? Мы намного выше вас. Мы могли бы уничтожить половину человеческой расы. Все это имеет какой-то смысл. Все это — факты, которых нам не хватало, без которых мы никогда не смогли бы собрать кусочки головоломки НЛО. Священники и просвещенные люди написали книги «Легенд дрозда времени», касающиеся этих существ. Надо было отыскать эти книги, разгадать, изучить их. Они не решают этой задачи и только привносят элементы, которые сильно мешают нам. Но эти помехи основаны на документах. Все вместе эти истории создают связную картину внешности, организации и методов наших странных визитеров. Их внешность была той же, вы заметили это, что и у пилотов НЛО. Те же самые методы, такие же внезапные появления светящихся домов по ночам в домов, которые часто умели летать, в которых были забавные лампы, сияющий свет, не нуждающийся в каком-либо топливе. Создания умели парализовать людей, заставить их находиться вне времени. Они охотились на животных и похищали людей. Их организация имела название «Тайная организация» The Magic Cassement книги, изданной Альфредом Нуае около 1910 года. Я нашел эту маленькую поэму Уильяма Алленгама. Я был бы рад, если бы уфологи смогли прочитать ее в знак уважения к Джосим Антону. Вверху, где воздух гор, внизу, где растет утесник в долине, мы не решаемся на охоту, из страха перед маленькими людьми. Маленькие люди, добрые люди, идем мы все вместе, в зеленые куртки, красные колпаки, и перья белой совы. Вверху, вдоль скалистых краев, кто-то строит свои дома, они едят хрустящие лепешки, из желтой пены прилива. Кто-то в тростниках, черного озера гор, имеющий жаб сторожей, не спит в течение ночи. Глава 3. Тайная организация. 9 сентября 1966 год, по военным каналам в Дейтон, Огайо, прибыло послание по телетайпу. Полный текст, содержащий приблизительно четыре страницы, был бы совершенно невразумительным, если бы не была известна процедура передачи сообщений об НЛО службы аэронавтики. Послание является конспектом, призванным ответить на известные и стандартные вопросы, которые никогда не повторяются в самом тексте. Однако при помощи стандартного опросника становится возможным обнаружить то, что постарался описать отправитель. Это особое послание пришло с военно-воздушной базы Келли в Техасе и было адресовано командующему системы военно-воздушной обороны, главнокомандующему ВВС и министру обороны. Заголовок был таков. Разная и подзаголовок. Отчет по НЛО, переданный в соответствии с Эй. Ф. Р. 202. Военно-воздушная база Келли отправила нечто весьма похожее на историю о Фантоме. Отчет касался двух отдельных происшествий, которые произошли соответственно 6 августа и 3 сентября 1966 года. В маленьком техасском городке. Автор отчета — отец троих детей. Назовем его Роберт. Его дом расположен в некоем изолированном месте, и он никогда не рассказывал об этих событиях своим соседям. 6 августа трое маленьких детей, в возрасте от 6 до 9 лет, заметили темный предмет в форме перевернутой миски. И хотя это происходило сразу после полудня, дети не видели как этот объект появился. Он был темный, без цвета и света. И вдруг появился желтый квадрат света, как если бы открылась какая-то дверь, и в этом квадрате света появилось маленькое создание. Существо ростом от трех до четырех футов было облачено в черную одежду, которая переливалась желтым или золотым светом. Этот спектакль продолжался несколько минут, затем дверь снова закрылась, послышался глухой звук, похожий на грохот, и предмет улетел в справу си северо-востока, поднявшись в крутом пике на невероятной скорости. Конечно, эти детали не были описаны самими детьми. Эта история была восстановлена в процессе расследования, объект так и не коснулся земли, он парил на высоте от восьми до пятнадцати футов поблизости от дерева, которое не было уничтожено и находилось приблизительно в тридцати пяти футах от дома. Явление повторилось третьего сентября. Вся семья ушла из дома, а старшая дочь осталась в компании со своей подругой. Они смотрели телевизор, когда после полудня тот внезапно сломался и выключился. Дом был освещен странным красным и желтым светом, который, казалось, вращался по кругу. Они выглянули из дома и увидели предмет, парящий на том же самом месте и около того же дерева, как и во время первого явления. Он имел форму перевернутой миски или тарелки. Он купался в свете и через некоторое время улетел. Как внутри, так и на поверхности аппарата совершенно не было никаких признаков жизни. Двумя днями позже Роберт сидел на своей кровати. Через двери находящейся за ней Холл он мог видеть темный вход, который ввел в спальне его сыновей. Внезапно он увидел маленькое существо ростом от 3,5 до 4 футов, одетая в облегающую одежду, которая проникла в темную комнату. Он подумал, что это была его дочь, которая зашла поговорить с матерью, находившейся вместе с сыновьями в их комнате. Через десять минут он увидел нечто, напоминающее перегородку из света, которая, казалось, рассыпалась. Он поднялся и пошел в комнату сыновей, которые тоже видели световую перегородку. Он не видел, чтобы существо в белом выходило, а его жена заявила, что их дочь не заходила в комнату. Не нашлось никаких доказательств, способных подтвердить присутствие маленького существа в доме. Скалы были заполнены ими. На острове Орамор мужчина, прозванный Старый Пэтси, которого мы уже встречали во второй главе, рассказал Вальтеру Венцео настоящую сказку о феях. Около двадцати лет назад в окрестностях Беда и Грани, выше нас на холме, можно было увидеть множество феи и одну лань. Они принялись охотиться за ланью и преследовали ее до края острова. В другой раз тот же самый маленький народ преследовал лошадь. Скалы были заполнены ими, и они были такие маленькие. Кто-то другой сказал Венцео. У моей матери был обычай рассказывать, что она видела танцующих фей в полях близ кардигана. Она также видела и других существ вокруг кромляхов на вершине холма. Они бью, похоже на маленьких детей, одетых как солдаты, с красными колпаками на голове, как рассказывают некоторые очевидцы. Собрав ирландские архивы, он отправился в Ратру в сопровождении доктора Хида, и им рассказали следующую историю о карликах. «Однажды, когда я собирал ягоды вдоль одной изгороди недалеко отсюда, что-то толкнуло меня перевернуть плоский камень, который находился в той же канаве, что и я. И там под этим камнем было самое прекрасное создание, которое я когда-либо видел в своей жизни, и оно было в этой яме, одетая настолько изысканно, насколько это вообще было возможно. Оно было не больше куклы, совершенное по форме, с маленьким ртом и глазами. Я перевернул камень обратно и побежал так быстро, как только мог, чтобы привезти свою мать, но когда мы туда вернулись, то этого существа уже и след простыл. Теперь, когда мы приближаемся к основной мысли этой книги, я приведу две другие истории, относящиеся к приземлениям наиболее богатого периода, по крайней мере в том, что касается их количества в истории НЛО. Осень 1954 год. Обе истории произошли во Франции. Первое из этих приземлений произошло 9 октября. Четверо детей, живущих в Пурно-Алашетив, Мозель, рассказали, что приблизительно в 18.30, катаясь на роликовых коньках, они вдруг увидели что-то светящееся около кладбища. Это была круглая машина около 2,5 метров в диаметре, которая покоилась на три опорах. Вскоре из нее вышел человек. Он держал в руке электрический фонарик, ослепивший нас. Но мы, смогли увидеть, что у него большие глаза, тело покрыто шерстью, а сам он был очень маленького роста, около одного метра двадцать сантиметров. Он был наряжен в черные широкие одежды, словно сутана, которую носит господин Кюре, он посмотрел на нас и что-то сказал, но мы его не поняли. Он погасил свой фонарь. Мы испугались и убежали. Когда мы вернулись, мы что-то увидели в небе. Оно было очень высоко, сильно блестело и быстро летело. Второе происшествие, классический случай, происшедший в воскресенье 26 сентября в Шабей, Дром. Приблизительно в 2.30 по полудни, мадам Лебёв собирала созревшие ягоды вдоль какой-то ограды. Это почти что точная копия истории о карликах. И вдруг собака принялась лаять, а затем жалобно завывать. Она обернулась и увидела маленькое животное на краю пшеничного поля перед чем-то непонятным, что поначалу она приняла за огородное чучело, но приблизившись, увидела, что чучело есть не что иное, как комбинезон пловца сделанный из пластичной просвечивающей материи. Высота чучела была около трех метров или чуть больше, а голова полупрозрачная. И вдруг она поняла, что внутри комбинезона была какая-то вещь и что за шлемом, прозрачность которого была слегка нарушена грязью, были глаза, смотрящие на нее. По крайней мере, у нее создалось впечатление, что это были глаза, но они были гораздо больше человеческих. В то время как она разглядывала все это, комбинезон пловца начал приближаться к ней быстрыми шагами, переваливаясь сбоку на бок. Мадам Лебёв, испугавшись, убежала и спряталась в зарослях кустарника поблизости. Когда она попыталась определить, где находится существо, то не смогла ничего рассмотреть, но все собаки в деревне яростно лаяли. Внезапно большой металлический предмет поднялся из-за небольшой рощи и полетел в направлении северо-востока. Люди, услышавшие крик женщины, прибежали к ней. На том месте, откуда видели взлетающий круглый предмет, был обнаружен круг диаметром около десяти футов, и были раздавлены шелковицы и кустарники. На краю этого крупного отпечатка висела ветка одной из акаций толщиной более шести сантиметров, сломанная вертикальным давлением сверху. Ветка другой акации, которая висела приблизительно в двух метрах тридцати сантиметрах над кругом, была абсолютно голой, без листьев. На нескольких первых метрах пшеничного поля, где объект начинал свой полет, колосья пшеницы распластались в форме колесных спиц. Едва ли есть необходимость подчеркивать сходство между углублением, оставленным объектом, и различного рода кругами или гнездами, о которых мы уже писали. Теперь вернемся к фионам, расе гномов, сопровождающих карликов и фей в Британии. Их видно только в сумерках или с наступлением ночи, некоторые из них носят фонарь, напоминающий восковую свечу у мертвых страны галов. У них есть сабли, размером не превышающие булавки. Согласно вееморку, надо точно различать карликов и гномов. Последние принадлежат к уродливой расе с темной кожей или даже с телом, покрытым шерстью. У них дрожащий старческий голос и маленькие черные сверкающие глаза. Один человек, написавший мне после прочтения книги «Анатомия феномена», объяснил, что, хотя он никогда не верил в существование НЛО, он обнаружил какую-то вещь, которая, по его мнению, могла бы меня заинтересовать. Он написал следующее. Многие годы я провел в исследованиях индейцев из племени Чироки, одной из ветвей племени ирокезов. Когда Чироки эмигрировали в горы штата Теннесси, они наткнулись на странную расу людей с глазами как луна, которые не могли видеть днем. Чироки, неспособные понять этих несчастных, начали охотиться на них. В 1797 год, Бартон заявил, что эти люди были странной белой расой, очень развитой и живущей в домах. И Т. Д. Хейвуд 26 лет спустя заявил. Захватчики Чироки обнаружили белых около косы малого Теннесси, имеющего кургана, которые громоздятся друг над другом Индонезии в бухте Чикаманго. Он описал место расположения трех из этих курганов. Можно найти подтверждение сообщения моего корреспондента в восхитительной книге Mount Builders of Ancient America The Archaeology of Niv, где Роберт Сильверберг цитирует книгу Бартона New Views of the Tribes and Nations of America, изданную в Филадельфии в 1798 году, и посвященную Томасу Джефферсону. Чироки говорят нам, что, когда они пришли в страну, где живут сейчас, обнаружили в ней множество людей с глазами как луна, которые не могли видеть днем. Эти несчастные были изгнаны. Сильверберг добавляет, что Бартон оставляет впечатление того, что эти альбиносы имеют отношение к постройке курганов в Теннессе. Теперь определим, где мы оказались. Было бы довольно мило продолжать верить в то, что НЛУ являются экипажами высокоразвитой космической цивилизации, потому что научная фантастика считает это абсолютно приемлемым и потому что, с точки зрения науки, и, возможно, военных, нас в некоторой степени готовят к встрече с подобными визитерами, однако, к сожалению, теория, утверждающая, что летающие тарелки являются материальными предметами из космоса, оборудованными некой инопланетной расой, не дает нам удовлетворительного ответа. Какова бы ни была сила течения, объединяющая верующих в приход летающих тарелок из космоса, она не может быть сильнее, чем кельтское верование в эльфов и фей или средневековая вера в домовых, и даже сильнее страха всех христианских стран в течение первых веков нашей эры перед демонами, сатирами и фаунами. Она также не может быть сильнее веры, вдохновившей авторов Библии, веры, укоренившейся на основе ежедневных доказательств посредством видений ангелов. Короче, утверждая, что появление НЛО могло бы быть результатом каких-то опытов, научного или даже сверхнаучного свойства, проводившихся некой расой космических путешественников, мы можем оказаться жертвой своего невежества, невежества, причиной которого является тот факт, что одни глупцы и педанты на основе общей реакции, которую психологи могли бы объяснить, если бы сами не были первыми ее жертвами, защищают веру в эфей с не менее смехотворным упрямством, чем другие глупцы и педанты защищают феномен НЛО. Утверждать, что рдухи о реальном значении НЛО заставляют работать самую глубокую и самую мощную механику мысли, означает согласие с этими очень сложными фактами. Надо помнить, что факты не признают границ, верование и рас, они бросают вызов общественному мнению и переворачивают самые логические предсказания с той же легкостью, как если бы они были игрушкой в их руках. Мне трудно достичь понимания феномена НЛО, так как, несмотря на его развитие по четким фазам, его последствия довольно смутные. Нам приходится основываться на каких-то легендах, на различных говорят и на экстраполяциях. Тем не менее можно будет прийти к тому, чтобы люди наконец-то начали отдавать себе отчет в том, что рассматриваемый материал, которым мы располагаем начиная со Второй мировой войны. Приблизительно 20 тысяч свидетельств об НЛО, уточненных и датированных, находятся в частных и официальных архивах. Есть не что иное, как всплывшая на поверхность одной из глубоких течений человеческой культуры, известных в древние времена под другими и иногда очень разными названиями. Вен Це, когда мы повстречались с ним, рассказал о множестве людей в кельтских районах, которые видели дворян или были знакомы с людьми, похищенными феями. В Британии у него было гораздо больше трудностей, в пределах Британии существует основная вера, говорящая, что феи когда-то существовали, но они исчезли, когда провинция изменилась под влиянием условий современной жизни. В районе Мен-Эрсе, или Вилен, говорят, что более ста лет феи не появлялись. А в той части страны, где верят в то, что феи имели привычку жить в каких-то прибрежных гротах, существует мнение, что они исчезли в начале последнего века. Самые старые бретонцы вспоминают рассказы о феях своих родителей и прародителей, о том, что их видел кто-то. Но очень редко они рассказывали о феях, которых видели сами. Поль Сюбия нашел только двух человек, которые, по-видимому, видели их сами. Одна из них была старая портниха из Сен-Каста, которая настолько боялась фей, что если ей приходилось отправляться в деревню ночью, то она всегда делала крюк, чтобы избежать дороги рядом с полем, известным под именем Монастырь Фей. Другой была Мария Ширю, восемьдесят восемь летняя женщина. Когда приступаешь к исследованию верования в фей, или дворян, называйте их, как хотите, возникает замешательство, причиной которого является большое количество названий и классификаций, приписываемых различным расам этих существ. В одной только Нижней Британии Поль Сюбия нашел и распределил по классам пятьдесят различных имен, данных Дымовым и Карликом, тогда как сами Дымовые относятся к роду эльфов . При анализе феномена НЛО основным был вопрос контроля со стороны разума над, казалось бы, непреднамеренным поведением объектов. Рассматривая проблему в данном ракурсе, я не позволяю себе говорить о реальности этих объектов, что мог бы поспешно заключить некто, слишком быстро прочитавший эту книгу. Однако я ни в коем случае не исключаю возможность того, что контролирующий нашу жизнь разум является человеческим, и я попробую разобрать эту мысль в последующих главах. В данный же момент позвольте мне снова привести свой аргумент. Всеобщее современное верование в летающие тарелки их пилотов точь-в-точь напоминает веру в фей древних времен. Существа, описанные как пилоты воздушных кораблей, не отличаются от эльфов, сильфов и дымовых средних веков. Благодаря своим наблюдениям за летающими объектами, которые еще не были идентифицированы, мы заинтересовались некой организацией, которая была хорошо знакома нашим предкам и на которую они смотрели с ужасом. Мы следим за делами тайной организации. Можем ли мы с уверенностью заявить, что два этих верования совершенно идентичны? Я думаю, что ZG первых главах я уже давал примеры многочисленных способов, которые используют сильфы для перемещения. Такие способности фей на любом континенте не могут ускользнуть от внимательного читателя. В следующих главах есть удивительные истории, которые рассказывают о вере индейцев в воздушные народы и летающие корабли, которыми пользовались и в дворянстве, когда принимали участие в средневековых войнах. Но я еще не упомянул истории из народного фольклора, которые напрямую говорят о том, что на протяжении истории человечества многие люди видели странные летающие объекты с находящимися в них маленькими людьми. Воздушные народы, нечистая сила, или добрые соседи. Вплоть до 1850 года. Сообщество так называемых «домовых» жило во Франции в районе Пуату, который был любимым местом посадок летающих тарелок. Домовые, глаголы «тенер», «шалить», означающие вести себя как «шалун», прижился во французском языке. Его используют, чтобы описать детские выходки или безобидные приставания к молодым девушкам. На самом деле, домовыми считали тех, кто причиняет неприятности женщинам, похищая в них головные уборы, воруя иголки и так далее. Я не буду утверждать, что домовые — единственные, кто заслуживает обвинения в этих действиях. Из Пуату были известны под именем «Нечистая сила», и Национальная библиотека в Париже хранит завораживающие истории об их злобных делах. Каковы же отличительные признаки домовых или нечистой силы? Жолан. Курс фольклоры и этнографии, Легужи, библиотека Пуату, 1900. Это черные и очень волосатые люди. Днем они жили в подвалах и подземельях, а ночью любили приходить на фермы. В основном их любимым времяпрепровождением было причинение неприятностей пугливым женщинам. Можно было достаточно точно установить место, где они жили. Туиша заявил, например, на одной из конференций, что в течение довольно длительного периода нечистая сила жила в Лабу Лардиер, около Терве, до Север, в вырытых ими самими подземных туннелях. Туиша. Народные традиции в Пуату, 1896. В Буашоре жители описывали дымовых как волосатых карликов, которые разыгрывали всевозможного рода шутки. В один из вечеров 1850 год. Недалеко от пляжа на реке Эгрей в деревню возвращалась группа женщин, почти до полуночи проболтавших на берегу. Они только что собрались пересечь мост, как услышали ужасный шум и увидели некий предмет, повергший их в ужас. Не найдя более подходящего выражения, они описали его как колесницу со скрипящими колесами, которая взбиралась на холм с удивительной быстротой. Конечно же ею управляла нечистая сила, перепуганные женщины прижимались одна к другой, одна из них, перепуганная до смерти, все-таки сумела перекреститься. Странная колесница подпрыгнула над виноградником и затерялась в темноте. Женщины, поспешно возвратились домой и рассказали эту историю своим мужьям, которые решили отправиться на поиски. Благоразумно дождавшись рассвета и восхода солнца, они храбро отправились на место происшествия, но там, конечно, уже не на что было смотреть. Нам уже рассказывали о привычках добрых людей, когда они путешествовали. Не было сказано лишь о том, что существовала вера. Особенно в Ирландии. В последствиях того времени. Все было в точности так, как я говорю. Я увидел добрых людей, отжавшихся в небе. Я слышал и от других людей рассказы о той же самой битве. Согласно другому ирландскому верованию, каждый год у было два больших праздника. Первый отмечался в самом начале весны, когда герой Адонок, царивший на земле, поднимался на небо на белой лошади в сияющей компании эльфов. Я думаю, повезло тем ирландцам, которые смогли увидеть их поднимающимися из глубин озера Келарний. В январе 1537 год, жители Франкония, между Побенбергом и Тюрингским лесом, увидели звезду поразительных размеров. Она опускалась все ниже и ниже, пока не превратилась в большой белый круг, из которого вылетали огненные вихри и шары. Падая на землю, шары расплавляли острия копий и все то, что было сделано из железа, не причиняя никакого вреда ни людям, ни их домам. Однако не только небеса были любимым местом обитания дворян. В многочисленных сказаниях, собранных специалистами по фольклору, как и в литературе по вопросу НЛО, странные существа часто появляются из морских глубин. Вент Се узнал, что. Существует невидимый остров. Между Инис-Муреи и противоположным берегом Гранж, на котором, как гласит предание, находится одна из частей дворянства. Если же он становится видимым, то на очень короткий промежуток времени. В европейских легендах говорится, что между восемь и девять веками часто можно было видеть небесные знамения. А книги по магии и демонологии относят сверхъестественных существ к небесным знакам. Энри Корней Агриппа описал в The Magical Work странную категорию дьяволов, прозванных «пятничные демоны». Среднего роста, эти дьяволы часто были очень красивы. Их появление предсказывает блистающая звезда. Согласно восточным каббалистам, сильфы бороздят воздушное пространство со световой скоростью, сидя верхом на неповторимой туче. Едва ли стоит отмечать, что, как говорят, во Франции некоторые феи носят светящийся камень, предмет, который часто является частью снаряжения членов команды летающих тарелок. Более того, у маленького человека был свет на поясе, на груди или на шлеме. Во французских традициях, которые сохранились и в современных романах, например, Марселиями, есть тема, где счастливый смертный, которому удалось похитить светящийся камень-фей, должен прожить долгую счастливую жизнь. 7 июня 1790 год. Около Алансона. Франция. Произошло такое поразительное и странное явление, что инспектор полиции Леобёв издал приказ о проведении детального расследования. Вот часть его рапорта. В 5 часов утра 12 июня множество фермеров увидело какой-то гигантский шар, который, казалось, был окружен пламенем. Сначала они приняли его за воздушный шар, охваченный огнем, но их заинтриговали невероятная скорость и резкий звук, исходящий от него. Шар медленно опустился, покачался из стороны в сторону и, направившись к вершине одного из холмов, вырвал всю растительность на его склоне. Жара вокруг шара была настолько сильной, что вскоре начали загораться трава и маленькие деревца. Крестьянам удалось затушить огонь, который распространялся вокруг. Вечером шар оставался теплым, а затем произошла, каким бы это ни показалось невероятным, поразительная вещь. Свидетели происшествия, два мэра, доктор и еще трое человек подтверждают мой рапорт, не говоря уже о десятках крестьян, присутствовавших при этом. Этот шар, который был достаточно большим и вполне мог вместить экипаж, совершенно не пострадал в полете. Он возбуждал такое любопытство, отовсюду шли люди, желавшие посмотреть на него. Затем внезапно открылось что-то вроде двери. Это интересно отметить, из нее вышел человек, похожий на нас, но этот человек был одет довольно странно. Одежда полностью облегала его тело. Увидев толпу, он сказал несколько непонятных слов и убежал в лес. Совершенно инстинктивно крестьяне бросились вслед за ним, и это их спасло. Через некоторое время шар взорвался, и разбросанные повсюду обломки горели до тех пор, пока не превратились в порошок. Были организованы тщательные поиски таинственного человека, но он, казалось, исчез. Последуем теперь за странными существами через весь мир в Мексику, откуда американский антрополог из Беркли Брайан Стросс прислал отчет, говорящий, что у индейцев Тецереттл обнаружены странные, созданные ими самими же легенды. Однажды вечером Стросс и его ассистент-индеец говорили о легендах об Иколз или Иколз, маленьких черных существах, как вдруг заметили странный свет, летавший туда-сюда в мексиканском небе. Иколз, ростом не больше трех футов, это черные гуманоиды, покрытые шерстью, которых часто встречают туземцы и о которых Стросс узнал следующее. Около двадцати лет назад или даже меньше многие видели этих созданий и пытались убить их дубинами. Один человек видел шар, который следовал за ним на высоте около пяти футов. После многочисленных попыток он сумел попасть по нему своей дубиной и тот взорвался, оставив после себя только некую субстанцию, похожую на пепел. Этих существ наблюдали с древних времен. Они летали, нападали на людей, в современных отчетах, носили на спине своего рода ракеты и похищали индейцев. Как говорил Стросс, иногда людей, оказывавшихся недалеко от Иколз, живущих в подземельях, куда индейцы старательно избегали заходить, парализовывало. Гордону Гриктону, члену редакторского комитета Флайнксоса Ривью, а ранее, эксперту по лингвистике британского МИДа, представилась возможность изучить индейский фольклор во время своего пребывания в Латинской Америке. Комментируя отчет Стросса, Гриктон заметил, что такие слова как икайкал существовали во всех диалектах лингвистической группы Майосоки. ТЦ итальские слова икайкал, взятые в качестве прилагательных, означают «черное создание» или просто «черный». В языке Майя мы обнаруживаем, что ик означает «воздух», или «ветер», икал означает «разум», в то время как ек означает «черный». Майя Кюча Вальта Веропас, район Гватемалы, говоря о хэк, хэк в диалекте Майя Кюча означает «черный», также имеют в виду существо, похожее на кентавра, которое охраняет жилище своего хозяина по ночам и устрашает людей в сумерках. Черный, уродливый, покрытый шерстью получеловек, имеющий человеческие руки, но ноги лошади. В последней главе мы возвратимся к икалс или вендис, как их называют в Гондурасе, в связи с мыслью о другом аспекте их поведения. Однако на данный момент мексиканские легенды убедительно показывают, что многие районы земного шара обладают своими собственными традициями в том, что касается такого рода существ и определенно считают их происхождение небесным или даже космическим. В ТЦ итальской космологии Земля плоская и стоит она на четырех столбах. У основания этих столбов живет раса черных карликов, и Грейгтон обращает внимание, что эта чернота – следствие, по индийской теории, того, что они обжигаются об Солнце, которое проходит мимо них каждую ночь, путешествуя через подземный мир, г. Грейгтон. Middle America Creature Reports, Flying Saucer Review, 14, 3, мая-юнь 1968, 12, 15. По мнению индейцев пиота, Калифорния когда-то была населена народом некой высокоразвитой цивилизации. Среди прочих интересных изобретений они пользовались летающими каноэ, которые были посеребрены и оборудованы крыльями. Они летали на манер орлов и издавали шум колес. Они пользовались каким-то довольно необычным оружием. Маленькая трубка, которую можно было держать в одной руке и при помощи которой они оглушали своих врагов, насылая на них продолжительный паралич и ощущение, сравнимое с ливнем кактусовых иголок. Как примитивные племена могли по-другому описать воздействие электрического тока. Довольно интересно собирать подобные сказания в Америке, но европейцам едва ли есть необходимость заходить так далеко, чтобы найти забытые и такие же интересные эпизоды. Архивы Римской католической церкви переполнены подобными описаниями, и нельзя усомниться в том, что многие обвинения в колдовстве были следствием веры в странных существ, которые могли летать по воздуху и приближаться к людям в сумерках или ночью. Правда, иногда люди видели этих демонов днем. И в данном контексте я не намекаю на признания, вырванные под пытками у несчастных мужчин и женщин, которые очутились в когтях у Святой Инквизиции, хотя материал для параллельных исследований здесь более чем богатый. Я привожу официальные архивы того времени и свидетельства, собранные служащими и представителями полиции. Своего рода отчеты, один из видов которых представляет следующий рассказ. В начале 18. На крыше собора Кимпе Карантен во Франции была пирамида, покрытая свинцом. 1 февраля 1620 года. Между 19 и 20 часами на пирамиду обрушилась молния, которая в свою очередь загорелась, взорвалась и обрушилась на землю с чудовищным грохотом. Со всех уголков города к собору устремились люди и увидели посреди огня эдема демона зеленого цвета с длинным зеленым хвостом, который изо всех сил старался раздуть огонь. Этот рассказ, опубликованный в Париже, перерос в более полную версию, изданную в Рене. Эта последняя версия добавляет, что демон был прекрасно виден всем в самом пекле, то зеленый, то голубой, то желтый. Опубликован сначала в 1620 году. В Париже как памфлет, озаглавленный Люкдуном публичное видение ужаса, очень жуткий демон в церкви собора Кимпе Карантин в Британе. Переиздан в Ленгли де Фресно, сборник рассуждений о явлениях. Париж, 1751. Том 1, ГЛ. 21. С. 109. Что должны были делать власти? Они бросили в огонь, который разрастался, около 150 лоханей воды и от 40 до 50 повозок компоста. Никакого эффекта. Демон продолжал оставаться на месте, а огонь продолжал весело пылать. Были предприняты драконовские меры. В круглую буханку хлеба поместили обладку, которую бросили в огонь. Затем смешали святую воду с чистым молоком кормилицы, чье поведение было безупречным, и опрокинули эту смесь на демона и пирамиду, охваченную огнем. Этому визитер не сумел противостоять, и спустив отвратительный свист, исчез. Я не придумал ничего лучше, как рекомендовать этот рассказ ВВС США. На 800 лет раньше, т. е. около 830 граммов. Во время правления императора Латера, подобные воздушные создания очень часто появлялись в районах, расположенных на севере верхних земель. Согласно Корнелю Ван Кемпену, их называли «белые дамы». Он их сравнивает с нимфами античности. Они жили в подземельях и нападали на людей, которые путешествовали ночью. Они также надоедали пастухам. А женщины, у которых были младенцы, должны были внимательно следить за ними, так как у этих дам была привычка похищать детей. В их логовище можно было услышать всевозможные странные звуки, которые никто не мог понять, и даже звуки музыки. Во второй половине 17, один шотландский ученый собрал все сказания, какие только сумел найти на тему добрых людей, и написал манускрипт, в 1691 год. Со следующим названием, «Тайная организация эльфов, фаунов и фей», первое издание «Kirka The Secret Commonwealth» было опубликовано в 1815 году. Было издано всего лишь 100 страниц, которые, конечно же, стали невероятной редкостью. Недавно они были переизданы. Есть прекрасное английское издание с предисловием Эндре Лэнга и с переводом на французский реши Сальватора, которое было опубликовано в 1896 году. Это последнее можно изучить в Национальной библиотеке. Достаточно трудно найти английское издание в Париже. Я обнаружил его в Эдинбурге, где Центральная библиотека и Национальная библиотека Шотландии представляют прекрасное место для начала такого рода исследования. «Тайная организация» было первым систематизированным описанием методов и организацией этих странных созданий, которые были больным местом шотландских фермеров. Автор, преподобный Кирк из Оберфойла, изучал теологию всем Эндрю и защитил свой профессорский диплом в Эдинбурге. Позже он служил пастором в приходских церквях Балкютдера и Оберфойла и умер в 1692 году. Невозможно полностью процитировать текст, написанный Кирком о тайной организации, но мы можем сделать резюме его исследований эльфов и других воздушных созданий следующим образом. 1. Их природа – нечто среднее между природой человека и ангела. 2. Физически они обладают легкими и газообразными телами, которые сравнимы с густыми тучами. В основном они видны ночью. Они могут появляться и исчезать по своему желанию. 3. С точки зрения разума, они умны и любознательны. 4. Они обладают возможностью брать все, что им нравится. 5. Они живут под землей в каких-то пещерах, которые они могут достичь через любую расщелину или отверстие, где проходит воздух. 6. Когда люди населяли лишь небольшую часть земного шара, они жили на остальной территории и имели свое собственное сельское хозяйство. Их цивилизация оставила следы высоко в горах. Она была в самом расцвете в то время, когда на месте полей были только леса и кустарники. 7. В начале каждого третьего месяца они меняли место обитания, так как были неспособны оставаться на одном и том же месте. Кроме того, они любили путешествовать. А человек имел с ними ужасающие встречи на больших дорогах. Кирк отмечает, что шотландцы избегали любого путешествия в эти четыре периода в году, и добавляет, что деревенские жители в первое воскресенье каждого квартала отправлялись в церковь и молились, чтобы их семья, урожай и скот были защищены, чтобы эльфы, которые похищают растения и животных, оставались вдалеке. 8. Их тела наподобие хамелеонов позволяли им бороздить воздух и делать это со всеми своими домочадцами. 9. Они разделены на племена. Как и у нас, у них есть дети-кормилицы, свадьбы, похороны и т.д. Хотя они и делали это только для того, чтобы посмеяться над нашими собственными обычаями или чтобы предсказать земные события. 10. Их дома считались невероятно большими и пышными, но в большинстве случаев они оставались невидимыми для человеческих глаз. Кирк сравнивает их с очаровательными островами. Дома оборудованы лампами, которые горят без перерыва и огнем, который не нуждается в топливе. 11. Они очень мало говорят. Когда же они разговаривают между собой, то их речь очень похожа на свист. 12. Их привычки и язык, когда они разговаривают с человеком, похожи на привычки и язык людей той местности, где они находятся. 13. Их философская система основана на следующих идеях. Ничто не умирает, все развивается согласно циклам, таким образом, что в каждом цикле все обновляется и улучшается. Движение является универсальным законом. 14. Думают, что они управляются иерархией господ. Но у них нет благоговения перед Богом, никакой религии. 15. У них есть много очаровательных и легких книг, но есть и серьезные, сложные книги, скорее в стиле Алого Креста, которые содержат в себе абстрактные темы. 16. Они могут появляться перед нами по собственной воле посредством магии. Сходство между этими наблюдениями и рассказом, написанным Джеромом Карданом, который ровно на 200 лет предшествует манускрипту Кирка, вполне неочевидно. Оба, и Кардан и Парацельс, как и Кирк, пишут, что с этими созданиями можно заключить соглашения и что они могут появляться по своему желанию и отвечать на вопросы. Парацельс не нашел нужным упоминать о содержании соглашения из страха перед несчастными, которые могут постичь тех, кто захотел бы им воспользоваться. Кирк тоже довольно сдержан в этом вопросе. Конечно, проникнуть более глубоко в этот вопрос означало бы, что открыто целое поле колдовства, и это превзошло бы цель написания этой книги. Заключением Кирка является то, что каждый век оставлял свои нераскрытые тайны. Раньше, чем мы об этом думаем, говорит он, отношения с воздушными созданиями станут для нас такими же естественными, как, скажем, микроскоп или издательский пресс, навигация, все те вещи, которые послужили причиной невероятного удивления, когда они были впервые использованы на практике. Мы можем всего лишь одобрить это и смиренно приветствовать человека, который сумел собрать настолько полные подтверждения документальными данными визитов наших пришельцев. Единственная определенная теория, которую я нашел на эту тему, была вера каббалистов, о которой говорит Эр-Плебран в истории суеверий. Париж. 1754. 398. Любопытно то, что нельзя обнаружить ни единого писателя, который утверждал бы, что он знаком с физической природой фей. Все мы лишь приводим их личное мнение на эту тему или их различные теории, появившиеся во времена, когда они жили. Но они не дают нам уверенности в том, что мы найдем конечный ответ. Для Кирка. У добрых людей тело настолько гибкие и видна такая проницательность ума, которая движет ими, что они могут заставлять их появляться или исчезать к своему удовольствию. У некоторых из них тело и средства передвижения настолько пористые, тонкие и нежные, что они питаются исключительно путем высасывания некоторых качественных ликеров или спиртных напитков, которые пропитывают их как чистый воздух и масло. Согласно средневековым оккультистам, все невидимые существа могут быть разделены на четыре категории. Ангелы, боги древности. Дьяволы, или демоны, падшие ангелы. Души умерших, или воздушный разум, который относится к тайной организации Кирка. В четвертой группе относятся гномы, которые живут на земле, феи, которые часто посещают рудники и шахты, гоблины, карлики, дымовые из русских легенд, сильфы, которые живут в воздухе. Это подразделение, по всей вероятности является произвольным, и сам Парацельс настаивает на том, что крайне трудно дать определение для этих различных классификаций. Тело воздушных существ являются эластичной эссенцией, полуматерией, достаточно прозрачной, чтобы суметь быть невидимой, и они могут менять свою форму вопреки некоторым законам. Отказаться от этой основы было бы открытием путей для размышлений, которые повели бы нас дальше. Венце благодаря Джону Макнилу из Бара узнал следующее. Старые люди говорили, что не знают, сделаны ли феи из плоти и крови или только из разума. Они видели их как людей гораздо меньшего роста, чем рост нашей собственной расы. Я слышал, как мой отец рассказывал, что у фей была привычка приходить и разговаривать с нашими людьми, а затем исчезать, как только на них посмотрят. Феи-женщины имели привычку входить в дома, болтать, а затем исчезать. В основном верили в то, что феи были духами, которые по собственному желанию умели становиться видимыми или невидимыми. Когда они похищали людей, феи, они забирали все вместе, и тело, и душу. Другой человек, которого опрашивал Венце, настаивал на том, что воздушные феи отличаются от феи скал. Таким же образом, в Британии народная традиция разделяет феи на две группы. С одной стороны, это существа ростом с пигмеев, обладающие магической силой и даром предвидения. С другой стороны, белые воздушные феи. В первой категории располагаются черные, покрытые шерстью существа с кистями в форме стопы. У них лица стариков и пустые маленькие глаза, светящиеся, как горящий уголь. У них высокий голос, словно разбитый возрастом. Это замечание на тему дара предвидения подводит нас к тому, чтобы по-новому взглянуть на отношения, существующие между действиями тайной организации и делами людей. Венце, заметивший эти отношения в древней поэзии, говорит, что на протяжении последнего сражения известного героя из Ульстера Кушулина, который был любимцем фей, одно из созданий, зовущееся Моригу, летало над головой Кушулина, в то время как он сражался в своей колеснице войны. Феи приняли также участие в битве у клан Тарфа, 23 апреля 2014 год. Выполняя роль того, что на современном военном языке назвали бы авиации и поддержки с ирландской стороны. Перед сражением одна фея посетила Дунланга Ахартигана и умоляла его не драться. Она знала, что для него не могло быть другого исхода, кроме смерти. И здесь мы находим дар предсказания фей. Он убеждает ее, что он готов умереть за Ирландию. Две армии встречаются в Дублине. Это будет одно из чудес страшного суда, вспомнить об описании фантастического штурма. Там в воздух поднялся Бат, дикий, стремительный, горячий, безумный, неумолимый, яростный, темный, кромсающий, ругающийся, агрессивный, который спускал пронзительные крики и хлопал крыльями над головами. И там поднялись в воздух также сатиры и духи, и демоны-разрушители воздуха и небесного свода, и вся демоническая армия. Это является лишь одной из многочисленных ссылок на летающую армию фей. Нам представится возможность поближе изучить ее в последней главе. Но сначала вернемся к НЛО. Можем ли мы изучать современные отчеты об НЛО без того, чтобы полностью охватить проблему появления инопланетян? Для большинства, пишущих об НЛО ответом будет «Да». Они делают заключение, что неопознанные летающие объекты оставляют после себя материальные следы и ведут себя как зонды. Для них совершенно ясно, что НЛО являются научными изобретениями, которые не имеют ничего общего со средневековыми мистико-религиозными явлениями, и ничего общего с созданиями, изученными кирком, потому что, как мы только что увидели, эти последние могут появляться и исчезать, когда им захочется. Такой взгляд на вещи не может больше сохраняться. Отчеты о наблюдениях, которые были недавно произведены, описывают объекты, которые появляются и исчезают. Однако, подобные отчеты не очень известны. Исследователям НЛО претит их опубликовывать, а сами свидетели не собираются рассказывать о том, что произошло, потому что знают, что никто не захочет поверить в эти истории. Во время одной из дискуссий на эту тему с именем Шелем, он отметил негативную реакцию ученых на анализы, сделанные им при изучении французских явлений. Они утверждали, что настолько фантастические истории мог породить только помутившийся разум. А что сказали бы эти люди, замечает Мишель, если бы я опубликовал также и все даты. Среди случаев, заслуживающих более внимательного изучения, но которые были отвергнуты самими исследователями НЛО, есть происшествия в Нуатре, Эндр и Луара, во Франции 30 сентября 1954 года, было около 16.30, когда Жорж Гатте, старший мастер, ответственный за бригаду из восьми каменщиков, отделился от своих рабочих. Он почувствовал себя не в своей тарелке, находящемся в каком-то бесчувственном состоянии, и внезапно спросил сам себя, куда он идет. Затем вдруг перед ним развернулось странное явление. Невысоко над ним, на расстоянии по меньшей мере в 15 метров, на склоне показался человек, на голове у которого был шлем из непроницаемого стекла, снабженный забралом, спускающимся до самой груди. На нем был серый комбинезон и небольшие ботинки. В руках он держал довольно длинный предмет, который можно было бы принять за револьвер или, может быть, за металлический пруд. На его груди был виден какой-то маленький прожектор. Этот странный человек стоял перед блестящим куполом, который плавал где-то в трех футах над поверхностью земли. На куполе машины были какие-то предметы в форме крыльев или лезвий, которые вращались. Затем, внезапно странный человек исчез, и я не мог бы объяснить, как он это сделал, потому что не видел, чтобы он уходил с этого места, но он и не исчез из поля моего зрения. Он исчез как картинка, стертая одним движением. Тогда я услышал мечту вроде свиста, который был настолько сильным, что перекрыл шум наших экскаваторов. Тарелка поднялась последовательными скачками вправо, затем она также стерлась в своего рода голубом тумане, как по мгновению волшебной палочки. Как только Гатте увидел этот объект и существо, он попытался бежать, но остался на месте словно пригвожденный. Он был словно парализован в течение всей этой сцены. И все его рабочие тоже, уникальный случай коллективной психологической реакции. Никто из них до этого не верил в реальное существование так называемых летающих тарелок. Сразу после того, как Гатте смог двигаться, он направился к рабочим, крича, «Вы видели что-нибудь?» Господин Берла ответил ему, «Да, летающую тарелку». А господин Любановик, который управлял экскаватором, добавил, «Перед ней был человек, одетый как пловец. Четверо других рабочих, господа Сиши, Вильнев, Ружье и Амиро, водитель грузовика, подтвердили все детали происшествия. Было бы не лишне напомнить, что это событие произошло в отдаленном горном районе. В это время года, конец сентября, волна сообщений о подобных явлениях только поднималась. Но Гатте, который сражался в сопротивлении и был ранен в Люксембурге, говорит, что у него нет привычки воображать летательные аппараты. После происшествия он страдал бессонницей, головной болью и потерял аппетит на неделю. Ироничность ситуации в том, что эти восемь человек еще не убедились, что летающие тарелки приходят из другого мира. Они были уверены, что это часть секретного эксперимента одной из стран мира, может быть Франции. В начале сентября 1965 год. В жалобе. Мексика, был замечен планирующий объект, по окружности которого были расположены светящиеся отверстия, через которые можно было увидеть существо, одетое в черное с глазами, горящими как у кошки, с какой-то блестящей металлической трубкой в руке. Существо исчезло внезапно, в то время как за ним наблюдали на улице Ялопы местный журналист, двое водителей такси и тореадор. В происшествии в Каро Цейнхо 26 июля 1965 года, появились пять карликов, одетых в черную униформу и маленькие ботинки. Нам поведали, что у одного из них в руке был удивительно сияющий предмет как палочка фей. 25 января 1967 год. В 13.25 в Статхэм Коммон, Англия, в отдаленном районе гор Чилтерн внезапно произошла вспышка света. Шел дождь, воздух был тяжелым, отчитывался в Flying Saucer Review P. 10. В. Уиндер, направленный сюда для проведения исследования. Семеро юношей возвращались из школы вдоль дёли, низины идеального места для игры в прятки. Алекс Батлер, 10 лет, смотрел на юг поверх дёли, когда на прогалине ясно увидел маленького человека с бородой, одетого в голубое, и в высокой шляпе. Он позвал своих друзей, и они побежали к силуэту. Дети были от него где-то в 20 метрах, когда он исчез как клуба дыма. Конечно, мальчики были очень удивлены, но ничто в поведении странного силуэта не вызывало у них чувства страха или раздражения. Они всё так же продолжали искать маленького голубого человека и обнаружили его снова, но уже по другую сторону от того места, где он был сначала. Они направились к нему. Он снова исчез, чтобы появиться на этот раз в глубине низины. Тогда они услышали голоса в окружавших кустах и уже начали пугаться. Голоса напомнили им болтовню на иностранном языке. В конце концов они увидели это существо в четвёртый раз, перед тем как Свисток вынудил их вернуться в школу. Их воспитатель, Мисс Ньюком, заметила, насколько они были взволнованы, и хотя они предупредили её, что она никогда не поверит в подобное, она их немедленно разделила и заставила каждого из синемальчиков описать всё так, как было на самом деле. Эти рассказы позже были собраны в одну книгу с названием «Маленький голубой человек из Статхэм-Коммон», которая, как отмечает Уиндер, является занимательным чтением и, без всякого сомнения, займёт почётное место в архивах начальной школы деревни Статхэм. Исследования, проведённые Уиндером, Мульстёром, Боуионом и Грейктоном, показали, что несколько подобных происшествий имели место в этом районе. Среди них, два посадки в районе Статхэма, через несколько месяцев после январского события. Конечно, исследователи были как нельзя более заинтересованными в том, чтобы услышать детальное описание этого создания от самих детей. Они опросили их в присутствии воспитателя, и Уиндер пишет. Они утверждают, что человек был ростом 3 фута, в сравнении с их ростом, к которым надо добавить ещё 2 фута высоты шапки или шлема, лучшим описанием которого было выражение «большой котелок без полей т. е. закруглённый в верхней части». Голубой цвет был скорее слабым отблеском тёмного, серо-голубого цвета, который делал контуры и детали неотчётливыми. Однако они кое-что сумели различить. Некую линию, которая показалась им либо прядью волос, либо краем забрала шлема. Два крупных глаза. Нечто вроде маленького треугольника на месте носа и одежду, состоящую из одной вещи с широким поясом, опускавшимся до самого низа, на котором висела квадратная коробочка. Руки показались короткими и всё время оставались висящими вдоль тела и прижатыми к нему. Ноги и ступни были едва видны. Что касается клубов дыма, то, по всей видимости, это была движущаяся туча голубоватого тумана, направленная против преследователей. Едва ли есть необходимость приводить здесь другие случаи. Магическая шкатулка. У преподобного Роберта Кирка не было никакого сомнения на этот счет. В какой-то момент феи оккупировали страну. Сегодня на севере Шотландии все еще верят, что феи когда-то существовали. Эта вера сохраняется в названии «добрые соседи», хотя при случае они могли быть и враждебны по отношению к человеку. Речь идет о феерической поэзии Альфреда Муайо, опубликованной Чепменом и Холлом где-то в 1910 году. Многие поэмы из которой будут процитированы в данной книге. Тогда как феи не питали к людям врожденной неприязни, но случайно узнавали, что могли бы быть более любезными по отношению к своим любимцам. Тогда они сердились, их поведение становилось капризным, и они были в восторге от возможности сыграть какую-нибудь шутку со своими смертными соседями. Эти шутки надо было терпеливо переносить, так как сопротивление или враждебность могли привести к ужасным репрессиям, похищениям детей и даже взрослых. Пассивное дружеское поведение со стороны людей оказывалось в высшей степени желательным. Кэмпбелл, пастор из Тиры опубликовал историю, названную на Амхьюзджан, «Карлики или пигмей», в которой он отмечает. Существование пигмей в каком-то районе, граничащем с нашим, если это только не часть королевства холода, довольно интересно, так как указывает на соотношение между маленьким ростом существ и холодным климатом, и таким образом приводит нас к изучению вопроса рассеивания человеческой расы и объединения племен, которые теперь удалены друг от друга различиями во внешности, в одежде, образе жизни и языке. Хотя замечания о соотношении роста и климата не представляют особой ценности, Кэмпбелл открывает путь к другим интересным замечаниям. Он отмечает, что термин «лапанач» относится к типу маленьких, коренастых, незначительных людей, которые встречаются во многих сказаниях, и добавляет. В Шотландии есть многочисленные традиционные сказания, вызывающие интерес, в которых маленькие люди ростом с гномов или пигмеев описываются как хорошие стрелки из лука, умеющие убивать людей большого роста благодаря скорости, с которой они умеют обращаться с луком и стрелами. Несмотря на их маленький рост, принято считать, что они обладают невероятной силой. Они были не маленькое подобие детей, а как взрослые, чуть выше среднего роста, жилистые и мускулистые. Эти карлики или пигмеи, назывались на Амхьюзджан, или более точно на Амхьюзджан. Английская фонетика для гельского Амхьюзг будет Аиск. Иногда находят тех же самых существ под именем Тамхаск или Амьюш, и оба имени означают «карлик». Это выглядит иронично, когда в одном из сказаний Уэскс обращаются к чужому человеку в таких выражениях, как «а маленький человек», и в то же время человек обращается к ним, говоря «большие люди». Есть одна вещь, которую совершенно необходимо выяснить. Существовала или не существовала в прошлом раса карликов, которые жили среди людей в Западной и Центральной Европе. Основываются ли легенды о феях и эльфах на том факте, что древние обитатели северных районов и британских островов принадлежали к этой расе? Историки и археологи, которые проводили исследования, говорят категорическое «нет», и мы должны согласиться с ними. Впрочем, некоторые писатели, такие как Дэвид Мак Ричи, говорят, что они нашли следы, ведущие в этом направлении, и, конечно, подобные следы представляют собой испытание теории, какой бы она ни была, относящейся к гуманоидам. В труде Тайсона о древних пигмеях, опубликованном в Лондоне в 1894 году. Профессор Уинду из Бирмингема отмечал, что раса карликов слыла лучшими воинами и телохранителями королей. Тайсон провел глубокое исследование расы карликов и процитировал греческого историка Ктезиаса. В Центральной Индии есть черные люди, зовущиеся пигмеями, которые говорят на том же языке, что и другие индийцы. Король индийцев имеет в своем распоряжении 3000 таких пигмеев, так как они прекрасные стрелки из лука. И добавляет. Кажется, в Персии, около озера Цейеррах, были когда-то племена черных пигмеев, это были аборигены и, может быть, формировали историческую черную охрану древних королей Сусании. Труд Тайсона с предисловием Уиндла был написан в 17-х. Обратив внимание на замечания Ктезиаса, он продолжил. Талентониус и Бартолин думают, что слова Ктезиаса о пигмеях, что они были хорошими стрелками из лука, прекрасно иллюстрируют текст из-за языки Иля. Текст из-за языки Иля, о котором идет речь, в Библии представлен в такой форме. Сыны Арвада с собственным твоим войском стояли кругом на стенах твоих, и гомодимы были на башнях твоих. Иезекииль 27.11. Женевский перевод, изданный в 1579 году, в Эдинбурге, также называет гомодимов храбрыми людьми, однако в Волгаты можно прочитать следующее. Филии Арвард Кам Эксерсито Тао Супра Марас Тао Сперк Вайркютом, Эд Пигмаи Интер Ребаст Юс Фьюрант. Действительно, Библия английских епископов 1572 и 1575 ГГ, упоминает не гомодимов, а пигмеев. Даже не углубляясь в детали, понимаешь, что гельская история об охране из воинственных карликов, не единственный случай. Если теперь мы вернемся к цитате Мак Ричи, взятой из фламандской фольклорной газеты Answalk's Leaven, то узнаем об этом побольше. Финляндеры, раса, населявшая нашу страну до кельтов, были маленькие, но сильные, проворные, прекрасные пловцы. Они жили охотой и рыбалкой. Адам из бремена в девятив. Описывает их потомков. У них были большие головы, плоские лица, сплюснутый нос и большие рты. Они жили в горных пещерах, которые покидали с приходом ночи, чтобы совершать жестокие насилия. Кельтский народ, а позже и германская раса, такие большие и сильные, едва ли могли принять столь маленьких людей за человеческие существа. Они, должно быть, рассматривали их как таинственных и странных созданий. И когда эти негры-финляндеры прожили достаточно долго, спрятавшись в своих гротах из страха перед новыми обитателями, когда в конце концов, они пришли в упадок и умерли от нищеты, то превратились в воображение мечтательных немцев в таинственных созданий, в своего рода фантомов или богов. По мнению Мак-Ричи, непонятно, на какую основу опирается автор, называя их неграми, но он допускает, что эти финляндеры карликового роста могли бы рассматриваться как уэскс из кельтских легенд. Кажется, теперь нам становится понятно, где мы находимся. На острове Орк не существует традиция, которая имеет параллели с выше приведенной здесь историей. В первой половине 15, более точной датой неизвестно, епископ Томас Таллах из Оркни в Аркадибас Инсалис привел некоторые детали традиции, которая гласит, что на шесть веков раньше архипелаг был населен за Рарая энд арейс оф дворфс. Рарая, по мнению многих ученых, были ирландскими священниками, а карлики были пиктс. В этом Мак-Ричи согласен с Берри, когда в его произведении Оркни мы читаем. Действительно, там не было никого другого, кроме пейтс, пиктс или пикс. Скандинавские писатели в основном называют их пикс, пэти или пэц. Одни из них используют термин пэтиа вместо пиктланд, саксонская грамматика. Ко всему прочему пролив, который разделяет Оркни и Кетнис, называется Петлиндфьорд в исландских сказаниях и историях. Настойчивость, с которой изучаются древние архивы, совершенно примечательно, как отмечает Мак-Ричи. Ирландские священники следовали за Коломбой, который сам был правнуком канала Гулбена, который, согласно преданиям, дал жестокий бой расе карликов. Битва канала Гулбена против карликов стоит у истоков целой серии сказаний, которые иногда упоминают о других легендарных героях. Если постараться сократить, насколько это возможно, оригинал этой истории, то вот, что получится. Канал Гулбен был сыном известного Найла, или Ниала, предка семьи Анаилов из Остера. Он был дедушкой Федлинида, отцом Коломбо, и его приключения начались где-то на северо-западе Ирландии на пороге 5. Гулбен причалил к королевству Лохвин, которое принимают в основном за Скандинавию. Прибыв туда, Гулбен был удивлен увиденной им странной конструкцией, и он спросил у своего проводника. «Что это за остроконечный дом, Дуанак? Это дом семьи томоисков, лучших воинов, которые только есть в королевстве Лохвин», — ответил проводник Дуанак. «Я слышал, как мой отец рассказывал о томоисках, но я никогда их не видел. Я пойду посмотреть на них», — сказал Канал. «Я не советую тебе этого делать». Были последние слова Дуанака. Конечно, Канал Гулбен не последовал этому совету. Он пошел прямо во дворец короля Лохлина и вызвал его на битву. Ему ответили, что он не может сражаться в этот ночной час, но он может быть в доме у Амхаск, Оискс, где их есть восемнадцать сотен. Он вошел и прошел весь дом, и не было ни одного Амхаск, который бы не гримасничал. Когда он видел, как кто-то из них делал гримасу, сам он в ответ делал две. «Что означают гримасы, которые вы строите?» — спросил один Амхаск. «Что означают гримасы, которые вы не строите?» — спросил Канал. Они ответили. «Наши гримасы означают, что твоя свежая королевская кровь будет нашей, чтобы утолить нашу жажду, а твоя свежая королевская кожа, чтобы полировать наши зубы!» Канал сказал. «Моя гримаса означает, что я пришел, чтобы найти того из вас, у кого самый большой череп и самые слабые ноги. И я возьму его за ноги и его черепом убью всех остальных!» Они ответили. «Мы никогда не видели, чтобы сюда приходил большой глоток крови и кусок кожи, который мог бы нас победить, кроме тебя и еще одного человека, но он отступил перед нами. И если отступишь ты, мы будем сомневаться и в других. Это как раз то, чего я не сделаю, потому что вы в пределах моей досягаемости», — ответил Канал, следивший за их движениями, затем он приблизился и начал. «Я боюсь, что погоню вас из дыры в дыру, с холма на холм, как я это уже делал», — затем он посмотрел на них и схватил одного, того, у которого были самые хрупкие ноги и самая большая голова, и отбросил остальных. Шлеп! Шлеп! До того, пока не убил всех до последнего и не осталось ничего от того, кем он убивал остальных. Все, что у него осталось в руках, ноги. История канала Гулбёна, описанная Кэмбеллом из Залей, продолжается в форме удивительных сражений в других странах. Например, во Франции канал побеждал таким же абсурдным образом, как в доме Томаисков, лучших воинов, которые были у короля Франции. Мак Ричи сделал заключение. Конечно, надо понимать, что представленный пассаж настолько же невозможен, насколько смешон. Но это не мешает мнению, что основой этой истории может быть достоверная битва между людьми возвышенной натурой и карликами. Чрезмерное число последних и простота, с которой герой разбрасывает их туда-сюда, являются просто прекрасами древних рассказчиков. Что касается невозможности передавать это сказание на протяжении 15 веков и быть, однако, историческим, Мак Ричи говорит. Надо помнить о том, что устный пересказ истории и генеалогии со всем надлежащим вниманием к языку и деталям, это целая наука среди народов, говорящих на гельском. Но тогда что же стало с расой карликов? По мнению Мак Ричи, примерно в шестив, карлики были уничтожены или спрятались, когда Коломба и его последователи вели религиозные войны против Пиктс. Он говорит, что тогда же ирландцы тоже объединили свои усилия против этих народов на севере Ирландии. И когда новые хозяева испытывали чувство вины по отношению к своим древним врагам, людей начали будоражить слухи о фантомах Пиктс, которые продолжали скитаться по стране. И это понемногу привело к эльфам и феям. Эта теория, на которую ссылаются в основном как на теорию о пигмеях, не становится, однако более приемлемой после доказательств, которые историки собрали о Пиктс. Имя Пикти, по мнению Генврикта, появилось сначала в 297 граммах. Наша ера и с этого времени обозначала все народы, которые жили на севере Мюрентоном и которые не были шотландцами. В начале тысячелетия, по-видимому, были предшественники Пиктс, которые формировали различные группы, называвшиеся Проутопиктс. Не могли ли пигмеи Макричи фигурировать среди Проутопиктс? Генврикт дает следующее толкование отрывку, извлеченному из истории Норвегии, на которую мы ссылались ранее. Эти районы сначала были населены Пиктс и Рорая. Раса Пиктс ростом не превышала расу пигмеев. Они творили чудеса и утром, и вечером, строя окруженные стенами города. Но в середине дня они полностью теряли силу и от страха прятались в маленьких подземных домах. Генврикт комментирует. История интересна тем, что собирают Пиктс, подземелья и иногда башни, объясняя всеобщую веру в то, что Пиктс были народом пигмеев. И показывая нам первый пример совершаемой ошибки, когда говорят дома Пиктс, подземелья Пиктс и башни Пиктс. Можем ли мы предположить, что среди Проута Пиктс были карлики, которых ошибочно считали коренными жителями? Тогда откуда же они пришли? Теория Макричи не дает нам ничего, кроме путаницы, и заставляет нас констатировать его затруднительное положение, когда он отмечает, что финлендеры были не просто карликами, но к тому же и черными карликами. Как мне представляется, нам, по крайней мере, удалось установить, что эти вопросы не сумели разрешить ученые всех эпох. Мнение Хартланда на тему подобных созданий не расходятся с мнением Макричи. Более чем возможно, что характерные черты, относящиеся к странным расам, приписывались мифическим существам в кельтских суевериях. Ленг Цэ в своем заключении относительно дискуссии про теорию о пигмеях, он отбрасывает ее, так же как Хартланд, отмечает, что все проблемы происхождения веры в фей являются неразрешимыми, потому что эта вера глобальна и не ограничивается только лишь кельтскими странами. Точно так же, Ленг в своем толковании книги Кирка 1922 г. заявляет, по-моему, подземные жители из книги господина Кирка являются не только традиционным воспоминанием о реальной расе карликов, живущих в подземельях, но и скрытым напоминанием о каких-то предках. Фольклор в стадии становления. Для тех, кто имеет склонность к исследованиям, интересны не только, и даже не столько, истоки древних верований о пришельцах на Землю, для них еще более привлекательны современные слухи из уст очевидцев, т. е. изучение фольклора на стадии становления, когда современные слухи перекликаются с фактами, которые будоражили поколение ученых, чувства испытываемые по этому поводу, благодарность и энтузиазм. Когда звонит телефон на военно-воздушной базе офицер секретной службы передает отчет, который сделал мотоциклист, только что оглушенный тем, что он называет «летающей тарелкой», мы констатируем уникальное единение современного мира, и его технологий, с древними ужасами, со всей мощью их внезапной скоротечной и рациональной природы. Мы сейчас находимся в какой-то степени на привилегированном положении. Ни венцы, ни Хартланд не могли опросить людей, только что наблюдавших необъяснимого явления. Большая часть их свидетелей говорит о событиях глубокой старины, об историях, услышанных около камина. А мы порой ощущаем, что способны даже ухватить тех существ, которые появляются в ночи и скрываются в ней. Мы идем по их следу, совсем рядом с ними. Еще дрожит воздух от возбуждения, еще не улетучился запах серо, но уже начинается история. Возьмите, например, историю с полковником авиации, который ночью ехал на машине по пустынной дороге из Иллинойса, когда заметил странный предмет, пролетавший над его машиной. Предмет походил на какую-то птицу, но размерами был с маленький самолет. Он захлопал крыльями и улетел. Эта ужасная история не была бы удивительной в устах немного нервной девушки, рассказывающей о ней своей матери после позднего возвращения домой. Но полковник авиации? В период ноября-декабря 1966 год. Западная Вирджиния была разорена похожей птицей, названной репортерами «Человек-тля», «Те», «Е», «людьми, которым не откажешь в воображении». 25-летний свидетель Томас Уриев, живущий в Корксбурге, 25 ноября 1966 года. В 7.15 утра недалеко от Пуан-Плезом встретил некое создание. Это был большой серый предмет, приземлившийся на соседнем поле. Он поднялся в воздух, как вертолет, и сделал вираж над моей машиной, сказал он Джону Киллю, который провел несколько дней на этом месте, проводя расследование. Очевидец прибавил скорость до 75 миль в час, но птица все время была рядом, время от времени пролетая над машиной. Казалось, что в длину она достигала приблизительно 6 футов, а в ширину – от 8 до 10 футов. Согласно другим свидетелям, которых приводит Килл, у силуэта были большие, круглые, светящиеся красным светом глаза. 11 января 1967 года, госпожа Макдэниел увидела эту птицу средь билатни. Она вышла из дома и сразу заметила в небе предмет, приняв его за маленький самолет, который летал над дорогой почти у самых верхушек деревьев. Когда он приблизился, она увидела, что предмет был похож на человека с крыльями. Он низко опустился над ее головой, затем развернулся около соседнего ресторана и быстро потерялся из виду. Госпожа Макдэниел, работающая в Бюро по трудоустройству, известна окружающим как вполне уравновешенная и полная здравого смысла личность. Теперь изучим другой отчет. Чужак был большой, худощавый и сильный. У него был выпуклый нос, очень мощные костлявые пальцы, похожие на когти. Он был невероятно проволен. На нем был длинный, развивающийся плащ, какой любят носить те, кто ходят в оперу, солдаты и актеры на прогулке. На голове у него был высокий шлем, кажется, из металла. Под плащом были узкий комбинезон и что-то еще блестевшее как лакированное полотно или металлическая сетка. У него на груди прикреплена была лампа. Самое странное из всего этого, были заостренные и куцые уши, как у какого-нибудь животного. Может, это был какой-то весельчак, наряженный в костюм игрока в крикет. Вполне возможно, особенно если учитывать, что птица что-то несла на своей спине и совершала невероятные прыжки, иногда пролетая прямо над головами у тех, кто хотел бы ее поймать. Однако в этом объяснении существует одна загвоздка. Это последнее описание не относится к западной Вирджинии 1966 год. Событие произошло на темных тропинках одного из лондонских предместий в ноябре 1837 год. Как и в случае с человеком Тлёис Пуан-Плезана, власти пытались как можно дольше игнорировать таинственного летающего человека из Лондона. В конечном итоге какой-то житель Пёкхэма написал письмо на имя мэра, и цензуре не удалось его скрыть. С наступлением ночи патрули начали обыскивать окрестности, а адмирал Годрингтон даже пообещал награду, так до сих пор и невостребованную. Д. Вайнер в замечательной статье об этой загадке говорит нам, что даже старый герцог Велингтонский сам взвел курки своих пистолетов, запряг своего коня и отправился в темноту на поиски Джека Потрошитель в сапогах-скороходах. 20 февраля 1838 год, 18-летняя девушка Джейн Эллоп из Олтфорда, возле Боу, Лондон, услышала резкий звонок во входную дверь. Выйдя, она оказалась лицом к лицу с самой уродливой внешностью Джека Потрошителя в сапогах-скороходах. На нем были блистающие одежды, а на груди — светящаяся лампа. Его глаза были похожи на блестящие огненные шары. Когда мисс Эллоп испустила крик, чужак поймал ее за руку своими пальцами, похожими на когти, но сестра девушки кинулась к ним, чтобы спасти ее. Визитер выпустил в лицо Джейн ужасный газ и она упала в обморок. Тогда Джек убежал, уронив свой плащ, который был тут же подобран другой тенью, бежавший за ним. За два дня до того, как в газетах появились огромные заголовки о происшествии в Уолтфорде, некая мисс Скейлс из Лаймхауза прогуливалась по аллее Зеленого Дракона. Аллея была плохо освещенным проходом около Кабаре, но увидев высокий силуэт, спрятавшийся в тени, мисс Скейлс остановилась и стала ждать сестру, которая шла позади. Сестра, описавшая чужака как большого худощавого, изящного, когда подошла, увидела, что он откинул свой длинный плащ в сторону и направил фонарь на задыхающуюся девушку. У нее не было времени, чтобы закричать. Странный голубой огонь плеснул в лицо жертве Джека, которая упала на землю в глубоком обмороке. После этого Джек спокойно удалился. Вайнер предполагает, что у Джека была встреча в аллее Зеленого Дракона, и он пытался избавиться от свидетелей. Через неделю после происшествия в Волтфорде в дверь дома Энн Эшворта постучали и спросили хозяина. Служанка, открывшая дверь, завопила во все горло, а Джек улетел. Его больше не видели, по крайней мере в пределах Лондона. Была ли у него встреча? Действительно странно, отмечает Вайнер, что Джек появился в двух домах, удаленных друг от друга меньше, чем на милю, в течение двух дней, а владельцы домов соответственно носили фамилии Эшоп и Эшворт. Двое главных свидетелей, как и в Западной Вирджинии были девушки. И эти девушки в обоих случаях были сестрами. Казалось, что этому будет еще пример, но это уже выглядело бы абсурдно. В 1877 год, носитель облегающих тело одежд и блистающего шлема Джек снова появился в Алдершоте, Гэмпшир, Англия. В этот день он летал над двумя часовыми, которые начали в него стрелять. В ответ он выбросил голубое пламя, которое ошеломило часовых, и исчез. Вайнер считает, что Джек мог быть виновником страха, человека, разгулявшегося в конце августа 1924 год, в Мэттене, или Нойс. Его видели по ночам, заглядывающим в окна, как если бы он искал кого-то, кого знает в лицо. Большинство свидетелей снова женщины. Некоторые из них утверждали, что падали в обморок, когда визитер направлял на них какой-то предмет. Джек оставлял за собой странный смрадный запах. Весной 1960 год. Итальянский ювелир Сальваторо Чанчи ехал по дороге в Сицилию около Сиракузы, когда маленькое создание в блистающих одеждах, с колпаком ныряльщика на голове появилась в свете фар его машины. У него не было ног, только крылья. Сеньор Чанчи пережил нервный стресс. В субботу 16 ноября 1963 года. Кент, Англия. Четверо молодых людей испытали ужас при виде предмета, который поначалу они приняли за звезду. Один из четверых, 16-летний Джон Флэкстон, описал это событие. Это было фантастично. Желто-красный свет спускался с неба под углом в 60 градусов. Приблизившись к земле, свет, казалось, летел более медленно. Внезапно блистающий позолоченный свет возник на соседнем поле, после того, как первый предмет исчез за деревьями. Он был примерно в 80 ярдах от нас, плавая приблизительно в 10 футах над землей. Он, казалось, следил за нашими движениями, останавливался, когда останавливались мы, и как будто наблюдал за нами. Свет был овальным, около 15-20 футов в ширину, со сверкающим твердым центром. Он исчез за деревьями и через несколько секунд оттуда грузно спустился темный силуэт. Он был весь черный, ростом и фигурой подобен человеку, но без головы. Казалось, у него есть крылья по обе стороны пила, как у летучей мыши. Мы так и не узнали, что же это было. Фольклор в стадии становления. Нечистая сила. Мы дошли с ней до наших дней вместе с Джеком-потрошителем в сапогах-скороходах и человеком-тлёй и констатировали, что арсенал наших визитеров стал более адаптированным. Фонарь Джека и пистолетный выстрел сохранились в современных рассказаниях, в занимательных книгах 20-го века и в телевизионных фильмах. Но настоящий вопрос в следующем, насколько все это реально? Если нет, то как можно объяснить то, что такие описания сопровождали эпоху, в которой не было ни комиксов, ни телевидения? Итальянский художник Р. Л. Жуаннис имел примечательный опыт в 1947 году. В эпоху, когда понятие «летающие тарелки» было уже популярно в США, но еще не существовало того обилия литературы об инопланетянах, которая есть в наши дни. Если быть точным, то случай с ним произошел 14 августа. Он прогуливался в одиночестве в горном районе между Италией и Югославией, брел вдоль маленького ручья. Внезапно среди скал появился большой объект в форме чечевицы, блестевший красным цветом, около 10 метров в диаметре. Рядом с объектом были два существа, которых он поначалу принял за мальчишек, а затем понял, что речь идет о каких-то карликах или каком-то другом неизвестном типе, которого он никогда раньше не видел. Оба существа были не выше трех футов ростом, их головы были больше головы человека. У них не было ни волос, ни ресниц, ни бровей. Лица были зеленоватыми, нос прямой, а рот очень широкий, что придавало им сходство с рыбой. Огромные, круглые и выпуклые, глаза желто-зеленого цвета. Кожа окружала их кольцами, которые были похожи на реки. Жуаннис шевельнулся, и одно из существ положило руку на пояс. Тут же из центра пояса появилось нечто вроде луча и струи пара. У Жуанниса создалось впечатление, что он получил удар электрическим током, и он упал на землю, слабый и беззащитный. Ему пришлось призвать на помощь все свои силы, чтобы повернуть голову и рассмотреть двух существ, которые удалялись и через несколько секунд вскрылись. В 1965 год. Сообщение о подобном происшествии было передано в введение ВВС США, и мы напрасно пытались приступить к его расследованию в соответствии с программой «Голубой книги». В конечном итоге случай был процежен гражданской группой, которая провела быстрое и серьезное изучение свидетельства, данного одним-единственным свидетелем, неким мистером 10. Детали этого происшествия можно найти в прекрасной книге, изданной шефом этой исследовательской группы Лоренцо Ионом. По этой причине я не останавливаюсь на обсуждении всех установленных фактов. Лоренцо назвал это самым зрелищным событием, которое они когда-либо исследовали. Упомянутый случай произошел 4 сентября 1964 года, в горах на севере Калифорнии, примерно в 8 милях от Цейска Греев. Мистер 10. Охотился, но внезапно оказался отрезанным от своих спутников и потерялся. Когда опустилась ночь, он зажег несколько огней, чтобы привлечь к себе внимание. Вскоре он заметил в небе какой-то свет, который принял сначала за вертолет, отправленный на его поиски. Когда объект остановился и принялся в полной тишине кружиться в воздухе, он понял, что речь идет не о каком-то заурядном предмете, и вскарабкался на дерево, чтобы иметь возможность получше рассмотреть его. Свет закружился вокруг дерева. 10. Увидел вспышку, и какая-то темная вещь упала на землю. Затем он увидел один силуэт, который вышагивал в кустарнике над ним, и другой, который шел несколько в другом направлении. Оба силуэта приблизились к дереву и смотрели на него. Свидетель утверждает, что они были немного выше пяти футов и одеты в посеребренные одежды, покрывавшие их с головы до ног. Немного позже появилось третье создание, действия которого скорее напоминали механизм, чем человека или животное. Оно было чернее другие, с красными глазами. Рта не было, было только нечто вроде щели, которая, открываясь, падала как дверцы у печки. 10. Наблюдал, как существа искали способы, чтобы заставить его упасть с дерева. Он устроился таким образом, чтобы находиться от них как можно дальше. Он начал бросать в них легкие обрывки бумаги и одежды, и те реагировали с испугом. Основное оружие, которое они использовали против него, было очень любопытным. Если верить этому отчету, существо, которое было похоже на робота, уронило свою нижнюю челюсть, затем засунул свою руку внутрь открывшейся прямоугольной полости и выпустило в направлении 10. Клубы дыма. Дым распространился как туман и, настигнув человека, послужил причиной потери сознания на неопределенный промежуток времени. 10. Говорит, что этот газ вызвал в нем ощущение внезапной нехватки кислорода. Трудно поверить в эту историю. Не были ли существа, подобные тем, что он описал, способными взобраться на какое-то дерево? Если они вышли из летающей тарелки, то почему они не могли подлететь к его убежищу? Но также трудно поверить в то, что он стал жертвой обычного кошмара. У свидетелей не было привычки видеть кошмары. И когда он проснулся утром, все еще привязанный к дереву своим ремнем, все те предметы, которые он швырял, чтобы избавиться от назойливых существ, лежали на земле вокруг дерева. Более того, существует описание этого странного сильного газа, который играет здесь достаточно важную роль. Такие же описания газа были сделаны после происшествий, относящихся к Джеку-потрошителю в сапогах-скороходах к случаям с Жуаннес и Саней Дёсвергерс в августе 1952 год. Согласно рапорту капитана Руппельта о расследовании, проведенном во Флориде, Дёсвергерс — шеф скаутов, который углубился в лес, чтобы узнать, что это заподобие странного света появилось перед ним, оказался лицом к лицу с ужасным существом, которое смотрело на него из башни летающей машины, не похожая ни на что, когда-либо им виденная. И он вдыхал тот же самый газ с особенным запахом. Он почувствовал себя словно замороженным на месте и увидел, как к нему летит маленький красный огненный шар. Проплыв над его головой, шар взорвался и превратился в красное облако. Он бросил на землю фонарь и посох и закрыл лицо руками. От окружавшего тумана он потерял сознание. Эта история нашла свое подтверждение в неопубликованном меморандуме Руппельта, написанном им 12 сентября 1952 года, после возвращения извест Палм-Бич. Капитан Руппельт и лейтенант Р. М. Олсап начали свое расследование с конференции, проведенной с капитаном Корни, офицером службы информации военно-воздушной базы за Н-1707. Конференция состоялась утром 9 сентября. Конференция с участием капитана Корни была проведена, чтобы выявить какие-нибудь последствия данного происшествия, о которых не были информированы офицеры О. Т. 1. С. Капитан Корни заявил, что, по его мнению, ничего сенсационного не произошло. Его спросили, как он относится к заявлению об угрозах в свой адрес в анонимных телефонных звонках. Капитан ответил, что около двух недель назад его проинформировал об угрозах сам Десвергерс, который получал угрозы прямо на работе. Звонки имели целью предупредить Десвергерса не говорить никому ни слова об этой истории, иначе ему придется раскаяться в этом. И многое другое в подобном ключе. Однако этому заявлению почти не придали значения, и Рукпельд продолжал расследование, опрашивая людей, знавших шефа скаутов, и в частности, членов группы, которые были вместе с ним в машине, когда он решил пойти в лес. Он приказал мальчикам позвать кого-нибудь на помощь, если он не вернется через десять минут, после того, как войдет в лес. Мальчики утверждали, что могли видеть его зажженный фонарик в лесу. Начиная с этого момента их рассказы несколько варьируются. Первый заявляет, что он не видел первой вспышки света, которую заметил Десвергерс. Однако через некоторое время, после того, как Десвергерс отправился в лес, юноша заговорил о летающих тарелках и один раз, приподнявшись в автомобиле, посмотрел в окно. Он увидел полукруг, состоящий из белых огней, около трех дюймов в диаметре, который опускался под углом в 45 градусов. Никто среди остальных скаутов не видел этого. Затем он заявил, что видел Десвергерса, входящего в лес, а после, серию красных вспышек в прогалине. Вскоре после этого он заметил напрягшегося и упавшего сани. Согласно двум другим мальчикам. Оба видели Десвергерса, входящего в лес, и свет его фонаря среди деревьев. Затем Десвергерс исчез на несколько секунд, по крайней мере исчез свет фонаря. Через некоторое время они увидели серию красных вспышек. Можно было бы сказать о каком-то количестве слабых отблесков или ракет в небе. Вспышки света не стояли на одном месте. Одни поднимались, другие спускались, третьи вращались без остановки во всех направлениях. Было только шесть, семь красных отблесков, которые летали во всех направлениях. Тогда они спустились с дороги, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Здесь у нас есть подтверждение свидетелей, которые видели красные огни. Однако эти свидетели были достаточно далеко, чтобы понять, что они из себя представляют, но интересно отметить, что огни вращались без остановки, после того, как шеф скаутов, согласно его собственной версии происшествия, уже был без сознания. Интересно также отметить, что более ста лет назад Леру Делиней в своей книге «Легенд» говорил об эльфах следующее. Если какой-нибудь смертный решается приблизиться к ним, они открывают рот, и пораженный вырвавшимся оттуда дыханием, неосторожный человек умирает от отравления. 7 октября 1954 год, в Монте, Франция, некий господин Маргайон заметил в поле какой-то предмет полусферической формы диаметром около 2,5 метров. Когда он стал рассматривать предмет, ему вдруг не хватило воздуха и он почувствовал себя парализованным. Внезапная нехватка воздуха часто отмечается в показаниях свидетелей таких приземлений, как и особенные глаза маленьких существ, красно-оранжевые, сверкающие в ночи. 9 октября 1954 год, в лаву. Вьенна, Франция, некий фермер, ехавший на велосипеде, внезапно остановился при виде силуэта, одетого в комбинезон пловца, который навел на него двойной луч света. Существо, у которого, казалось, сапоги без каблуков, имело очень блестящие глаза, волосатую грудь, и спереди на одежде у него были прикреплены две фары одна над другой. Через 9 дней в Фантине Торси, снова Франция, некий мужчина и его жена рассказали, что увидели в небе красный предмет в форме сигары. Внезапно он направился к ним, оставляя за собой красноватый след, и приземлился за кустарником. Когда свидетели достигли вершины холма, они оказались лицом к лицу с толстым существом человеческой внешности, но ростом не выше метра. На нем был шлем, а глаза горели оранжевым светом. Один из свидетелей потерял сознание. Четверо человек наблюдали взлетающий объект из другого места. Третья группа свидетелей из Сансон-Ла Потери видела аппарат, взлетающий с невероятной скоростью в западном направлении. Окрестности были освещены на протяжении двух километров. Приведенные ниже стихи Роберта Херрика, кажется, относятся к тем, кто расследует такие происшествия. И мы тоже могли бы им сказать. Светлячок дает тебе свои глаза. Летящие звезды сопровождают тебя, и даже эльфы, чьи глаза блестят, как вечные огни, принимают тебя в друзья. Эти стихи Роберта Херрика обращены к одной девушке. Глава 4. Магония. Туда и обратно. Солдат первого класса Джерри Ирвин ничего не мог вспомнить, когда 2 марта 1959 года очнулся в госпитале Цейодер-Сити. Он оставался без сознания в течение 23 часов, изредка слышался его бред о каком-то кителе в кустах. Когда он пришел в себя, его первый вопрос был — кто-нибудь остался в живых? История солдата Ирвина загадочна, и для ее освещения было сделано очень мало. В литературе по НЛО она упоминается всего лишь один раз Джеймсом Лоренционом, директором группы A.P.R.O. Aerial Phenomena Research Organization, J.Lorenson. Где солдат Ирвин? Where is Private Irwin? Flying Sosa, 28 ноября 1962 года. С. 17. И, насколько мне известно, не стало объектом дальнейшего расследования. А между тем подобное расследование могло бы осветить некоторые из аспектов проблемы НЛО, которая приобретает в настоящий момент огромное значение и волнует тех, кто следит за развитием социологического контекста в отчетах об НЛО. По мнению Лоренции, военное расследование инцидента, по-видимому, началось, но держалось в строгом секрете. Если это действительно так, и секрет охраняется властями, которые заботятся о спокойствии умов нации, то вполне достаточно можно было бы обнародовать то резюме, которое следовало из нескольких достоверно установленных фактов в случае с солдатом Ирвином и которое послужило бы вступлением к обсуждению проблемы контактов. 28 февраля 1959 год, в вечернее время техник по вооружению Джерри Ирвин возвращался на машине из Нампа, Айдаха, в своей казарме в Форт Блисвельд-Паса, Техас. Его увольнительное закончилось. Он прибыл в Циодер-Сити, Юта, и поехал на юго-восток по 14 и краткой автостраде. Через шесть миль после поворота он заметил необычное явление. Окрестности осветились и какой-то объект пересек небо справа налево. Ирвин остановился и вышел из машины. У него было время рассмотреть объект, который продолжал лететь на восток, пока не скрылся за одним из холмов. Свидетель подумал, что это самолет, терпящий катастрофу, который пытается совершить вынужденную посадку, а в таком случае время терять не следовало. Прервав поездку, Ирвин написал. Я отправляюсь на поиски самолета, который, возможно, потерпел катастрофу. Вызовите, пожалуйста, полицию. Он оставил записку на крыле машины, в надежде на то, что люди обнаружат ее и ушел. Приблизительно через 30 минут поблизости остановился инспектор охоты и рыбалки. Он отвез записку шерифу Цейодер-Сити от Апфифу, который собрал нескольких добровольцев и отправился с ними на это место. 90 минут спустя после появления странного объекта они обнаружили Джерри Ирвина, не подававшего признаков жизни, и отправили его в госпиталь. Не было обнаружено никаких следов разбившегося самолета. В госпитале доктор Бродбенд отметил, что температура и дыхание Ирвина были в норме. Казалось, он просто спал, но не мог проснуться. Доктор Бродбенд поставил диагноз «психический шок». Когда Ирвин проснулся, он чувствовал себя хорошо, хотя был обеспокоен увиденным. Его волновало также исчезновение кителя. И он едва поверил, что кителя на его безжизненном теле не было. Ирвина самолетом доставили в Форт Близ и за четыре дня он прошел курс обследования в военном госпитале Уильям Бамонт, после чего вернулся на службу. Тем не менее его карточка абсолютного здоровья была аннулирована. И, видимо, не напрасно. Через несколько дней по дороге в лагерь Ирвин упал в обморок, но быстро пришел в себя. Еще через несколько дней он снова потерял сознание на улице Вельпасса и был доставлен в госпиталь. Там состояние его здоровья было расценено как в первый раз в госпитале Цей Йодер-Сити. Он очнулся через 14 часов и спросил то, что спрашивал тогда. Кто-нибудь остался в живых? Ему ответили, что сегодня не 28 февраля, а 16 марта. И снова Ирвин был отправлен в военный госпиталь Уильям Бамонт, где его обследовали психиатры. Он находился там больше месяца. Лоренсон сделал оговорку, что, согласно какому-то капитану Валентина, результаты медицинских тестов указывали на то, что Ирвин был здоров. Его выписали. 17 апреля. На следующий день, следуя импульсу беспричинной, но очень срочной необходимости, он покинул Форт Близз, не спросив на то разрешения, сел на автобус и в полдень 19 апреля приехал в Цей Йодер-Сити, на место, где видел объект. Он направился к холмам, к тем самым кустам, где мог остаться его китель, и нашел его. В одну из петлиц был вставлен карандаш, а вокруг него, плотно закрученный кусок бумаги. Ирвин взял бумагу и жег ее, и тогда ему показалось, что он, наконец-то, вышел из состояния транса. Надо было искать обратную дорогу. Не понимая, зачем он сюда пришел, Ирвин вернулся в город и встретил там шерифа от Апфифа, от которого узнал детали своего первого происшествия. Группа Лоренция и Н.А. беседовала с Ирвином когда тот возвратился в Форт Близз, и снова провела психологическое обследование, но как и в первый раз, оно было безрезультатным. Этот случай привлек внимание главного инспектора, который приказал провести еще одно обследование. 10 июля Ирвин покинул военный госпиталь Уильям Бомонт, но 1 августа он не отозвался на перекличке. Через месяц Ирвин был объявлен дезертиром. Его никогда больше не видели. Где вновь посещается Нью-Гэмпшир. Случай с Ирвином напоминает нам другой инцидент, который стал одним из стандартных событий современного американского фольклора. Сообщение Бетти и Барни Хилл и их обследование под гипнозом доктором Бенджамином Симоном, приведенное в виде длинного документа в прекрасной книге Джона Фуллера «The Interrupted Journey». Читателю необходимо вспомнить основные черты случаев с Ирвином и с Хиллами, до того как он начнет следить за дискуссией, которая является целью данной главы. Те же, кто хорошо знаком с этими случаями, пусть простят меня, если я повторю то, что они уже знают. Рапорт М-101-61 из архивов военно-воздушной базы ПИС в Нью-Гэмпшире был составлен Майором Полому Хюандерсеном. Это единственный официальный документ, относящийся к случаю с супругами Хилл, который нигде ранее не публиковался. Однако в нем есть одна деталь, которая неизвестна ни доктору Симону, ни Джону Фуллеру. Объект, который видели супруги Хилл, был зафиксирован военным радаром. Во время случайного разговора 22 сентября 1962 года, между майором Гардинером Ф. Рейнольдсом и капитаном Робертом Докхедом, военно-воздушная база ПИС, Нью-Гэмпшир, стало известно, что 20 сентября на посту слежения за воздухом N0214 произошел странный инцидент. В тот момент этому происшествию не придали значения. Впоследствии не было обнаружено никаких новых наблюдений, способных дополнить отрывок из ежедневного отчета контролера. Вот вкратце описанная сцена. В ночь с 19 на 20 сентября мистер и миссис Хилл ехали на север по дороге N3 около Линкольна, Нью-Гэмпшир, когда заметили через ветровое стекло своей машины странный объект в небе. Их привлекла необычность формы и интенсивности свечения, сравнимого со светом звезд на небе. Небо было еще светлым. В самом рапорте в параграфе Е место и детали мы читаем рассказ Бетти Хилл об этом происшествии, изложенный официальными представителями военно-воздушной базы Пис. Продолжая двигаться, они в течение нескольких минут рассматривали объект, затем и время от времени пользовались биноклем. Они заявляют, что объект очень быстро летел в северном направлении, но вскоре внезапно изменил направление и полетел на юг. Через некоторое время он остановился и повис в воздухе. До этого момента они не слышали никакого шума. Пока объект висел, из него начали появляться какие-то другие объекты, которых супруги Хилл, наблюдавшие за происходящим в бинокле, в отчете описали как обладателей крыльев, в расправленном состоянии принимавшие форму 5. На кончиках крыльев были огни. Вдруг они заметили, что объект стал медленно опускаться в направлении их машины, пока не оказался приблизительно в нескольких сотнях футов над ней. Тогда супруги решили как можно скорее покинуть это место. Мистер Хилл вел машину, а миссис Хилл продолжала следить за объектом, высовывая из машины голову. Тот взял направление на северо-восток, и она потеряла его из виду. Супругам показалось, что когда объект был над их машиной, он как бы обрушился на них, отчего они услышали целую серию коротких и сильных жужжаний и добавили, что чувствовали при этом вибрацию. Они продолжили свое путешествие, а когда прибыли в окрестности Ошленда, Нью-Гемпшир, находящегося на расстоянии примерно в 30 милях от Линкольна, снова услышали жужжание объекта, но на этот раз его не видели. Миссис Хилл заявила, что манера полета у объекта была достаточно эксцентричной. Он быстро менял направление и на протяжении полета бесчисленное количество раз очень быстро поднимался и опускался. Этот полет был классифицирован как скачкообразный и неравномерный. Мистер Хилл, работник службы гражданской почты в Бостоне, как и его жена не имеют специального технического образования и не занимаются наукой. Во время последующей беседы мистер Хилл охотно признался, что сначала у него не было намерения делать заявление по поводу этого происшествия, но осознав, что они с женой были свидетелями действительно необычного явления, он решил о нем заявить. Правда сейчас, когда он возвращается к этому событию, оно ему самому кажется невероятным, и он чувствует себя немного глупо. К другой стороны, он заявил, что видели его оба и этот факт выступает в защиту реальности происшедшего. Эти сведения были записаны в ходе телефонного разговора, состоявшегося между свидетелями и служащими отдела протоколов. Нельзя судить за доверие, оказанное свидетелю, и хотя его явная честность и серьезность не вызывали сомнений, абсолютно точно ничего утверждать нельзя. Этот отчет примечателен тем, чего в нем нет, и в этом смысле он является типичным для ВВС, большинство из них похожи на отчеты об НЛО. Где из-за нежелания свидетеля говорить или вследствие неопределенности сказанного самые значительные сведения оказываются упущенными. В данном случае свидетели не представили ВВС сведения о существах, которых они могли видеть на борту летающей тарелки в то время, когда наблюдали за ней в бинокль. А надлежащее расследование обратило бы внимание на один элемент, которому они без сомнения, не отдавали отчета. Супруги Хилл не могли рассказать то, что происходило в течение двухчасового отрезка времени между двумя сериями услышанных ими жужаний. Действительно они не могли вспомнить, как вели себя в течение того времени, когда они преодолевали 30 миль, разделяющие Индиан Хэт и Тшленд, то, о чем отчет ВВС упоминает только мимоходом. О том, что произошло после, когда эта история стала известна, мы можем прочитать в хорошо аргументированной, оснащенной необходимыми документами книге Джона Фуллера. У обоих свидетелей началась серия странных кошмаров. Сны заставили их обратиться за консультацией к психиатру, который воспользовался гипнозом, чтобы найти истоки проблемы. И именно таким образом выяснилось, что своими кошмарами они обязаны тем двум часам, о которых тогда не могли вспомнить. Под гипнозом, каждый отдельно, Бетти и Барни Хилл сказали, что какие-то странные существа взяли их на борт НЛО. Я попал в число привилегированных особ, которые прослушали магнитные пленки с записью захвата Бетти и Барни Хилл. Беседа, которая состоялась у меня впоследствии с доктором Саймоном и Джоном Фуллером, заставила меня красмотривать данный случай не как изолированное событие само по себе, а как одно из звеньев в цепи от общего явления. Прежде всего интересно отметить, что по мере того, как в памяти супругов Хилл всплывали другие детали после медицинского вмешательства, их случай все больше становился похожим на другие описания приземлений НЛО, о которых они не могли слышать. Одна из этих деталей проиллюстрирована в воспоминаниях Бетти Хилл, увидевшая группу людей, приблизившихся к ним, когда машина остановилась. Существа открыли дверь и направили на нее какой-то остроконечный предмет. Когда я спросил, на что был похож этот маленький предмет, она ответила, можно было принять его за карандаш. Нет необходимости повторять данные Хиллами описание своего похищения или то, чем является этот объект. Достаточно сказать, что заявления, сделанные под гипнозом Бетти и Барни, совпадают во всем. Также нет надобности проверять детали рассказа свидетелей, относящиеся к странным существам. Бетти заявляет. Большинство людей были моего роста. Никто из них не был выше Барни, поэтому я думаю, что их рост составлял от 5 до 6 футов 4 дюймов. Их грудь гораздо шире нашей. Нос шире и длиннее, чем средние размеры носа человека, хотя я видела людей с носом, как у них Джимми Дюран, например. Их фигуры были серого цвета, словно смесь серого на основе черного. Их губы были голубовато-серые. Волосы и глаза были очень темные, может быть, черные. В некотором смысле их можно было бы принять за монголов. По-видимому из-за круглого лица с широким лбом. Это же наводит на мысль о их некоторой грубости. Их кожа казалась голубовато-серой, но, без сомнения, была более светлой, чем представлялась. Глаза их двигались, и у них были зрачки. У меня сложилось впечатление, что их глаза похожи на глаза кошек. Барни рассказывает. У существ были головы несколько забавной формы, с широким черепом, сужающимся к подбородку. Широко расставленные глаза создавали впечатление, что их поле зрения гораздо шире, чем наше. Это меня поразило. Рот напоминал горизонтальную линию, которая с каждой стороны заканчивалась маленькой перпендикулярной чертой. Эта линия являлась губами без мускулов, как на наших губах. Линия легко разделялась, когда они издавали это жужжание. Кожа, если я правильно помню, так как взглянул на нее лишь мельком, была сероватого, почти металлического цвета. Я не заметил ни волос, ни головных уборов. Я также не заметил носа, а лишь два отверстия, представлявших ноздри. В этих двух описаниях существуют видимые различия. Бетти говорит об очень темных волосах, а Барни их не видел. Люди, описанные Барни, совершенно не похожи на Джейми Дюран. С другой стороны, создание поразительно напоминает пилотов НЛО из огромного количества историй о них, известных лишь очень узкому кругу специалистов. Что касается головы и вида кожи, то описание, сделанное Бетти совпадает с описания Барни. Особое значение приобретает другое замечание Бетти, когда она говорит. У меня сложилось впечатление, что их главный и тот, кто проводил опыты, отличались от других членов экипажа, но я не могу быть уверенной, так как на самом деле мне не хотелось смотреть на этих людей. В данном случае обращает на себя внимание манера общения между этими существами. Они говорили между собой на каком-то различимом, но совершенно непонятном для свидетелей языке, но при разговоре с супругами Хилл передавали свои мысли на английском языке. Бетти считает, что они говорили по-английски с акцентом, в то время как Барни считает, что слова и присутствие существ были как бы не связаны между собой. Я не хочу сказать, что я слышал голос, но где-то внутри себя понимал, что он говорит. Это не выглядело так, словно мне что-то говорят вслух, и пока я смотрел на него широко открытыми глазами, он неподвижно сидел в другом конце комнаты. Можно было бы сказать, что слова составляли часть меня самого. А он как будто ничего и не делал для того, чтобы они появлялись. Это прекрасное описание механизма, с помощью которого осуществляется коммуникация, может стать ключом к эпизоду в целом, а также фактом, который позволяет отнести этот случай в область теории появлений. Таким образом, здесь речь может идти об очень высокой степени восприятия и совсем не обязательно на основе обычных физических, материальных, процессов. Эта характеристика процесса общения напоминает нам в свою очередь эксперименты нейрофизиологов и отчеты о привидениях, составленные самыми компетентными свидетелями, хотя надо отвечать привидения явлений, которые мы здесь изучаем, по отсутствию материальных следов, именно этот факт позволяет достаточно просто отличить одно от другого. И если теория привидений могла бы опереться на свойства лишь нервной системы человека, в случае НЛО, это не игра воображения на основе нервных процессов. Именно поэтому, как нам кажется, следует продолжать исследование случаев встречи с пришельцами в древние времена, чтобы сравнить их с отчетами, подобными отчету супругов Хилл. Признание важной роли психологического элемента в историях НЛО делает их изучение в историческом плане необходимым. Если явлениям приписывают психологические причины, то эти причины должны были проявиться во всех эпохах. Впрочем, социологи могли бы привести различные доводы, что подобные явления значительно возросли начиная со Второй мировой войны. Если же эти явления не проистекают из какой-то вполне психологической сущности, тогда открытие исторических антицеедентов представляло бы действительный признак, относящийся к его природе. В связи с этим, опыты, произведенные над Бетей Хилл инопланетянами, примечательны. Пока Бетя находилась в корабле, она подвергалась фальшивому медицинскому обследованию. Под гипнозом она сообщила, что на корабле ей был сделан довольно болезненный укол в пупок при помощи длинной иглы. Боль утихла, когда главный сделал перед ее глазами какой-то жест рукой. Французский календарь XV века описывает мучения, причиняемые демонами, которые прокалывают животы своих жертв длинными иглами. Действительно, нельзя ошибиться в неизменности психической основы этих историй. Проблема не в том, чтобы их идентифицировать, а в том, чтобы рациональным образом сравнить основные физические характеристики НЛО, которые отмечались разными людьми, чтобы увидеть разницу в восприятии НЛО, например между операторами военного радара и супруга Михилл. Может быть, проиллюстрировать трудности этой проблемы, нам поможет случай, который не менее драматичен, чем случай с супругой Михилл. Сведения о нем никогда не появлялись в английской литературе об НЛО и даже во Франции оно практически неизвестно. Это событие произошло 20 мая 1950 года, около четырех часов вечера. Я не могу привести ни имени свидетеля, ни точного места, но могу сказать, что этим свидетелем была женщина, а событие произошло в одном из центральных районов Франции, где-то недалеко от Уары. Официальное расследование, предпринятое местной французской полицией, восполнило детали, относящиеся к этому отчету, который мы можем рассматривать следующим образом. Я спешила вернуться домой, чтобы приготовить обед. Я была всем довольной, чувствовала себя счастлива и пела популярную песенку. Все вокруг было тихо и спокойно, ветра не было. На дороге я была одна. Внезапно я почувствовала, что меня заливает блестящий, ослепительный свет и увидела перед собой две громадные черные руки. На. Каждой руке было по пять пальцев черного цвета с примесью желтоватого, что приближало цвет рук к медному. Форма пальцев была достаточно грубая, и они тихо дрожали. Руки не выходили из-за моей спины, но были как будто подвешены над моей головой, и словно ожидали удобного момента, чтобы меня схватить. Черные руки не касались моей головы. Вероятно, я сделала два или три шага, прежде чем они прикоснулись ко мне. Предплечий у них не было видно. Они прикоснулись к моему лицу, а затем с неистовой силой ухватили меня за голову, как хищная птица бросается на свою несчастную беспомощную жертву. Они прижали мою голову к очень твердой груди, которая, казалось, была сделана из железа. Я почувствовала холод на своих волосах и шее, но не было никакого соприкосновения с одеждой. Руки, жавшие мою голову подобно чудовищному винту, сделали это не сразу, а постепенно. Они были очень холодные, и их прикосновение заставляло меня подумать, что они были не из плоти и крови. Я почувствовала на своих глазах большой палец и больше ничего не видела. Закрыли нос, и я не могла больше дышать, рот был перекрыт пальцем, мешавший мне закричать. В окружении этого сильного слепящего света, я почувствовала себя парализованной, когда руки прикасались ко мне, появлялось ощущение, что меня бьет сильный электрический разряд, подобный ударом молнии. Все мое тело было как бы мертво и бесчувственно. Я была словно игрушка в этих нечеловеческих руках неизвестного агрессора. Больше минуты я чувствовала эти руки, плотно жимающие мою шею. Это было ужасно мучительно. Они начали раскачивать меня вперед и назад, больно придавливая мою голову к своей груди. У меня сложилось впечатление, что существо этими руками носило доспехи или панцирь из очень твердой и холодной материи. Я почувствовала эти руки на своих плечах. В тот момент я услышала его смех, странный смех, который я не смогла бы объяснить. Он слышался как бы из-под воды, и одновременно очень близко, прямо над моей головой. Сначала это был неровный и глухой звук. Затем более сильный и гортанный. От этого меня бросило в дрожь и мне стало очень плохо. Через несколько секунд смех прекратился, как выключенный. Затем чье-то колено ударило меня в спину, причинив сильную боль, как если бы оно было сделано из железа. Этот удар опрокинул меня назад, и неизвестный агрессор растянул меня на земле, продолжая прижимать мою голову к своей груди. Затем он потащил меня за голову вдоль дороги. Казалось, он очень спешил, но я не слышала его дыхания. Он дотащил меня до кустов ежевики, крапивы и акаций, продолжая пятиться с невероятной скоростью, не выпуская моей головы. В этот момент я услышала его голос. Вот она. Она у нас. Как если бы он говорил это кому-то другому, какому-то сообщнику в кустах. Этот голос, как и смех, казалось, были близко, хотя и приглушены чем-то. Голос был коротким, неровным и резким. Я задыхалась, мне казалось, что я сейчас умру. Я подумала о семье, которая ждала меня дома, и вся моя жизнь промелькнула перед глазами в несколько секунд. Его руки понемногу соскользнули с моего лица, и я попыталась позвать на помощь, но у меня получился лишь очень тонкий возглас, какой-то пронзительный писк. По истечении некоторого времени в густом кустарнике я сумела прийти в себя. Мне было очень больно дышать. В руках у меня все еще была сумочка со всеми моими деньгами. Несмотря на слабость, я сумела встать и тогда слева от себя, в глубине кустарника, я услышала какой-то шум. Я подумала, что сейчас увижу своих захватчиков и рассмотрю их фигуры, но вокруг никого не было. Только ветки шевелились, раскачиваясь из стороны в сторону. Я видела и слышала, как пустота ломает ветки, а трава сминается словно под ногами невидимого существа. Я пришла в ужас и медленно, с трудом передвигаясь, пошла к дороге. Мои ноги были исцарапаны ветками и кровоточили. У меня было странное непрекращающееся ощущение нервного истощения, как если бы я перенесла сильный удар током. Во рту был горький металлический привкус, от которого мне было плохо. Мое тело не слушалось меня. Я чувствовала себя так, будто на плечах у меня лежит штанга, а в спине мучительный жар, как если бы она горела или ее сжигал какой-то луч. Так я шла, должно быть, пять или шесть минут. В конце дороги был поворот, после которого я могла видеть дома. Боль немного стихла. Все это продолжалось от 15 до 20 минут, и у меня сложилось впечатление, что я прожила это время в каком-то нереальном мире. Внезапно я услышала шум, словно сильный ветер во время урагана, внезапное перемещение теплого воздуха или ужасный вихрь. Я не видела склоняющихся, как при внезапном порыве ветра деревьев, но была почти что брошена на землю. Почти одновременно появился сильный слепящий белый свет, и как будто какой-то предмет рассек воздух, но я ничего не увидела. Вскоре все вновь успокоилось, я чувствовала себя больной, меня тошнило. Я дошла до домика сторожей, они вышли мне навстречу и спросили, что случилось, потому что сами видели какой-то свет возле своего дома. Жена сторожа спросила, все ли со мной в порядке. Когда я наконец смогла говорить, они сказали, что пальцы оставили глубокие следы на моем лице в форме красных полос. Они смазали царапины на моих ногах перекисью водорода, а затем какой-то мазью, потом умыли мне лицо свежей водой. Мои руки были в ужасном состоянии. По прошествии некоторого времени я вновь направилась в Энн. Чтобы кое-что купить, никому не говоря о произошедшем, и с трудом вернулась домой другой дорогой. После того как я рассказала обо всем своей матери, отцу и брату, они подали заявление в жандармерию. Прибыла полиция и долго меня опрашивала. Они обследовали меня и увидели отчетливые следы огромных пальцев на моем лице. Оно все еще было опухшим, а тело болело во многих местах. Было сделано заключение, что была предпринята попытка моего похищения, а мне сказали, что им это кажется очень странным и таинственным. Чтобы продолжить свое расследование, они привезли меня на то место, где все это происходило, и заметили, что во многих местах кусты были обуглившимися и вырваны, а в других — лишь примяты и поломаны. Акации на этом месте тоже были сожжены и поломаны. Ограда пастбища, сделанная из деревянных столбов и металлической проволоки, пострадала. Одни столбы были сожжены, другие вырваны. Металлическая проволока погнута и разрезана. Накануне 19 мая вечером свидетель этого случая заметил нечто вроде кометы, которая внезапно пропала, затем появилась снова и некоторое время оставалась среди других звезд. Потом вновь стало большое начало, пульсировать то вспыхивая, то угасая. Внезапно звезда пролетела по непонятной траектории и исчезла за горизонтом. Свидетель больше не думал об этом происшествии. Официальное расследование ни к чему не привело. Этот случай остался необъяснимой попыткой похищения. Что мы можем сказать по поводу подобных свидетельств? В них не больше, но и не меньше правды, чем во всех других происшествиях СНЛО. Они стоят в одном ряду с самыми драматическими историями древних времен, тех, которые породили сказки о феях. Они в одном ряду также с видениями самолета 1897 год. Как мы это покажем, и происшествиями, которые следуют за этим. Но начинать теоретическую дискуссию слишком рано. На данный момент лучше было бы изучить документы, хотя я должен признаться, что сам уже безуспешно изучал подобные случаи. Возьмем другой случай похищения, который, как утверждают, имел место 21 августа 1915 года. Нижеизложенное является рассказом о странном происшествии, которое имело место в утренние часы последних и самых драматических дней сражения, происходившего на высоте 60. Австралийский и новозеландский армейский корпус. Галлиполи 28 августа 1915 года. Поднимался день, ясный, безоблачный, в общем прекрасный средиземноморский день, какого и следовало ожидать. Однако было одно исключение. В воздухе висели восемь туч в форме круглых буханок хлеба. Все эти одинаковые по форме облака находились прямо над высотой 60. Было замечено, что, несмотря на легкий ветер, дувший с юга со скоростью 5-6 миль в час, ни расположение туч, ни их формы не изменялись. С нашего наблюдательного пункта, расположенного в 500 футах от вершины, мы видели, что они висят на высоте где-то в 60 футов. На земле, прямо под этой группой облаков, находилась еще одна неподвижная туча такой же формы. Ее размеры были около 800 футов в длину, 200 в высоту и 200 в ширину. Эта туча была совершенно плотной и казалась почти твердой структурой. Она находилась на расстоянии от 14 до 18 мер. Один мера равно 66 футов, от места сражения, на территории занятой британцами. 22 человека из трех ГО отделения Филд Компани Н1Н. И. З. И я наблюдали за всем этим из траншей на расстоянии в 2500 ярдов к юго-западу от тучи, находившейся ближе всех к земле. Наша передовая точка возвышалась над высотой 60 где-то на 300 футов. Уже позже мы вспомнили, что эта туча покоилась в высохшем русле реки. И мы прекрасно видели ее бока и края. Она была, как и все остальные тучи, светло-серого цвета. Тогда мы увидели Британский полк, 1-4 Нарфолкский полк, в несколько сотен человек, который вышел на это высохшее русло и направился к высоте 60, чтобы усердно сражаться за нее. Они приблизились к месту, где находилась туча, и не спеша пошли прямо на нее, но ни один из них из тучи не вышел. Примерно через час, когда последние ряды солдат исчезли в туче, она непринужденно покинула землю и как это делают любой туман или туча, медленно поднялась и собрала остальные похожие на нее тучи, упомянутые в начале рассказа. Рассмотрев их внимательно еще раз, мы поняли, что они похожи на горошины в стручке. В течение всего происходящего тучи висели на одном и том же месте, но как только земная туча поднялась до их уровня, полка, все вместе отправились в северном направлении и через три четверти часа потерялись из виду. Полк, о котором здесь упоминается, был объявлен пропавшим без вести или уничтоженным, и начиная с возвращения Турции в 1918 году, первым делом Великобритания потребовала возвращения своего полка. Турция ответила, что она никогда не брала в плен этот полк, не вступала с ним в бой и вообще не подозревала о его существовании. Британский полк в 1914-1918 годах насчитывал от 800 до 4000 человек. Те, кто наблюдал за этими перемещениями, свидетельствуют, что Турция не воевала с пропавшим полком и не брала его в плен. Мы, ниже подписавшиеся, хотя и делаем это заявление с опозданием, потому что со дня того события прошло пять лет, заявляем, что вышеописанное происшествие является достоверным. Подписано свидетелями. Четыре дробь 165 СПФ. Рикхард Матата Бейо в Планте. Тринадцать дробь 426 СПР. Нюнас 157 Кинг Стрит, Кэмбридж, Джай. Эл. Ньюман 73 Фрейбордж Стрит. Атамактай Таранга. Унесенный ветром. Мы изучили множество случаев или попыток похищений, предпринятых пилотами летающих тарелок. Эти эпизоды составляют важнейшую часть в проблеме НЛО и не могут решаться отдельно друг от друга. Более того, историческое доказательство, найденное в МЦМ, относится к той же категории. Это нечто вроде веры, утверждающей, что феи способны похищать людей, которая всегда была достаточно распространенной и даже в наши дни существует на обширных территориях Западной Ирландии. Часто видят добрых людей. Нак-Мак, в большом количестве, играющих в хоккей или в мяч, и также часто видят среди них молодых людей, женщин или детей, которые были похищены. Людей не только похищают, но еще и переносят, как и в историях с летающими тарелками, воздушным путем от места события. Можно найти историю подобного рода, рассказанную пророком Иезекиилем и конечно же многими другими религиозными писателями. Но обычный ирландец Джон Кэмпбелл тоже рассказал Вен Целл. Человек, которого я видел, родерик Мак-Милл, был найден в трех милях от места, где его похитили. Враги пришли около полуночи. Преподобный Кирк приводит несколько подобных историй о необычных похищениях, но самое фантастическое из легенд относится к самому преподобному Кирку. Свято верит в то, что преподобный отец был похищен феями. Мадам Тж. Мак Грегор, которая хранит ключ от старого кладбища, где находится могила Кирка, хотя многие утверждают, что внутренности гроба заполнены камнями, сказала, что Кирка унесли на холм фей. Она сказала, что этот холм расположен прямо в маленькой долине перед нами. Холм полон пещер, и именно там находится Дома Добрых Людей. И она добавила, что Кирк является к одному из своих родственников после своего похищения. Венце, который рассказывает эту интересную историю, провел исследование, относящееся к обстоятельствам смерти Кирка. Он навестил преподобного Тейлора, преемника Кирка Ваберфойля, который раскрыл тайну. В момент его исчезновения люди говорили, что он был похищен феями, которые были недовольны им по той причине, что он слишком открыто говорил об их секретах. Во всяком случае, кажется, Кирк перенес апокалипсический удар, когда находился на холме Фи, и умер на его вершине. Я навел справки в архивах Дома Священника и не нашел ничего относящегося к причинам смерти Кирка. Но нет никаких сомнений в том, что его тело находится в могиле. Кирк верил в способность добрых людей совершать похищения, и эта мысль настолько распространена, что доходит до нас различными путями. Вот почему мы могли бы. Детально изучить четыре аспекта и знания о феях, которые напрямую связаны с нашей темой. Первое. Условия и цель похищений. Второе. Случаи освобождения из страны фей и формы, которые принимают благодарность фей, когда похищенное ими существо служит им верой и правдой в течение всего своего пребывания в их стране. Третье. Вера в практику похищения феями. Четвертое. То, что я назвал бы аспектами, относящимися к путешествию в стране фей. Хартланд говорит, что одна шведская книга, опубликованная в 1775 году, содержит законное заявление и торжественную клятву от 12 апреля 1671 года, которую дал муж одной поветухи. Он заявил, что его жена была унесена в страну фей, чтобы помочь разродиться жене некоего тролля. Автором заявления оказался пастор по имени Петер Рам. Ввиду авторитетности этого заявления, мы склонны верить, что описываемое происшествие случилось в 1660 году. Петер Рам и его жена находились вечером на своей ферме. Уже было поздно, когда появился какой-то человек с черной кожей, одетый в серое, который упрашивал женщину помочь его жене, заявляя, что у нее уже начались предродовые схватки. Увидев, что они имеют дело с троллем, заявитель встал рядом с женой, благословил ее и сказал, заклиная именем Бога, идти с чужаком. Можно было бы сказать, что их унес ветер. Указывается, что домой она возвратилась таким же образом, отказавшись от предложенной ей пищи, которую ей подавали у троллей. В другом сказании муж поветухи провожает ее в лес. Их ведет земляной человек, гном попросивший их о помощи. Они проходят через дверь из мха, затем через дверь из дерева и после этого, через блестящую металлическую дверь. По какой-то лестнице они спускаются вниз, вглубь земли, а там прекрасная комната, где отдыхает жена гнома. Кирк пишет, что в одном случае, когда он лично был знаком с участниками, женщина, приведенная в дом маленьких людей, нашла его полным света, хотя не смогла заметить ни лампы, ни огня. Преподобный Кирк также говорит, что позже вместе с другим пастором он нанес визит одной сорокалетней женщине и расспросил ее о том, что она знает о феях. Ходили слухи, что в течение многих лет, она ничего не ела и часто допоздна посла в полях своих баранов. Она встречала там каких-то людей, которые говорили с ней, но которых она не знала. Однажды ночью, уснув на холме, она была унесена в другое место до восхода солнца. Эта женщина, говорит Кирк, всегда была меланхолична и молчалива. Географические особенности Магуни в подобных сказаниях достойны внимания. Иногда это далекая страна, невидимый остров, уединенное место, которого можно достичь лишь в конце длительного путешествия. Действительно, в некоторых случаях это небесная страна, как в индийской истории, приведенной раньше. Все это аналогично вере в инопланетное происхождение НЛО, такой популярной сегодня. Согласно второй теории, более распространенная страна феи составляет какой-то параллельный мир, который сосуществует с нашим. Реальным, видимым он становится только для избранных личностей. И двери, через которые они проходят в него, являются точками соприкосновения, известными только эльфам. Эта теория аналогична той, которая встречается иногда в литературе об НЛО, и касается того, что любят называть четвертым измерением, хотя, конечно, это выражение передает физический смысл не так хорошо, как теория параллельности страны фей, . Хартланд приводит истории, которые иллюстрируют теорию соприкасающихся миров. Они подобны той, которая приводится ниже. В неделе одна фея проводила в свою страну феи одну молодую кормилицу, тем самым вознаградив ее за любезность, покормить ребенка грудью. В зеленом холме открылась какая-то дверь, а за ней показался скрытый ход, по которому пошли кормилица и ее провожатая. Там фея уронила три капли драгоценной росы на левое веко кормилицы, благодаря чему они смогли проникнуть в восхитительную страну по колышущимся ручьям, где деревья сгибались под тяжестью фруктов, из которых струился мед. Кормилица получила магические подарки, а когда ее правый глаз был окроплен зеленой росой, она стала к тому же способна видеть большие чудеса. На обратном пути фея провела рукой перед глазами женщины и возвратила ей естественные возможности. Эта история приводит нас ко второму аспекту – благодарности людям, которую фея дарит в знак признательности за исполненную людьми службы, и формы, которая принимает эта благодарность. Подтверждение такой благодарности можно найти в многочисленных историях о подарках, сделанных феями, сказаниях Скандинавии и Северо-Восточной Европы. Например, немецкая повитуха, которой водяной дух или русалка приказали помочь одной женщине разродиться, услышала такую откровенность этой последней. Я как и вы, христианская женщина и была приведена сюда одним лодочником, который меня изменил. Теперь, когда мой муж вернется и предложит вам деньги, не просите у него больше, чем вы обычно берете, иначе он свернет вам шею. Будьте внимательны. В другой истории повитуху спросили, сколько она просит. Она ответила, что возьмет у них не больше, чем берет у других людей. И эльф ответил. Тебе повезло. Если бы ты спросила больше, это бы плохо для тебя закончилось. Несмотря на это, ей насыпали полный передник золота. В одной померанской истории повитуха отвечает таким же образом на такой же вопрос, и маленький человек ей отвечает. Хорошо, подними свой передник и наполни его объедками, которые находятся вон в том углу комнаты. Затем он берет свой фонарь и учтиво провожает ее до дома. Но когда женщина разворачивает свой передник, из него высыпается на пол чистое золото. Подарки феи имеют магический характер, который в следующей главе приобретет особенное значение. Их магические качества появляются во всех сказаниях практически всех стран. Многочисленные примеры этому дает. В частности, китайский фольклор. В одном сказании карлик наполняет передник женщины чем-то, на что она не должна смотреть, пока не вернется домой. Но она, не утерпев, бросает взгляд в свой передник и видит, что несет кусочки черного угля. Разъяренная женщина бросает их на землю, сохранив только два кусочка как доказательство бесчестности карлика. Придя домой, она обнаруживает, что кусочки угля превратились в драгоценные камни, и решает вернуться туда, где выбросила остальные кусочки, но все они исчезают. В фольклоре существуют многочисленные истории о людях, которые пошли в страну феи по своему собственному желанию. Они либо несли с собой какое-то сообщение либо передавали его на словах, или же выполняли какие-то обязанности по отношению к сверхъестественным существам, жившим там. Но, и это мой третий аспект, у нас также есть рассказы о многочисленных визитах фей к людям. Они уносят мужчин или женщин, а особенно беременных женщин, или молодых матерей. Они способны также похищать маленьких детей. Иногда феи подменяют детей, отдавая матери ненастоящего ребенка или одного из своих детей взамен похищенного. На месте настоящего ребенка может оказаться также метла, обернутая старыми тряпками. Касаемо веры в подмену детей, я должен сказать, что верю, что феи или другие воображаемые существа подстерегают маленьких детей, чтобы их похитить. А иногда даже взрослых. И когда им это удается, когда они находят детей, оставленных одних, то хватают их и уносят, оставляя одного из своих на месте похищенного. Эта вера существует не только в Европе, но и в таких отдаленных от Европы районах, как Китай и американское побережье Тихого океана. Что должны делать родители, когда они обнаружили, что их ребенок похищен? Хартланд говорит. Любимый метод на севере Шотландии состоит в том, чтобы унести подозрительного ребенка эльфа в известное логовище его народа, в основном в такое место, где можно услышать многочисленные стоны, или положить его в тележку или в круг. Туда также помещают хлеб, масло, молоко, яйца, мясо или домашнюю птицу как подарок, сопровождающий ребенка. Родители возвращаются через несколько часов. И если за это время их подарки исчезнут, значит ребенок будет им возвращен. Иногда использовались более радикальные методы. И мы можем только сожалеть о несчастных детях, с которыми обращались плохо, потому что суеверные родители считали, их очень похожими на эльфов. Не позже 17 мая 1884 года. Лондонская Daily Telegraph. Daily Telegraph. Рассказала, как две женщины были арестованы в Кломеле по обвинению в жестоком обращении с трехлетним ребенком. Они были убеждены, что он был подменный, и плохо обращались с ним, надеясь, что фии вернут настоящего ребенка. И не вызывает сомнения, что в средние века такое же суеверие становилось причиной смерти детей, страдающих врожденными физическими недостатками. Иногда и взрослые, которых подменяли, терпели такое же жестокое обращение, и Хартланд приводит нам странный пример подобного случая. Одно годиновское сказание говорит о человеке, который уверял, что ему подменили жену. У его жены всегда был спокойный характер, но внезапно стал невыносимым. Он собрал огромную кучу вещей, поджег ее и угрожал бросить в нее женщину, занимающую в постели место его настоящей жены, если она не скажет, что стало с женой. Она призналась, что действительно заменяет похищенную жену. Благодаря своей решительности этот человек сумел забрать свою жену во время похорон какой-то феи около Инвернеса. Конечно, миф об НЛО еще не достиг романтических пропорций. Но, может быть, мы недалеки от них. По меньшей мере, в некоторых горных районах, где странные летающие объекты стали источником ужаса путешествующих по ночам людей, и слухи о том, что захватчики могут бродить в окрестностях, породили в обществе больше интереса, чем согласия. Один из телевизионных сериалов выделил этот аспект из знаний об НЛО. В фильме «Человеческая раса» перенесла проникновение инопланетян, которые отличались от людей всего лишь какими-то мелкими деталями. Эта мысль не нова, как показывает Вера в подмену. И есть хорошо известный застольный разговор Мартина Лютера, в котором он говорит принцу Анхальту, что он должен бросить в Молдау какого-то человека, который, по его мнению, является заменой, или менной, как их называют в Германии. Какую цель преследовали эти феи, практикуя подобные похищения? Мнения, которые высказывают люди, сведущие в изучении народных сказаний, приближаются к настоящей теории, относящейся к НЛО, а именно, цель подобного контакта, цель генетического порядка. По мнению Хартланда, деяния, приписываемые феям сказания в Севера, это способ сохранения и улучшения их расы. С одной стороны, похищая детей и людей и приводя их к эльфам, думали породниться с людьми, а с другой стороны, они хотели получить молоко и заботу человеческих матерей для собственных детей эльфов. Далее мы увидим параллели между этими легендами и сказаниями и недавними случаями СНЛО. Однако в сказаниях о феях и эльфах не всегда присутствует сюжет похищения и эльф и часто возвращают людей, потанцевав или поиграв с ними. Но часто происходит странное явление. Люди, которые провели день в стране фей, возвращаются в свой мир старея на год или даже больше. Это составляет наш четвертый аспект, и он весьма примечательный. Время не проходит там так, как оно проходит здесь. И мы находим в подобных историях первую идею об относительности времени. Как эта идея могла прийти в голову рассказчикам столь древних времен? Что их вдохновило на это? Никто не может ответить на подобный вопрос. Но этот факт асимметрии элементов времени между страной эльфов и нашим миром представлен в сказаниях всех стран. Обсуждая проблему сверхъестественного времени в стране фей, Хартланд рассказывает правдоподобную историю о рисе и левелине, записанную около 1825 года. В чистой долине, страна галлов. Рис и левелин были фермерскими мальчишками. Однажды вечером, возвращаясь домой, Рис попросил своего друга остановиться, чтобы послушать музыку. Левелин не слышал никакой музыки, и Рис попросил его идти вперед вместе с лошадьми, сказав ему, что вскоре его догонят. Домой Рис не пришел. На следующий день левелина заподозрили в убийстве Риса, и он был заключен в тюрьму. Однако один фермер, который хорошо разбирался в вопросах фей, разгадал загадку. Собралась группа мужчин, вместе с ними был и рассказчик этой истории, и повела левелина к месту, где, по его утверждению, исчез его товарищ. «Тихо!» — вдруг закричал левелин. «Я слышу музыку, я слышу нежные арфы!» Все прислушались, но не слышали ничего. Левелин поставил ногу на край кольца фей и попросил рассказчика поставить свою ногу на его, и тогда тот услышал звуки многочисленных арф и увидел огромное число маленьких фей танцующих в круге диаметром около 20 футов. Его примеру последовали остальные мужчины, и все они увидели ту же картину. Среди маленьких танцующих фей находился Рис. Когда он оказался рядом, левелин ухватил его за рукав куртки, и заставил выйти из этого круга. Вскоре Рис спросил, «Где лошади?» — и попросил своих друзей позволить ему закончить танец, который, как ему казалось, продолжался не более пяти минут. Его так никогда и не сумели переубедить в том, что касалось продолжительности прошедшего времени. С тех пор Рис стал меланхоличен, заболел и некоторое время спустя умер. Можно найти подобные истории в феерической мифологии Кёктли и в других книгах, хотя, по правде говоря, история с Рисом и левелином примечательна потому, что относится к XIX веку, и дает нам возможность измерить непрерывность, существующую между доктриной фей и доктриной НЛО. Другие сказания подобного рода описывают различные способы, которыми некоторые люди, унесенные феями, могли вернуть себе свою личность. Один из них состоит в том, чтобы тронуть похищенного кусочком железа, которому сверхъестественные существа испытывали отвращение. Это одна из тем учения о феях. Около Бридженда, страна галлов. Есть место, откуда одна женщина была унесена феями и куда она вернулась только через десять лет, хотя самой ей казалось, что прошло всего десять дней. Хартланд приводит прелестную историю на эту же тему, рассказывающую о юноше по имени Джита Бах, или маленький Гриффит, сыне фермера, который исчез. О нем ничего не слышали целых два года, но наконец однажды утром, когда мать, которая безотешно рыдала все это время, считая его мертвым, открыла дверь, то увидела своего Джита, сидящего на пороге с каким-то пакетом под рукой. Он был одет как всегда и совершенно не изменился с того времени, когда она видела его в последний раз, то есть, он не вырос ни на сантиметр. — Где ты был все это время? — спросила его мать. — Но ведь я только вчера ушел. — ответил сын и, открыв пакет, показал ей одежду, которую маленькие люди, как он их называл, дали ему, чтобы он танцевал вместе с ними. Одежда была сделана из белой бумаги без швов, со всеми материнскими предосторожностями она бросила их в огонь. Истории, которые лучше всего известны и которые относятся к относительности времени, являются, конечно, историями типа Рип Ван Винкл. Это скопированные в огромном количестве фольклорные истории, предполагающие изложение современных событий. Странно находить такую же тему в древнем китайском фольклоре. Свидетель истории Ван Чи, один из святых людей среди таястов. Однажды, когда Ван Чи бродил в горах Кючжоу, собирая дрова, он увидел пещеру и старых людей, играющих в шахматы. Он приблизился, чтобы проследить за игрой, и поставил свой топор на землю. Один из старых людей протянул ему что-то вроде финиковой косточки и приказал положить ее в рот. Как только он сделал это, голод и жажда исчезли. Через некоторое время один из старых игроков сказал ему. Ты. Уже слишком долго здесь находишься, и ты должен вернуться домой. Но когда Ван Чи обернулся, чтобы взять свой топор, он обнаружил, что топорище рассыпалось в прах. Он достиг долины и понял, что прошли не часы. И даже не дни, а целые века, и ничего не осталось от мира, который он знал. Традиционные сказания существуют и в Дании. Например, в одном из них замужняя женщина необдуманно пересекает поле во время празднеств в честь ее свадьбы и выходит на пригорок, где забавляются феи. И снова перед нами описание маленьких людей рядом с магическим предметом, который иногда описывают как некий широкий, плоский, круглый стол, а иногда как какой-то холмик. Диск или конус, стоящий на земле, подошли бы к этим описаниям как нельзя лучше. Описывая кладбище фей, Хартланд говорит. Как обычно, холмик держится на красных столбах. Маленькие люди подарили будущей жене кубок вина, и она осталась с ними потанцевать. Затем она поспешила вернуться домой, но не смогла найти никого из членов своей семьи, да и в деревне все изменилось. В конечном итоге, очень старая женщина, услышав, как она плачет, воскликнула. Так это ты исчезла перед свадьбой брата моего отчима сто лет назад. После этих слов девушка упала на взничь и умерла. Поистине удивительно обнаружить подобные сказания, которые на целые века предшествуют релятивистским путешественникам Эйнштейну и Лангевину. Отрезок сверхъестественного времени страны-фей часто связан с мотивом любви между человеческим существом, которое было похищено и одной, или одним, из фей. В соответствии с этой моделью написана история об Осиане. О Изине. Однажды, когда Осиан был юношей, он заснул под деревом, а проснувшись, неожиданно увидел богато одетую дому, которая была гораздо красивее, чем смертная красота. Она смотрела на него. Она была королевой легендарной страны Терноног и пригласила юношу разделить с ней трапезу. Осиан и королева влюбились друг в друга и были счастливы, но герой был предупрежден, что он не должен ходить в дворцовый сад и подниматься на какой-то плоский камень. Конечно же он нарушил запрет, и когда поднялся на камень, увидел, что его родная страна стала жертвой гнета и жестокости. Он пошел к королеве и сказал ей, что должен вернуться домой. «Как ты, думаешь, сколько времени ты провел со мной?» — спросила она его. «Двадцать один день», — ответил он ей. «Двадцать один год», — был ответ королевы. Но он все-таки хотел вернуться. Тогда она дала ему черную лошадь, с которой он не должен был связать в течение всего своего путешествия в другой мир из страха, что он увидит могущество времени, которое надо обрушиться на него. Юноша забыл об этом предупреждении, и когда случай позволил ему поставить одну ногу на землю, он сразу стал старым и слабым человеком, слепым и покинутым. Нет необходимости тратить время на детальное изучение параллельных традиций, существующих между островами Авалон, Морган-Лефей, легендой о божье датском и волшебных путешествиях короля Артура. Все эти традиции настаивают на особой природе времени в другом мире. Как говорит нам Хартланд, они не ограничиваются только историями Европы. Многие народы имеют традиции, идущие от бога земледелия, высшего существа, которое учит их сельскому хозяйству, искусству жизни и приводит их к победе над врагами. И они верят, что он покинул их на некоторое время, но однажды непременно вернется. Кетце Алкаатли Веракоша, боги земледелия в Мексике и Перу, в этом плане являются самыми известными примерами. К тому же Вишну должен перевоплотиться еще 12 раз, чтобы достичь окончательного разрушения этого плохого мира. В конце нынешней эпохи он появится в небе, сидящем на белой лошади и держащем в руках огненный меч. Эти старинные предания, не больше чем изначальные знания, как и похищение Еноха, и языки Иля, и Аили и других описанные в Библии. Не все знают, что подобные легенды родились изнародной веры в многочисленные и достоверные истории менее знаменитого рода, более заурядного и личного, чем те, которые мы рассмотрели здесь. Например, в то время как многие книги, относящиеся к Мексике, упоминают Кетце Алкатля, они совершенно игнорируют местные верования в маленьких черных существ Икалс, о чьих проделках мы уже писали. В таком случае их родство с современной наукой об НЛО в Латинской Америке очевидно, и мы проводим, видимые, параллели с верой в фей. В своем исследовании из Казани Тиньяпы Брайан Стросс отмечает. Существует поверье, что это существа, пришедшие из другого мира, и некоторых из них видели летающими с какой-то вещью прикрепленной к спине и похожей на ракету. Утверждают, что при помощи этой ракеты они время от времени похищали людей. Также Грюйдган пишет. О Калстец и Апцилов летают по воздуху. Иногда он похищает женщин, и в результате они становятся очень плодовитыми. Многие из них беременют раз в неделю, раз в месяц или даже каждый день. Новорожденные, черные и постигают науку полета в пещерах у своих отцов. Индийские корреспонденты Брайана Строссу заявляли, что видели очередь Иклс приблизительно в конце 40-х годов. Это заявление приводит нас к 1947 году, очень важному году в истории НЛО. 5 июня 1968 год. Пресса рассказала о странном приключении супружеской пары из Буэнос-Айреса. Господин и госпожа Видал ехали на машине в Майпу. На каком-то отрезке пути их окружило плотное облако тумана и они заснули. Когда супруги проснулись, их машина была на грязной дороге, которую они не узнали и к своему ужасу обнаружили, что находятся в Мексике. Краска с машины Пежо 403 совершенно исчезла. Супруги Видал обратились в аргентинское консульство в Мехико и оттуда позвонили своим друзьям в Буэнос-Айрес, чтобы те предприняли меры для их возвращения. Консул отказался давать какие-либо комментарии по поводу происшедшего. Машина супругов Видал была отправлена по окончании расследования в США, а госпожу Видал пришлось госпитализировать в аргентинскую клинику в состоянии нервного потрясения. В жизни супругов Видал образовалась 48-часовая дыра. Па ту сторону разума. На протяжении 20 лет после знаменитого 1947 года донесения об НЛО изучались не только людьми, любящими журналистские сенсации, но и военными, и учеными т. е. вообще людьми серьезными. Свидения об НЛО даже постарались поместить в рамки космической науки, современной физики, психологии и истории суеверий. Растущее число исследователей. Они перечислены в Флэнк Соса Ривью, Великобритания и в таких объединениях, как и Ариал Феномена Ресерч Органозейшн и Нейшнл Инвестегэйшн Коммити о Ариал Феномена США, прилагают систематические усилия, чтобы собрать неоспоримые сведения, и в то же время стараются обнаружить в отчетах одну или несколько согласованных схем. Но эти усилия по рационализации знаний о феномене НЛО до сегодняшнего дня терпели крах. Самые привлекательные теории, а именно то, что НЛО можно рассматривать как зонды, засланные из других планет, не объясняли истории этого явления. Нельзя судить о современных летающих тарелках, не обратившись к лодке 1897 год, или к другим предшествующим явлениям подобных объектов. К тому же теория простого визита должна быть тесно увязана с предположением о том, что визитерам физика была известна гораздо лучше, чем нам, и настолько лучше, что какое-то толкование НЛО с помощью известных нам физических концепций может обернуться неудачей или противоречием. Второй серьезный недостаток во всех предлагаемых на сегодняшний день гипотезах касается описания и поведения существ, находящихся в летательных приборах. Ни одна из теорий не согласуется полностью с неизвестными на данный момент донесениями, если все их детали принимать полностью, не отбрасывая в них какие-нибудь детали. Признание существования параллелей между отчетами об НЛО и основными темами учения о феях является первым указателем на возможность выхода из этой дилеммы, который я обнаружил. И хотя нам еще слишком рано собирать разбросанные обломки наших старых теорий, чтобы сформулировать новое объяснение, я хотел бы сделать заключение в этой главе в виде более точного краткого резюме о самых сложных изученных нами случаях. Мало что можно сказать о происшествиях среднего уровня. Настоящая проблема с трактовкой начинается тогда, когда мы находим свидетелей из людей среднего класса, которые рассказывают какую-нибудь историю, хотя и вписывающуюся в отчеты об НЛО, но и остающуюся за ними из-за каких-то специфических и настолько невероятных деталей, что нашей первой реакцией является желание выбросить все, что они нам наговорили. Эта присущая мне реакция, как и мысли о том, что надо отбросить историю, которая является вызовом для нашего разума, привела меня к повторному анализу ряда сцен, которые непременно подвергнутся научной критике. Таким образом, солидные организации, такие как N.1.C.A.P.E.A.P.R.O. и официальные исследователи, работающие над проектом «Голубая книга», разработали более или менее современные нормы, по которым можно автоматически отвергать невероятные истории. По правде говоря, многие истории заслуживают ярлыка сногсшибательные, но они в основном сопровождаются многочисленными признаками отсутствия равновесия ума и души у самого свидетеля. Впрочем, когда таких признаков не видно, мы должны тщательно изучить именно такую историю. 12 октября 1963 год. Шел сильный дождь между Монте-Майзе и Иславерде, Аргентина, когда и Женя Дуглас ехал по дороге на своем грузовике, загруженным углем. Занималась заря. Вдруг впереди на дороге Дуглас увидел блестящую точку, похожую на фары приближающейся машины, но одна из фар была слепа. Чтобы избежать столкновения, Дуглас притормозил. Свет стал настолько сильным, что он должен был наклонить голову и отвернуться. Он остановил машину и вышел. Свет исчез. Сквозь дождь и Женя Дуглас мог теперь видеть круглую металлическую машину около тридцати пяти футов в высоту и какое-то отверстие, из которого лился теперь уже менее сильный свет, и появились три фигуры. Можно было бы сказать, что это люди, но у них были странные головные уборы, как если бы к шлемам были прикреплены антенны. Они были размером около двенадцати футов. Дуглас сказал, что ничего отталкивающего в этих существах не было, но он ужасно перепугался. Как только трое людей заметили его, луч красного цвета сейчас же осветил место, где он был, и начал его жечь. Выхватив свой револьвер, он выстрелил в этих трех существ и побежал к Монте-Мейн-Целл. Но жгущий свет преследовал его до деревни, где интерферировался с освещением улиц, изменив его в фиолетовое и зеленое. Эта сцена драматической красоты и характера впечатляет, и на экране саги об НЛО она является сценой, которая как нельзя лучше выражает свое глобальное значение. Дуглас подбежал к первому увиденному дому и позвал на помощь. Владелец этого дома, Рибас умер прошедшей ночью, но его семья, собравшаяся около тела, рассказала, что в тот момент, когда они услышали крик Дугласа, огонь свечей в комнате, как и свет электрических лампочек, стал фиолетовым, затем зеленым, и все почувствовали странный запах. Побежали открывать дверь. Дуглас был там под проливным дождем, с непромокаемым плащом на голове и револьвером в руке. Освещение улицы изменило свой цвет. Это должно быть, одна из самых фантастических сцен в архивах уфологии. Режение Дугласа проводили в комиссариат, и там отчетливо увидели следы ожогов на его теле и руках. Выяснилось, что в полицию поступило множество телефонных звонков по поводу изменения цвета освещения, но эти изменения связывали с перебоями в электроцентрале, хотя это не должно было влиять на изменение света свечей, если только это странное наблюдение не было какой-то иллюзией. Дугласа осмотрел врач и заявил, что ожоги вызваны какими-то лучами, похожими на ультрафиолетовые, чувствовал Женя, когда подвергался воздействию красного луча. На месте, где оставался грузовик Дугласа, деревенские жители обнаружили следы огромных ног, почти что в 20 дюймов длинной. Следы быстро размыло дождем. В конце августа 1963 год. Около города Саграда Фамила, Бразилия, трое юношей, 11-летний Фернандо Эстагио, его 9-летний брат Рональди и их сосед Маркос, гуляли по саду семьи Эстагио и решили попить воды из колодца. Внезапно они заметили какую-то сферу, висящую над деревьями, и даже сумели различить в ней пять или шесть рядов людей. Под сферой появилось отверстие, и два луча света упали на землю. Худое существо высотой около 10 футов спустилось вниз так, как будто соскользнуло по этим лучам света. Очутившись в саду, оно прошло около 20 футов, вышагивая каким-то нелепым образом. Казалось, что у него одеревенелая спина, кривые ноги и распростертые для объятия руки. Тело раскачивалось слева направо, как если бы искало точку опоры, затем существо уселось на камень. Юноши заметили, что на голове у гиганта был шлем, прозрачный, а посредине лба, то, что они описали как темный глаз. Он был обут в высокие сапоги, каждый из которых был снабжен странным треугольным каблучком, оставлявшим особенный след в рыхлой земле, остававшейся видимым на протяжении многих дней. На существе была блистающая одежда, которая надулась как только прикоснулась к земле, а блюки казалось плотно прикреплялись к сапогам. На груди был странный квадратный предмет, излучавший прерывистый свет. Внутри сферы, все время неподвижно висевшие над садом, юноши сумели рассмотреть экипаж, сидящий за пультами управления, нажимающий на кнопки и работающий с переключателями. Когда человек в саду сделал жест, как если бы хотел поймать одного из мальчиков, Фернандо подобрал камень для того, только, чтобы осознать, что он не способен им воспользоваться, так как человек остановил его прямо на глазах. Тогда гигант возвратился в сферу, снова воспользовавшись лучами, как если бы речь шла о каком-то лифте, но на этот раз его руки были прижаты вдоль тела. Мальчики не испытывали страха, хотя и не смогли бы описать свои новые чувства. Когда сфера улетела, они были уверены, что гигант из космоса пришел не для того, чтобы причинить зло, как, впрочем, также беспричинно верили в то, что он еще вернется. За шесть лет до описанного случая в Бразилии имел место один инцидент, который занял в литературе об НЛО заслуженное место благодаря превосходному расследованию, проведенному по горячим следам профессором Аллава Фонте из Национальной медицинской школы в Рио-де-Жанейро. Профессор опросил и обследовал свидетеля. Вилос Боас из Сен-Франсуа де Салес, Минас Жирайес. Ночью 5 октября 1957 года. Антонио и его брат отправились спать около 23 часов. Ночь была жаркой, и когда Антонио открыл окно, он заметил серебрящийся свет за оградой, который поначалу принял за свет сильного карманного фонарика. Позже, уже ночью братья заметили, что свет все еще был на месте. Затем он направился в сторону дома и, обшарив крышу, исчез. 14 октября около 22 часов, Антонио пахал землю на своем тракторе, когда увидел белый слепящий свет на северном конце своего поля. Каждый раз, когда Антонио пытался к нему приблизиться, свет отодвигался. Это повторялось около 20 раз, хотя казалось, что свет ждет его. Младший брат Антонио наблюдал за этой сценой, когда Антонио положил этому конец. Свет просто исчез. Следующим вечером Антонио был один на том же самом месте. Воздух был холодным, прозрачным, сияли звезды. В час ночи он увидел нечто похожее на красную звезду, которая увеличивалась и превратилась в сверкающий предмет в форме яйца. Предмет завис над его трактором, а затем тихо приземлился. Антонио спрыгнул на землю, сделал два шага, но кто-то схватил его за руку. После короткой схватки четверо пришельцев доставили его в аппарат. Они общались между собой звуками, напоминающими медленное хрюканье, которые свидетель не мог ни повторить, ни сымитировать, хотя различал, что они не были ни высокими, ни низкими. Несмотря на оказанное сопротивление, существа раздели его, вымыли тело чем-то похожим на смоченную губку и отправили в другую комнату за какой-то странной, деревянной дверью, клейменной знаками. Я не намереваюсь вновь описывать детали происшествия, изложенные Вилас Боасом. Они уже были тщательно исследованы Флайнксоса Ривью Фонтисом и Грейктоном, а позже Лоренционом, который в своей книге Флайнксоса Акипанс дал полный текст свидетельства, записанного Фонтисом Идж. Мартинсом, а также профессиональное заключение доктора Фонтиса после медицинского обследования свидетеля. Заключение Фонтиса об уравновешенности Вилас Боаса и его искренности при рассказе о своих приключениях толкнуло меня на то, чтобы включить эту историю в книгу. И она действительно означает некую преемственность между подобными сказаниям об Осиане и мифам о генетических интересах пришельцев, что будет рассмотрено в последней главе. Антонио остался в комнате пришельцев один на время, которая показалась ему очень длительным. Услышав шум в дверях, он обернулся и испытал чудовищный шок. Вошла женщина, как и он, обнаженная. У нее были светлые волосы с пробором посредине, удлиненные голубые глаза, прямой нос, скуластое лицо. Лицо, очень широкое, шире, чем лицо индейца, заканчивалось остроконечным подбородком. Губы были очень тонкими, почти невидимыми. Уши были маленькими, но имели обычный вид. Она была гораздо ниже Антонио. Ее голова едва доходила до его плеча. Очень быстро она дала ему понять цель своего визита. Через некоторое время вошел другой человек, сделал знак женщине, которая, указав пальцем на свой живот, улыбнулась, показала на небо и последовала за этим человеком. Люди вернулись с одеждой Антонио, затем отвели его в комнату, где сидя, хрюкали другие члены экипажа. Антонио, теперь уже уверенный, что ему не причинят зла, внимательно осматривался. Среди прочего, все его размышления представляют интерес. Он заметил какой-то ящик со стеклянной крышкой, который был похож на будильник. У будильника была стрелка и множество знаков, которые на обычном будильнике должны были соответствовать 3, 6, 9, 12. Однако время шло, стрелка не двигалось, и Антонио пришел к выводу, что это не будильник. Символизм в этом замечании вилос Боаса ясен. Он напоминает нам сказания о феях, привезенные ранее из страны, где время не исчисляется, и великого поэта, у которого в комнате был громадный белый маятник, где были написаны следующие слова, гораздо позже, чем вы думаете. Это поэтическое свойство подобных деталей во многих происшествиях с НЛО привлекает внимание. Несмотря на иррациональный и очевидно, абсурдный характер рассказа. Может быть, у Антонио была та же мысль, потому что он подумал, что ему надо будет обязательно принести доказательства и он попытался украсть будильник. Но один из людей его разъяренно отодвинул. Это желание запастись доказательством, постоянная черта рассказов о феях, и нам вспоминаются усилия Бетти Хилл убедить своих врагов позволить ей забрать какую-то книгу, которую она увидела внутри аппарата. Как и в случае с Рилл с Боасом, пришельцы отказали ей в возможности убедить ее мир в том, что это событие было реальным. Наконец один из людей сделал Антонио знак следовать за ним до круглой платформы. Ему позволили сделать полный круг по всему аппарату, довели до металлической лестницы и показали, что он должен спуститься. Антонио следил за всеми деталями подготовки к отлету и видел взлетающий аппарат, который исчез в пространстве через несколько секунд. Он заметил, что было пять часов, тридцать минут, т. е. Он находился внутри странной машины четыре часа. Надо отметить, что свидетель добровольно дал упорядоченные сведения по поводу происшествия, когда одна газета опубликовала мнение, требующее отчета об НЛО. Антонио стал чрезвычайно сдержанным, когда ему надо было говорить о некоторых интимных аспектах происшествия, и рассказал о них только после настойчивых вопросов Фонтенса и Мартинса. Как и Морис Масс, Вилас Боас в течение месяца после происшествия страдал излишней сонливостью. Да и Маниолитес. Когда, вырождаясь, фольклор становится лишь второстепенной литературой, как исчезла вера в фей, превратившись в сказания о феях, которые мы знаем сегодня, в его содержании многое теряется, исчезают, например, некоторые взрослые детали как непременное условие для детских книжек. Закономерным результатом выморки игривых деталей в этих чудесных историях является то, что они становятся простыми случаями, вызывающими удивление. Случай с Вилас Боас едва ли можно предложить для чтения в начальных классах, но исключить пикантную маленькую деталь из рассказа о нем означало бы лишить его глубокой символики и психологического смысла. Именно сексуальный подтекст придает подобным рассказам их литературную значимость. Без сексуального подтекста, без историй о подменах людей, о человеческих кормилицах и повитухах в стране эльфов, смешанных браках с эльфами, о которых мы никогда не слышали в современных рассказах о феях, без всего этого вряд ли верования в фей пережили многие века. Это касается не только рассказов о феях. Самые примечательные случаи сексуального контакта с нечеловеческими существами не встречаются ни в свободной прессе, посвященной летающим тарелкам, ни в сказочных легендах. Они остаются засекреченными, спрятанными в архивах католической церкви. Чтобы их найти, надо для начала выучить латинский и добиться разрешения на посещение некоторых библиотек, где хранятся эти уникальные документы. Рассказы, которые там можно найти, заставили бы поблекнуть случай с Вилос Боас, и читатель убедится в этом, я думаю, еще до конца главы. Прежде всего, покажем, что вера в возможность свадьбы между человеком и нечеловеческой расой, которая является предметом нашего изучения, основана на исторических материалах. Это очевидные из библейских текстов, причем настолько, что у меня нет необходимости обсуждать их. Пол ангелов, не самый сложный, и даже наоборот, один из самых простых, из вопросов теологии. В восстании ангелов Анатолия Франца одно из небесных созданий, Аркад, говорит. Это не просто хорошие ссылки. Перед тем, как убедиться, что я не навязываю тебе это, Морис, спроси об объятиях ангелов и женщин. Жустен, Апология, 1 и 2. Флавиус Жозеф, Иудейские древности, Книга 1, глава 3. Антинагор, О воскрешении. Лактанс, Книга 2, глава 15. Тертюльен, Авуали Девственниц. Марк де Эфес, Пселос. Изеп Евангельская Подготовка, Книга 5, глава 4, Святой Амброзий, Книга о Найо, и о Ковчеге, глава 5, Святой Августин, Город Бога, Книга 15, глава 23. Отец Мелданан, Иезуит, Трактат о демонах, СТР, 218. Так говорил Аркад, ангел-хранитель несчастного Мариса, как если бы пытался извиниться перед ним за то, что украл у него его возлюбленную прекрасную мадам Шильберт. И бесстыдно добавлял. То, что было, должно было быть, говорил Дух. Все ангелы восставшие, как и я воспользовались этим, как я воспользовался Шилберт. Женщины, говорит апостол, должны молиться, укрывшись, из-за ангелов. А, Франц, восстание ангелов. Это достаточно ясно. Но феи и эльфы, были ли у них подобные плотские желания? Рассмотрим следующие факты. В предисловии к саге Охрольфе датский историк 17 века Горфес собрал замечания, сделанные по поводу эльфов исландским ученым Эйнарзом Безмондом. Я убежден, что они действительно существуют и что они Божье создание, что они женятся, как и мы, и у них есть дети обоего пола. Это доказывается тем, что мы знаем о любви некоторых их женщин и простых смертных. Уильям Грант Стюарт в книге «Популярные суеверия и праздник развлечений горцев Шотландии», посвящает последнюю часть дискуссии феям. Вот что он говорит в главе о страсти и наклонностях фей по поводу сексуальных связей. Феи примечательны проявлениями своего любовного расположения, но они ненадолго остаются привязанными к людям, которые не относятся к породе фей. Это великолепный пример запутанной фразеологии. Стюарт, по всей видимости, находится в менее затруднительном положении, когда говорит, что подобные происшествия, кажется, больше не имеют места между людьми и феями. Мы должны со всей прямотой сказать, что в настоящее время связь человеческого содружества и содружества фей стала крайне редкой. За исключением старого сапожника из деревни Тамантул, который утверждает, что в молодости вытворял некоторое безумство с одной лананча, мы лично больше ни с кем не знакомы. Если бы Стюарт жил в наши дни, ему пришлось бы пересмотреть свое заявление после прочтения заметок об НЛО, Кирк увязывает случай более точно, когда говорит. В нашей Шотландии находятся многочисленные и великолепные создания этого воздушного рода, которые часто назначают свидания похотливым, как сукубы или как веселые любовницы и проститутки, молодым людям которых называют лоусит, или дружеский разум. Едва ли есть необходимость напоминать читателю важность подобных дружеских разумов в средневековом оккультизме, особенно в теориях Алого Креста. Также нет необходимости упоминать о числе колдунов, обвиненных и осужденных на смерть, потому что у них были доказаны те же самые дружеские разумы. В части, касающейся сексуального вопроса между верой в фею и уфологией, нет противоречий. Это показано в исследовании, осуществленном Ген ЦЕМ, который записал, например, следующую историю. У моей бабушки Катрин МакИннис был обычай рассказывать нам о человеке по прозвищу Логлин, с которым она была знакома и в которого была влюблена одна фея. Фея хотела встречаться с ним каждый вечер, а он, устав от нее, начал ее избегать. Дело зашло так далеко, что он решился наконец уехать в Америку, чтобы сбежать от фей. Как только он исполнил свой план и достиг желанного места, женщины, которые гнали своих коров на закате по прериям, отчетливо услышали, как фея пела эту песню. Что будет делать женщина с темными волосами, когда Логлин будет на свободных просторах? Логлин эмигрировал в Кап-Бретон, сошел на берег в Пикту в Новой Шотландии и в первом письме, которое он отправил домой своим друзьям, признался, что та же самая фея преследовала его и в Америке. Комментарии Вент-ЦА к этому случаю крайне важны. Обнаружить настолько редкое и любопытное сказание, как это. Конечно же невероятно интересно. И его высокая литературная ценность доказывает в конечном итоге, что феи, которые соблазняют смертных своей любовью в наше время, почти одинаковы, или полностью одинаковы, с мистическими демонами средних веков. Это позволяет нам вернуться к религиозным архивам, упомянутым выше. Один из них преподносит нам самый примечательный случай явления, который я когда-либо встречал. Трудно поверить в то, что существуют истории, превосходящие своим удивительным содержанием и шокирующие описанием некоторых из фактов, вроде тех, о которых рассказали супруги Хилл или Вилас Босс и о которых мы писали выше. Но какими бы примечательными они ни были, эти два рассказа относятся только к одному из аспектов феномена. Их можно истолковать только поместив в ряд сотни менее известных случаев, которые могли бы стать очень важным для понимания происходящего задним планом. Следующий случай единственный и уникальный, потому что связывает появление Инкуба с феноменом Полтергейста. О нем рассказывает очень авторитетная личность . Людовикус Мария Синистрарий Де Амино в своем манускрипте Де Дейманио Ле Тате, написанном во второй половине 17 века. Кто такой Ф.Р. Синистрарий? Это ученый-теолог, родившийся в Амино, Италия. 26 февраля 1622 года. Учился в Паве и вступил в Орден Францисканцев в 1647 году. Он посвятил свою жизнь преподаванию философии и теологии многочисленным студентам, привлеченным в Паве и его славой выдающегося ученого. Он служил также советником Высшего трибунала Инквизиции и как теолог был прикреплен к епископству Милана. В 1688 году. Руководил внесением изменений в Устав Ордена Францисканцев. Умер в 1701 году. Среди многих своих сочинений Ф.Р. Синистрарий опубликовал трактат под названием «Де Дели Ситисет Паунис», который является полной компиляцией трактата с абсолотисимас всех преступлений и невообразимых грехов. Одним словом, Ф.Р. Синистрарий был на службе у католической церкви XVII века одним из самых высоких авторитетов в области человеческой психологии и религиозных законов. В сравнении с его «Де Деймоне» Летотеп Плейбой является скорее невинным собранием нежных мечтаний. Святой Отец пишет, «Около двадцати лет назад, когда я был профессором священной теологии в монастыре Сент-Круа в Паве, в этом городе жила одна замужняя женщина восхитительной нравственности. Всем, кто был знаком с ней, особенно духовенству, не оставалось ничего другого, как воздавать ей хвалу по этому поводу. Ее звали Хиорамина, и жила она в церковном приходе Сен-Мишель. Однажды Хиорамина замесила хлеб и понесла его к булочнику, чтобы испечь. Он вернул ей его в виде огромного блина странной формы, сделанного из масла и леницианского теста, как по привычке его делали все обитатели этого города. Она отказалась принять, сказав, что ничего подобного не готовила. Булочник сказал, «Но у меня сегодня не было другого хлеба, кроме вашего. Блин появился из вашего дома, может быть, вам изменяет память». Честная женщина позволила себя убедить. Она взяла лепешку и разделила ее со своим мужем, трехлетней дочкой и служанкой. На следующую ночь, когда она лежала в постели со своим мужем и оба спали, она проснулась от звука необычайно нежного голоса, немного похожего на тонкий свист. Очень нежно голос прошептал ей в ухо. «Как вам нравится, блин!» Объятая страхом, честная женщина начала творить крестные знамения и с многочисленными повторениями взывать к именам Иисуса и Девы Марии. «Ничего не бойтесь», — сказал голос, «я не желаю вам никакого зла. Напротив, нет ничего, чего, что я не сумел бы сделать, чтобы доставить вам удовольствие. Я влюбился в вашу красоту, и мое самое большое желание — насладиться вашими объятиями». В тот же миг она почувствовала, как кто-то поцеловал ее в щеку, но настолько нежно и ласково, что она могла бы подумать, что ее просто задела ватная перина. Она сопротивлялась, не говоря ничего в ответ, и только повторяла множество раз имя Иисуса и Девы Марии и крестилась. Искушение продолжалось около получаса, потом все исчезло. Наступило утро, женщина отправилась к своему духовнику, мудрому и многоопытному человеку, который укрепил ее в применении веры и настоял на том, чтобы она продолжала свое сопротивление и воспользовалась святыми мощами. В последующие ночи, те же самые искушения со словами и поцелуями, и такое же сопротивление женщины. Однако, когда она устала от этих последних испытаний, то по совету своего духовника и других серьезных людей попросила, чтобы ее обследовали профессиональные заклинатели злых духов, которые могли бы сказать, одержима она или нет. Заклинатели духов не нашли в ней ничего, что могло бы указывать на присутствие злого духа. Они осветили дом, спальню, кровать и приказали инкубу прекратить свои злодеяния. Но все было напрасно. Он продолжал соблазнять ее, утверждая, что умирает от любви, и плакал, стеная, в надежде тронуть женщину. Благодаря вере в Бога, она оставалась безответной. Тогда инкуб стал использовать другие способы. Он являлся к ней в виде юноши или маленького человека с вьющимися золотистыми волосами, светлой, блестящей, как золото бородой и глазами цвета морской волны. Чтобы добавить соблазнительности, он одевался в элегантный испанский костюм. У него вошло в привычку появляться перед ней даже тогда, когда она была в компании. Он горевал, как горюют влюбленные, он посылал ей воздушные поцелуи. Одним словом, он использовал все способы соблазнения, чтобы снискать ее благосклонность. Она была единственной, кто его видел и слышал, для других его не было. Эта восхитительная женщина была неприступна в течение многих месяцев, и тогда инкуб прибегнул к нового рода приставаниям. Сначала он похитил у нее крест из серебра, полный святых мощей, и освященного ягненка из воска папского ягненка, папы Пия, пятая, которого она всегда носила на себе. Затем последовали кольца и другие украшения из золота и серебра. Он украл их, не прикасаясь к замкам на шкатулке, где они были закрыты. Затем он начал ее жестоко избивать, и после каждой серии ударов можно было видеть на ее лице, руках и других частях тела синяки и отметины, которые через день или два внезапно исчезали, совсем не так, как обычные синяки, которые сходят постепенно. Иногда, когда она кормила свою дочку, он забирал девочку с ее колен, и относил на крышу и укладывал на краю водосточного желоба или прятал ее, но никогда не причинял зла. Иногда он устраивал беспорядок в доме, разбивая тарелки, но одним только взглядом он собирал их обратно и они выглядели, как новые. Однажды ночью, когда она лежала рядом со своим мужем, Инкуб появился перед ней в своем обычном обличье и энергично попросил ее отдаться ему. Она, как обычно, отказала. Рассерженный Инкуб ушел, но вскоре вернулся с огромным грузом тех плоских камней, которые обитатели жена или гурии в основном используют как крыши для домов. Он выстроил из этих камней вокруг кровати настолько высокую стену, что она едва не касалась потолка, и супруги были вынуждены отправить кого-нибудь на поиски лестницы, чтобы суметь выбраться. Стена была воздвигнута без цемента. Ее разобрали, а камни сложили в один из углов, чтобы все могли их видеть, но через два дня они исчезли. В день СВ, Стефана, муж женщины, пригласил множество своих друзей по военной службе отобедать вместе с ним. Чтобы показать уважение к своим друзьям, он приготовил прекрасный обед. Пока они, согласно обычаю, мыли руки, стол моментально исчез вместе с блюдами, кастрюлями, тарелками и всей остальной посудой. Можете себе представить удивление гостей, их изумление. Их было восемь человек и среди них капитан Испанской инфантерии, который сказал «Не пугайтесь, это всего лишь шутка. Но здесь был стол. И он должен быть все еще где-то рядом. Я найду его». Сказав это, он стал обходить комнату с разведенными в стороны руками, стараясь ухватить стол. Многочисленные попытки заканчивались безрезультатно, а он только хватал воздух. Остальные гости принялись смеяться. И так как время обеда уже прошло, каждый взял свой плащ с намерением уйти. Они уже достигли двери, вежливо сопровождаемые хозяином, когда услышали чудовищный грохот в столовой. Они задержались, чтобы выяснить причину шума. Прибежавшая служанка сказала, что кухня полна новыми тарелками с едой, а стол вернулся в столовую. Теперь стол был накрыт скатертями, блюдами, стаканами и серебряной посудой, которых никогда не было в этом доме. Тут же был полный ассортимент дорогих кубков, наполненных редкими винами. В кухне стояли новые горшки и домашняя утварь, которых здесь раньше никогда не видели. Приглашенные, однако, чувствуя голод, съели эти странные блюда, и они им понравились. После обеда, когда гости беседовали у камина, все исчезло, и старый стол вернулся со всеми старыми блюдами, которым так никто и не притронулся. И то, что никто не испытывал голода, отведав такой прекрасный обед, доказывает, что блюда, которыми заменили приготовленную заранее еду, были реальными, а не плодом воображения. Эта травля растянулась на многие месяцы. Женщина отправилась просить благословения блаженного Бернардино де Фюльтер, тело которого было объектом поклонения в церкви Сент-Джеймс, расположенной на некотором расстоянии от стен города. Одновременно она дала обед носить в течение целого года серое монашеское платье с веревочным поясом, подобное тем, что носят младшие братья Ордена, которому принадлежал Бернандино. Она надеялась, что благодаря своему ходатайству освободиться от преследования Инкуба. 28 сентября, в канун крещения Святого Архангела Михаила и праздника Блаженного Бернандино, она появилась в платье, обещанном обетом. На следующее утро был праздник Святого Михаила. Наша скорбящая дама пришла в церковь этого святого, которая, как я уже сказал, была его собственным приходом. Было около десяти часов, и огромная толпа собралась на мессу. Как только несчастная женщина сделала шаг внутрь церкви, вдруг ее одежда и украшения упали на землю, их унес ветер, оставив ее обнаженной. К великому ее счастью, в толпе нашлись два кавалера средних лет, которые, увидев происшедшее, поспешили снять свои куртки, дабы прикрыть, насколько это было возможно, наготу этой женщины, посадив ее в экипаж, отправили домой. Одежда и украшения, похищенные Инкубом, нашлись через шесть месяцев. Чтобы покончить с этой историей, достаточно сказать, что он продолжал ее преследовать в течение нескольких лет и сыграл с ней еще множество шуток, некоторые из них были просто поразительны. Но в конце концов, заметив, что его усилия остались напрасными, он прекратил устраивать неприятности и наносить обиды. Будучи теологом, Ф.Р. Синистрарий заинтересовался такими сведениями, подобно тому, как сегодняшние исследователи НЛО обращают их внимание на случаи, подобные произошедшим с Вилос Боас. Заметив, что основные церковные тексты не выражают определенного мнения по поводу подобных случаев, Синистрарий спросил себя, каким образом их надо было бы осудить в духе религиозных законов. Большая часть его манускрипта посвящена детальному исследованию этого вопроса. Женщина из приведенного выше примера не позволила инкубу залезать с ней какие-либо отношения. Но в архивах католической церкви можно найти упоминания о многочисленных случаях, в которых эти отношения существуют. С точки зрения церкви, как считает Ф.Р. Синистрарий, встает множество проблем. Прежде всего, каким образом реализуются такие отношения в физическом плане? Как одержимость можно отличить от зверства? Какого рода грехи совершают те, у кого есть подобные отношения? Каким должно быть наказание для них? Первым писателем, воспользовавшимся термином «бастиолиты», был ж. Карамуэль в своей фундаментальной теологии. До него никто не делал различия между демониолитой и бастиолитой. Все моралисты, последователи Фомы Аквинского, понимали под бастиолиты какие-то плотские отношения с различного рода субъектами. Так же и Кожотом в своих комментариях к СВ. Фоми Аквинскому помещает отношения с демоном в класс бастиолита. В связи с этим в теологии существует одно слабое место, которое Синистрарий весьма авторитетно обсуждает. Он делает заключение, что святой Фома не хотел объявлять, что отношения с демонами входят в категорию бастиолита. Выражения различные субъекты, по мнению Синистрарий, Фома мог относить к словам рода живых существ, и это едва ли могло относиться к дьяволу. Точно так же если человек совокупляется с трупом, то это не из-за принадлежности к бастиолита, согласно Фомистскому учению, которое не признает в трупе человеческое тело. То же самое относится и к человеку, который совокупляется с трупом животного. В этом смысле замечание Вилас Боас поразительно, он рассказал, что когда вступил в половую связь с женщиной, у него сложилось впечатление, что он совокупляется с животным, из-за хрюканья, которое она издавала. В этой замечательной дискуссии проглядывают огромный интеллект автора и его очевидные знания человеческой психологии, было бы неплохо последовать за мыслями ФР. Синистрария по пути, который напрямую связан со схемой, построенной на донесениях об НЛО. То, о чем идет речь, действительно нечто вроде установления родственных отношений, а потому и Вилас Боас, и Бетти Хилл, если бы они жили в 17 веке. Бенуа Эсберна в возрасте 75 лет признался, что в течение 40 лет имел отношение с Суккубом по имени Хермелина. Он был сожжен заживо. Мимоходом отметим, что самые именитые из наших ученых, как Кондон например, предпочитают не замечать подобных свидетельств, которые они квалифицируют как несерьезные документы. Однако несколько веков назад лучшие умы считали, что благодаря подобным рассказам им предоставляется случай расширить свои знания о человеческой природе. И у них не было впечатления, что посвятить время подобным исследованиям было бы неприличествующе их высокому философскому положению. Если я в качестве ученого 20 века должен извиняться за написание такой книги, то она представляет настолько же ценный прецедент, как и другие, могли бы провести несколько неприятных часов перед Святой Инквизицией. Половой акт имеет свои цели зарождения, зачатия, человека, пишет Синистрарий. Осеменение вне рамок природы т. е. половой акт, за которым не следует зачатия, является своеобразным грехом против природы. Но тема осеменения позволяет различать разные прегрешения. Если связь с животными и связь с демонами относились к одной и той же категории греха, то человек, имевший связь с демоном, мог просто сказать своему духовнику. Я согрешил через связь с животным. И однако, вполне очевидно, что он не совершал этого греха. Когда надо идентифицировать физический процесс отношений с демонами, это вызывает особенные проблемы. Это самая сложная плоскость отношений, которую трудно осветить, так же трудно, как определить физическую природу летающих тарелок. Синистрари обсуждает этот вопрос примечательным образом. Показывая, что важнейшим пунктом этой дискуссии является определение степени наказания за эти прегрешения. Он старается рассмотреть различные способы, которыми были совершены прегрешения с демонами. Сначала он отмечает, не многие малообразованные, но вполне удовлетворенные своим уровнем люди решились бы отрицать то, о чем написали самые образованные писатели, и то, что показывает ежедневный опыт, а именно, демоны, будь то инкубы или суккубы, вступают в чувственную половую связь не только с мужчинами и женщинами, но и с животными. Синистрари не отрицает, что у молодых женщин часто случаются видения, и они воображают, что присутствуют на шабаше. К тому же, обычные эротические мечты были классифицированы церковью совсем по-другому, не так, как те сношения, о которых мы говорим сейчас. Когда Синистрарий говорит о связях с демонами, он не думает о них как психических явлениях. Он рассуждает именно о настоящих физических отношениях, как те, которые обсуждаются в фундаментальных трудах о колдовстве. Также Игнасиус в компендиам Малафикарам приводит 18 случаев историй о колдуньях, имеющих плотские отношения с демонами. Все эти случаи были подтверждены учеными, чьи свидетельства не вызывают сомнений. Впрочем, СВ. Августин говорит в городе Бога. Распространенное мнение, что сильфы и фавны, обычно называемые инкубами, преследуют женщин, домогаются их и добиваются с ними связи, подтверждено прямыми и косвенными свидетельствами людей, заслуживающих доверия. Существуют также демоны, называемые Жителями Галии Духами , которые часто прибегают к подобным порочным действиям. Это подтверждается таким числом признанных авторитетов, что было бы бессовестно это отрицать. Итак, у демонов есть два образа действия при плотских контактах, один для колдунов и колдуньей, другой для мужчин и женщин, совершенно отрицающих колдовство. Это и является ключевым моментом в проводимом нами исследовании. Синистрарий говорит, что существует два типа людей, которые могут иметь плотские отношения с существами-демонами. Те, кто имеет с ними формальное соглашение, и он приводит детали процесса становления соглашения, и те, у кого есть обычный контакт с демонами. Причастность этих фундаментальных данных, имеющих отношение к оккультизму, к толкованию веры в феи и современным историям об НЛО, должна показаться читателю очевидной. У дьявола тела нет. Тогда в каком виде у него существуют отношения с мужчинами и женщинами? Как женщины могут иметь детей от таких союзов, которые основаны только на простом желании? Все теологи отвечают, что дьявол вселяется в тело человеческого существа, будь то мужчина или женщина, или пользуется другими материалами для создания нового тела, предназначенного для тех или иных нужд. Мы вновь встречаем ту же самую теорию, выраженную одним из членов дворянства и приведенную Венцем. Мы можем делать молодых, старыми, больших, маленькими, маленьких, большими. Можно сказать, таким образом, что дьявол многолик. Он принимает форму сукуба самки, и тогда вступает в связь с мужчиной. Или же сукуб навевает сладострастные сны на спящего мужчину и использует результат осквернения, полюции, чтобы позволить дьяволу выполнить вторую часть операции. Это и есть теория, который придерживался Гнасиус, приведший большое число примеров. Гектор Бойтхюс в «История с Эктором» описывает состояние молодого шотландца, которому на протяжении многих месяцев в спальне с запертыми окнами и дверями являлась чарующей красоты самка сукуба. Она сделала все, что смогла, чтобы добиться от него, чего хотела, но он не уступил ни ее поцелуем, ни мольбам. Одна вещь заинтересовала Синистрария. Такие демоны не слушали заклинателей духов. Они не испытывали страха перед мощами или другими священными предметами. Таким образом, их нельзя было отнести к той же категории, что и дьяволов, которыми были одержимы люди. Это доказывает выше приведенная история. Но в таком случае, являлись ли они творениями дьявола? Не должны ли мы отнести их в особую категорию, отличную от фей и существ, на которых они так сильно похожи? И если у подобных существ есть свое собственное тело, то сможет ли устоять традиционная теория, т. е., та, которая считает инкубов и суккубов демонами, вселяющимися в человеческое тело? В состоянии ли она объяснить, как могут рождаться дети от подобных союзов? Если допустить, что отчеты об НЛО, приведенные в начале главы, указывают на генетическую причину феномена, в том числе похищения, тогда вышеперечисленные вопросы фундаментальны, и необходимо относиться к ним так, как их понял Синистрарий. По этой причине я даю полный перевод его рассуждений на эту тему. Для теологов и философов является фактом то, что сексуальное отношение человеческих существ, мужчин и женщин, с демонами иногда порождают людей. В результате таких действий должен был появиться Антихрист, как считают некоторые ученые, Белармин, Суарецы, Малуэндо и Т. Д., среди прочего, они отмечают, что результатом этого совершенно естественного процесса будут очень сильные, решительные, прекрасные и очень злые дети, порожденные инкубами. Малуэндо подтверждает то, что было сказано выше, доказывая, таким образом, при помощи свидетельств различных юстических авторов, что подобным союзам обязаны своим появлением на свет следующие личности – Роммул и Рэм, согласно Титлайфу и Плутарху, Сервиус Гулиус, шестой король Рилыя, согласно Денису Геликарпасскому и Плену, философ Платон, согласно Диогену и С.В.Джорому, Александр Македонский, согласно Плутарху и Квинте, Курции, Силецеус, король Сирии, согласно Жустепу и Опиону, Сципион Африканский, согласно Титлайфу, Император Цезарь Август, согласно Суетону, Арестомин из Мессины, выдающийся греческий полководец, согласно Страбону и Пазаннасу, добавим английского Мерлина или Мельхина, рожденного от Инкуба и Монашки, дочери Карла Великого. И, наконец, как писал Коклиус, процитированный Малуэндой, этот пронятый еристарх еретиков Мартин Лютер. Однако, несмотря на все мое уважение к этим многочисленным докторам, я не вижу, каким образом их мнение может противостоять опыту, исследованию. Действительно, как прекрасно заметил перенес в комментарии к бытию, глава 4. Вся сила, вся мощь человеческой спермы происходит от сознания, которое испаряется и исчезает, как только оно выходит из генитальных полостей, где заботливо накапливалось. Медики согласны с этой точкой зрения. Вот почему демону невозможно сохранить полученную сперму в достаточно хорошем состоянии, чтобы она не потеряла способности к оплодотворению. Каково бы ни было вместилище, где он бы постарался бы сохранить сперму, температура в нем должна быть равной естественной температуре половых органов человека, чего не скажешь о так называемых органах демона. Там, где тепло не естественное, а искусственное, сперма разлагается и непригодна для оплодотворения. Кроме того, оплодотворение является жизненным актом, в котором человек из своего собственного тела передает сперму через естественные органы в то место, которое благоприятно для оплодотворения. Напротив, в особом случае, который мы сейчас рассматривали, проникновение спермы не может быть жизненным актом человека, который оплодотворяет, потому что это не через него зародыш вводится в матку. И по той же самой причине нельзя сказать, что человек, которому принадлежит сперма, порождает плод, который затем появляется на свет. Точно так же мы не можем допустить считать отцом инкуба, потому что сперма не является его собственной субстанцией. Таким образом, рожденный ребенок, у которого нет отца – абсурд. Следующее возражение. Когда совершается естественное оплодотворение отцом, возникает единение двух начал – материальный, так как отец дает сперму, которая является материалом зачатия, и другой – действующий, так как, по общему мнению философов, женщина является главным субъектом зачатия. В случае, который мы рассматриваем, человек, всего лишь поставляющий сперму, дает только материал без какого-либо действия, обеспечивающего зачатие. Вот почему его нельзя рассматривать как отца ребенка, и обратно, ребенок, рожденный инкубом, не является его ребенком, а принадлежит человеку, чьей спермой воспользовался инкуб. В Библии мы читаем, Бытие 44, что рождение гигантов было результатом отношений между сынами Божьими и дочерьми человеческими, эти слова взяты из священного текста. Гиганты были людьми высокого роста, гораздо выше человека. Вкупе с чудовищным ростом, они привлекали внимание своей силой, грабежами, тиранией. Согласно Корнелиусу и Лапиду, к преступлениям этих гигантов надо отнести первую и главную причину потопа. Комментари он Дженезис. Некоторые заявляют, что под именем сынов Божьих следует понимать сынов Сефа, а под именем дочерей человеческих, дочерей Каина, потому что первые были религиозны, набожны и обладали другими добродетелями, в то время как дети Каина делали все совершенно наоборот. Но, со всем уважением к Иоанну Златоусту, Кириллу и другим, кто разделяет это мнение, следует отметить, что оно противоречит тексту Библии. Что говорит Писание? Что от такого союза рождались существа с чудовищными пропорциями. Вот почему эти гиганты не существовали изначально, но если их рождение было результатом объединения богов и земных женщин, то это не были сыновья Сефа и дочери Каина, у которых рост был обычный, а значит, и дети должны были быть обычного роста. Следовательно, если отношения, о которых идет речь, породили существ с чудовищными пропорциями, мы должны видеть в этом необычные отношения между мужчинами и женщинами, а действия инкубов, которые по своей природе вполне могли быть названы сыновьями Божьими. Таково мнение философов-платонистов и Франсуа Жоржа Венецианского, но оно расходится с мнениями историка Иосифа, Филона, С.В. Юстина, Клемента Александрийского и Тертумана, которые считали, что могли быть ангелами, позволявшими себе совершать грехопадения с женщинами. Действительно, как мы увидим далее, из двух мнений единственно правильным может быть только одно. То, что мы узнали здесь, это полная теория контактов между нашей расой и какой-то другой, нечеловеческой расой с другой физической природой, но биологически совместимой с нашей. Тогда все эти ангелы, демоны, феи небесные создания из ада или из магонии, они инспекторы наших душ, покетители наших желаний. Но кто же они? Глава 5. В объятиях о бессмертии. Они говорят на всех языках Земли. Они знают все о прошлом и будущем человеческой расы, о любом из людей. Это заявление было сделано в 1968 году. Одним испанским клерком, который утверждает, что вступает в контакты с инопланетянами с 1954 года. Обитатели планеты Лу-424 находятся среди нас в человеческом обличий. Они гораздо выше нас по своему развитию и очень любят мир. Я нахожусь в постоянном контакте с ними. Они мне пишут или звонят. У нас проходят собрания. Каким образом он вступил в контакт с этими высокоразвитыми существами? Он сказал, что в 1954 году, одна летающая тарелка выбросила камень, покрытый иероглифами, в саду Мадридского университета. Фернандо Сейемо переписал с него символы, и вскоре началось двустороннее общение. В Великобритании тоже распространялись фантастические слухи. Британские ученые, об этом говорят некоторые люди, вступили в таинственный контакт по радио и были вовлечены в секретную деятельность по просьбе инопланетян. Некоторые из них исчезли. С помощью этих продолжительных контактов инопланетяне надеялись контролировать нашу историю. С какой целью? Я сам получал письма от неких личностей, утверждавших, что они члены секретной организации, генеральный штаб которой находятся за пределами этого мира. Эти корреспонденты информировали меня о том, что цель таких групп – помешать человеческому роду достичь других миров космоса. Конечно, другие контактирующие говорят совершенно обратное. Однако факт остается фактом. Вера в нечеловеческий контроль за людскими судьбами остается такой же древней, как и политика. Мадридский журналист Ворман де Пойнте утверждал, что Сеймо предупредил его за три месяца до убийства Роберта Кенниди. К тому же Сеймо предсказал волну приземлений в Аргентине – нет ничего проще. Более того, могущество, приписываемое существам из летающих тарелок Т.Е., тех, кто влияет на судьбы людей, было когда-то эксклюзивной собственностью фей. Напомним один из первых вопросов, заданных Жанне де Арк Святой Инквизицией. Не знала ли она что-нибудь о собраниях в фонтане фей около Домрини, вокруг которого танцевали злые духи, и не участвовала ли в них сама? И другой вопрос с ее ответом были записаны так, когда у нее спросили, не верила ли она до сегодняшнего дня в то, что феи – это злые духи. Она ответила, что не знает. Чтобы дальше развивать эту мысль, было бы необходимо снова открыть полное досье о колдовстве, но это не входило в замысел книги. Важно, однако, отметить непрерывность веры – она идет от примитивной магии, проходит через испытания мистикой, веру в феи и религию, и далее – к современным летающим тарелкам. Исследования колдовства показали, что эти темы тесно связаны между собой, и с точки зрения современной психиатрии, их надо рассматривать вместе. В этой главе мы но занимаемся индивидуальными верованиями. Нас интересует социальная сторона проблемы, ее влияние на общество, которые изредка касались исследователей феномена НЛО. Незадолго до выхода этой книги в Советском Союзе при странных обстоятельствах умер знаменитый специалист по вопросам плазмы, его толкнула под колеса вагона московского метро неуравновешенная женщина. Интересно вспомнить, что, по ее словам, она услышала голос из космоса, который, в частности, отдал приказ убить этого человека, приказ, которому она не могла сопротивляться. Российские криминалисти. Мне известно это из достоверных источников, занялись изучением роста числа подобных случаев в последние годы. Безумцы, выбрасывающиеся из окон на улице, потому что верят в то, что марсиане преследуют их, становились обычным фактом. Эта волна умственного расстройства могла быть связана с ростом сообщений мифов о контактах с пришельцами, что составляет один из аспектов проблемы НЛО, однако этот аспект надо рассматривать с особым вниманием. Надеялись, что в последних научных исследованиях феномен НЛО получит то внимание, которого заслуживает. К сожалению, этого не произошло. И я принял решение дать здесь как можно больше информации на эту тему в надежде, что социологи отнесутся к ним не как к мимолетной забаве. Хорошо известно, что некоторые детали, относящиеся к сути феномена НЛО, не смогут быть опубликованы, но не потому что они должны оставаться эксклюзивной собственностью некоторых бюрократов, которых интересует только собственное спокойствие и стабильность. Допустить расползание сомнительных слухов об НЛО, не подвергая их анализу и разумному контролю, означало бы сделать публику простой и беззащитной жертвой всякого рода шарлатанов. Это означало бы, что любая организованная группа, склоняющаяся к разрушению нашего общества, могла бы ловко подточить его, пользуясь мифологией о летающих тарелках. Они могли бы унести нас в магонию с благословения всех рационалистов. Большой знак на небе Кног – маленькая деревенька на западе Ирландии, но 21 августа 1879 года, в ней произошло то, что человеческий разум не должен игнорировать. В течение дня понемногу ухудшалась погода. В 19 часов, когда на деревню обрушился проливной дождь, диакон Каванак возвратился домой. Мэри Мак-Лулин, его служанка развела огонь из Тарфа и затем, в 20 часов 30 минут, вышла, чтобы навестить свою подругу Нисс Маргарет Бирн. Проходя перед церковью, она заметила в поле множество странных силуэтов и какой-то предмет в виде жертвенника, от которого исходил белый свет, но не остановилась и продолжила свой путь. Дождь пошел сильнее, и она даже не пыталась узнать, что это было, хотя нашла эту вещь очень странной. Двое других прихожан видели силуэты до нее и отреагировали аналогичным образом. Позже, когда еще было не совсем темно и продолжал идти дождь, Мэри Мак-Лулин на обратном пути все-таки шла мимо поля в сопровождении Нисс Бирн. Между женщинами и церковью находилась некошенная лужайка, на которой в цветущей траве стояли три персоны, окруженные невероятно блистающим светом. Такую сцену никто из них раньше не видел. В центре был силуэт Богоматери, справа от нее – С.В. Георгий, третий силуэт Мэри Бирн определила как Иоанна Евангелиста, потому что он очень походил на статую этого святого, которую она видела в другой деревне. Через несколько минут перед этим явлением собралось 18 прихожан, Епархиальная комиссия провела расследование по поводу этого явления и опросила 14 свидетелей. Три мужчин, два детей, три юноша и шесть женщин, возраст которых колебался от 6 до 75 лет. Они описали то, что видели. Перед комиссией предстал также человек лет 60, который жил где-то в миле от Кнака. Он видел большой шар золотистого цвета ночью 21 августа. Около двух часов он шел к своему полю и увидел этот большой свет, который покрывал всю верхушку церкви Кнака. В тот момент он подумал, что это какой-то безумец зажег огонь на территории церкви. На следующий день, когда он спросил у соседей, не видели ли они этот блестящий свет, который очень долго оставался неподвижным на верхушке церкви, ему рассказали о том, что произошло в поле. Что же видели эти 14 человек? Самым поразительным из всего был золотистый свет, такой же ослепительный, как свет солнца, отражавшийся на южной стороне верхушки церкви. Это был переменчивый свет, он то освещал небо над церковью, то опускался, становился более белым и сверкающим, а потом настолько белым, что верхушка церкви оказалась стеной из снега. В светящемся воздухе все видели явления святых. Три силуэта были одеты в слепящие серебристые одежды. За ними находился жертвенник, возвышающийся над большим крестом. Перед крестом ягненок, повернувшийся на запад. На слепящее белое платье Богоматери была накинута белая мантия, застегнутая на шее и не спадающая длинными складками до самых лодыжек. На голове у нее покоилась блестающая корона, превосходившая блеском крест, а на лице, там где корона касалась лба, была прекрасная роза. Богоматерь раскрыла руки к небу, чего никогда раньше свидетели не видели ни у статуй, ни на гравюрах. Трое свидетелей заметили, что она была босая. Одна из женщин, Бриджит Тринч, пришла в такой восторг от этой сцены, что приблизилась к видениям, чтобы поцеловать ноги Девы Марии, но ее руки почувствовали только воздух. Когда я хотела ее поцеловать, то ничего не почувствовала, однако силуэты были нашего роста, и казались настолько живыми, что я не могла понять и спрашивала себя, почему мои руки не чувствуют того, что так отчетливо видят глаза. Бриджит сказала так же, что шел сильный дождь, и добавила, «Я тщательно ощупала землю руками, и она была сухой, ветер дул с юга, против крыши, но ни одна капля дождя не упала на то место, где находились силуэты». Святой Иоанн стоял чуть наискось от других силуэтов. Одетый как епископ, он держал в левой руке большую открытую книгу. Пальцы правой руки были подняты на манер наставника. Один из свидетелей, Патрик Хилл, приблизился довольно близко и различил буквы и строчки книги. Патрик Хилл умер в Бостоне в 1927 году. Он никогда не отрекался ни от одной детали своего свидетельства. Когда о появлении видений предупредили священника, он сказал, что это могли быть отражения цветных витражей церкви, и спокойно провел остаток вечера дома. Явление продолжалось много часов. Промокшие до нитки свидетели возвратились домой перед полуночью, а на следующее утро уже не на что было смотреть. Вскоре после этого видения начались необычные события, следовавшие одно за другим. Через десять дней после происшествия выздоровел тяжело больной ребенок, а один полуслепой после своего паломничества в КНОК смог нормально видеть. Каждую неделю происходило семь или восемь исцелений. Один умирающий, настолько больной, что его то и дело тошнило кровью, пока его перевозили в КНОК, уже получивший последнее миропомазание Архидиакона, мгновенно выздоровел, после того как выпил воды, в которую была подмешана капля цемента из основания церкви. Это время было плохое для Ирландии. Большинство священников коллег Архидиакона, сомневались, опровергали. Церковь КНОК была построена за пятьдесят лет до описываемых событий, когда ирландские католики решили больше не скрываться. Духовенство даже попросило местные и национальные газеты не делать публикаций по явлению, но те, кто были враждебно настроены по отношению к католикам, опубликовали унизительные статьи по этому поводу. Была предпринята попытка объяснить эти явления с помощью физических методов. Один профессор из Мейната составил опросники по просьбе официальной комиссии по расследованию под управлением Туамского архиепископа. Он воспользовался волшебным фонарем, чтобы спроецировать фотографические картинки на верхушке церкви в присутствии двадцать священников, и подтвердил, что тесты исключают считать явления результатом фотографической мистификации. Корреспондент из лондонской Daily Telegraph произвел собственные исследования и тоже заявил, что, какова бы ни была причина этих явлений, они не могли быть спроецированы волшебным фонарем. Было бы непочтительно замечать, что многие черты в этом происшествии идентичны чертам феномена НЛО. Странный огненный шар с переменным сиянием, светящиеся существа внутри, отсутствие дождя там, где состоялось явление, и, наконец, предполагаемые чудесные исцеления. Все эти черты представлены в современном мифе об НЛО в Америке. Для тех, кто не соприкасался с литературой НЛО в последние годы, утверждение, что появление НЛО подразумевает чудесные исцеления, будет сюрпризом. Они найдут много случаев, относящихся к этому вопросу. Например, сообщение из Дэймона в Техасе, 3 сентября 1965 года, где, говорят, у одного агента полиции зажила раненая рука, когда он попал в луч света с летающей машины, случай 694. Или случай в Петрополисе, Бразилия, 25 октября 1957 года, с девушкой, умиравшей от рака, которая была спасена при помощи фантастической операции двумя людьми, пришедшими с неба, случай 415. Здесь мы оказываемся лицом к лицу с примером, который напоминает нам средневековый мистицизм. Случай в Кноке, это еще не самый примечательный пример сходства между религиозными явлениями и появлениями НЛО, и хотя он произошел в Ирландии, его появления не совпадают в точности со стандартными чертами веры в фей. В отличие от случаев в Кноке, случай, произошедший в субботу 9 декабря 1531 года, на рассвете в Мехико, представляет собой целое нагромождение суеверий, но и он оставил материальные следы, которые можно увидеть и сейчас. Впрочем, сейчас они являются больше объектом поклонения. В то далекое утро старый 57-летний индеец Ацтек Хуан Диего, по прозвищу Поющий Орел, направлялся в церковь возле Мехико. Вдруг он задрожал и остановился, вслушиваясь в тонкое и нежное птичье пение. Он похолодел. Ни одна, даже самая чудесная птица не могла петь в столь ранний час, чарующая музыка продолжалась и вдруг прекратилась. Затем кто-то женским голосом выкрикнул имя Хуана Диего. Голос шел с вершины холма, которая была скрыта холодным туманом и какой-то светящейся тучей. Он вскарабкался на холм и увидел ее. Солнце еще не взошло над горизонтом, но Хуан Диего увидел ее против потока золотых лучей, которые обволакивали фигуру девушки с головы до ног. Это была юная мексиканка, 14 лет, ни с чем не сравнимой красоты. До этого момента мы видим прекрасное начало появления обычной феи. Между ними состоялся диалог, и девушка сказала Хуану Диего, что она Дева Мария и хотела бы, чтобы на этом самом месте был построен храм. Теперь беги в Теноктетлан, Мехико, и расскажи епископу все, что ты видел и слышал. Это было гораздо легче сказать, чем сделать. Бедные индейцы не имели привычки ходить в богатые испанские кварталы города, а тем более во дворец епископа. Однако Хуан смело бросился вниз с холма и упросил епископа выслушать его историю. Конечно же епископ, хотя и отнесся к индейцу доброжелательно, не поверил ни единому слову из рассказа. Тогда Хуан вернулся на холм и во второй раз увидел Марию. Она посоветовала ему обратиться к епископу с более квалифицированным посланием и откровенно рассказать ему о ней. Послушай, сын мой, я могла бы отправить к епископу многих, но я выбрала тебя. Так иди снова завтра же утром к епископу и скажи ему, что тебя послала Дева Мария и повтори ему о моем огромном желании, чтобы на этом месте стояла церковь. На следующее утро Хуан Диего вернулся в Мехико и снова побывал у терпеливого епископа. Хуан Диего был настолько чистосердечен, рассказывая свою историю, что епископ смягчился. Он просил Хуана, чтобы тот принес от явления какой-нибудь реальный знак, а сам приказал двум своим служителям следовать за индийцем и проследить за ним. Он был в поле их зрения в городе, они заметили, что он ни с кем не говорил, его видели взбирающимся на гору, а затем… исчез. Они обыскали все окрестности, но не нашли никаких следов. Чудесная сказка о феях. Но Хуан пришел на гору и передал явлению ответ епископа и Мария сказала. – Очень хорошо, сын мой. Возвращайся завтра на рассвете. – Я дам тебе знак для епископа. – Иди с миром и отдыхай. На следующее утро Хуан не пошел навстречу. Его дядя, единственный родственник, был при смерти. Хуан оставался рядом с ним целый день, чтобы попытаться облегчить его страдания и оставил его только во вторник, чтобы сходить за священником. Однако, когда он бежал к твалтелока, его дорогу снова преградило видение Марии. Смущенный, он рассказал ей о причине, по которой он не смог последовать ее наставлениям, и она говорит ему. – Сын мой, не волнуйся и не бойся. – Развеш я не мать для тебя. Не находишься ли ты под моей защитой и покровительством? Твой дядя теперь не умрет. Он только что, в этот момент обрел вновь свое здоровье. У тебя больше нет причины продолжать свой путь, ты совершенно спокойно можешь следовать за мной. Поднимись на вершину холма, собери цветы, которые там растут и принеси их мне. На вершине холма не было цветов, и Хуан Диего хорошо знал это. В середине декабря там не могло быть цветов, но однако, достигнув вершины он нашел там кастильские розы и хлажные розовые лепестки. Он сорвал их, укрыл своим длинным индейским плащом – Тилмо, чтобы защитить от ледяного ветра, и отнес их явление. Она собрала в складке плаща цветы и привязала его концы к шее Хуана таким образом, чтобы ни одна роза не смогла упасть. Она посоветовала не показывать розы никому другому, кроме господина епископа. Это будет ее знак, о котором он просил. После этого она исчезла, и Хуан Диего никогда больше ее не видел. Во дворце епископа многие прислужники насмехались над видением индейца. Они толкали его вправо и влево и старались вырвать у него цветы. Но когда заметили, что розы как будто растворяются, когда они хотят дотронуться до них, то очень удивились и позволили ему пройти. И Хуан снова оказался перед епископом. Хуан Диего поднес свои руки к шее, развязал углы материи, и цветы, бывшие для него драгоценным знаком, упали на землю беспорядочной кучей. Увы, во что превратился букет, который с такой заботой сделала Дева Мария. Но смущение Хуана за свою неловкость было ничем по сравнению с тем чувством, которое его охватило в следующее мгновение. Епископ встал со своего стула и упал Хуану в ноги, и все, кто был в комнате, тоже последовали его примеру. Коленопреклоненный епископ стоял перед Тилмо Хуана. Как писал Этель Кукайлет, миллионы людей тоже преклонили колени перед ней, так как ее поместили на большой жертвенник в соборе Гвадилупской Божьей Матери в Мехико. Плащ сделан из двух кусков ткани, сотканных из волокон мангового дерева. Шитые вместе они составляют 70 на 41 дюйм. На этой неровной материи цвета неочищенного льна выступает очаровательный силуэт высотой в 56 дюймов. Окруженный золотыми лучами, он выступает из света, как из ракушки, четкий и восхитительный в каждой детали рисунка и цвета. Он нежно и очень грациозно склоняет голову вправо. Глаза опущены, но зрачки все-таки видны, это создает сверхъестественное впечатление шарма и любви. Плащ, покрывающий голову и не спадающий до ног, зеленый с голубым, окаймлен чистым золотом и усыпан золотыми звездами. Туника розовая и украшена кружевным рисунком из золотых цветов. Выше изображен полумесяц, а под ним появляются голова и руки хирургима. В годы, следующие за этим происшествием, более 8 миллионов индейцев приняли христианскую веру. До наших дней около 150 человек ежедневно преклоняют колени перед плащом Хуана Диего, рисунок на ней и излучающиеся цвета остались безупречными. Дядя Хуана выздоровел. Когда он ожидал священника настолько слабый, что даже не мог выпить лекарство, приготовленное ему племянником, он увидел, что его комната вдруг наполнилась нежным светом. Светящийся силуэт молодой женщины появился совсем рядом с ним. Она сказала ему, что он сейчас выздоровеет и рассказала о миссии Хуана Диего. И еще она ему сказала, «Зови меня и назови мое изображение Гвадилупская Богоматерь». Или что-то в этом роде. По крайней мере, он понял именно так. Но было ли это желаемым значением? Следуя исследованиям Эльян Беринс, Этель Куко Элят предполагает, что индийское слово, которым воспользовалось видение, было тетикоутлаксопио, которое фонетически может переводиться как «дегватлашопи». Для испанских ушей это будет похоже на «дегватолупой». Но видение говорило на том же индийском диалекте, что и Хуан Диего и его дядя. Оно даже было похоже на индийскую девушку, и у него не было никаких оснований воспользоваться испанским словом, как ему это приписывают. Тетикоутлаксопио означает «камень раздавленный змей». Элен Беринс уверен, что явление таким способом объявляло о том, что оно вытеснило кетуалкаатла, идолу которого в форме змеи с перьями индейцы поклонялись. Этот впечатляющий рассказ содержит восхитительный символизм. При помощи каменной змей он не только возвращает нас к монументам Майя, о которых мы говорили в начале этой книги, но также напоминает при помощи множества важных аспектов многочисленные сказки о феях. Это и таинственная, нежная музыка, говорящая о приближении фей и цветы, еще раз розы, которые растут на невозможном месте, и знак, переданный посланцу, который изменяет свой вид после его ухода, как кусочки угля, подаренные поветухом гномами и превратившиеся в золото и многочисленные и похожие символы, которые можно найти в неисчислимом количестве сказок, и, наконец, космический символизм, пребывающая Луна под ногами Девы Марии, как в тексте Откровения Иоанна Богослова, и явилась на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце. Под ногами ее Луна и на голове ее венец из 12 звезд . Действительно, мы не можем помешать себе вспомнить здесь слова Хартланда в его книге Science of Fairy Tales. Дар Ницейонного предмета, который превращается, если соблюдать рекомендации, в предмет самой высокой, насколько это возможно, ценности используются в сделках фей. Это одно из самых очевидных явлений сверхчеловеческого могущества. Смотрите, но не трогайте. Это было великое чудо, знак в небе, чудесный летающий корабль, который появился весной 1897 год, над США. И новая огромная волна свидетельств добавила массу деталей, отсутствовавших между явлениями древних времен и современными историями о летающих тарелках. На карте Данала Хинлона, воспроизведенной при помощи фотографии, все места появления воздушных аппаратов были обозначены специальным знаком. Может быть, исследователи американского фольклора заметили не все необходимые факты, и все-таки результаты трехлетних исследований Хинлона, Джерома Кларка и Люциуса Фериша удивительны. В Калифорнии в течение 1896 года, сотни людей, отдыхавших в окрестностях Сан-Франциско видели огромный темный предмет вытянутой формы с блестящими фарами. К тому же он летал против ветра. В период между январем и мартом 1897 год, он не появлялся, и вдруг несколько наблюдений идентичного характера было сделано на Среднем Западе. В предыдущей главе мы познакомились с описанием, сделанным Александром Гамильтоном, прибор с турбиной из колес и стеклянной кабиной, откуда смотрели вниз странные существа. Описание Гамильтона почти не отличается от описания, сделанного Хилами. В марте предмет еще более странного вида был замечен Робертом Хиббордом, фермером, живущим в 15 милях к северу от Сиу-Сити, Айова. Хибборд видел не только воздушный корабль, но и якорь, висящий на конце какой-то веревки, привязанный к таинственному прибору, который ухватил его за одежду и протащил несколько десятков футов, пока он не упал на землю. Все рассказы этого периода, представленные в систематизированном виде, сами могли бы составить целую книгу. Моей же целью здесь является простое рассмотрение деталей наблюдения за поведением летающих объектов после приземления. Но сначала посмотрим как вели себя сами объекты. Они маневрировали почти так же, как объекты, относящиеся к НЛО, за исключением того, что никогда не демонстрировали воздушные танцы. В основном, воздушный корабль летит скорее медленно и величественно. Конечно, объекты образца 1897 год, нисколько не рискуют быть преследуемыми. За исключением некоторых случаев, когда объект, будучи совсем рядом со свидетелями, улетал, по их словам, как ружейный выстрел. Другое отличие между кораблем и современным НЛО, которое следует отметить, в том, что неторопливая траектория первого позволяет ему летать над городом. Города Амаха, Милуоки, Чикаго и другие также не были обыдены им стороной. И там каждый раз собирались толпы, следящие за объектом. С другой стороны, все действия корабля типичные для НЛО. Он планирует, выбрасывает зонды. Например, 10 апреля на Ньютон, а Йова, внезапно меняет направление, мгновенно изменяет высоту, поворачивает, приземляется и взлетает, прочесывает окрестности мощными лучами света. Экипажи воздушных кораблей, как и экипажи НЛО, также описываются по-разному. Толкуя сообщения свидетелей, можно было бы подумать, что среди них были карлики, но это, по моему мнению, не было установлено в детальных отчетах свидетелей. Александр Гамильтон говорит, что это были самые странные существа, которых он когда-либо видел, и что он не желал бы увидеть их снова. Я не знал, что свидетели случая в Лёре дали несколько детальных портретов этих созданий. Это были уродливые люди. Трое мужчин, женщины и трое детей, стрекотавшие все вместе. Все исследователи, которые опрашивали свидетелей, не отличались от среднего американца того времени. Таков, например, случай, описанный капитаном Джеймсом Хутоном в 1897 году. Упоминается в Арканзасской газете как хорошо известный машинист железной дороги Железной горы. Я вышел в Тиксаркане, чтобы, пересесть на специальный поезд, и, зная, что у меня есть восемь или десять часов, отправился в Хамен, Арканзасе, чтобы немного поохотиться. Было около пятнадцати часов, когда я прибыл на место. Охота была хорошей, и я едва заметил, как пробило восемнадцать часов. Пора было отправляться на вокзал. Когда я проходил через густой кустарник, мое внимание было привлечено знакомым шумом поршня локомотива. Я пошел на этот шум и на поляне площадью около пяти или шесть акров увидел предмет, который его издавал. Сказать, что я испытал удивление, было бы слабым выражением моих чувств. Сразу стало понятно, что это был знаменитый воздушный корабль, который уже видели многие люди в сельской местности. На борту был человек среднего роста, и я заметил, что он носит дымчатые стекла. Он проверял какой-то лист железа в месте, которая казалась задней частью прибора. Я приблизился и был поражен настолько, что потерял удар речи. Он удивленно посмотрел на меня и сказал, «Здравствуйте, сэр, здравствуйте». Я спросил, «Это летающий корабль?» И он ответил мне, «Да, сэр. Сверху, из той части корабля, которая, по всей видимости, была его килем, вышли трое или четверо людей. Исследовав киль ближе, я увидел, что он разделен на две части и заканчивается спереди острым концом, подобным концу ножа, в то время как боковые поверхности к центру расширялись, а потом сужались. По каждому борту находилось по три больших колеса, сделанных из изогнутого металла, который был обработан таким образом, что при приближении они становились вогнутыми. «Извините, сэр, но шум очень похож на шум тормозов Вестингхауза», — сказал я. «Может быть, друг мой. Мы используем сжатый воздух и крылья, но вы узнаете о них гораздо позже. «Все готово, сэр», — крикнул кто-то в тот момент, когда группа людей исчезала в брюхе аппарата. «Я заметил, что двухдюймовая трубка перед каждым колесом начала выпускать воздух на колеса, а те начали вращаться. Мало-помалу», — посвистывая, корабль поднимался. «Вдруг появились крылья, направившие свои острые концы к небу, затем рули на корме начали поворачиваться, а колеса вращались так быстро, что с трудом можно было различить спицы. Корабль потерялся из виду за время меньшее, чем понадобилось бы, чтобы это сказать». Капитан Хутон добавляет, что он не смог обнаружить ни колокола, ни веревки от колокола на корабле, и эта деталь его шокировала, потому что, как он думает, любой хорошо оснащенный воздушный локомотив должен был бы иметь хотя бы один колокол. Теперь обратимся к свидетельствам комиссара полиции Самптера и шерифа Мак Лемура, посланным из Ход Спрингза, Арканзас. Ход Спа-Инс, горячие источники. Место названо из-за наличия горячих источников. Ночью 6 мая 1897 г. Как только мы верхом покинули город и направились на северо-запад, высоко в небе мы заметили блестящий свет. Внезапно он исчез, и мы не стали высказываться по этому поводу, так как разыскивали кое-каких личностей и не хотели бы шуметь. Проехав 4 или 5 миль, на подступах к горам снова увидели свет, который появился гораздо ближе к земле. Мы остановили лошадей и наблюдали, как он опускался, пока внезапно не исчез за соседней горой. Мы проехали еще около мили, когда наши лошади отказались идти дальше. Примерно в двух ярдах от нас мы увидели двух человек, у которых в руках был двигающийся свет. Вытащив свои винчестеры, так как начали понимать всю серьезность ситуации. Мы спросили, кто вы и что вы здесь делаете. Один человек с черной бородой и фонарем в руке приблизился к нам и, спросив кто мы такие, начал объяснять, что он и другие, молодой человек и женщина, путешествуют на воздушном корабле по окрестностям. Мы могли отчетливо видеть корпус корабля в форме сигары, который был около 60 футов длиной и очень похож на тот, что часто описывается в кратких газетных сообщениях. Было тепло, шел дождь. Молодой человек примерно в 30 ярдах от нас наполнял большую емкость водой. Женщина укрывалась дождевым зонтом. Человек с бакенбардами предложил нам отправиться с ними дальше, сказав, что знает место, где дождя нет. Мы ответили, что предпочитаем быть промокшими. Когда мы спросили, почему он так часто включает и выключает свой фонарь, он ответил, что этот свет настолько сильный, что потребляет уйму энергии. Он сказал, что хотел бы остаться в Ход Спрингзе на несколько дней, но не может этого сделать. Они отправятся в Нашвилл, Теннессе. После того, как осмотрят окрестности. Мы спешили, и нам пришлось уехать. Через 40 минут, когда мы ехали обратно, все пропало. Мы не видели и не слышали, как улетает воздушный корабль. В Шикаго у Кроникла 13 апреля 1897 года, была опубликована статья под заголовком «Воздушный корабль», замеченной в Айове. Фонтанель, Айова, 12 апреля. Именно в этот вечер, в 20 часов 30 минут все население города видело воздушный корабль. Он прилетел с юго-востока и очень медленно передвигался не больше, чем в 200 футах от верхушек деревьев, не превышая скорости 10 миль в час. Можно было отчетливо рассмотреть машину, от ее длины около 60 футов до вибрации крыльев. Он был оборудован обычными цветными огнями. Был слышен шум его машины, как музыка воздуха, можно было бы сказать, оркестровая. Ему подали приветственный знак, но он повернул на север и, изменив скорость, исчез. В фонтанеле не сомневаются, что речь шла о реальном приборе, и самые большие авторитеты города подтверждают это. Ит. Д. Здесь воздушный корабль, который в глазах капитана Хутона был типичным механическим изобретением, родница с воздушными кораблями фей. Параллели становятся еще более поразительными в сообщении, приведенном Хинлоном. Вот отрывок из Хьюстон-Дейли-Пост за апрель месяц. Н-28. Меркель, Техас, 26 апреля 1897 года. Вчера вечером люди, возвращавшиеся из церкви, заметили большой объект, который тянул за собой привязанную к нему веревку. Они следовали за ним до того момента, пока веревка не зацепилась за рельсы, пересекая железнодорожные пути. Подняв голову, они увидели, по их предположению, воздушный корабль. Он не был достаточно близко, чтобы можно было представить его размеры. В иллюминаторах можно было увидеть свет, который в передней части был очень сильным и напоминал свет локомотива. Через несколько минут был замечен человек, скользящий вдоль веревки. Его удалось рассмотреть. Он был маленького роста в одежде цвета морской волны. Увидев около якоря людей, он остановился, обрезал под собой веревку, поднялся обратно, и корабль улетел в северо-восточном направлении. Якорь был выставлен в кузнице Эллиата и Миллера и с тех пор привлекает внимание сотен людей. «Мы слишком хорошо знакомы с такого рода случаями, чтобы легкомысленно поверить в них», — комментирует Хёнон, который напоминает своим читателям о случае в Сиу-Сити. Су-Сити, Айова, когда Роберта Хитбарда тащил якорь, свисающий с воздушного корабля. И рассказ о двух происшествиях в Дрейке и Уилкине, которые имели место около 1211 года. После Рождества Христова, а может и раньше. Вот ирландская история. В воскресенье в графстве Клайра, когда все были на мессе, произошло нечто чудесное. В этом городе есть церковь, построенная в честь святого Киноруса. Случилось так, что якорь, спущенный с неба, где он был привязан, зацепился одним из своих крюков за арку над дверью церкви. Прихожане выбежали из церкви и увидели в небе корабль с людьми на борту, который плавал на конце каната с якорем. Они увидели человека, который плыл через леерное ограждение и спрыгнул к якорю, чтобы отвязать его. Можно было бы сказать, что он плыл, как в воде. Люди приблизились и попытались схватить его, но епископ запретил им хватать человека, так как это могло убить его. Человек был отпущен и вернулся на корабль. Экипаж обрезал веревку, и корабль исчез. Вот из империала, Гарвиз де Тилбуре, можно встретить тот же самый рассказ о случае, имевшем место в Гривизенде в графстве Кент, Англия. Якорь корабля тучи зацепился за памятник на кладбище. Люди услышали голоса, идущие с неба, и веревка заколебалась, как если бы хотели освободить якорь, но безрезультатно. Тогда увидели человека, соскользнувшего вдоль веревки и обрезавшего ее. В одном рассказе человек возвращается на корабль, в другом он умирает от удушия. Хьюстон Пост от 22 апреля 1897 года. Приводит другое сообщение. Роклинд. Мистер Джон М. Баркли, живущий рядом с этим местом, сообщил, что вчера вечером около 23 часов, после того как он удалился в свою комнату, он услышал яростный лай своей собаки и повизгивания. Он подошел к двери, чтобы посмотреть что происходит, и заметил нечто настолько поразительное, что если бы он не прочитал несколько дней назад о летающем корабле в Техасе, то убежал бы в кусты. Объект странной продолговатой формы, с крыльями и якорными цепями различной формы по краям. Блестящие огни, казалось, светились ярче электрических. В первый раз он показался ему совершенно неподвижным и был примерно в пяти ярдах от земли. Он много раз разворачивался вокруг своей оси и понемногу опустился на лужайку, прилегающую к дому. Он взял свой линчестер и вышел, чтобы посмотреть на все это поближе. Как только корабль, или что-то иное приземлился, огни погасли. Ночь была достаточно ясной, чтобы позволить различить человека, который был не более чем в 30 ярдах от корабля. Обычный смертный, попросивший его спрятать оружие, так как он не собирался причинять ему никакого зла. Последовал следующий диалог. Мистер Баркли спросил. Кто вы и что вам надо. Мое имя не важно. Зовите меня Смит. Мне нужны смазочное масло и пара каленых резцов. А также, если сможете, немного сульфата меди. Вот 10 долларовая банкнота, возьмите ее и найдите мне эти вещи, а сдачу оставьте себе. Мистер Баркли сказал. Что это у вас там? Позвольте мне посмотреть. Тот, кто назвался Смитом, ответил. Нет, я не могу позволить вам приблизиться еще больше, но сделайте то, о чем я вас попросил. Я убежусь в вашей дружбе и в ближайшие дни вернусь, и тогда вознагражу вашу любезность, позволив вам совершить небольшую прогулку. Мистер Баркли ушел, отыскал масло и резцы, но не смог найти сульфата меди. У людей не было мелких денег и мистер Баркли хотел вернуть 10-долларовую банкноту, но человек отказался. Он пожал ему руку, сердечно поблагодарил и попросил не провожать его до корабля. Когда он уходил, мистер Баркли позвал его и спросил, откуда он прилетел. И ему ответили, из ниоткуда, но послезавтра я буду в Греции. Он поднялся на борт, раздался резкий свист и корабль улетел как выстрел из ружья, со слов мистера Барклея. Можно целиком и полностью верить мистеру Барклею. В тот же вечер, полчаса спустя, Хьюстон-Пост от 26 апреля 1897 года. Опубликовано отдельно. В тот момент, коды это пишется, необыкновенное возбуждение царит в маленькой и обычно спокойной деревне Джессерент. Этим возбуждением мы обязаны визиту легендарного воздушного корабля, который в последнее время видели во многих местах. Фермер, Фрэнк Николс, живущий приблизительно в двух милях к востоку от деревни, человек несомненной порядочности, был разбужен позавчера ночью свистом, похожим на свист машины. Выглянув наружу, он был поражен видом блестящих огней, выскальзывающих из огромного аппарата, который стоял на пшеничном поле. Так как он читал сообщения, публикующиеся в пост по поводу так называемых воздушных кораблей, он сразу все понял. Он поверил в то, что он один из тех, кому повезло. И он с мужеством Перама при осаде Трое вышел, чтобы узнать о происходящем. Еще не достигнув своего странного ночного визитера, он был остановлен двумя людьми, нёшами ведра, которые попросили разрешения набрать воды из его колодца. Думая, что он находится перед небесными пришельцами, а не перед земными смертными, он поспешил подтвердить разрешение. Они сердечно пригласили мистера Николса проводить их до корабля. Он свободно поговорил с экипажем, состоящим из шести или восемь человек, которые стояли рядом с кораблем. Машина была настолько сложная, что у него не хватило времени, чтобы разобраться, как она действует. Однако один из членов экипажа сказал ему, что проблема воздушной навигации была разрешена. Корабль сконструирован из недавно открытого материала, который имеет свойство сам по себе держаться в воздухе, а мощность его двигателя поддерживается сильно конденсированным электричеством. Ему рассказали, что пять или шесть таких кораблей были построены в одном из графств Аевы, что вскоре изобретение будет представление публики, что они на пути создания компании, которая будет иметь огромный запас этих машин, что в ближайшие годы этими машинами будут пользоваться повсюду. Мистер Джессирент живет в Тринити Каунте, Техас, и готов убедить любого, кто не верит, показав ему место, где приземлился корабль. Flying Sosa Review Джером Кларк отмечает, что волна 1897 год. Показывает, насколько важно желание постараться вывести летающие объекты из общих рамок, в которых они действуют. Это приводит к более широкому исследованию подобных объектов, чем обычное расследование, в научных терминах, нового явления. Так как если внешность и поведение объектов являются всего лишь нашей интерпретацией, неважно, в какой момент развития нашей культуры, тогда каковы могут быть наши шансы на то, чтобы когда-нибудь узнать правду. 4 октября 1954 год. Шале. Дардонь, Франция, господин Гаро, которого жители этой местности считают человеком, достойным доверия, заметил круглый летящий объект размером с маленький грузовик, который немного смахивал на котел. Он приземлился на его поле и открылась скользящая дверь. Двое нормальных людей, одетых в коричневые рабочие комбинезоны, вышли из него. Казалось, они были европейцами. Они пожали руку Гаро, затем спросили. Париж. На севере. Несчастный фермер был настолько поражен, что не мог говорить. Двое человек погладили его собаку и улетели. 20 октября того же года 40-летний чешский рабочий, который жил во Франции, отправился на работу к 3 часа утра, около Раунгитапа, в Агезе, когда в 600 метрах от дома он встретил коренастого человека среднего роста с каской мотоциклиста на голове, который нес ружье. Чужак говорил на неизвестном языке. Свидетель, Ласло Южваре, немного зная русский, постарался воспользоваться им. Вскоре человек, говоривший тонким голосом, понял его и спросил, где я? В Италии? В Испании? Затем он захотел узнать, на каком от него расстоянии находится германская граница и которой сейчас час. Южваре сказал, что сейчас около 2 часов 30 минут и человек вынул часы, которые показывали 4 часа. Затем визитер попросил свидетеля проводить его. Вскоре Южваре оказался перед аппаратом, который приземлился на дороге. По форме он напоминал две склеенных тарелки. Он был около 1,5 метра в диаметре и высотой 1 метр. Южваре приблизился к нему, но когда до аппарата оставалось 10 метров, незнакомец попросил его уйти. Вскоре он увидел вертикально взлетающий аппарат, который шумел, как швейная машина. 12 октября 1954 год В Сент-Маре-Дейрбле на Атлантическом побережье Франции около 22 часов 30 минут 13-летний Жильбер Лёля прогуливался в 800 метрах от родительского дома, когда увидел на огороженном участке машину, которую он описал как нечто похожее на фосфорисцирующую сигару. Возле объекта находился человек, облаченный в серую одежду, сапоги и серую шапку. Человек непринужденно положил руку на плечо Жильбера и сказал по-французски «Смотри, но не трогай». В другой руке человек держал шар, который спускал багровые лучи. Вскоре он вскарабкался в машину и закрылся там, хлопнув дверью. Жильбер успел заметить что-то очень похожее на бортовое табло, на котором было множество разноцветных огоньков. Машина поднялась по вертикали, сделала две мертвые петли и спуская свет во всех направлениях, исчезла. Туманное утро июня 1967 год. Аргентина. 72-летний художник Бенджамин Салари Поровичини прогуливался по улице, когда оказался перед большим светловолосым человеком с ясными глазами, который обратился к нему со словами на неизвестном языке. Думая, что имеет дело с сумасшедшим, свидетель продолжил путь, но потерял сознание. Он очнулся внутри странного аппарата, где помимо всего прочего, ему сказали, что люди из летающих тарелок следят за землей, чтобы избежать катастрофы. 18 июля 1967 год. Бардмен. Огайо. Преподобный Энтони де Поло был разбужен сильным шумом, похожим на музыкальный шум, который используется в качестве фона в телевизионных научно-фантастических сериалах. У него сложилось впечатление, что кто-то просит его выйти. Он выглянул наружу и там между своим домом и домом соседей увидел силуэт в светящихся одеждах. Де Поло вышел из дома. Вновь появился шум. И он получил следующее послание. Вам нечего бояться, я не сделаю вам ничего плохого, и знаю, что вы тоже ничего не сделаете. Де Поло увидел свет, или скорее, нечто вроде сияния в небе. Когда он опустил глаза, странное существо исчезло. 23 марта 1966 год. Тампль. Оклахома. Лэксон, 50-летний гражданский инструктор ВВС США, около пяти часов утра ехал на машине в южном направлении, к военно-воздушной базе Шепард, когда дорога оказалась заблокированной большим объектом, размером с Douglas C-124 Глобмастер без крыльев и двигателей, который покоился на подушках. Человек в комбинезоне и с каской на голове, похожий на каску игрока в бейсбол, казалось, изучал что-то под одним из бортов аппарата. Когда Лэксона спросили, каков был этот человек, он ответил. Это был просто старый армейский механик или командир экипажа. У него был фонарик в руке, и он почти что встал на правое колено, в то время как левой рукой что-то делал внутри фюзеляжа, который находился в футах в трех от Земли. И добавил. Люди спрашивают себя, не находятся ли они перед лицом какого-то космического создания. Я говорю им, что не знаю, с чем можно сравнить космическое создание, но знаю, что эта вещь была создана в Америке, и я в этом уверен. Там был старый армейский механик, и я знаю это, и я узнаю этого малого, если увижу завтра в Чикаго. 18 октября 1954 год. В 22 часа 15 минут около озера Сен-Пуан на востоке Франции некая мадемуазель буря заметила блестящий свет на дороге и остановила велосипед. Она увидела рядом со светом человека среднего роста. С ним были два карлика. Ложь в действии. Что все это означает, правильным ли будет провести параллель между религиозными явлениями, хверой в фей, отношениями с созданиями рода карликов, обладающих сверхъестественным могуществом, сказаниями о воздушных кораблях 18 века в США и современными историями об НЛО. Я охотно и энергично утверждал бы, что это именно так, поскольку причины, породившие эти разные верования, идентичны. Их человеческий контекст и влияние на людей постоянно. И мое заключение таково, что наблюдение за этим мощным стимулом является самым важным. И мало что можно увидеть лишь в проблеме изучения вопроса о материальности или нематериальности феномена НЛО. Постараться понять значение и цель того, что называется летающими тарелками, как многие делают это сегодня. На самом деле это такое же пустое занятие, каким было преследование фей, когда путали видимое и реальное. У феномена стабильные и неизменные черты, и нам надо составить, насколько это возможно, ясный каталог некоторых из них. Но необходимо также тщательно отмечать отличительные черты вторичных признаков происшествий. Формы объектов, внешности экипажей, заявлений, которые пришельцы делают. Хорошо видно, что эти признаки варьируются в зависимости от свойств культурного окружения, в котором они оказываются. Истории о воздушных кораблях являются наиболее показательными в этом плане. Как мы уже видели, много бородатых людей высадилось на Среднем Западе в 1897 году, чтобы попросить. Воды из колодцев, сульфата меди или других подобных вещей. Истории, которые рассказывали американские фермеры, были правдоподобны, хотя немного удивительны для них в то время. Летающий корабль относился к широко известному понятию летающей машины, изготовленной в незапамятные времена. С колесами, турбинами, крыльями, мощными огнями. Но здесь есть одна примечательная деталь, о которой мы еще не говорили. Это то, что если воздушный корабль мог показаться реальным для свидетелей образца 1897 год. То для нас это уже невозможно. Дело в том, что сейчас мы уже наверняка знаем, что описанное изобретение летать не могло, хотя, впрочем, его внешний вид мог быть маскировкой, чтобы вести в заблуждение свидетелей. Но если это так, то зачем? Какова была цель? Может быть, воздушный корабль, как и проделки фей, и летающие тарелки, был настолько хорошо сфабрикованный ложью, что его изображение смогло глубоко проскользнуть в человеческое сознание и затем оказаться забытым, как забываются посадки НЛО и внешний вид сверхъестественных существ в средние века. Но были ли они действительно забыты? Поступки коллективов людей основаны главным образом на воображении, верованиях и вере, но не на объективных наблюдениях, это хорошо известно военным и политическим экспертам. Даже наука, утверждающая, что ее методы и теории развиваются рационально, в действительности моделируется при помощи эмоций, фантазии или даже страха. И управлять человеческим воображением фактически означает определять коллективную судьбу человечества, правда, при условии если люди не смогут определить происхождение этого управления. Действительно, одна из целей любой политики – подготовить массы к неизбежным переменам или стимулировать их активность, направляя ее в желанное русло. В свое время в России очень ловко воспользовались услугами писателей-фантастов, чтобы обеспечить в молодежной среди эмоциональную поддержку усилий в завоевании космоса. В западных странах направление воображения более туманное, чему способствуют многочисленные источники. Но сам по себе показателен тот факт, что службы информации и рекламные агентства настойчиво интересуются фольклором. Образцами удачных опытов в этом направлении являются не только Бэтмен и Зеленый Великан. Во время войны во Вьетнаме, например, использовалось подобное обращение к воображению масс при помощи местных суеверий. Частые споры в Конгрессе, относящиеся к уместности экспериментов в Черной Африке, также убедительный случай. Конечно, я не могу утверждать, что феномен НЛО является результатом подобной уловки, но должен сказать, что в качестве альтернативы вопросу о материальной природе объектов мы должны глубже изучать проблему в том плане, какое место в феномене НЛО занимают наше воображение и культура. Каковы бы они ни были, про них написано большое число книг, давно разошедшихся и прочитанных. Невозможно предугадать, как с течением времени феномены НЛО повлияют на наши взгляды в плане науки, религии и освоения космического пространства, по для тех, кто следит за ситуаций, сегодня вполне очевидно, что это влияние в данный момент реальное. Особенность ситуации в том, что он в равной степени влияет и на тех, кто верит, и на тех, кто отрицает реальность феномена, в отношении его материальности. На данный момент мы можем сделать единственное позитивное заключение, не боясь, что его могут оспорить. Можно заставить большую часть населения, какова бы она ни была, поверить в существование сверхъестественных рас, летающих машин, многочисленность обитаемых миров, представив ей несколько тщательно упорядоченных случаев, детали которых адаптированы к культуре и суевериям отдельного времени и места. Встречи с существами из НЛО, могут ли они рассматриваться как подобные искусственные конструкции. Рассмотрим различные варианты характеров пришельцев. В США они выглядят как научно-фантастические чудовища. В Южной Америке они кровожадные и готовы драться. Во Франции они ведут себя как приличные туристы, картезианцы, любящие мир. В ирландском дворянстве, если верить рассказчикам, они были аристократической расой, организованной по принципу военно-религиозного ордена. Пилоты воздушных кораблей были сильными личностями и обладали чертами американских фермеров. Рассмотрим теперь случай, который я считаю самой безукоризненной посадкой. 23 октября 1954 года, Триполи, Ливан. Около трех часов утра фермер увидел летательный аппарат, стоящий примерно в 12 футах от него. Он имел форму удлиненного яйца. Верхняя прозрачная часть была наполнена белым светом. Нижняя часть казалась сделана из металла. Спереди находились две боковые двери, в центральной части, лестница. Сзади были два вертикально расположенных колеса, одно над другим, и из них торчали две цилиндрические трубки. Спускаясь, аппарат производил шум, похожий на шум компрессора, как тот, который используют, чтобы накачать колеса машины. Винта видно не было. Над фюзеляжем выселись две антенны, одна за другой. Под фюзеляжем находились шасси из шести колес. Две пары спереди и одна сзади. Аппарат был шесть ярдов в длину и три в ширину. Внутри находились шесть человек в серых комбинезонах и с противогазами. Один из людей снял маску, чтобы дунуть в какую-то трубку. Его лицо походило на лицо нормального человека. Когда свидетель приблизился к объекту и положил руку на лестницу, чтобы подняться по ней, его отбросило на землю сильным ударом тока. Один из пилотов знаками предупреждал, что в его интересах держаться подальше от аппарата. Другой пилот снял колесо, затем вернул его на место, нажал на какую-то кнопку, и корпус скрыл пол колеса. В кабине пилотов был виден какой-то аппарат с многочисленными проволочками, которым управлял человек с наушниками на голове. Все шесть пилотов были погружены в работу с бортовыми табло. Происшествие длилось около 20 минут. Затем объект бесшумно поднялся где-то на 50 ярдов и с огромной скоростью улетел в восточном направлении. Следы, оставленные шасси на рыхлой земле, были сфотографированы. Они были похожи на следы обычных каучуковых шасси. Их ширина была всего 2 фута. Если было бы возможно сделать голограмму в трех измерениях в натуральную величину и бросить ее сквозь время, я смог бы точно сказать, что же видел фермер. Принимая эту теорию, можно было бы объяснить массу явлений. В многочисленных случаях с НЛО и в некоторых религиозных чудесах создания появляются как картинки в трех измерениях, ноги которых не касаются Земли. Но что тогда думать о других, материальных явлениях, таких как электрический удар. Читая рассказ о приземлении в Ливане, мы испытываем искушение допустить, что фермер, далекий от желания непременно стать своевременным свидетелем маневров инопланетных визитеров, был легко помещен в подготовленную сцену, чтобы он мог записать ее и всем передать. Отсюда и противогазы, и бортовое табло, и радиоаппарат со всеми своими проводами. Точно таким же является итальянский случай, который имел место 24 апреля 1950 года, в абиате газоне около Ворезы. В 22 часа Бруно Фаччини услышал гром и увидел вспышки, которые он приписал буре, но вскоре обнаружил темную массу, висящую в воздухе между столбом и деревом в двухстах ярдах от его дома. Человек в обтягивающей тело одежде и шлеме на голове, казалось, был занят ремонтом. Три других силуэта работали вокруг огромного аппарата. Закончив работу, они закрыли люк, через который выбивался свет, и аппарат взлетел. Последовали другие детали. Объект издавал шум, похожий на гул гигантского роя, и воздух вокруг был ужасно жарким. Двое людей были на земле рядом с лестницей, третий — на откидном подъемнике, основание которого касалось земли. И этот человек держал в руке какую-то вещь рядом со скоплением непонятных трубок. Это он производил вспышки в замеченной Фаччини. Ростом люди были почти 5 футов 9 дюймов, одеты в серые комбинезоны пловцов, а перед лицами у них было прозрачное овальное стекло, спрятанное под серыми масками. В верхней части маски выступала изогнутая трубка на уровне рта. У всех были наушники. Внутри аппарата можно было видеть ряд баллонов с кислородом и множество карданов. Когда Фаччини предложил им свою помощь, люди принялись говорить между собой гортанными звуками, и один из них сняв что-то, вроде фотоаппарата с шеи, направил на Фаччини луч света, который отбросил его на несколько ярдов. Затем он попал в какой-то воздушный вихрь, бросивший его на землю. Они не обращали на него внимания, пока заполняли подъемник и возвращали его внутрь аппарата, который вскоре взлетел. Через сутки Фаччини вернулся на это место и нашел несколько фрагментов металла, оставленного после сварочных работ, четыре круглых отпечатка и пятна вырванной травы. Он должен был ждать 10 дней, чтобы рассказать об увиденном, пока доктор залечил все раны и контузии, полученные при падении, и посоветовал ему заявить о случившемся в полицию. Техники из Министерства обороны, изучавшие образцы металла, заявили, что это был антифрикционный металл, имеющий высокую сопротивляемость теплу. Были другие свидетели происшествия, которые давали показания отдельно? Был ли Фаччини игрушкой в надувательском явлении космических созданий? Какова могла быть цель столь явно подготовленной мистификации? Кто в состоянии придумать настолько сложный план, чтобы получить кажущийся результат? Способно ли человеческое воображение само с собой проделывать подобные вещи? Куда нам следует поместить гипотезу о том, что какая-то раса, обогнавшая нас в своем развитии, где-то во Вселенной и в каком-то неопределенном времени на протяжении последних двух миллионов лет показывает нам в пространстве картинки в трех измерениях, чтобы направлять нашу цивилизацию? Если это так, то эта раса не заслуживает наших поздравлений. Не находимся ли мы перед лицом параллельного мира, где живут человеческие существа и куда мы можем отправиться в ущерб самим себе, чтобы никогда не вернуться в настоящее время? Не являются ли эти расы полулюдьми, которые могут поддерживать с нами отношения и нуждаются во встречах с мужчинами и женщинами нашей планеты? Не здесь ли истоки многих сказаний, где наследственность играет такую важную роль? Символизм Девы Марии в оккультизме и религии. Сказания о феях, где присутствуют человеческие повитухи и подмены. Сексуальная гармония в сообщениях о летающих тарелках. Библейские сказания о свадьбах между ангелами-господа и земными же женщинами, отпрыски которых были гигантами. Предметы, которые могут материализоваться и дематериализоваться по собственному желанию, не происходят ли они из этого таинственного мира. НЛО – скорая окна, чем объекты. На данный момент времени нет ничего такого, что позволяло бы нам поддерживать эти предположения. Однако рассматривая историческую бесконечность явления, трудно отыскать альтернативы, разве что не отвергать реальность всех фактов, то, что обеспечило бы спокойствие нашего разума. Сегодня проблему разрешить нельзя. И если нам совершенно необходимо во что-то верить, тогда не остается ничего другого, как примкнуть к одной из многочисленных групп людей, у которых есть все ответы. Прочитайте книги Менцеля о сообщении Кондона, этот замечательный отрывок научного безразличия. Или подпишитесь на издания, которые доказывают, что летающие тарелки действительно существуют и появляются из космоса. Однако эту книгу я пишу не для этих людей, а для небольшого числа других, тех, кто прошел через все это и достиг более ясного и высокого уровня восприятия глобального значения феномена, который подпитывает многочисленные кошмары человеческой истории. Эта книга для тех, кто нашел в других и в самих себе тонкие нити управления воображением и волей и кто не побоится ими воспользоваться. Предположение. Может показаться сомнительным строить предположение о происхождении явления, которое, согласно многим авторитетным голосам, еще нельзя идентифицировать. Тем не менее, на наш взгляд, эта книга убедительно показывает, что феномен оставил четкую серию следов в веровании и поведении наших современников в форме, которую не только можно идентифицировать, но и которая не является беспрецедентной. Вот почему нет необходимости бесцельно упражняться в критических исследованиях скорее социологической, чем материальной природы, чтобы определить, является ли феномен, описываемый свидетелем, значительным или нет. Если же настаивать на таких упражнениях, то сделать выводы о подлинном лице расы, породившей феномен НЛО, не удастся никогда. И эта мысль должна стать базой для всех будущих попыток теоретического толкования феномена. Когда появляется серия необычных ситуаций, то человеческий разум в силах анализировать их до тех пор, пока не найдет им какое-то рациональное объяснение на том или ином уровне. Но совершенно очевидно, что природа дарит нам настолько сложные ситуации, что наши ошибки в их наблюдении и в логике анализа мешают нам их идентифицировать. Для человека науки в этом нет ничего нового. История науки состоит из двойного прогресса, усовершенствования техники наблюдений и улучшения аналитических методов. С другой стороны, теоретически допустимо предположение, что во Вселенной могут быть и другие разумные создания, имеющие организацию, модель которой может быть построена на основе обычных концепций. Поведение подобных созданий показалось бы случайным и абсурдным или прошло бы незамеченным, особенно если бы они обладали материальной способностью по своему желанию оставаться за грани человеческого восприятия. Интересно, добавить, что подобное поведение показалось бы просто случайным моментом в научных наблюдениях и приписывалось бы либо заблуждению, и даже сознательному, либо естественным причинам. Изучая феномен НЛО как частный пример этого вопроса более фундаментально, мы оказываемся перед неразрешимой с давних пор проблемой, его возможной двойственностью. Действительно, феномен по своей сути является и естественным, и искусственным. Следуя этому обстоятельству, можно достаточно точно предсказать рождение нового мифа, который будет основан на этой двойственности. И это тем более вероятно, что рационального решения загадки не существует, а интерес публики к феномену не иссякает. Вполне допустимо, что в ближайшие годы этим обстоятельством воспользуется не один вид шарлатанства как основой, хотя и невозможно предвидеть, какие формы это примет. Можно не сомневаться, что мы находимся в процессе зарождения нового мифологического движения, и при случае в наш век техники можно обозначить свой Олимп, свою страну Фи или Вальхау. В зависимости от того, рассматриваем ли мы это развитие соответствующим или противоречащим нашей культуре. Вследствие того, что многочисленные наблюдения НЛО кажутся, с одной стороны, связанными, а с другой, непримиримыми с научными знаниями, налицо логическая пустота, создающаяся обычно, когда человеческое воображение старается дать жизнь своим собственным фантазиям. В прошлом подобные ситуации наблюдались довольно часто, и они давали нам скорее самые высокие, чем самые низкие формы религии, поэзии и политической активности. Вполне возможно, что феномен, который мы здесь изучаем, дает основания для подобного развития событий, поскольку эти явления соответствуют, в частности, возвращение интереса к значению человека в технологии. У публики, особенно у молодежи, значительный интерес вызывает непрерывность феноменальных явлений. Интерес вспыхивает с новой силой каждый раз, когда обсуждается позиция ученых, находящихся перед лицом подобных явлений. Вопросы, которые задаются при обсуждении, содержат нотку тревоги. Почти всегда спрашивают следующее, как мы должны реагировать на волну абсурдных и несвязанных историй об НЛО? Каков смысл продолжения научных исследований, если они не могут опираться на рациональный анализ подобных явлений? В эпоху, когда побуждают молодежь с энтузиазмом следить за прогрессом в освоении космоса, почему тема жизни? Во Вселенной является запрещенной топикой. В США существует множество организаций, занимающихся исследованием этой проблемы. Кажется, у них есть поддержка некоторых именитых ученых. И они часто приводят доводы, говорящие о том, что правительство убеждено в разумном происхождении явлений, но оно скрывает правду от народа. Не должны ли мы присоединиться к подобным организациям, чтобы расширить свои знания по этой проблеме? На эти вопросы, по-видимому, можно было бы постараться сформулировать следующий ответ. Изначальная ошибка, верить власти или слепо верить в официальные сообщения, в научные тезисы или в теорию отдельного писателя, когда речь идет об обсуждении предмета исследования. Даже я, который мог бы показаться читателю вполне объективным, даже я не могу помешать себе запрограммировать какую-то определенную основную мысль при написании этой книги, как это делают все авторы, даже те, кто пишут на такие послушные объективному анализу темы, как химия или геометрия. Вот почему из книг надо заимствовать только те элементы, которые кажутся хорошо обоснованными и сопоставлять их с более широким человеческим фактором. Хороший исследователь не должен бояться отказаться от какой-то идей, он не должен отчаиваться, если его вдруг покидает вера, когда начинает действовать его критический ум. Если он следует этим правилам и не может разрешить всех проблем, которыми занимается, тем не менее в конечном итоге у него будет меньше шансов стать жертвой какой-нибудь ошибки или свойственной ему фантазии. Так же как находятся книги, которые охотно пишутся для того, чтобы нагнать страху на публику и затем этим воспользоваться, точно так же некоторые сообщения ученых являются самыми настоящими утками, направленными на ослабление доверия к нашим научным, политическим и военным институтам. Но это всего лишь часть нашей жизни, и она не должна обескураживать того, кто занимается научными исследованиями. И это не обязательно означает, что от народа укрывается невероятная правда. Если публика не согласна с мыслью, что наука ничего не знает о некоторых явлениях, то почему с этой мыслью так просто соглашаются профессиональные ученые? Группы энтузиастов, которые защищают потрясающие исследования летающих тарелок, проводимые специально нанятыми техническими советниками, забывают, что прогресс в данной области возможен только в случае заинтересованности компетентных профессионалов, и только благодаря их компетенции удастся направить усилия к разрешению проблемы. Или многочисленные наблюдения за НЛО, собираемые годами, не имеют никакого научного значения, и в этом случае никакая реклама не повлияет на решение, или эти наблюдения содержат в себе рациональное зерно, и тогда надо будет распознавать и постигать его прямым исследованием. Это приведет к новым течениям, которые современные методы не способны предвидеть. Молодой человек, окунающийся в исследования, должен помнить, что он никогда не сделает серьезного вклада в изучение проблемы, если не углубляет свои собственные знания в конкретной области, которой занимаются, выбирая одну из граней и постигая ее, и не опирается на эмоциональную сторону мысли, которая присуща энтузиазму. Это справедливо, потому что наука является той сферой, за неприемлемые эмоциональные аргументы вполне могут превратиться в какой-то организованный ряд задач, допустимых для рационального анализа, к примеру, феномена НЛО. Вот почему заявления о ненаучности проблем НЛО и даже сама постановка вопроса были бы абсолютным абсурдом. Не существует научной проблемы, но есть то, что в приближении к проблеме выглядит научно или нет. Наука в человеческом разуме является объектом, а не характеристикой, которую мы вольны либо отвергать, либо приписывать любому интересному изобретению, которое встречается на нашем пути. Для ученого единственно ценным вопросом в данном контексте является следующий. Может ли он самостоятельно изучить феномен, или он должен стать объектом более глубокого анализа, недоступного ему одному. Эта книга была попыткой просто проиллюстрировать такой подход. Она, надеюсь, поможет убедить, что благодаря феномену НЛО у нас появилась уникальная возможность рассмотреть фольклор в стадии становления и выбрать научный материал из этого самого глубокого источника, человеческого воображения. Мы станем объектом многочисленных упреков для будущих исследователей нашей цивилизации, если позволим пропасть этому материалу так, как если метеор падает, то на небо он не вернется. Метод, посредством которого собираются наблюдения, должен был бы заинтересовать социологов, потому что он преподносит некоторые забавные характеристики. Среди верующих существует тенденция собираться в крупные формальные организации, которые растрачивают свою энергию и иногда немалые деньги практически без какого-либо видимого результата. Совершенно очевидно, что подобные организации отвечают скорее психологическим потребностям, чем настоящему желанию найти ответ к интересной интеллектуальной задаче. Их содержание связано с огромной нагрузкой. Оформление книг, составление картотек и тому подобное. И опыт показывает, что при этом сами исследования уходят на второй план. Группы порождают столько внутренней горечи и столько раздоров, что представляют серьезную помеху для независимых исследователей, которые стараются просто получить информацию из первых рук и не желают быть за или против какой-то личности или частной теории. Сейчас этих групп так много, что их публикации не доходят до ученых, которых нельзя уговорить прочитать более 15 специализированных изданий за год. Если кто-то действительно хотел бы обратиться к корням феномена НЛО, то создавал бы различные маленькие объединения, единственной целью которых был сбор прямой информации. Нетрудно понять, что профессионалы не собираются этого делать. Они знают о проблеме только из ежедневной прессы, которая не дает никакой другой информации, кроме каких-то узких рамок. Когда вмешивается пресса, рассказ свидетеля порой настолько деформируется, что сведения теряют свою ценность. И если даже в статье придерживаются фактов, то неясно, насколько можно доверять свидетелям и какое отношение они имеют к месту события. Истинную оценку такого странного происшествия, как появление НЛО, могут давать только люди, живущие на том же месте. Создание сети активных свободных групп поможет разрешить проблему документирования и публикаций. Когда же исследования ведут, большие организованные группы, они роются в своих архивах или публикуют только резюме, которые деформированы и неумело составлены. Итог. Никакая сенсационная программа под управлением 20 лауреатов Нобелевской премии, ни результаты, выданные компьютером из миллиона плохо рассмотренных параметров, ни телепатическая связь с космическими созданиями, ни организация сотен людей в группы наблюдения, исследующие с чистым сердцем и биноклем каждый вечер неба, не помогут с легкостью разрешить проблему, которая в течение столь долгого времени избегала наших радаров, аэронавтики, астрономов и научных теорий. Единственная вещь, которая могла бы нам помочь в осмыслении этого явления, — это публикация честных сообщений. Необходимо, чтобы это были сообщения из первых рук. Необходимо, чтобы они были быстро собраны и опубликованы. Они должны циркулировать свободно. К сожалению, в США не существует ни единой газеты, которая имела бы специальные колонки с результатами расследований частных исследователей, но зато такая респектабельная периодика существует в других частях света, например Flying Sosa Review. А она приводится здесь часто и становится необходимым источником сведений для исследователей фольклора. Во Франции есть два источника, порядочность которых, по-моему, вне всяких сомнений, бюллетень G, пи, пи, эй, Группман Ди и Таде Дес Феноменес Эрианс, и Огни в ночи. Но ни один из этих источников не дает ответа на вопрос об НЛО. На протяжении многих лет материал конструктивного исследования оставался незамеченным. Только когда свидетели представляют наблюдения такого типа, как представленные в этой книги, мы понимаем, что никогда еще на протяжении человеческой истории разум не был настолько продуктивным, таинственным и чарующим. Наконец, мы должны сами себе адресовать следующий вопрос. Если мы отбросим наивную теорию, говорящую, что феномен НЛО относится к дружественным визитерам с Марса, то какие альтернативы мы сможем привести? Было бы забавно постараться ответить на этот вопрос. Представители научной фантастики, наделенные богатым воображением, возможно, могли бы обратить внимание на следующие гипотезы. 1. Существует природный феномен, проявление которого находится на грани реальности и воображения. Существует среда, в которой человеческие мечты могут осуществляться, и это лежит в основе механизма, посредством которого рождаются происшествия СНЛО, без необходимого присутствия вышестоящего разума, приводящего их в действие. Этим можно было бы объяснить мимолетные появления НЛО, утверждение о дружеских контактах с пилотами и тот факт, что объекты, кажется, согласуются с человеческой технологией и пользуются современной символикой. Теория объясняет поведение визитеров. Агрессивно в Латинской Америке, доброжелательно во Франции, в США, это странные чудовища и т. д. Конечно, глобальность религиозных чудес объясняется так же, как и фантомы, и так называемые сверхъестественные явления. Два. Можно было бы получить тот же самый результат, допустив существование мыслящих существ, которые воспринимались бы какими-то группами отдельных свидетелей. К сожалению, это сразу положило бы конец объяснениям по поводу оставляемых и нематериальных следов. Три. Можно было бы также представить, что на протяжении веков вышестоящий разум забрасывает в окружающее нас пространство различные искусственные предметы, выбранные по причинам, известным только этому разуму, создание которых является чистой формой искусства. Может быть, этот разум забавляется, интригуя нас, или возможно пытается преподнести нам какие-то новые концепции. Может быть, его усилия безвозмездны, и эти создания настолько же далеки для нашего понимания, как находящаяся в Чикаго скульптура Пикассо для птиц, которые на нее садятся. Как Пикассо создает свое искусство, так и Мэтр-Эн-Эло создает нашу скульптуру, но большинство из нас не воспринимает это. К сожалению, ни одна из этих привлекательных гипотез для фантастов не имеет научного костыля, на которой она могла бы опереться. Я должен извиниться, что констатировал это, но мне всего лишь хотелось показать, насколько быстро можно увлечься чистой фантазией, когда начинаешь игнорировать суровое разночтение фактов. Можно перечислить. Сотни или тысячи подобных гипотез, и каждая из них могла бы послужить базой для нового маленького мифа или религии, а может, и псевдонаучной фантазии. Если не вдаваться в бесконечные рассуждения и попытаться подытожить основные наблюдения на основе существующей информации, то можно выделить пять основных фактов. Факт номер один. С середины 1946 год. Во всех странах среди публики начался крайний ажиотаж по поводу огромного числа наблюдений неизвестных летательных аппаратов, приземлявшихся в горных районах, оставлявших после себя материальные следы и оказывающих различное влияние, на людей и животных. Факт номер два. Когда из этих толков извлекались архетипы, Нив о летающих тарелках приближался к легендам о феях в кельтских странах, наблюдениям древних ученых и распространенные среди всех народов вере во внеземные существа. При этом описание физических и психических черт этих существ таково, что их помещают в ту же категорию, что и у фанавтов нашей эпохи. Факт номер три. Контактеры, свидетели приземлений НЛО, сообщают, что они видели, слышали и притрагивались к различным биологическим образцам, появлявшимся из НЛО. Среди них оказываются существа гигантского роста, люди похожие на нас, крылатые создания и различные типы чудовищ. Большинство так называемых пилотов, однако, являются карликами двух основных разновидностей. Первое. Волосатые негроидные создания, идентичные гномам средних веков, с маленькими блестящими глазами и старческими, глубокими и неровными голосами. Второе. Создание, соответствующее описанию сильфов средних веков или эльфов из сказаний о феях, с человеческими чертами, с головами, превосходящими средние размеры и с кристально чистыми голосами. Все эти создания описываются с дыхательными аппаратами или без. В свидетельствах фигурируют существа различных категорий. Факт номер четыре. Поведение существ, упоминаемых в отчетах, настолько же абсурдно, насколько смешон гид их машин, в многочисленных случаях, когда с ними вступают в вербальный контакт, их заявления систематически вводят в заблуждение. Это достоверно для всех случаев, записанных начиная со встреч с дворянами на Британских островах до беседы с инженерами воздушного корабля во время происшествия на Среднем Западе в 1897 году, и обсуждения так называемых марсиан в Европе, в Северной и Южной Америке и других местах. Это абсурдное поведение имело результатом отчужденности самоустранения людей науки от мест происшествий и послужило тому, что мифу о летающих тарелках приписали религиозную и мистическую основу. Факт номер пять. Механизм появления неземных существ в легендарное, историческое и настоящее время стандартен и следует модели религиозных чудес. Многочисленные случаи, несущие на себе печать католической церкви, Фатима, Гвадилупа и другие. На самом деле являются ничем иным, как появлением НЛО, где существа передают послания, относящиеся больше к религии, чем к удобрениям или механике. Пять установленных фактов порождают три следующих предложения. Предложение 1. Поведение неземных визитеров на нашей планете или вышестоящей расы, существующей вместе с нами на Земле, не обязательно должно показаться человеку логичным. Ученые, отвергающие сообщения об НЛО только потому, что разумные визитеры не вели бы себя таким образом, просто не уделяют серьезного внимания проблеме нечеловеческого разума. Наблюдения и размышления подтверждают, что организованные действия вышестоящей расы должны показаться абсурдными для нижестоящей расы. Однако очевиден факт, что это не мешает общению и сосуществованию повседневной жизни на нашей планете, где люди, животные и насекомые имеют между собой отношения, несмотря на различные уровни организации нервной системы. Предложение 2. Если мы узнаем, что природа и структура времени волнуют современных физиков так же, как волновали преподобного Кирка, тогда любая теория о Вселенной, не учитывающая нашего незнания этой материи, должна остаться всего лишь академическим учением. В частности, нельзя будет придать серьезного значения подобной теории при обсуждении ограничений в отношении возможных визитеров нашей планеты. Предложение 3. Загадка, которую мы обсуждаем во всей ее полноте, содержит в себе все элементы мифа, которые могли бы быть использованы в политических и социальных целях. Это касается факта, иллюстрирующего причудливую связь между содержанием рапортов очевидцев и уровнем технологических знаний на соответствующий период начиная от воздушных кораблей до дирижаблей, ракет-фантомов, летающих тарелок, связь которой никогда не было дано удовлетворительного толкования в социологических рамках. Обратив внимание на это последнее наблюдение, я нахожу примечательным, что первый пример затмения, причиной которого был НЛО, находится в пьесе «Бар в сумерках», написанной Артуром Кестлером в 1933 году. Действие пьесы происходит на маленьком безымянном островке, где вот-вот вспыхнет гражданская война. В такой ситуации над городом появляется гигантский метеор, пролетающий с очень тонким свистом. И одновременно гаснут все огни. Он погружается в море, и два существа, одетых в белые комбинезоны и передвигающиеся словно в трансе, выходят на берег и представляются посланцами, отправленными к людям, чтобы предупредить их об опасности. У них осталось три дня, чтобы исправиться, иначе человечество будет уничтожено, а на Земле поселится вышестоящая раса. Благодаря Роберту Хёнуну я заметил, что первое упоминание о способности НЛО поджечь машину находится в романе Бернарда Ньюмена «The Flying Sosa», написанном в 1950 году. Правда, когда Ньюмен писал эту книгу, уже были сообщения об НЛО, создающих магнитные повреждения, например компасов. В 1944 году. Военные собрали обширные сведения об НЛО. Но факт совпадений воображения и реальных деталей сообщений, которые волнуют публику, весьма примечателен и открывает дорогу безграничным гипотезам. В заключение следует сказать, что плотность, во времени, появлений НЛО не возрастает. Отметим также, что знание структуры времени заключало бы высшее знание о судьбе. Я использую слово «судьба» не для того, чтобы обозначить судьбу отдельной личности, а механизм, посредством которого разворачиваются физические события и канва, на которой они произрастают. Может быть, мне следует напомнить читателю о двух аргументах, приведенных ранее, первое. Относительность времени в Магонии, теория, обнаруженная нами в многочисленных сказаниях, о которых мы писали выше. Второе. Удивительная, маленькая заметка, сделанная Сильфом Фаце Иусу Кардану, которая на четвертого века предшествует квантовой теории. Он добавил, что Бог создавал. Вселенную. Понемногу, таким образом, что если бы он остановился, хотя бы на мгновение, то мир погиб бы. Как сказал Джером Кардан. Факт, или басня, но это существует. Я не могу преподнести вам ключ от этой тайны. И более того, я могу всего лишь повторить, исследования феномена НЛО могут оказаться напрасными. Решение может навсегда остаться за пределами нашего понимания. Очевидная логика наших элементарных умозаключений может просто испариться. Может быть, то, что мы ищем, не что иное, как мечта, которая, становясь частью наших жизней, никогда не существовала в реальности. Мы не можем быть уверены до конца, что изучаемая нами является истиной, потому что мы не знаем, что такое реальность. Мы можем только быть уверенными в том, что наше исследование не будет бесполезным и поможет нам больше узнать о самих себе. Это не напрасное занятие, и я покидаю вас, напоминая стихи Милтона. Я их принял за феерическое видение. Несколько веселых воздушных созданий, которые живут в цветах радуги, и играют в покровительствующих тучах. Я был поражен ужасом, и, проходя, воздавал хвалу. Если вы их ищите, это будет путешествием, похожим на дорогу в небеса, которая поможет вам их найти. Приложение. Век приземлений. Составить каталог, побудить к критике. Получается каталог, включающий информацию, приходящую из разнообразных источников, но не обязательно у каждой информации идентифицированный источник. Информация, полученная из единственного источника, всегда сомнительна. Информация, собранная из множества источников, в основном противоречива. Итак, составить каталог, это взвесить альтернативы и сделать трудный выбор. В классических областях, например, в астрономии, основными источниками информации являются люди, обученные той же самой дисциплине, которая приводит к компиляции. Они подчиняются общим правилам и рассматривают ту же этику. Каждый преподносит огромное число данных, хотя его личное искажение может определяться с какой-то степенью точности. В области, которую затрагиваем мы, этих гарантий не существует. Исследование НЛО, больше, чем описательный анализ фольклора, но оно не достигло размеров научной области. Оно разделяет фольклор на две части. Личности, создающие слухи, в большинстве случаев еще живы. В значительном числе случаев физические эффекты находятся в расположении аналитиков. То, чего не хватает, чтобы наша тема могла быть освещена наукой. Это точное определение феномена, сопровождаемое ансамблем критериев, призванных обозначить важность предлагаемого сообщения. При отсутствии основного перечня примечательных случаев совершенно невозможно придать какой-либо смысл изолированному наблюдению, наблюдению за рамками контекста. Критерий, предлагаемые в таких условиях, остаются чисто философскими учениями, а предлагаемые определения также являются безинтересными. Вот почему мы подумали, что каталог наблюдений за необъяснимыми приземлениями мог бы быть полезен для тех, кто сегодня приступает к серьезному исследованию проблемы. Набор наблюдений, как это показало поверхностное исследование, типичен для горного населения. Здесь представлены все века и национальности. Эти свидетели наблюдали за событием, которое, на их взгляд, не имело прецедентов, и они не всегда сообщали об этом властям. Часто о наблюдениях толковали в публике и в прессе. Подобные свидетельства относятся к каким-то неясным границам. Журналы, специализированные, которые собирают эти случаи, не утруждают себя контролем за ними. Обычно они добавляют свои собственные ошибки и толкования, выдавая дату выхода заметки за дату наблюдения или публикуют тот же самый случай в двух разных рубриках. Все те, кто анализировал отчеты об НЛО, хорошо знают об обмане, который может породить журналистская фантазия. К счастью, существует возможность обращения к официальным источникам, чтобы проконтролировать предлагаемые отчеты. Эти официальные источники часто приводят не только детали феномена, но и условия наблюдения за ним. Чтобы составить каталог наблюдений за НЛО, нам следует обратиться к некоторому числу книг и журналов, посредством которых создается основное направление. Сделав это, мы обнаружим, что множество авторов не упоминают об источниках информации, и тогда мы должны либо сразу принять их истории реакция среднего читателя. Либо наскоро отбросить их. Реакция среднего ученого. Существует третье решение, но оно обременительно и требует много времени. Оно заключается в том, чтобы составить опись всех известных источников применительно к остальным таким образом, чтобы можно было подняться к истокам дороги, которой последовала информация в сети очерков. Конечно, такая попытка не обязательно увенчается успехом. Публикация подобного каталога сможет, однако, стимулировать новые исследования случаев, которые мы сумели осветить либо потому, что нам следовало бы опираться на единственный источник, либо потому, что следовало бы снова вернуться к анализу на месте происшествия, чтобы достичь истины. Невозможно работать одному над составлением подобного каталога, но задача еще больше усложняется, когда исследователи с разных континентов должны объединиться, чтобы составить список происшествий, которые они видят под разными углами зрения и о которых знают из разных версий, в свою очередь отражающих склонности местных авторов, ошибки перевода и тому подобное. Отсутствие официальных сообщений затрудняет организацию собраний или обмена информацией по причине большей стоимости этих операций. Каталог не может быть одновременно полным, точным и практичным. Должен быть найден какой-то компромисс. И метод, который мы здесь использовали, представляет именно такой компромисс. Выбор указателя ссылки на источник в литературе об НЛО был установлен нашей группой в 1961 году. Мы начали с французской литературы на эту тему, затем обратились к англосаксонской литературе, затем к литературе остального мира. Мы входим в эту область в относительно запоздалую эпоху, но нам повезло в том, что мы смогли использовать работы многочисленных предшественников, которые уже имели систематизированную картотеку, охватывавшую либо какой-то район, либо отдельный период. Среди этих картотек на первом месте стоят картотека Эми Мишели и официальные архивы Европы и США. Связь и перекрывание между основными источниками были изучены для укрепления значимости всего ансамбля, и исходя из этого, был создан настоящий каталог приземлений, который составляет лишь малую часть основного списка. Были созданы предварительные версии, которые циркулировали среди нескольких человек, получивших специальные знания на эту тему либо благодаря личным исследованиям, либо в качестве официальных лиц. Эти люди в состоянии делать замечания и предположения в этом списке, который в конце концов подвергается здесь критическому исследованию более широкой публики. Мы надеемся, что это предварительное произведение подстегнет тех, кто обладает ценной информацией и понимает необходимость централизации описаний таких явлений. Источники информации. Полное изучение существующих документов потребовало бы постоянной команды, работающей целый день. Если отгородиться от собрания информации, то серьезное изучение отчетов о наблюдениях, которые аккумулировались в последние годы, будет возможным только тогда, когда какой-нибудь солидный институт не использует для изучения свои технические возможности. Нереально ожидать, что такой мощный поток слухов, как слухи о феномене НЛО, будет проанализирован за несколько месяцев. Многие университеты отказываются предоставлять немалые, но необходимые ресурсы для изучения классических фольклорных тем таких, например, как обряды индейских племен, которые сами по себе не представляют никакой технологической загадки. Установив это, остается надеяться на то, что все изучающие феномен НЛО в современных условиях смогут его осветить, невзирая на свои ограниченные возможности, но это при условии, что они выберут достаточно узкую, конкретную область и проведут ее анализ с максимальной для них удовлетворительной степенью точности. Действительно, работы такого рода существуют. Ричард Холл Суфо Эвиденс, 1964, Хэнлон, Кларк и Фэрриш с их знаменитыми статьями о волне 1897 год, и Тед Блошер с отчетом о волне 1947 год. Подобные анализы сделали и другие авторы. Но основной каталог приземлений в мировом масштабе долгое время не существовал. Чтобы представить достаточную историческую перспективу, сохраняя единство данных, мы решили остановить внимание на наблюдениях в период с 1868 по 1968 годы. Перед тем как обсудить наши источники, воздадим должное одному исследователю, который составил не только список посадок, но и основной каталог наблюдений всех категорий, начиная с 1961 года. Речь идет о М. Ги Куинси, каталоги которого, к сожалению, не были опубликованы. Во Франции они циркулировали в виде манускриптов и послужили основой для первого нашего указателя. С 1961 года. Мы нашли независимые источники, которые перекраивали большинство статей в этих списках, но некоторые случаи так и не были подтверждены, поэтому здесь они специально обозначены. Куинси. К сожалению, эти каталоги не имеют ссылок на происхождение. Второй очень важный шаг к построению каталога был сделан в 1966 году, когда М. Чарльз Боуэн, нынешний издатель британской Flying Saucer Review, согласился возглавить международную команду и посвятить специальный номер своего издания «Теме гуманоиды». Это произведение является основным документом по вопросу экипажей с тем же заголовком, что и книга имя Мишеля «Загадочные небесные объекты». Гуманоиды вызвало значительный интерес не только потому, что привело более трехсот отчетов о приземлениях, но и потому, что впервые содержало в себе расширенную библиографию и детальные источники. Этот факт позволяет нам цитировать ее в нашем списке как уникальный отрывок во многих случаях. В рамках нашего каталога было бы невозможно объективно рассказать о многих интерпретациях, которые есть для каждого случая, и мы ограничим свою задачу тем, чтобы всегда давать ссылку на самый полный и самый доступный авторитет. Описание посадок можно найти во многих специализированных газетах и книгах, помимо тех, что мы уже цитировали. Чарльз Форд в своих произведениях упоминает несколько таких случаев. Американский исследователь М. Орвилл Хартли опубликовал множество случаев приземлений с начала века в книге о Carbon Experiment, изданные на собственные средства. Подобные случаи были приведены в период 1947-1952 годов. Капитан Рупель, проводивший расследование по поручению ВВС в 1952 году, был рассержен отчетами о приземлениях, как он писал об этом в Report on you. F.O.S. и его люди исключили их с чувством высокого профессионального долга. И только когда гражданские исследователи, такие как Леонард Стрингфилд, автор книги Inside Sosa Post, и Коралл Лоренсон из A.P.R.O., предприняли независимое расследование, был пролит свет на американские наблюдения. Другой американский исследователь М. Джордж Д. Фаусит регулярно публиковал резюме наблюдений в журнале Рея Палмера Flying Sosa. Между 1963 и 1967 ГГ, я лично перепроверил все архивы А.Т.1.С. Технического центра аэрокосмического развития, где нашлись забытые всеми наблюдения. В некоторых случаях нам предоставлялась возможность лично расследовать самые значительные происшествия. Хотя мы поняли, что старания по составлению полного списка отчетов, приходящих со всех стран в текущем столетии, напрасны, все-таки постарались дать полный список французских случаев. На этот период, обращая особое внимание на 1954 год. Приземление 1954 год, с давних пор и по многим причинам рассматривались как логическое ядро всех исследований по этой проблеме. Сначала были сделаны наблюдения в горных районах Западной Европы, где существовала сеть деревушек и маленьких городов. У нас было также множество детальных отчетов, когда большая волна хлынула от Бельгии и Северной Франции до Сицилии и Магриба в течение последних четыре месяца в 1954 год. Часто это были факты, приводимые отдельными свидетелями, жившими в соседних городах. Они были хорошо известны в этой местности, и им вполне они можно было доверять. Рассказы эти отличались большой простотой, свойственные жители деревень, которые никогда не слышали о летающих тарелках. Необходимые детали, документы из первых рук и опроса свидетелей были собраны такими способными исследователями, как М. Шарль Каро, журналист республиканской Бургунди. Из опубликованного в специальном номере Flying Sosa Review списка случаев 1954 года мы решили ограничить свой анализ 200 наблюдениями. Нам кажется, что это самая документированная часть каталога. Все случаи были не только пересмотрены на предмет возможных ошибок, но также с наибольшей степенью точности были определены даты, часы, точные места, число и имена свидетелей. Я воспользовался участием многочисленных исследователей во Франции и в Италии, которые должны оставаться анонимными, но сумеют найти здесь выражение моей благодарности. То, что касается посадок после 1954 года, здесь все меняется. Flying Sosa Review была основана в 1955 году и публиковала статьи частных исследователей, таких как Ле Лоэр Тринч, Гордону, Грейктон, знаменитый лингвист из МИД Великобритании, которые собирали и переводили наблюдения, пришедшие со всего мира. Некоторые появились затем в книге World Roundup. Многие южноамериканские случаи попали в группу A.P.R.O. по каналам доктора Аллава Фонтиса. Мадам Карл Лоренсен опубликовала эти документы в трех произведениях, упомянутых выше. В Австралии первопроходец первых лет Эндрю Томас собрал хорошо систематизированную коллекцию с замечательной командой Australian Flying Sosa Review. В Южной Америке такие группы как C.O.D.O.5.N.1. Комиссион абсервадора de abjetos volantes no identificados. ES.B.I.D.5. Социалы бразилийра де эстадос собр дискоус Валадерос. Работающие в основном в Аргентине и Бразилии, публикуют регулярные информационные бюллетени, которыми нельзя было бы пренебречь. Подобные общества существуют и действуют в Бельгии, в Чили, в Дании, в Норвегии, в Японии, в Новой Зеландии и в Германии. Эти источники обеспечили нас более поздними исследованиями феномена. Число отчетов драматически возрастало во второй половине 1965 год. Оформление наблюдений. Каталог, отрывки из которого мы здесь приводим, был подготовлен с запрограммированной строгостью. Все важные данные. В той мере, насколько мы можем оценить, что важно, а что нет, должны были быть современными и удобными для использования в качестве быстрой ссылки. Не будем дальше надоедать читателю, который хотел бы только постичь общий вид разнообразия отчетов. Журналисты, физики и социологи должны обнаружить в этом общем источники элементы для своих собственных исследований, и в то же время должна быть сохранена связь с основной литературой на эту тему. Перечислим некоторые правила для оформления наблюдений. 1. Мы решили рассматривать как необходимые данные. Даты. Местное время, точное место, число и количество свидетелей. Вид объекта, его размеры, расстояние от наблюдателей, внешность, число и поведение существ, связанных с объектом. 2. Другие элементы наблюдений были резюмированы в различной степени. Если случай получил необходимую огласку на национальном или мировом уровне и был упомянут в произведениях или просто приемлемых газетах, мы довольствуемся этими ссылками и резюме. Но если нам удается обнаружить новые факты или более основательное толкование плохо разъясненных деталей, мы их указываем. 3. Мы постарались исключить в рассказах свидетелей субъективные толкования явлений, полностью сохраняя при этом признаки эмоций, которые они испытывали во время наблюдения. Конечно, мы не можем утверждать, что добились повышения объективности свидетельств во всех случаях. Но читатель, по крайней мере, должен знать, что мы постарались выбрать термины, используемые в ограниченном словаре, чтобы свести все случаи к твердой основе, не помещая их в заранее обозначенные категории. 4. Каждое наблюдение имеет указание источника. Им выбирается наиболее приемлемая публикация, которая дает детальное описание случая. Единственным исключением являются Куинси, по причинам, о которых мы упоминали, и персоналии, когда мы не в праве указывать ли источник, или когда точная ссылка нам неизвестна. 5. Все отчеты, которые удовлетворяют определению тип 1. С. Необычное явление космоса, С. 79, являлись кандидатами на включение в этот список. Мы исключили. Все случаи, для которых нашли подходящее объяснение, все случаи, у которых отсутствовали указания на месяц, год и место, кроме некоторых старых происшествий. Все отчеты, сопровождаемые в качестве доказательства фотографиями, показавшимися жульническими. Подобные трюкачества бросают тень сомнения на честность свидетелей и переводят дискуссию в совершенно иную плоскость, отличную от той, которая нас интересует. Все наблюдения получили высокую степень внимания в прессе, и те, кто хотел бы расширить наш каталог подобным образом, без труда обнаружат их. Образец отброшенного случая, возможно, будет опубликован отдельно, с упоминанием причин, по которым мы приняли это решение. Заявление. Мы не считаем, что должны извиняться за включение в каталог свидетельств, которые по ряду причин могут показаться невероятными и гротескными. Мы не утверждаем, что в этот каталог внесены наблюдения только за происшествиями, физическими, неизвестной природы. Это не таблицы результатов, достигнутых в лаборатории экспериментальным путем, а всего лишь общий указатель для облегчения изучения обилия литературы на эту удивительную тему. Мы не можем отвечать за ошибки тех, кто не последует этому заявлению. Благодарность. Я выражаю благодарность доктору Алену Хайнику, который позволил мне консультироваться по документам ВВС. Эле Мишелю, который передал мне многочисленные важные данные, а также идеи, относящиеся к редким случаям. Дональдов. Хэнману, который рассмотрел случаи древних приземлений сообщения о пилотах. Рейналду Виги Туев. Лагарду, которые перевели этот список на французский язык и опубликовали его, а также сделали полезные замечания. Жаку Великёзу, который посвятил свою огромную эрудицию службы этому проекту, согласившись проконтролировать весь каталог при помощи ссылок на его собственные картотеки. Эндрю Томасу, с которым была обсуждена мысль об этой компиляции в Париже и который оказал большую помощь в анализе австралийских наблюдений. Моим корреспондентам из разных стран, которые просили опустить их имена и официальное положение. И, наконец, многочисленным организациям, изучающим эту проблему по всему миру самым серьезным образом. Выдержки из основного, общего, каталога наблюдений за НЛО на Земле начиная с 1868 года. Полный текст этого каталога можно найти в первоначальном издании, издательство Dennell. Июль 1868 год. Копьяно, Чили. Странная воздушная конструкция с огнями, производящая шум, пролетала над этим городом на низкой высоте. Люди из этого города описали его так же как гигантскую птицу, покрытую большой чешуей и производящую металлический шум. Хотя это не является настоящей посадкой, но это первый пример наблюдения 19 века, произведенного с близкого расстояния, за неизвестным объектом на небольшой высоте. Фот 638, Анэтами 11. Полное название изданий Смотри. В разделе Библиография. 7 декабря 1872 год. 01 час 00 минут. Бомбёре, Великобритания. В Кингсатан какой-то объект, похожий на сток сена, пролетел по извилистой траектории иногда высоко, иногда очень низко и сопровождался огнем и густым дымом. Он производил тот же эффект, что и торнадо, роняя деревья и стены. Исчез внезапно. Фот 189. 15 мая 1877 год. Алдершот, Гемпшир, Великобритания. Странное существо в облегающих одеждах и блестящем шлеме пролетело по воздуху над двумя часовыми, которые безрезультатно по нему стреляли. Явление парализовало их при помощи того, что они назвали голубым огнем. Флайнксоса Ревью 61. 3. 15 мая 1879 год. 21 час 40 минут. Персидский залив. Были замечены два очень больших колеса, вращающихся в воздухе и медленно приближающихся к поверхности моря. Диаметр – около 40 метров. Скорость – 80 километров в час. Время наблюдений – 35 минут. Свидетели с борта корабля «Валча». Раундап 147, Анэтами 12. 1880 г. Восток Венесуэлы. Мальчик 14 лет увидел светящийся шар, спускающийся с неба, который завис рядом с ним. Он почувствовал себя притягиваемым предметом, но, несмотря на свой страх, сумел убежать. Лорензен 3 206. 26 марта 1880 год. Вечер. Лами. Нью-Мехико. Четверо человек, шедших около Голиестия Джанкшн, были удивлены, услышав голоса, идущие из странного объекта, летящего у них над головой. У него была форма рыбы, и казалось, он направляется системой, похожей на вентилятор. На борту было около восьми или десять существ. Они не поняли их языка. Объект на небольшой высоте пролетел над Голиестия Джанкшн и быстро улетел на восток. Флайнксоса Ривью 65-3. 11 июня 1881 год. 04 часа 00 минут. Между Мильбурном и Сиднеем, в море, двое знатных пассажиров, путешествующих на борту в Акханке, наблюдали появление какого-то объекта, похожего на корабль с зажженными огнями. Корабль-Призрак. Фот-637, унетами 12. 2 ноября 1885 год. Рассвет. Скутари, Турция. Светящийся объект облетел порт на высоте 5-6 метров, осветил весь город. Его видели в течение 1,5 минуты в виде огня, восходящего от голубого к зеленому. Затем объект погрузился в море. Он описал множество кругов вокруг якорной цепи парома L. D. L. N. 48. Аннетами 14. 12 ноября 1887 год. 00 часов 00 минут. Мыс Рейс. Атлантический океан. Была замечена гигантская огненная сфера, поднявшаяся из океана. Сфера поднялась на высоту 16 метров и полетела против ветра, приближаясь к кораблю. Затем как молния мелькнула на юго-восток. Ее наблюдали в течение 5 минут L. D. L. N. 48. Аннетами 14. 26 марта 1897 год. Ночь. Су-Сити. Айова. Дата приблизительно. Роберт Хибборд был зацеплен якорем, свисающим с неизвестной летающей машины в 22 километрах к северу от этого города. Его протащило 10 метров. Затем он упал, когда его одежда порвалась. Ф. С. Р. 66, 4. 28 марта 1897 год. 22 часа 3 омин. Амаха, Небраска. Большинство обитателей наблюдало объект, прилетевший с юго-востока. Он был похож на гигантский огонь, который медленно летел на северо-запад и спустился на небольшую высоту. На одном из углов улицы собралась толпа, чтобы за ним понаблюдать. Chicago Times Herald, 30 марта 1897 года. 1 апреля 1897 год. 21 час 00 минут. Эверест, Канзас. Весь город видел объект, пролетевший под облачным покровом на юго-восток. Когда он находился прямо над городом, то освещал землю мощным лучом. Он взлетел вверх на такой фантастической скорости, что стал еле различим, затем вновь спустился и на небольшой высоте медленно пролетел над свидетелями. Что-то около пяти минут он оставался неподвижным у края тучи, которую освещал. Все очень четко могли видеть силуэт прибора. F. S. R. 66, 4. 12 апреля 1897 год. 14 часов 30 минут. Нилвуд, или Нойс. В частных владениях З. Токера в 19 километрах от Кёрнеллила приземлился неизвестный объект. Трое свидетелей не успели достичь прибора в форме сигары с куполом, как тот медленно поднялся и величественно улетел на север. Свидетели. Эдвард Типпу, Уильям Стрит, Фрэнклин Мэткальф, Chicago Times Herald, 14 апреля 1897 года. Анэтами 12. 12 апреля 1897 год. 18 часов 00 минут. Джерард, около Гринридж, Иллинойс. Большая группа горнорабочих увидела приземлявшийся неизвестный объект в трех километрах к северу от Гринридж и в четырех километрах. К югу от Джерарда. Пол Мак Крамер, ночной агент железнодорожной полиции на линии Чикаго Элтон, заявил, что, приблизившись к объекту, он увидел вышедшего из него человека, который подготавливал мотор, The Machine. Были обнаружены следы на большой площади. Сам объект был вытянутой формы, как корабль. С крышей и двумя куполами. Chicago Times Herald, 14 апреля 1897 года. Chicago Record, 14 апреля 1897 года. Анэтами 12. Газ-Сити, Индиана. Какой-то объект приземлился в двух километрах от Газ-Сити во владении Джона Руша, испугав фермеров и заставив разбежаться лошадей и скот. Из объекта вышли шесть пилотов и, казалось, производили какой-то ремонт. До того, как толпа сумела приблизиться к объекту, он быстро поднялся и улетел на восток. Chicago Chronicle, 15 августа 1897 года. 1921 г. Марсель, Франция. Недокументированный отчет о похищении двумя существами. Квинси. 17 февраля 1949 год. Ночь. Франция. Точное место неизвестно. Ален Берар увидел большой объект, блестевший с интенсивностью зеленой молнии и приземлившийся недалеко от его фермы. Затем объект стал темным. Когда свидетель приблизился к нему, он увидел трех людей с короткими и толстыми ногами, бывшими, казалось, безголовыми. Испугавшись, он выстрелил о них три раза. Мгновение спустя объект улетел по вертикали. Олтрель-Сиелла, Мисселе и Рази, том 1, СТР. 445. 15 июня 1952 год. Маневель. МЗ, Франция. Рабочие лесоповал увидели большие опускавшиеся объекты круглой формы, похожие на парашюты. Было шесть свидетелей. Франца Сойер, 18 июня 1952 года. 15 октября 1952 год. 19 часов 00 минут. Ле Виган, Тар, Франция. Через освещенные иллюминаторы блестящего желтого объекта, стоявшего на земле, были замечены силуэты в шлемах и масках. Объект имел форму сигары длиной 30 и диаметром 6 метров. С обоих концов струилось что-то вроде тумана. Квинси, Анэтами, 62. 27 октября 1952 год. 02 часа 03 минуты. Аэродром Мариньян, Франция. Наблюдение таможенника Габриэля Гошинара за объектом в форме сигары, который ненадолго остановился в зоне захода на посадку в 100 метрах от него, производя монотонный шум. Объект был темный с четырех светящимися иллюминаторами. Он взлетел с резким шумом в снопе искр, и свидетель проследил за направлением его полета. Челыгна 6. 21 ноября 1952 год. Белель. Дорога из Лакмарии. Франция. В месте, называемом холм, наблюдалась светящаяся сфера, которая вращалась вокруг своей оси на небольшой высоте, а цвет ее переходил из оранжевого в белый. Сфера качнулась вправо-влево и улетела в направлении юго-запада. Свидетель. Гоши. Челыгна 56. 16 августа 1953 год. 20 часов 30 минут. Тур. Франция. Клод Паскье увидел два очень низко и медленно летящих диска, которые следовали по прямой линии с тяжелым шумом. 4 сентября 1953 год. 21 час 30 минут. Тонер. Франция. Женщина увидела на земле два объекта и трех маленьких людей высотой 1,5 метра, с огромной головой, в шлемах и сапогах. Они бежали в направлении объектов. Один вошел в объект вытянутой формы длиной 5 и шириной 1,5 метра. Объект распустил крылья на манер бабочки. Он принял вертикальное положение, опираясь на треножник, и взлетел как сферический объект, место в нем заняли два других существа. Были обнаружены следы стоянки. G. P. P. A. 68. 1. 4 января 1954 год. 21 час 00 минут. Аэропорт Мариньян, Франция. Пожарный Шесно увидел круглый светящийся объект, который опускался. Он доложил об этом по телефону в контрольную башню. Когда он вышел на улицу, объект исчез, Гаин. 23 августа 1954 год. Варина, около Дежа, Юон, Франция. Дата приблизительно. Странный объект пролетел на небольшой высоте над домом Лукаса, затем улетел по вертикали. Эллионна Репабликайна, 28 сентября 1954 года. 23 августа 1954 год. Лугрен, около Танона, Франция. Луиза Блан приблизилась к объекту, похожему на алюминиевый буксир. Около объекта находились два маленьких существа, хрюкающие как свиньи. Объект принял огненный цвет и улетел. Чалогна, 129. 7 сентября 1954 год. 7 часов 15 минут. Арпанвиль, Франция. Между этим городом и конто двое каменщиков, Эмиль Ренар. 27 лет. И Ив де Гиербаце. 23 года. Увидели объект, висящий над полем. Он был похож на незаконченный сток сена с перевернутой тарелкой на вершине. Когда они приблизились, он улетел. Диаметр — 10 метров, высота — 3 метра. Виднелось нечто вроде двери. Наблюдение длилось более трех минут. Объект, улетая, выбросил дым. Лаффи Гоу, 9 сентября 1954 года. 10 сентября 1954 год. 20 часов 30 минут. Мурьера, Франция. Фермер Маза вышел из дома и внезапно оказался лицом к лицу с существом в шлеме, среднего роста, делающем приветственные знаки, от которого он убежал в кустарник. Существо вошло в объект в форме сигары длиной 4 метра, который взлетел в направлении Лимаже. Через несколько минут свидетелями в Лимаже был замечен красный объект в форме диска, оставляющий за собой голубоватый след. Депеш де Теннисай, 14 октября 1954 года. 10 сентября 1954 год. 20 часов 30 минут. Коробль. Франция. Рабочий металлург Мариус Девельт, 34 года, вышел из дома на лай своей собаки и увидел темный объект на железнодорожных путях. Затем он увидел двух карликов, идущих к объекту. Он постарался их остановить, но был парализован выпущенным в него оранжевым лучом. Создания были меньше метра высотой и носили темные скафандры. Не было видно ни лиц, ни рук. ВВС Франции и полиция обнаружили на земле следы, сделанные объектом весом в 30 тонн. Ле Парезиен, Комбат, Ле Фи Гоу, 13 сентября 1954 года. 15 сентября 1954 год. 23 часа 30 минут. Фюйзен, Франция. Белый свет внезапно осветил дорогу перед Роундом М. 19 лет, который заметил, что он идет из большого темного объекта в 10 метрах над землей. Затем он исчез. Ле Парезиен, 29 сентября 1954 года. 17 сентября 1954 год. 22 часа Зо Мин. Сенон, Франция. Между Сеноном и Вуньем и Вдавид. 28 лет, встретил существо в скафандре, которое делало дружеские жесты. Оно было очень маленькое и обладало непонятным и нечеловеческим голосом. Свидетель не мог пошевелиться во время встречи. Он увидел со здания, входящие в объект на дороге, размерами 3 на 1 метр, который взлетел как молния, оставляя за собой зеленый свет. Ле Парезиен, 30 сентября 1954 года. 19 сентября 1954 год. 21 час 15 минут. Абердорф, Франция. На востоке был замечен блестящий объект. Он приземлился и потерял свое сияние. Оставался на месте около 40 секунд. Размерами был с маленький автокар, и перед ним был какой-то силуэт. Он взлетел и превратился в красный шар. Ле Парезиен, 23 сентября 1954 года. 23 сентября 1954 год. 21 час 00 минут. Лежу, Франция. Семья Патьен была свидетелем приземления светящегося объекта, излучающего свет, сравнимый со светом горения магния, красный огонь и тонкий светящийся луч. Через некоторое время он снова взлетел, и последовал за машиной Патьенов до самого Фантленда. В Пламбьоре полицейские и жители города наблюдали тогда же объект, который летал по окрестностям в течение часа. В ФИГО, 27 сентября 1954 года. Перис Пресс, Ла Крой, 28 сентября 1954 года. 23 сентября 1954 год. 21 час 00 минут. Лен Куак, Франция. Мадам Виноль увидела быстро опускавшийся светящийся объект. Он опускался бесшумно и приземлился на лужайке около церкви. Несколько секунд спустя он быстро взлетел. Перис Пресс, 28 сентября 1954 года. 24 сентября 1954 год. 09 часов 00 минут. Бикар, Франция. Около дежа и безделушек две женщины, вдова Гофруа и мадемуазель Жизель Фен, рассказали независимые друг от друга истории о темно-сером диске диаметром 6 метров и высотой 1 метр, замеченном на прогалине. Человек нормального роста стоял рядом с аппаратом. На нем были темные одежды и своего рода шлем. Мадемуазель Фен, подошедшая к прибору на 30 метров, заявила, что человек занимался ремонтом. Были найдены следы на траве. Эллионны Републикайн, Ле Паризьен, 28 сентября 1954 года. Перис Пресс, 29 сентября 1954 года. 24 сентября 1954 год. 23 часа 00 минут. Ферма Лошасянь, Около Есселя, Франция. Господин Систерн, возвращавшийся домой на тракторе, заметил светящийся объект, который пролетел очень низко над ним. Есть два других свидетеля. Ле Паризьен, 27 сентября 1954 года. 26 сентября 1954 год. 14 часов 00 минут. Шабей, Франция. Мадам Лебёв внезапно очутилась перед созданием, похожим на ребенка в пластиковом пальто с глазами больше человеческих. Это создание вошло в круглую плоскую машину, которая со слабым свистом улетела в северо-восточном направлении. Слезы, потрясенные свидетели. Ле Фи Гоу Комбат, Ле Паризьен 30 сентября 1954 года. КРЛДЖИ 116. Энетами 70. 27 сентября 1954 год. 02 часа 30 минут. Фуси Нарк, Франция. В месте, называемом Релити, люди в автокаре увидели спускавшийся красноватый свет. Позже супруги Раши увидели на земле объект, который слабо светился неподалеку от их дома, но они побаивались приблизиться. Объект оставался там многие часы. Его описали как нечто вроде светящегося помидора с антеннами наверху. Перис Пресс, Ла Фи Гоу, Франция Сойер, 2 октября 1954 года. Энетами 71. 27 сентября 1954 год. 08 час 40 минут. Фижак. Франция. Дети увидели ящик и незнакомца, стоявшего рядом. Объект улетел. Пиор Санел. 27 сентября 1954 год. После полудня, Перпиньян. Франция. Студент увидел на земле круглый объект. Из него вышли два существа, затем зашли обратно и улетели. Свидетель в состоянии шока. Франца Сойер 20, 1954. 27 сентября 1954 год. 20 часов 30 минут. Приманон. Франция. Четверо детей, услышав яростный лай собаки, вышли из дома. Они обнаружили во дворе большой объект на земле и маленькое существо, которое приняли за фантом. Реймон Роман. 12 лет. Дроссал в чужака камни. Иси Перис 11 октября 1954 года. Ле Паризьен 1 октября 1954 года. Перис Пресс 2 октября 1954 года. Чалыгна 170. 28 сентября 1954 год. 21 час 30 минут, Фронгль, Холм Мамон. Франция. Супруги Лартии и мадемуазель Жержетмону наблюдали большой блестящий объект, который, качаясь приземлился, изменил цвет и исчез за деревьями. Ход Марнайс, 2 октября 1954 года. 28 сентября 1954 год. 22 часа. 30 минут. Бузе. Франция. На большой земле Г.Н. Мерсия заметил в полдень, что кто-то похитил гроздья винограда на его винограднике. Он решил остаться допоздна, чтобы схватить воров. Он был удивлен, увидев светящуюся массу, упавшую с неба в 50 метрах от него. Его как будто парализовало, когда из этого света вышли три фигуры и занялись своими делами. Он потерял сознание, а когда очнулся, все уже исчезло. Берри Републикайн, 29 сентября 1954 года. 28 сентября 1954 год. 23 часа 10 минут. Син Никола де Ридон. Франция. На Красном холме двое служащих С. Н. С. Ф. Бернар и Патро, ехавшие на локомотиве из Нанто Варёй, увидели взлетевший темный объект, который оставлял за собой фиолетовое сияние. Они наблюдали за ним в течение 15 секунд, пока он не удалился, внезапно изменив направление. Г. Порто должен был показаться врачу. Ле Порезьен, Эл Аурора, Комбат, 30 сентября 1954 года. Энетомис 70. 30 сентября 1954 год. 16 часов 30 минут. Марселе на Винне, Франция. Жорж Гатте и семь строительных рабочих увидели диск на земле и гуманоида, стоявшего рядом. Оба исчезли самым странным образом. Это оказало психологический шок на всех свидетелей. Иси Пирис, Эл Эль, октября 1954 год. Франца Сойер, 3 октября 1954 года. 30 сентября 1954 год. Сумерки. Брест. Франция. В море между Брестом и Руаном экипаж нефтеналивного танкера «Порт Луотий» наблюдал объект, который прикоснулся к поверхности моря, затем вертикально взлетел, выпустил красное пламя и исчез из виду. Ле Фигуо, 2 октября 1954 года. Ла Крой, Франца Сойер, 3 октября, Ай. Ф. Пи. 30 сентября 1954 года. 30 сентября 1954 год. Сумерки. Брест. Франция. Жан Андреас, паромщик, увидел большую белую сферу, а под ней более маленькую зеленую сферу, которые оставались над Сеной в течение 20 минут, двое свидетелей. Закончилось тем, что сферы улетели на юго-запад. Ле Порезьен, 2 октября 1954 года. Франца Сойер, 3 октября 1954 года. 30 сентября 1954 год. 22 часа 00 минут. Ильдере, Франция. Возвращаясь домой около Ла Флота Анре, Селест Симоноти увидел блестящий свет. Опасаясь, что это катастрофа, он направился к этому месту и увидел светящуюся сферу диаметром 12 метров, которая висела над землей на высоте 1 метр. Сфера стала красной, затем голубой и улетела. Два других свидетеля. Сата Ауэст, около 2 октября 1954 года. Точная дата неизвестна. 1 октября 1954 год. 13 часов 00 минут. Бланзи, Франция. Двое каменщиков Себастьяне и Бурата, приблизились к объекту в форме сигары длиной 3 метра и шириной 0,8 метра, который взлетел с земли со свистом. Заостренная часть объекта была желтой, остальная коричневой. Спереди свисали два отростка, касающиеся земли. Ле Фигео, Ле Паризьен, 2 октября 1954 года. Лакруй, Франца Сойер, Перис Пресс, 3 октября 1954 года. 1 октября 1954 год. 16 часов 00 минут. Ври, Франция. Мужчина и его собака были парализованы, в то время как белый светящийся объект завис над ними. Затем он улетел. Пиор Сонел. 1 октября 1954 год. 18 часов 15 минут. Рисон на Маце, Франция. Фермер увидел в поле белый аппарат. Позже была обнаружена примятая трава на месте явления. Пиор Сонел. 1 октября 1954 год. 19 часов 00 минут. Жуси, Франция. Двое юноши увидели белый светящийся диск, остановившийся в небе. Он приземлился, из него вышли двое людей, описанные как очень большие и одетые в белое. Они делали знаки. Свидетели в приступе паники убежали. Пиор Сонел. 1 октября 1954 год. 20 часов 00 минут. Лару Лёре. Франция. Около семь Жан де Анжеле, двое бизнесменов, Эстье и Филиппло, возвращавшиеся из Райана, увидели маленького человека, перебегавшего дорогу перед машиной. Остановившись, они увидели силуэт, исчезнувший в лесу. Сатауэст, 2 октября 1954 года. Точная дата неизвестна. 1 октября 1954 год. 22 часа 00 минут. Брунд, около Луаны. Франция. Возвращаясь домой, Жильберг Прудин увидел светящийся предмет на краю дороги. Он был плоским, с чем-то похожим на шляпку гриба наверху. Когда свидетель приблизился. Объект стал темным и вертикально взлетел с тихим свистом. Пиор Санелл. 1 октября 1954 год. 22 часа 00 минут. Бержерак. Франция. Возвращаясь домой, пожарный Жан Дюффекс, 26 лет, увидел в небе овальный свет и подумал, что это падающая звезда. Потом он был испуган, увидев горящий двор своего дома. Направившись к нему, он увидел диск, который со свистом поднялся в небо. Он набрал высоту, стал светящимся и с головокружительной скоростью исчез. Сосед Жан Лабон. 61 год. Видел диск диаметром 3 метра, стоящий в 3 футах от двора. Лэф ИГО 6 октября 1954 года. Франца Сойер, 7 и 8 октября 1954 года. 2 октября 1954 год. Левру. Франция. В пригороде Серезье две женщины. Мадам Жанники и мадам Лакот. Каждая в отдельности, заявили в полицию, что светящийся диск около трех метров в диаметре пролетел на низкой высоте над городом. Лэф ИГО 4 октября 1954 года. Франца Сойер, Либерейшн, Лак Рой, 5 октября 1954 года. 2 октября 1954 год. Жонж. Франция. Двое созданий были замечены на Земле, и два часа спустя на том же самом месте на небольшой высоте наблюдался красный светящийся объект, Квинси. 2 октября 1954 год. 02 часа 30 минут. Луан. Франция. В непосредственной близости от места происшествия в Бранж, СМ. Рэше, господин Николас заметил прибор, похожий на купол, стоявший на земле между дорогой и железнодорожными путями. Через какие-то отверстия пробивался сильный желтый свет. Борджогна Репабликайна, 3 октября 1954 года. 2 октября 1954 год. 20 часов 00 минут. Круа де Эпин. Франция. Механик Эрнест Дилатер, 19 лет, возвращался на машине домой, когда заметил сильно освещенный объект в форме яйца, который приземлился примерно в 15 метрах от дороги. Он увидел короткие темные фигуры, похожие на мешки картофеля, которые копошились около объекта. Он прибавил скорость и заметил, что объект удаляется, меняя свой цвет с оранжевого на голубой, а затем с голубого на голубовато-серый . персонал. 2 октября 1954 год. Гёблин. Франция. Диск, излучавший слабое зеленое сияние, приземлился в поле. Свидетели. господа доман и клише. 3 октября 1954 год. На рассвете. Бриссюир. Франция. Анджело Жерардо. 55 лет. Служащий аббатства, направлялся на работу, когда заметил круглый объект диаметром 3 метра, а рядом маленькое существо, одетое в скафандр. Объект улетел с головокружительной скоростью. ЛФИГО, 4 октября 1954 года. Франция Сойер, Либерейшн, Лак Рой, 5 октября 1954 года. 3 октября 1954 год. 18 часов 45 минут. Врон. Франция. Рене Кудет и Б. Дивуазен в компании с третьим свидетелем ехали на велосипедах по дороге Ди-27 между Рю и Кеном, когда заметили перед собой объект, напоминающий, по форме пчелиное гнездо. Странное существо, одетое в скафандр, находилось рядом с объектом. Когда они проезжали в 70 метрах от него, объект удалился с огромной скоростью. ЛФИГО, 4 октября 1954 года. Франция Сойер, Либерейшн, Лак Рой, 5 октября 1954 года. 3 октября 1954 год. 19 часов 20 минут. Ширинь, Франция. Толпа, собравшаяся на рынке, заметила в небе объект, летевший с большой скоростью, который внезапно остановился, выбросил искры и приземлился на землю. Как только свидетели бросились к нему, он улетел. 3 октября 1954 год. 21 час 10 минут. Кэн, Франция. Меньше чем через три часа после предыдущего случая оранжевый объект 8 километров преследовал машину, затем удалился в сторону моря. ГОСПОДИН ЖОРЖ ГОЛАН, НЕСНИК, БЫЛ ТОМУ СВИДЕТЕЛЕМ. ФРАНЦА СОЙЕР, 7 октября 1954 года. 3 октября 1954 год. 22 часа 45 минут. РАМСЕНАК, ФРАНЦА. Жан Алари заметил круглый прибор между Монмаро и Виллибой Лавалет. Он, казалось, скользил по земле, оставляя за собой светящиеся точки, и полностью осветился, когда взлетел. Он был около 1 метра 20 сантиметров высотой. На этом месте на протяжении 7 метров была найдена вырванная и обгоревшая трава. КОМБАТ, ЛАКРОЙ, ФРАНЦА СОЙЕР, ЛАФИГОУ, ПЕРЕСПРЕСС, 6 октября 1954 года. 3 октября 1954 год. 23 часа 00 минут. Бенни. Франция. Около Ла-Рошелли супруги Гиримата заметили объект высотой 2,5 и диаметром 5 метров, который в течение нескольких минут висел над землей, затем вертикально взлетел. На этом месте были обнаружены маслянистые пятна. Фрейн Твайрар, Лакрой, Франи Сойер, ЛефиГОУ 7 октября 1954 года. 4 октября 1954 год. Лимож, Франция. Какой-то объект приземлился во дворе Ганамонтане, служащего железной дороги, Франи Сойер, 7 октября 1954 года. 4 октября 1954 год. Лизиньян, Франция. Андре Гарсиа и Андре Дарзе ехали на грузовики из Ла-Граса в Велимань, когда заметили светящийся объект, опускавшийся на землю. Он был около 10 метров в диаметре. Улетел после взрыва света. Франи Сойер, 7 октября 1954 года. 4 октября 1954 год. Шалей. Франция. Фермер Г. Энгаро заметил объект размером с тележку, который приземлился в поле. Двое существ нормальных пропорций вышли из пева через скользящую дверь. На них была одежда цвета хаки, и они казались европейцами. Они пожали руку свидетелю и спросили нечто вроде. Париж. На севере. Согласно другой версии они произносили непонятные слова. Они погладили собаку свидетеля и умчались с удивительной скоростью. Фрэнк Твайрар, Элла Урора, Либерейшн, 7 октября. Франца Сойер, Перис Пресс, 8 октября 1954 года. Вечер, Тригон, Франция Множество людей видели объект, который, казалось, висел над вершиной холма. Они решили доехать до него на машине, но он исчез. По всей видимости тот же самый объект был замечен в Мегри, в 25 километрах к юго-западу, висящем над фермой. Он был описан как плоский металлический объект, излучавший свет. Ле Паризиен, 7 октября 1954 года. 4 октября 1954 год. 18 часов 30 минут. Мансо Ле Мин, Франция. В месте, называемом Ле Шаван, около 20 человек, среди которых Ирени Гадикур из Санвинь, видели светящийся круглый объект, который летел вдоль железнодорожных путей. Он улетел по вертикали. 4 октября 1954 год. Лиле Ле Тилель. Франция. Верите, 10 лет, заметил большой объект, как палатка, и рядом с ним незнакомое существо, Пиор Санелл. 4 октября 1954 год. Пансей Сюр Леньоня, Франция. Мадам Фурмери убежала при виде круглого оранжевого объекта диаметром 3 метра, который висел в воздухе, а затем приземлился около ее фермы. Когда господа Жерардо и Венсёк прибежали туда с ружьями, они обнаружили прямоугольную поверхность высосанной земли. Господин Франсуа Буйо подтвердил, что он видел взлетевший светящийся объект. Было осуществлено расследование жандармерии в ВВС Франции. Фрэнк Твайрар, Элла Урора, Либерейшн, 7 октября. Франца Сойер, Пэрис Пресс, 8 октября 1954 года. 5 октября 1954 год. 04 часа 00 минут. Лактуди, Франция. Мясник П. Люка хотел достать воды из колодца, когда заметил на некотором расстоянии от себя какой-то объект. Это был круглый предмет около 3 метров диаметром, из которого вышел карлик с овальным лицом, покрытый шерстью и с глазами, как яйца вороны, притронувшийся к его плечу и обратившийся к нему на неизвестном языке. Карлик ушел, и объект улетел. Фрэнк Твайрар, Франца Сойер, Элла Крой, Лэфи Гоу, 7 октября 1954 года. 5 октября 1954 год. 06 часов 30 минут. Ле Ман, Франция. На востоке манослужащие Рено, направлявшиеся на работу, заметили на земле около дороги светящийся объект. Тогда они почувствовали какое-то покалывание и были словно парализованы. Объект выпустил поток зеленого света, а затем очень низко улетел над полями. Франца Сойер, 9 октября 1954 года. Вилла Квес. 5 октября 1954 год. 07 часов 15 минут. Путевой обходчик Нарси заметил какой-то объект между Войли Кунтом и Ланни Виллем. В своем сообщении в полицию он заявил, что видел волосатого карлика, одетого в какую-то оранжевую куртку, который поднимался на борт корабля, похожего на сигару под плоским диском. Между сигарой и диском находился какой-то иллюминатор, через который существо проникло в объект. На этом месте Уэли обнаружены следы. Ле Порезьен, 7 октября 1954 года. Франца Сойер, Комбат, Элла Урора, 8 октября 1954 года. Джиорнол Дю Диманча, 10 октября 1954 года. 5 октября 1954 год. 15 часов 45 минут. Бамон. Франция. В десяти километрах от Бамона многие люди видели объект, который направлялся к ним и становился все более светящимся. Когда он был в 150 метрах, у них начались странные ощущения и они были неспособны пошевелиться. Объект оставил после себя запах, похожий на запах нитробензина. Фрэнк Твайрар, Франца Сойер Лакрой. Ле Фи Гоов, 7 октября 1954 года. Чалогна 53. 6 октября 1954 год. С приходом ночи. Мушам. Франция. Супруги Лерош из Парижа увидели пламенеющую сферу, приземлившуюся около Шантоне, Аи. Фи Гоов, 7 октября 1954 года. 6 октября 1954 год, 21 час 30 минут, Лаффер, Франция. Около военных казарм солдаты увидели на земле странный объект где-то в трехстах метрах от них. Когда один из них приблизился к объекту, который по форме напоминал торпеду высотой около 80 сантиметров, он оказался парализованным, Пи Орсенелл. 6 октября 1954 год, 22 часа 30 минут, Лили Ле Лак, Франция. Две женщины, мадам Салабрин и ее дочь, увидели в западной части неба беловатый блеск, который, казалось, направлялся к земле и был замечен между вокзалом и мостом, находящимися в ста метрах от их дома. Когда объект двигался, был виден ослепительный свет под темной массой. Он выпустил волну искр, поднялся и, повисев некоторое время в воздухе, быстро улетел. 7 октября 1954 год, Хюнизе. Франция. Двое детей семьи Ланселлин были свидетелями посадки какого-то красного светящегося объекта, у которого была форма полуяйца. Они также видели двух пилотов, которые были похожи на обычных людей. 7 октября 1954 год, Рано утром. Плазёве. Франция. Экипажи многих рыбацких кораблей видели над берегом объект, светящийся оранжевым светом, который был окружен густым дымом. Жители деревни утверждают, что видели тот же самый объект, который приблизился к земле примерно на 10 метров, а затем улетел в юго-восточном направлении. Франца Сойер, 9 октября 1954 года. 7 октября 1954 год, на рассвете. Жотинин, Франция. Служащий железной дороги Рене Атете увидел в поле, в трёх метрах от дороги Н-16, объект, напоминающий гриб, диаметром 3 метра, который висел над землёй на высоте около одного метра. Сбоку виднелся треугольный свет, нечто вроде двери. Он взлетел, поднялся примерно на 5 метров над свидетелем и следовал за ним до соседней деревни. Франца Сойер, 9 октября 1954 года. 7 октября 1954 год. 06 часов 20 минут. Сен-Жан-де-Ас. Франция. На дороге Н-138 водитель грузовика Трэмбли увидел интенсивное голубое сияние, которое направлялось к нему. Объект, порождающий этот свет, имел форму сигары красного и голубого цвета. Двигатели фар и грузовика перестали поботать. Франца Сойер, 9 октября 1954 года. 7 октября 1954 год. 14 часов 30 минут. Монте, Франция. Франция. Р. Маргаян увидел какой-то объект, приземлившийся в поле. Это был полусферический предмет диаметром около 25 метров. Свидетель ощутил нехватку воздуха и был словно парализован. 7 октября 1954 год. 19 часов 30 минут. Сент-Этьен под Барбюизом. Франция. Марсель Юио возвращался с работы по окраине деревни. Его сын Жак прошел той же дорогой на 10 минут позже. Оба видели на земле неподалеку от тропинки три объекта, которые светились белым светом. Один из них был круглым, два других в форме сигар. Франца Сойер, 9 октября 1954 года. 7 октября 1954 год. 24 часа 00 минут. Бампа, Франция. Господин Сибирь увидел какой-то объект, приземлившийся в деревне. Он позвал соседей. Они вместе наблюдали за отбытием объекта. Перис Пресс, Лаффи Гоу, 13 октября 1954 года. 8 октября 1954 год. 21 час 15 минут. Кали, Франция. Над дорогой из Булани пролетел голубоватый объект с верхушкой в виде купола, снизился, окрасился в белый свет и исчез. Лаурора, Лаффи Гоу, Ла Порезьен, 11 октября 1954 года. 9 октября 1954 год. Хилл. Бельгия. Господин Велике, почтальон в Бреве, утверждает, что видел цилиндрический предмет вместе, называемым «Прекрасная Тереза». Аппарат стоял на земле, и около него были два почти что человеческих существа. Объект взлетел, когда свидетель приблизился. Опрошенный в 1967 году. Свидетель изменил свои показания, заявив, что видел только следы в небе, Лаффи Гоу, 11 октября 1954 года. Пиор Санелл. 9 октября 1954 год. Монтарин. Франция. Между этой деревней и деревней Сервии, в километре от белого хутора, доктор Фабр, Генкур и шесть других свидетелей видели овальный объект оранжевого цвета, который вращался на небольшой высоте. Он был очень блестящий и горячий. Он опустился совсем низко. Пиор Санелл. 9 октября 1954 год. Субран. Франция. Многие жители этого места видели светящийся объект сферической формы, который приземлился на лужайке. Квест Франца, 12 октября 1954 года. 9 октября 1954 год. Бавен. Франция. Около прудалом Дефоре Кристиан Карет в продолжении нескольких секунд видел сферу, выбрасывающую пламя и летящую на небольшой высоте. Она была диаметром 4 метра. На верхушке сферы был протуберанец, Переспресс, 12 октября 1954 года. 9 октября 1954 год. 16 часов 00 минут. Каркасом. Франция. Когда Г.Н. Жан-Бертран ехал на машине мимо этого города, он увидел перед собой на дороге блестящую металлическую сферу. Передняя часть, казалось, была сделана из прозрачной пластической материи. Два силуэта с человеческой внешностью стояли внутри. Прибор быстро поднялся и улетел в восточном направлении. Переспресс, 12 октября 1954 года. 9 октября 1954 год. 18 часов 30 минут. Пурный Лашетив. Франция. Четверо детей, Жильбер Кауда. 12 лет. Даниэль Хирш, 9 лет. Жан-Поль Хирш, 5 лет, и Робер Маген, 16 лет. Катались на роликовых коньках, когда увидели светящийся объект около кладбища. Он был круглый, диаметром около 2,5 метра и стоял на трех опорах. Из объекта появился карлик ростом около 1 метра 20 сантиметров, одетый в черное, с лицом, покрытым шерстью и огромными глазами. Он направил на них слепящий свет и произнес несколько слов на незнакомом языке. Дети убежали и вернулись, когда объект был уже высоко в небе. Франца Сойер, 12 октября 1954 года. 9 октября 1954 год. 19 часов 00 минут. Лаву, вьем. Франция. Господин Борой ехал на велосипеде, когда внезапно увидел существо, одетое в скафандр, которое направило на него два световых луча. Он был в сапогах без каблуков, глаза его сильно блестели. Он шел по дороге около минуты, затем свернул в лес. Свидетель был парализован в течение всего происшествия. У существа была волосатая грудь, на которой были два огня, один над другим. Лафи Гоу, 11 октября 1954 года. Перис Пресс, 12 октября 1954 года. 9 октября 1954 год. 20 часов 00 минут. Бриотекст. Тарн. Франция. Техник Жан-Поль Нита и двое других свидетелей возвращались из Тулузы по автотрассе 631, когда увидели двух маленьких существ ростом с 11-летних детей, которые перебежали дорогу примерно в пяти метрах от машины и прыгнули на лужайку. Немедленно остановившись, свидетели увидели большой, вертикально взлетевший диск. Он был оранжевого цвета, около шести метров в диаметре. Говоря литературно, он растворился в воздухе. На месте посадки были коричневые маслянистые пятна. Сата Ауэст, 9 октября 1954 года. Эль Ефи Гоу, Перис Пресс, 13 октября 1954 года. 10 октября 1954 год. Эпуаз, Кот-де-Ор, Франция. Между этой деревней и ту-три топографы Даниэль Гарпен и Франсуа Балатр увидели светящуюся сферу диаметром 3,5 метра, стоявшую около автотрассы 454, Квинси. 10 октября 1954 год. 06 часов 30 минут утра. Шарм Лакот. Мертв и Мозель, Франция. Охранник тюрьмы Экувра ехал на мотоцикле, когда внезапно увидел какой-то объект алюминиевого цвета, имеющий форму тарелки с куполом, на котором были два иллюминатора. Он был около двух метров диаметром и около одного метра высотой. Он незамедлительно улетел. Франция Сойер, 21 октября 1954 года. 10 октября 1954 год. 14 часов 00 минут. Сен-Жермен де Левео. Франция. Профессор математики Бон наблюдал посеребренный диск около семи метров диаметром, который поднялся в тишине примерно в 250 метрах от дороги. Он взлетел на высоту около 800 метров, затем улетел горизонтально с головокружительной скоростью. Франция Сойер, Ле Порезьен, Либерейшн, 14 октября 1954 года. 10 октября 1954 год. С приходом ночи. Сая на Вьенне. Верхняя Вьенна. Франция. Рожа Гаю и его семья видели светящийся объект, пролетевший очень низко над землей. Ле Фигуол, 13 октября 1954 года. 11 октября 1954 год. 01 час 30 минут. Данкур Вилаж. Франция. Фермеры были разбужены сильным свистом и увидели плоский объект, приземлившийся около кустарника. Вскоре он очень быстро поднялся и улетел. Земля была обожжена. Полиция взяла образцы для анализов. Ле Фигуол, 13 октября 1954 года. 11 октября 1954 год. 03 часа 00 минут. Окиньи. Франция. Два человека, ехавшие на мотоцикле, заметили объект в форме колокола высотой около 2,5 метров, который висел в метре от железнодорожной линии Эвреолувье. Нижняя часть его была похожа на кольцо, и он выбрасывал красные и зеленые искры. Когда он поднимался на высоту 10 метров, появился слепящий оранжевый свет. Он оставался неподвижным в течение часа. За это время третий свидетель присоединился к двум первым. Объект засиял сильнее и улетел на восток. Франца Сойер, Ле Фигуол, 14 октября 1954 года. Баптист Журди, ежедневно развозивший молоко, остановился около Шамбон-Фигероль, когда двигатели фары и его машины внезапно перестали работать. Он вышел из машины и увидел над собой свет. После того, как свет пересек дорогу, двигатели фары снова заработали и он вернулся в грузовик. Ле Порезьен, Либерейшн, 14 октября 1954 года. 11 октября 1954 год. 04 часа 20 минут. Ла Канж. Франция. Господин Лабонт ехал по пересечению дорог Ди-14 и Ди-104, когда заметил, что за ним следует нечто вроде светящегося шара с окружностью около двух метров, окруженного пылающим красным светом. Он остановился на расстоянии 25 метров от машины, Элла Урора, 13 октября 1954 года. 11 октября 1954 год. 04 часа 30 минут. Соси. Франция. Около червоточиной господа Галуа и Венерон, ехавшие из Кламеси в Корби не почувствовали какой-то электрический шок, в то время как фары автомобиля погасли. Они увидели примерно в 50 метрах какой-то объект, который стоял на выгоне. Он был цилиндрической формы, достаточно широкий, рядом с ним находились трое существ. Не было видно никакого света за исключением маленькой красной точки. Оба свидетеля были парализованы до самого отлета объекта. Третий свидетель, Гэн Шамо увидел, как светящийся объект пролетел над кустарником червоточины. Ле Порезьен, Либерейшн, 14 октября 1954 года. 11 октября 1954 год. На рассвете. Хюймерсдорф. Франция. Ани Прахт и ее сестра Розелин, как и двое других свидетелей, видели на земле светящийся объект. Он стал пламенеющего красного цвета и улетел, как только они приблизились. Ле Фигуол, 13 октября 1954 года. 11 октября 1954 год. На рассвете. Боке. Франция. Был замечен большой красный объект, пролетевший на небольшой высоте. В это самое время волновался Скотт. Трое свидетелей. Квинси. 11 октября 1954 год. 19 часов 30 минут. Топиньяк. Франция. Около этой деревни из машины вышли трое людей, чтобы рассмотреть красную подвижную сферу в небе. Они обнаружили круглый объект с куполом, диаметром 6 метров, примерно в 200 метрах от них и в 10 метрах от поверхности земли, который излучал красно-желтый свет. Он был неподвижен и бесшумен. Внезапно он переместился на небольшую дистанцию по горизонтали и приземлился за кустарником. Двое свидетелей подошли поближе и увидели четыре маленьких людей ростом около метра, которые что-то делали возле прибора. Они быстро вернулись внутрь, как только свидетели приблизились на 15 метров. Свидетели были ослеплены голубой, затем оранжевой, а после красной вспышками света и объект вертикально улетел с фантастической скоростью. Пиор Санелл. 11 октября 1954 год. 21 час 50 минут. Бирак. Франция. Четверо людей, среди которых были Джулия Жуст, Мария Барба и Марион Летонер из Жернака, видели две светящиеся сферы, пролетевшие в одном и том же направлении. Остановившись в воздухе и поманеврировав, более большая сфера сначала стала красной, затем стала излучать белый свет с красной аурой, и обе приземлились. Свидетели не стали ждать развязки. Квинси. 11 октября 1954 год. 22 часа 00 минут. Монбазин. Франция. Круглый объект диаметром 4 метра приземлился на лужайке. Он выпустил мощный красный свет и взлетел с чудовищной скоростью, когда свидетели, механик Карьер и его сын, фермер Гордель, сапожник Женестр и двое других, приблизились к нему. Господин Гордель получил удар электрическим током. Ле Порезьен, Пэрис Пресс, 14 октября 1954 года. 12 октября 1954 год. 21 час 00 минут. Аршан. Франция. Фермер Бек увидел какой-то объект и пилота маленького роста, который находился внутри. Аппарат проскользнул по дороге около 30 метров, затем быстро взлетел. КРУДЖИС 98 12 октября 1954 год. Вечер. Мон-Люсон. Франция. Господин Ложер, служащий С.Н.С.Ф, увидел на земле металлический прибор в форме торпеды около хранилища жидкого газа. Рядом с ним было существо, покрытое шерстью, издававшее непонятные звуки. Свидетель побежал за друзьями, но за это время объект исчез. Либерейшн Пэрис Пресс, 15 октября 1954 года. 12 октября 1954 год. 22 часа 30 минут. Легивен. Франция. Ремесленник Жан Марти. 42 года, был в своей лавке, когда увидел приземлившийся светящийся диск около 6,5 метра диаметром и 2,5 метра толщиной. Окей хотел приблизиться к нему, но прибор бесшумно взлетел с удивительной скоростью. Либерейшн Пэрис Пресс, 15 октября 1954 года. 12 октября 1954 год. 22 часа 30 минут. Сент-Маре де Эрбле. Франция. Жильбер Лёле, 13 лет, увидел на лужайке фосфорисцирующую сигару, а рядом находился человек в сером костюме, сапогах и серой шапке. Он держал пламенеющую сферу и сказал на французском Жильберу, чтобы тот к ней не прикасался. Он вернулся внутрь аппарата, который взлетел и, выписывая круги, испарился. Крауджис 103. 12 октября 1954 год. 22 часа 45 минут. Дампьер Ле Тилель. Франция. Бизнесмен Виой был на дороге Н-471 между Фрасном и Пантарлия, когда увидел летящий круглый объект, который излучал желтый и фиолетовый свет. Потеряв высоту, он приблизился к Земле и, развернувшись на юго-запад, снова поднялся в небо. Квинси. 12 октября 1954 год. 23 часа 30 минут. Виольмур, Франция. Ночной сторож Рожа Рамон увидел сильный свет и заметил овальный объект, который приземлился в 300 метрах от него. Он был похож на огненный оранжевый шар и освещал виноградники в течение трех часов, затем, приняв вертикальное положение, медленно взлетел, повисел над землей несколько секунд и улетел с фантастической скоростью. Сата-Уэст. 12 октября 1954 года. 13 октября 1954 год. 19 часов 35 минут. Бурасоль, Франция. Господа Оливье и Перано видели красный диск около 4 метров диаметром, а рядом маленькое существо высотой около 1 метра 20 сантиметров, которое было одета в скафандр. У него была очень большая голова, по сравнению с телом, и огромные глаза. Одежда блестела и сияла как стеклянная. Аппарат был окружен каким-то туманным сиянием. Один из людей приблизился на 20 метров и был парализован. Объект поднялся, бросив его на землю, и очень быстро улетел. Liberation Paris Press, 15 октября 1954 года. 14 октября 1954 год. Сен-Амбруа. Франция. Множество свидетелей видели семь маленьких существ, которые убежали в фосфорисцирующий объект, когда к ним попытались приблизиться. Аппарат тут же взлетел. Говорят, что на этом месте были обнаружены неизвестные семена. Лакрой, 16 октября 1954 года. 14 октября 1954 год. 15 часов 30 минут. Левард, Франция. В лесу Иршена горнорабочий Казимир Старовский встретил странное существо маленького роста, у которого был объемистый силуэт, большие овальные глаза и тело, покрытое шерстью. Анэтами-143. 14 октября 1954 год. 18 часов 15 минут, Биот, Франция. Муниципальный служащий Жозе Козело возвращался домой на велосипеде, когда внезапно перед ним на дороге оказался алюминиевый объект овальной формы, диаметром около 5,5 метра и высотой 1 метр. Когда он затормозил, объект взлетел с большой скоростью. Многие люди подтверждают это наблюдение. Диск был серым, увенчан куполом и издавал тихий свист. Он взлетел, когда Козело находился всего в 6 метрах от него. Перис Пресс, Франца Сойер, 17 октября 1954 года. 14 октября 1954 год, Сумерки. Англь. Франция. Фермер увидел блестящий объект, опустившийся почти до самой земли. Когда он хотел к нему приблизиться, тот выставил световой экран и бесшумно исчез. Многие люди из Англии наблюдали эту сцену. Лакрой, 16 октября 1954 года. 14 октября 1954 год, Сумерки. Мираль. Франция. Фермер наблюдал посадку оранжевой сферы. Он приблизился к ней. Он констатировал, что у нее была форма плоского купола диаметром 5,5 метра, который излучал ослепительный свет, рассеивающийся по окрестностям на расстоянии в 200 метров. Сфера была прозрачной и внутри можно было видеть темный силуэт. Пробыв на поверхности земли 10 минут, сфера улетела на север, в то время как какая-то сияющая туча опустилась на то место, которое она занимала. Вернувшись домой, свидетель обнаружил, что его одежда покрыта какой-то белой липкой пленкой, которая была похожа на парафин. Лакрой, 16 октября 1954 года. 14 октября 1954 год, Сумерки. Сен-Жермен-Дюбо. Франция. Господин Лан-Жарет увидел оранжевый светящийся объект, стоявший в поле. Квинси. 14 октября 1954 год. 19 часов 30 минут. Буа-де-Шазюй, Франция. На юге Гиньона господа Жанни и Гарньи видели красный огненный шар, пролетевший на небольшой высоте над их машиной, двигатель который остановился, а фары перестали гореть. Анэтами 130. 14 октября 1954 год. Сумерки. Буа-де-Шазюй. Франция. Господин Андре Канар, ехавший из Гиньона, был ослеплен светом в тот момент, когда над его машиной на небольшой высоте пролетел объект в форме диска. Анэтами 130. 14 октября 1954 год. Сумерки. Сен-Ромен. Франция. Господин Ф. Увидел круглый объект в форме перевернутой тарелки. В тот же момент двигатель его мотоцикла остановился. В том же месте некий инженер наблюдал быстро опускавшийся светящийся объект. Анэтами 130. 14 октября 1954 год. 20 часов 10 минут, Ти-Ей-Луа-Ла-Виль, Франция. На дороге, связывающей этот город с Баве, Генков-Макер видел объект, который пролетел над его машиной. В этот момент фары перестали гореть. Объект улетел на север, предположительно, он следовал за поездом, Пи-Орсенелл. 15 октября 1954 год, Перпиньян, Франция. Демьен Фигер, 60 лет, прогуливался со своими собаками недалеко от пляжа Сен-Асиск, когда в 30 метрах от него приземлилась красная светящаяся сфера, из которого вышло существо, одетое в скафандр. Собаки принялись лаять. Он поднялся на борт аппарата и бесшумно улетел. Переспресс, Франца Сойер, 17 октября 1954 года. Крауджис-120. 15 октября 1954 год, 03 часа 40 минут, Сен-Пьер-Альт, Франция. Некий булочник увидел желтый блестящий аппарат, который быстро опустился и приземлился на железнодорожные пути. Объект имел форму гриба около 4 метров в диаметре и 2 метров в высоту. Ла Крой, 16 октября 1954 года. 15 октября 1954 год, 19 часов 50 минут, Нинкур-Бесак, Франция. На земле был замечен объект в форме желтой сигары со светящимися иллюминаторами. Он был около 30 метров в длину и 6 метров в диаметре. Внутри были замечены силуэты со шлемами на головах. Нечто вроде тумана наблюдалось с обоих концов корабля. Квинси. 15 октября 1954 год, Изберг, Франция. Рабочий металлург наблюдал светящуюся сферу, которая приземлилась на соседнем поле. «Она излучала разноцветный свет», Перис Пресс, Франца Сойер, 21 октября 1954 года. 15 октября 1954 год, Ночь. Фу Сенон, Франция. Водитель грузовика Ринелли Виоль увидел плоский предмет, по форме напоминающий перевернутую тарелку, который очень медленно летел к морю. За ним следовал другой диск на небольшой дистанции. Оба они излучали красное сияние. Лакрой, Франца Сойер, 17 октября 1954 года. 16 октября 1954 год, Тен-Ле-Мутье, Франция. Какой-то объект приземлился в 30 метрах от женщины, которая убежала. После этого события свидетельница страдала кожной болезнью. Чалогна 53. 16 октября 1954 год. Сьё де Ривьер, Франция. Гип Ефурка. 22 года. Возвращавшийся с полей в телеге, был удивлен нервным поведением животного. Через них перелетел серый объект диаметром 1,5 метра. Кобыла поднялась в воздух на высоту 3 метра, и свидетель выпустил поводья, затем животное упало и не было способно шевелиться в течение 10 минут. Наконец она встала и попыталась идти, но вся дрожала от страха. Объект давно уже улетел на большой скорости. Сам свидетель ничего не почувствовал. Пиор Санелл. 16 октября 1954 год. 17 часов 30 минут. Мази, Франция. Генбашилар ехал на грузовичке по дороге Д-52, когда внезапно двигатель остановился и он почувствовал себя парализованным. Тогда он увидел в ближайшем от дороги поле бесшумный коричневый объект, который был около 10 метров в длину и 2,5 в высоту. Он не излучал никакого света и не было видно никаких отверстий, Комбат Лакрой, 20 октября 1954 года. 16 октября 1954 год. С приходом ночи. В Айоле. Франция. Доктор Робер, ехавший через деревню на машине, увидел на высоте около 300 метров четыре медленно летевших объекта. Внезапно один из них упал на землю со звуком, напоминающим шелест сухих листьев, в 10 метрах от свидетеля, который почувствовал электрический удар, в то же время двигатель его машины остановился. Фары погасли, когда объект прикоснулся к земле. Неспособный пошевелиться, доктор Робер увидел силуэт ростом около одного метра 20 сантиметров, который появился в свете объекта, затем все стало черным. Через некоторое время фары снова загорелись и доктор Робер увидел объект, улетающий на восток. Перис Пресс, 19 октября 1954 года. 16 октября 1954 год. 21 час 45 минут. Дампьер, Франция. Господа Дишам и Лаклатр видели объект диаметром около 20 метров и высотой 2 метра, который висел в четырех метрах над землей в течение трех или четырех минут. Он излучал желтый свет, и его окружало сияние диаметром около четырех метров. Пиор Санелл. 16 октября 1954 год. Сен-Сир-Сюрнер, Франция. Многие люди видели объект, стоявший на лужайке. Он казался большим и фосфорисцирующим. Он внезапно улетел. Иль Темпу, Иль Массаджора, 16 и 17 октября 1954 года. 17 октября 1954 год. Сен-Сир-Сюрнер, Франция. Лион Бе, муниципальный советник, видел круглый прибор оранжевого цвета, поднявшийся с земли. Квинси. 17 октября 1954 год. 14 часов 30 минут. Кабассон, Франция. 65-летний мужчина охотился со своей собакой около слияния Дюранса и канала Бриянс, когда на земле, в сорока метрах от себя, он увидел серый объект длиной около четырех метров и высотой один метр. Он был увенчан куполом, из которого вышли два силуэта в шлемах. Свидетель убежал. А его собака кинулась к объекту, но вскоре вернулась. Она с трудом шла. Можно было подумать, что она частично парализована. И Орсенел. 17 октября 1954 год. 20 часов 30 минут. Вареньей, Франция. Множество свидетелей и полицейский Беклер видели подвижную, красную светящуюся полусферу, опускавшуюся на землю в двадцати метрах от них. Под аппаратом были видны красные и белые огни. 18 октября 1954 год. Систерн Ла Форе. Франция. Ш. Ш. Огорыш. Конзот видели в поле овальный объект, увенчанный куполом, который излучал блистающий белый свет. Когда они приблизились, он вертикально взлетел, оставив красноватый след, исчез в северо-восточном направлении. Комбат, Лакрой, 20 октября 1954 года. 18 октября 1954 год. Понел Абеде Арноль, Франция. Руководитель хора Г.Н. Миньо был поражен странным прибором, который вертикально поднимался с земли. Он утверждал, что никогда ему не было так страшно, даже во время войны. Перис Пресс, Лакрой, 20 октября 1954 года. 18 октября 1954 год. 20 часов 40 минут. Фонтине Торси, Франция. Супруги Лерминье заметили красный объект в форме сигары, который направлялся к ним, оставляя за собой красный след. Он приземлился около дороги. Когда они пришли на вершину холма, то оказались лицом к лицу с человеческим существом ростом не более метра. Это создание было в шлеме, и его глаза излучали оранжевый свет. Один из свидетелей потерял сознание. Четверо других людей видели этот летающий объект в других местах. Окрестности были освещены на расстоянии от 2 до 3 километров. Пиор Санел. 18 октября 1954 год. 21 час 00 минут. Райан. Франция. Супруги Лобосьер, в сопровождении других свидетелей видели в небе два диска. Один был оранжевый, другой красный. Их связывало что-то вроде светящегося моста. Они приземлились, из каждого аппарата вышел карлик, и они поменялись местами. После этого пилоты обоих объектов улетели в ослепительные вспышки. Перис Пресс, Франца Сойер, 20 октября 1954 года. 18 октября 1954 год. 22 часа 45 минут. Лак-де-Сен-Пуан. Франция. Мадемуазель в буре заметила блистающий красный свет на дороге N437 около старой фабрики. Рядом со светом находились три существа. Двое из них были карликами, которые пересекли перед ней дорогу. Третий был человек среднего роста. Аппарат поднялся с земли и улетел над озером на огромной скорости, Квинси, Л. Ди. Эл. Н. 97. 20 октября 1954 год, Иссен-Хюэм, Франция. Люсьен Фиш увидел объект, который приземлился около дороги M83. Он был светящимся. Квинси, Пэрис Пресс, 22 октября 1954 года. 20 октября 1954 год. 02 часа 30 минут. Раун Лэтап. Франция. Лазло Южваре, 40 лет, внезапно оказался перед человеком в куртке, сапогах и шлеме как у пилота, который направил в его сторону оружие и сказал что то на непонятном языке. Когда Южваре заговорил с ним по-русски, он ответил на том же языке и спросил, не в Испании ли он или в Италии и на каком расстоянии он от Германии. Когда он спросил, сколько сейчас времени, Южваре ответил, что 2 часа 30 минут. Тогда человек посмотрел на свои часы и сказал, вы лжете, сейчас 4 часа. Затем он захотел узнать, в каком направлении и на каком расстоянии находится Марсель. Он пошел вместе с Южваре по дороге, и они подошли к серому кораблю с антенной на верхушке. Когда Южваре отошел от этого места на 200 метров, он услышал тихий свист и увидел, как объект взлетает и летит по зигзагообразной траектории. Крауджи с 99. 20 октября 1954 год. Фори де Люзини, Франция. Роже Ревей увидел овальный объект длиной 6 метров на небольшой высоте и почувствовал, что от него исходит сильный жар. Объект улетел вертикально на большой скорости. В лесу жара стала невыносимой, и под дождем образовалась плотная туча дыма. Через пятнадцать минут свидетель смог приблизиться к этому месту и обнаружил, что деревья, трава и земля были совершенно сухими. Квинси. 20 октября 1954 год. Сен-Валерий. Франция. Множество неизвестных объектов летали в течение двух часов около этой деревни. Один из них был сияющим и приземлился на пастбище. Также были замечены два объекта на берегу моря, которые, казалось, обмениваются световыми сигналами с остальными светящимися объектами. Пэрис Пресс, 22 октября 1954 года. 20 октября 1954 год. 18 часов 30 минут. Туркинстейн. Франция. Господин Шубриня. 25 лет. Водитель грузовика увидел невдалеке блестающий свет, и вскоре дорогу перегородил странный объект. Двигатель остановился, и он почувствовал себя парализованным. Мои руки словно склеили на лету. Объект был похож на перевернутый колокол. На светящейся верхушке было две точки, желтая и оранжевая. Франция. 23 октября 1954 года. 21 октября 1954 год. Он. Франция. Объект в форме яйца диаметром около 5,5 метров пролетел и приземлился около дороги. Из него вышли двое карликов ростом около 1 метра 25 сантиметров, которые почти сразу же вернулись обратно. Затем аппарат вертикально поднялся, оставив за собой красный свет. Франция. 22 октября 1954 года. 21 октября 1954 год. 20 часов 00 минут. Критей Ла Мадлен. Франция. Двигатель машины, управляемый каменщиком Филона, заглох при приближении большого огненного шара. Ощущались сильные порывы ветра. Аккумулятор не работал, фары погасли. Тщательное полицейское расследование не установило причины этого явления. Франца Сойер. 24 октября 1954 года. 21 октября 1954 год. 21 430 минут. Пузо. Франция. Некий мужчина и его сын. 4 года. Родом из Шарбонья внезапно почувствовали острые покалывания, как при воздействии электрического тока, ребенок заплакал. Боль усиливалась по мере того, как машина продвигалась вперед. Внезапно машина остановилась, и фары погасли. Они были ослеплены сильным красным светом, который переходил в оранжевый. Он исходил из объекта, который висел над дорогой. Как только объект исчез, все пришло в норму. Элла Урора, 22 октября 1954 года. 23 октября 1954 год. Сенуэр де Лож. Франция. Мадам Фу ходила с фермы, когда заметила в небе светящийся диск. Она позвала свою семью. Когда они увидели, что объект приближается к ним, свидетели закрыли все двери. Они провели ночь без сна, но не заметили, как объект улетал. Франца Сойер, 26 октября 1954 года. 24 октября 1954 год. 17 часов 30 минут. Лего. Франция. Ребенок увидел человека, выходящего из странного объекта. Его одежда была красной и как будто железной. Он шел на прямых ногах. У него были длинные волосы и покрытые шерстью лицо. Глаза были большими, как у коровы. И Орсенел. 24 октября 1954 год. 21 час 00 минут. Биаза, Франция. Между этой деревней и деревней Эфии на дороге, ведущей из Квермона в Виши, двигатель мотоцикла заглох в тот момент, когда с обочины дороги поднялся объект в форме яйца и бесшумно взлетев оставил после себя светящийся след. Пи Орсенел. 25 октября 1954 год. Племе. Франция. А. Треса и его друг были почти ослеплены светящимся диском, который приземлился на лужайке. Пи Орсенел. 25 октября 1954 год. 18 часов 30 минут. Арей и Ан. Франция. Муниципальный советник Г. Мэй. 30 лет. Заметил фосфорисцирующий аппарат, похожий на инкубатор. Он был около двух метров в диаметре и одного метра высотой. Он вертикально поднялся с дороги, оставив за собой светящийся след. Франца Сойер. 27 октября 1954 год. 26 октября 1954 год. 06 часов 00 минут. Ангулем. Франция. Винсен Казамайо и его жена увидели большой аппарат в форме котла размером с грузовик, около 7 метров, в 50 метрах от себя. Это было на дороге в 18 километрах от Ангулема в направлении Парижа. Он бесшумно поднялся, оставив за собой белый след. Ле Паризьем, 28 октября 1954 года. 26 октября 1954 год. Вечер. Ла Мадьер. Франция. Эме Бусар. 47 лет. Фермер внезапно оказался перед существом среднего роста. 1 метр 60 сантиметров. Одетым в какой-то комбинезон с двумя бледно-зелеными фонарями по сторонам от шлема. Это существо направило на него луч из двух голубых фонарей, и он был отброшен назад. Никакого аппарата замечено не было. Ле Паризьем, 28 октября 1954 года. 26 октября 1954 год. 20 часов 30 минут. Ле Метери. Франция. В этом месте, расположенном около Сен-Кирин, Мадам Луи и ее сыновья Ивон и Марк наблюдали оранжевый аппарат диаметром 6 метров и высотой 3 метра, который пролетел над ними. В этот момент заглох двигатель трактора. Фары погасли, а аккумулятор после осмотра оказался разреженным. Пиор Сан-Эл. 26 октября 1954 год. 21 час 30 минут. Хьюитивен. Франция. Мадам Спинни и другой свидетель видели объект, пролетевший на запад и приземлившийся где-то через километр. Пиор Сан-Эл. 27 октября 1954 год. Линдзя. Франция. Некий коммерсант и его служащий почувствовали удар электрическим током, когда сильно блестящий объект, пролетевший на небольшой высоте, остановил их машину и погасил фары. Пиор Сан-Эл. Пиор Сан-Эл. Пиор Сан-Эл. Франция. Фермер Жильбер Хьюэ собирал плоды, когда внезапно увидел вытянутый объект с огнями с каждого конца. Он стоял в поле. Фермер не решился исследовать его поближе, но видел коров, собравшихся вокруг аппарата. Через минуту огни погасли, и свидетель вернулся домой. Через два часа господин Ширадом упал со своего мотоцикла, который внезапно остановился на месте. Он позвал соседей, которые снова увидели аппарат. Он передвигался очень легко, и были видны двое пилотов. Ростом они были около одного метра, шли на прямых ногах, и их одежда была похожа на сверкающие доспехи. Внезапно они испарились, и аппарат бесшумно улетел. Пиор Сан-Эл. 27 октября 1954 год. 20 часов 30 минут. Мусиль, Франция. Школьник и директор школы заметили объект на земле. Обнаружены треугольные следы. Франца Сойер, 30 октября 1954 года. 27 октября 1954 год. 23 часа 15 минут. Ойо Плаж. Франция. Секретарь мэрии наблюдал в течение 15 минут блестящий светящийся объект на дороге М-40. Он был похож на сигару и летел, следуя всем искривлениям дороги, на небольшой высоте. Внезапно он исчез. Пиор Сан-Эл. 29 октября 1954 год. 07 часов 45 минут. Мёпль, Франция. Плачущий ребенок, 14 лет, искал убежище на ферме Мадам Жанти, утверждая, что его преследует летающая тарелка. Красный с фиолетовым диск, в три раза больше солнца, вращавшийся вокруг своей оси с огромной скоростью, был замечен при приближении к земле, затем он исчез. Расследование местной полиции. Пиор Сан-Эл. 31 октября 1954 год. Коромпе. Франция. Около деревни Лонь-Пе. Пите, его служащий Тио и коммерсант Пике заметили на земле овальный объект. Когда он поднялся, огни трактора погасли. Он был около 4,5 метра в длину и излучал блистающий свет, похожий на огонь горелки. Он сделал полуразворот и улетел на юго-запад. Он издавал шум, похожий на шум пчелиного улья. Пиор Сан-Эл. 5 ноября 1954 год. 10 часов 10 минут. Ларо Шан-Бринни. Франция. Раймон Р. Увидел аппарат, который шумел как большой трансформатор, излучал оранжевый свет. Он стоял на пастбище. В стороне были трое человек в темных комбинезонах. Один держал нечто вроде ящика, который спускал луч света длиной 3 метра. Двое остальных держали предметы, похожие на оружие. Один свидетель почувствовал покалывание на лице и убежал. Есть четыре фотографии происшествия. Следы. Белая субстанция и круг диаметром 3 метра, где земля имеет вид пепла. Пиор Сан-Эл. 8 ноября 1954 год. Сумерки. Лати Суаль. Франция. Андре Шаю почувствовал покалывание в пальцах, несмотря на перчатки, когда голубой диск опустился рядом с его мопедом, который тут же перестал работать. Он был не способен пошевелиться и даже произнести хоть слово в течение многих минут. Пришел в себя, когда голубой свет погас, и направился к нему, когда тот снова появился в двухстах метрах от этого места. Он увидел объект, колокол высотой 5,5 метров, который поднялся с легким свистом, а затем улетел на север. Хомбат Пэрис Пресс, 23 ноября 1954 года. 13 ноября 1954 год. Около местного аэропорта Ген-Давриль видел предмет, похожий на круглую хижину, в трехстах метрах от себя. Он бесшумно улетел. Пиор Сан-Эл. 13 ноября 1954 год. Бюше, Франция. На пересечении дорог Н-28 и Н-319 ГНР. Эл. Из Руана увидел светящийся взлетающий прибор. Он почувствовал покалывание и был парализован. Но двигатель его машины не заглох. Квинси. 1 декабря 1954 год. 04 часа 30 минут. Басу. Франция. Некий гражданин, 37 лет, увидел овальный свет, освещавший окрестности. После некоторых маневров и вращений на небольшой высоте он приземлился в одном километре от свидетеля, затем улетел в восточном направлении. Пиор Сан-Эл. 17 декабря 1954 год. 17 часов 00 минут. Берсайен, Франция. Столлер из Полини увидел на дороге сильно блестевший объект и сначала подумал, что это была американская машина с включенными фарами, но вскоре заметил, что свет исходил от темного аппарата примерно в 80 метрах от него. Свет становился все более блестящим, и свидетель почувствовал такую волну жара, что думал, что умрет. Наконец свет удалился. Пиор Сан-Эл. 29 декабря 1954 год. 21 час 00 минут. Бру, Франция. Господин Гамбо увидел красный овальный объект в 50 метрах от себя. Когда он попытался приблизиться, то понял, что он как будто парализован. Когда паралич прошел, он побежал за своими братьями, и они вместе вернулись к аппарату, который к тому времени стал белым, а затем опять красным. Он поднялся и полетел на восток. На земле он оставался по меньшей мере 15 минут. Были обнаружены странные следы, как если бы земля была перерыта. Маленькие деревья на берегу реки были повреждены, как если бы их срезали ножом. Сата-Уэст. 31 декабря 1954 года. 31 мая 1955 год. 11 часов 10 минут. Пюи Сен-Бюльньо. Франция. Б. Коланж. 74 года. Фермер пас своих коров тихим ясным утром, когда внезапно в восточном направлении в трех метрах от себя заметил круглый вертикальный объект. Он был приблизительно 1 метр 10 сантиметров диаметром, белый, сильно светящийся, но не слепящий. Из диска радиально расходились множество разноцветных нитей, длина которых варьировалась от 0,5 до 2 метров. Объект взлетел над оградой и потерялся из виду за кустарником. О. Ю. Р. Эй. Н. О. С. МН 14, 15 и 22. 18 июля 1955 год. 03 часа 00 минут. Аэродром Плесье около Обелила. Франция. Господин Мопен и другие свидетели на аэродроме были ослеплены светом, исходящим из объекта в форме диска, который находился на расстоянии 150 метров от них. Он оставлял после себя оранжевое сияние. Бесшумный, медленно парящий, он висел рядом с метеорологической станцией, невысоко от земли, но не приземлялся. Он улетел в направлении северо-запада. Охотник из Марий Кабер, Ген Роль, заметил объект на полчаса раньше. Он прилетел со стороны Амьена. Пиор Санелл. 1 августа 1955 год. Ночь. Салон, около Орля. Франция. Двое людей в машине видели светящийся объект, летевший в их направлении в 30 метрах над дорогой. Диск диаметром 12 метров развернулся вокруг машины и бесшумно улетел. Свидетели были туристами, которые немедленно обратились в полицию в Орле. Фрэнк Твайрар, 3 августа 1955 года. 5 августа 1955 год. 14 часов 30 минут. Бюзансе, Орденны, Франция. Господа Казен и Майи видели пять непонятных объектов в форме дисков, которые опускались, а затем снова поднимались на большой скорости. Один из них летал под другими, потом, кажется, два диска приземлились в 300 метрах, около немецкого кладбища. Другие с головокружительной скоростью исчезли на юге. Пиор Санел. 16 сентября 1955 год. 18 часов 00 минут. Буассеж, Франция. Молодой пастух услышал свист, когда казалось темная масса упала с неба. Как будто это ветер скинул ее на землю. Объект был похож на машину с отверстием, где виднелась лестница. Там были два пилота. У одного из них было красное лицо, лысая голова и очень маленькие зубы. Круглый аппарат был около 3,5 метра в диаметре и 2 метра в высоту. Его освещение было похоже на неоновое. Пилоты собрали несколько растений и улетели в северо-западном направлении. Пиор Санел. 8 апреля 1956 год. 23 часа 45 минут. Эльбёв, Франция. Около Экзору двое братьев, 18 и 20 лет, увидели опускающийся к ним красный шар, который пролетел на набольшей высоте над ними. Он улетел с фантастической скоростью. В других местах трое свидетелей, отдельно друг от друга, заявили о том же самом факте. Объект был диском около 7,5 метров диаметром, с красным куполом и крылышками в нижней части, которые вращались. Объект светился желто-оранжевым светом. Пиор Санел. 14 апреля 1957 год. 15 часов 00 минут. Венсюр Караме, Франция. На пересечении двух дорог две женщины, мадам Гарсен и мадам Раме, внезапно услышали шум и увидели позади себя аппарат в форме улы высотой и шириной 1 метр, который почти касался земли. Внезапно он совершил прыжок и снова приземлился. У него были антенны. Шум присходил не от самого аппарата, а от дорожного знака, который вибрировал поблизости. Чалагне, 14. О. Ю. Р. Эй. Н. О. С. Н. 21. 22 апреля 1957 год. 13 часов 00 минут. Палалда, Франция. Супруги Феремен-Басон услышали необычный шум и увидели огненный вихрь, летевший в 10-15 метрах от поверхности земли и спускавшийся к винограднику. Он был красный с голубым, вращался с фантастической скоростью вокруг своей оси и медленно летел. В течение пяти минут он висел над плантациями винограда, который сильно раскачивался, затем с глухим шумом полетел на юг, снова завис и удалился в направлении юго-запада. Он был около пяти метров диаметром. О. Ю. Р. Эй. Н. О. С. Н. 21. 10 мая 1957 год. 22 часа 50 минут. Бакур-Сюран-Крю. Франция. Один венгерский беженец, Мишель Фикет, ехал на велосипеде, когда увидел объект, висящий в тридцати сантиметрах от земли, а рядом четверых маленьких людей. На этом месте полиция обнаружила следы, похожие на лаву. Шесть других свидетелей подтвердили это явление, и среди них господа Иклев и Лепоя их супруги. Объект светился, пульсировал красным и голубым цветом, и период свечения красным был длиннее. Когда он был белым, он казался ослепительнее прожектора. Объект находился в пятидесяти метрах от группы свидетелей. Рост пилотов был около одного метра тридцать сантиметров, тела их были серо-бежевые. У них были ненормально большие черные головы, и они раскачивались при ходьбе. Объект улетел, когда прибыла какая-то машина, Норт Матан, Лебетей, Норт и Клавайр, 12 мая 1957 года. 11 октября 1957 год. 20 часов 00 минут. Рулон. Франция. Двое свидетелей видели из машины нечто, что они описали как темный и прозрачный шар около 50 сантиметров в диаметре, который поднялся с обочины дороги. Он оставлял за собой какие-то следы. Быри, 12 октября 1957 года. 31 октября 1957 год. 00 час. 00 минут. Лангшомо. Франция. Какой-то бизнесмен и его жена видели большой освещенный объект с отверстиями, который планировал почти что на уровне земли. Он улетел бесшумно на большой скорости с сильным световым выбросом. Пиор Санел. 25 ноября 1957 год. 14 часов 30 минут. Южин. Франция. Два инженера ехали неподалеку от поворота на Фаверж, когда на уровне земли увидели объект сферической формы, который делал зигзаги на дороге. Они остановились и были удивлены, когда объект просто исчез, не оставив никаких следов. Пиор Санел. 1 сентября 1958 год. 21 час 30 минут. Лаваль. Франция. За 11 километров до Лавали некий бизнесмен, ехавший из Парижа, внезапно увидел неподвижный объект в 10 метрах над землей и в 150 метрах слева от дороги. У него была форма двух колоколов с общим основанием, в средней части находился ряд отверстий, что-то около десятая. Он был около 20 метров в ширину, казалось металлический, и из него исходил красный свет, сравнимый со светофором, который был виден через отверстия. У свидетеля нашлось время остановиться и осветить объект светом фар, чтобы получше его рассмотреть. В течение всего наблюдения можно было слышать свист, похожий на звук реактивного двигателя. Объект очень медленно поднялся и мгновенно скрылся из виду. Квест Франца, 4 сентября 1958 года. 20 декабря 1958 год. 16 часов 00 минут. Клермон Ферран. Франция. Был замечен диск диаметром 20 метров, который наносил вред посевам. Квинси. 13 ноября 1960 год. 02 часа 45 минут. Ла Лонд, Франция. Рени Карбанье. 48 лет. Был разбужен зеленым светом, который освещал его комнату. Он подошел к окну и увидел в 300 метрах от себя круглый блестящий объект диаметром 6 метров, стоявший на трех опорах на железнодорожных путях. Он излучал оранжевое сияние. Купол на вершине объекта начал вращаться, опоры исчезли, и аппарат бесшумно взлетел над деревьями. Меньше чем через 20 секунд он преодолел холм и скрылся в юго-западном направлении. На следующий день свидетель пришел на холм, но не нашел никаких следов. Однако его собака отказалась приближаться к этому месту и убежала. Лэм Мэйн Либер, Пэрис Жур, F. С. Р. 61-2. Л. Д. Л. Н. 57. 9 декабря 1960 год, 20 часов 30 минут, Кариньян, Франция. Собака лаяла на блестящий объект, стоявший в парке. Трое свидетелей видели его в различных местах. Это был овальный светящийся предмет 4 метра диаметром, и внутри можно было видеть большие тени. Он улетел в северном направлении. На месте посадки был обнаружен круг пожелтевшей травы. О. Ю. Р. Эй. Н. О. С. Н. 27. 22 января 1961 год. 18 часов 30 минут. С. С. Казини, Франция. Профессор электроники из университета Бордо и трое преподавателей наблюдали вытянутый светящийся оранжевым светом объект. Было отмечено влияние на систему зажигания машины. Один из свидетелей почувствовал легкое недомогание и услышал слово «Земо», повторенное два раза. О. Ю. Р. Эй. Н. О. С. Н. 26. 25 августа 1961 год. Тулуза. Франция. Пять человек видели светящуюся желтую сферу диаметром 8 метров, летевшую где-то в десяти метрах над дорогой. Горизонтальные полосы и более темные вертикальные создавали впечатление окон. Объект быстро поднялся, когда машина достигла города L. D. L. N. Ноябрь 1962 год. Вечер. Вар. Франция. Владелец гаража ехал на машине под проливным дождем, когда внезапно увидел группу людей в восьмидесяти метрах от себя, двигающихся какими-то прыжками. Он затормозил и отметил, что они были смешны и похожи на птиц. В то время как люди направлялись к машине, он проехал среди них и увидел, как те повернули к светящемуся голубым светом объекту, который висел над полем. Они спешили к нему будто бы задыхались. Перед отлетом объекта был слышен глухой шум. F. S. R. 68-6. 15 мая 1963 год. Ивраг Майя. Франция. Супруги D. из Каринана увидели слева от дороги объект на земле, когда ехали между Бержераком и Бордо, на пересечении с дорогой на Евраг, за 2,5 км от Майя. Они остановились посмотреть на него. Тогда объект последовал за ними и сопровождал машину некоторое время. L. D. L. N. 71. 1 июля 1965 год. 05 часов 00 минут. Валенсорь, Франция. Фермер Моррис Масс, 41 год, услышал странный шум и увидел объект в форме яйца в 30 метрах от себя в лавандовом поле. Прибор стоял на центральной опоре и шести ногах, он был около пяти метров длиной, и у него была дверь, через которую можно было видеть два сидения, стоящие спинками друг к другу. Около аппарата было два карлика ростом с восьми летних детей, у которых были головы и глаза обычных людей, тонкие пятипалые руки, но без волос. А они, казалось, удивились, заметив его, и прервали свое изучение растительности, чтобы направить в его сторону какой-то предмет, что вызвало у свидетеля потерю способности свободно двигаться. Они разговаривали при помощи резких звуков, похожих на бульканье. Прибор взлетел и растворился. Остались следы, F. S. R. 65-5. Маганья. 29 июля 1965 год. 23 часа 00 минут. Грузии. Франция. Ален Бресоль наблюдал большой объект в форме диска в поле около Монсе Промлеба. Он летел с большой скоростью в южном направлении. Официальное сообщение. Найс Матан, 3 августа 1965 года. L. D. L. N. 78. 16 января 1966 год. 04 часа 00 минут. Балазек. Франция. По дороге из Морлов-Калак ехал на своей машине Эжен-Кокий, 23 года, когда увидел что-то похожее на свет фар в поле. Вскоре он заметил объект, пролетевший над его машиной и приземлившийся с другой стороны дороги. Объект был квадратным с четырьмя вертикальными огнями, похожими на лампы. Свидетель уехал и не видел, как он улетал, Пиорсенелл, сообщение из Тулузы, 19 января 1966 года. 26 марта 1966 год. 13 часов 30 минут. Атинь Йовель, Франция. Жан Вуалкин, 54 года, увидел странное колесо, вращающееся вокруг своей оси, в 15 метрах от него. Оно передвигалось со скоростью около 30 км в час и составляло примерно 80 см в диаметре и 25 см толщиной. Колесо удалилось и исчезло, L, D, L, N, 83, G, P, P, A. Восьмое. 18 июня 1966 год. 03 часа 45 минут. Бар Сюрлу, Франция. Мэр Барналу, Ген Леон Барбье увидел большой круглый объект с желтыми и зелеными огнями, который стоял на вершине холма, L, D, L, N, 89. 18 июня 1966 год. 04 часа 00 минут. Ле Руре, Франция. Водитель грузовика Дюбиле увидел объект в форме диска над Руре. Он оставался неподвижным около пяти минут, затем исчез. Огни переходили из красного в голубовато-зеленый, L, D, L, N, 84, Эспавайр Денайс, 18 июня 1966 года. 17 июля 1966 год. 03 часа 45 минут. Ребу Йон, Франция. Ген Ринетт Кёбер и двое других людей возвращались из Драгинана на машине, когда увидели серый овальный объект длиной пять метров, который неподвижно висел на небольшой высоте в трехстах метрах от них. Они заметили множество отверстий, похожих на иллюминаторы. Прибор испускал светящиеся лучи. В окрестностях лаяли все собаки, G, P, P, A. Сентябрь 1966 год. 28 июля 1966 год. Вечер. Монсаро, Франция. Фотограф Лакост и его жена увидели красный светящийся объект, который пересек небо. Он, казалось, коснулся земли, затем завис в воздухе и исчез. На следующий день в пшеничном поле был обнаружен круг полегшей пшеницы диаметром три метра. Это место было покрыто маслянистой субстанцией. Le Figou, 3 августа 1966 года. Magania. 17 января 1967 год. 18 часов 45 минут. Ramier, Франция. Женщина, возвращавшаяся домой, увидела луч света шириной около метра, который двигался по земле в ее направлении. Этот луч исходил из белого круглого объекта, который включил свое основное освещение. Перед тем, как объект улетел, она заметила на нем красные пятна света. Другой свидетель видел то же самое явление в другой местности, Шамбон-на-Леноне. С расстояния в два километра, L. D. L. N. 87. 9 мая 1967 год. Марлиен, Франция. В поле, принадлежащем мэру, Г. N. Майя обнаружил странные ямки и голубой порошок в каких-то радиальных углублениях. Казалось, на этом месте стояла гигантская масса. Радиоактивности не обнаружено. Франца Сойер, Ле Парезьен, 2 мая 1967 года. 22 мая 1967 год. Вечер. Эйвиле, Франция. Учитель Тирот, 45 лет, увидел сияние, а затем объект в форме перевернутой тарелки, излучающей зелено-голубой свет. Он пролетел примерно в 20 метрах от его машины. Объект летел со скоростью около 40 км в час, L. D. L. N. 94. 24. 24 мая 1967 год. 23 часа 00 минут. Арбон, Франция. Риме Деневиле и его семья увидели белый свет на краю дороги, но он исчез, когда они приблизились на 150 метров к этому месту. Через несколько минут они в течение некоторого времени наблюдали за удалявшейся светящейся сферой, L. D. L. N. 95. Франца Сойер, 20 июля 1967 года. 17 июля 1967 год. 16 часов 1967 года. Арксусикон, Франция. Дети были напуганы четыре маленькими созданиями, одетыми в черное, ростом около одного метра, которые быстро направились к кустам. У них была темная кожа, большие глаза, и говорили они на странном музыкальном языке, L. D. L. N. 95. Франца Сойер, 20 июля 1967 года. 24 июля 1967 год. 22 часа 00 минут. Марий, Франция. Между Марий и Сент-Эрмин Даниэль Банифи и его семья видели красный диск размером с дом, упавший с высоты 300 метров за их холм. Они видели темные силуэты на поверхности аппарата, а когда удалялись на своей машине, лес, казалось, вспыхнул. G. I. I. A. Декабрь 1968 год. 29 августа 1967 год. 10 часов 30 минут. Фюсак. Франция. Двое детей видели сферу диаметром два метра и четырех маленьких девалов. Один из них согнулся над каким-то предметом на земле, другой держал инструмент, похожий на зеркало. Они висели и летали вокруг сферы, и когда она поднялась с тихим свистом, залетели внутрь. Появился запах серы, и объект улетел. F. S. R. L. D. L. N. 90. 31 июля 1968 год. 09 часов 00 минут. Плен де Кафр, Иль де Ла Реунион. Люси Фонтен. 31 год. Фермер, был на прогалине, когда внезапно в 25 метрах от себя заметил овальный объект примерно в 5 метрах над землей. У него был светлый центр, темно-голубые концы, два выступа сверху и снизу, диаметром он был около 5 метров, а высотой около 2,5 метра. Внутри были два существа ростом около 90 сантиметров, одетые в комбинезоны. Сильная вспышка и теплый воздушный поток сопровождали момент отбытия аппарата. Л. Д. Л. Н. 96. 2 ноября 1968 год. 03 часа 55 минут. Франция. Во время урагана врач был разбужен плачем сына, 14 месяцев. Он увидел на улице два светящихся объекта и наблюдал, как они приближаются друг к другу приблизительно в 180 метрах от дома. Светящийся луч был направлен на него в течение нескольких секунд, в то время пока объект был наклонен, затем все исчезло во вспышке света, оставив после себя тучу, которая тихо растаяла. Позже были зарегистрированы длительные кошмары и различные физиологические явления. Углубленное изучение этого случая продолжается на момент составления списка. Эй, Мишель. 22 ноября 1968 год. 21 час 00 минут. Флори де Оде, Франция. Около 12 человек видели объект, похожий на чечевицу, окруженный голубым светом и производящий шум, напоминающий шум реактивного двигателя. Он излучал свет и быстро приземлился в поле, а потом внезапно улетел и потерялся из виду за горизонтом. Франсо Сойер. 24 ноября 1968 года. Документ «Век приземлений», обширную часть которого мы вам здесь представили, появился в издании «Огни» в ночи 43 ле Шамбон на Линьоне. Перевод был выполнен. Мадам Тай, Мадемуазель Алагием и Фасё, господами Акне, Беланжа, Берло, Берри, Бёс, Блангарин, Буатар, Банифон, Боск, Буйо, Бруар, Карьё, Кас, Сёза, Шосейн, Кладель, Деримон, Де Лори, Дёме, Донантёй, Дерансар, Дерос, Дуар, Дюшесн, Феррари, Фуан, Гардра, Гёррито, Геншан, Ларкуль, Моро, Папи, Пот, Рене, Руайо, Савина, Вебер, Вейсвеллер. Библиография. 1. Периодика. A. P. R. O. Eriel Phenomenal Research Organization, 3910. Klainbelle Rd. Tucson, Arizona. O. F. S. R. P. O. Boxe 170 Street. James, Sydney 2001, Australia. Mi. U. F. O. R. A. British U. F. O. Research Association. M. Holt. Claremont Rd. Clagate. Seore. C. O. D. O. 5. N. 1. Comission Observadora de Abjetos Volantes No Identificados, Casillo de Carreo 1560, Buenos Aires, Argentina. F. S. Flying Saucers. London VK2. G. P. P. A. Groupman d et adept des Phenomenes Arians, 69, Rue de la Tombeau-Savare, Paris 14. Invest. U. F. O. Investigator Publication of N. 1. C. A. P. L. D. L. N. La Mairos Dan Lanuit, Le Pins 43 Le Chambon Sur Le Gnon, Francaa. N. 1. C. A. P. National Investigations Committee on Aerial Phenomeno 1536 Connecticut AVNV Washington D. C. 2036. Gribble. Z. N 1. 1. С. Эй. П. Репорта. Роберт Гриббл 5108 Соус Финдли, Стрит. Сиэтл 18, State of Washington. О. Ю. Р. Эй. Н. О. С. М. Марк Твайрауин 51, Рю де Салпас 26, Вейланс, Франца. С. С. Ньюс П. О. Вокс 163 Фотли. Нью-Джорзи. С. Б. П. С. В. Пять. С. 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 Вокс 21. 007 Хендерсон N. З. С. 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 СОСОСС. Спейс энд Сайенс М. Деплантар 17 Шетланд Стрит, Вилла УДВ. Антериоу, Кеннада. Натчричтен Ю. Ф. Оу. Натчричтен 62 Бисбаден Щаерстен. Миланстрасса 5. Джорманя. 2. Книги. Фот, The Book of Charles Fott, Houghty 1941. Roundup The F. S. R. World Roundup of U. F. O. Sightings, Citadel 1958. Anatomy, Valley. Anatomy of A Phenomenon. Regnei 1965. Challenge, Valley. Challenge to Science. Regnei 1966. Giu, Giu Les, V. 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 N. Diu Nottermund, Fleuwe Noir 1954. Evidence Hall, U. F. O. Evidence, N. 1. C. A. P. 1964. Лор. 1. Lorenzen, The Great F. S. Hawks, Private 1962. Лор. 2. Lorenzen, F. S. Occupants, Signed Paperback, 1968. Лор. 3. Lorenzen, U. F. O. Over the Americas, Signed Paperback, 1968. Homanoids, Special Issue of F. S. R. for October 1966. K.H. U. S. K.H. U. S. K.H. Z. F. S. Conspiracy, Hull 1955. K.H. S. D. K.H. F. S. Top Secret, Hull 1959. Вилкинс A. Вилкинс, F. S. On The Attack, Citadel 1954. Вилкинс U. Вилкинс, F. S. Uncensored, Pyramid Paperback 1967. Эдвардс, F. S. Serious Business. Вентам Paperback 1966. Баркер, The Innew Too Much About F. S. University, 1956. Байнда, What We Really Know About F. S. Fight Paperback 1968. Constance, The Inexpleasible Sky, Citadel 1956. Мишель F. S. And The Straight Line Mystery. Criterion 1958. Крыл Джис, Ли Эпэишнс Д. Мартаэнс. Фуярд 1964. План Тайр, Ла Продакшн Дэсэс. 5. Мэйн 1954. Сэндосон, Uninvited Visitors, Каулс, 1967. Парега, Соуноу Экстратеррестрии, ETC. 1958. Кандан, Scientific Study of U. F. O. S. Бентам Paperback 1969. Раппелт. Репорт он U. F. O. S. Ace Paperback 1969. Стюарт, U. F. O. Ворнинг. Соотношение метрических единиц. 1 дюйм равно 2 сантиметра 5 миллиметров. 1 фут равно 12 дюймов равно 0,3480 сто тысячных метра. 1 гярд равно 0,9144 десятитысячных метра. 1 мили Морск. Равно 1,85 километра. 1 мили США равно 1,61 километра.